Я предлагаю вам субъективную работу, но работу, которая, тем не менее, изо всех сил борется с объективностью. Евгений Минковский Вы нормальны. Да-да, именно вы, дорогой читатель, открывший первые страницы этой книги, абсолютно нормальный человек. Думать иначе и означает все глубже и глубже погружаться в пучину безумия. Повторение этой фразы, приходящим ко мне людям, стало в последние годы моей основной функцией. Правда, далеко не все мои пациенты, а уж тем более родители юных пациентов, рады услышать слова про собственную нормальность. Мы живем в культуре, где единственным оправданием наших жизненных ошибок, неверных поступков и, в первую очередь, нашего бездействия является понятие «болезнь». Слишком часто и слишком многим людям в наши дни болезнь, и особенно болезнь психическая, приносит условную выгоду. Она выгодна, например, молодым людям, поскольку позволяет им сидеть на шее родителей, не работая и не получая образования. Но она выгодна и их родителям, поскольку оправдывает фиаско их представлений о воспитании детей. В современной отечественной психиатрии сложилась ситуация, в которой врач-психиатр находит психическую болезнь у любого первично обратившегося к нему пациента. Врачу это тоже выгодно. Поэтому сегодня будущему пациенту нужно представлять, с какими взглядами он столкнется на приеме у психиатра. Нужно самому научиться разбираться, что нормально в мыслях о поведении человека, а что нет. Мы надеемся, что в этом вам поможет книга о психиатрии для ее пациентов. Тот, кто контролирует лексику, контролирует социальную реальность. Эрозия наших свобод не тайна. Она, главным образом, результат слияния медицины с государством, слияние усилиющего зависимость людей от власти фармоиндустрии и психиатрического контроля, поощряемого необоснованно широким определением терминов «болезнь и лечение». Томас Сасс. Человек, впервые обращающийся за психиатрической помощью, надеется, что психиатр его поймет. Начинающий пациент думает, что психиатр объяснит те переживания, которые мы не можем разъяснить сами себе. Врач вообще понимающая боль и помогающая профессия, а само слово «психиатрия» переводится как «терапия души». Помните, в психиатрии ваши надежды на понимание не могут оправдаться. Видеть вашу индивидуальность, понимать вас по-человечески врачу запрещено. Психологизация мешает постановке диагноза. На месте человека врач должен видеть лишь эндогенный психоз. Или само словосочетание «эндогенный психоз» – у нас синоним понятия «шизофрения» – позволяет не замечать никаких других человеческих проблем. Вот строки из письма одной из моих пациенток. Самым тяжелым переживанием в психиатрической больнице была невозможность оправдаться. Объясни свои действия, свое поведение. Что ни говори, слушать тебя не станут. А если ты с трудом добьешься разговора, то скажут только одно – это болезнь. С утра врач заглянет в палату и убежит. Если врачи и проходят по коридору, то прячут глаза, чтобы никто с ними не заговорил. Если ты обратился за помощью, значит ты больной. Когда в 17 лет я жаловалась на тяжелую переносимость лекарств, врач мне сказала – чем дальше с возрастом, тем тяжелее будет лечение. А мне препараты сковывали мышцы так, что было очень трудно есть. Сжимание и разжимание челюсти, глотание надо было осуществлять усилием воли. Мучительно еще невозможность побыть одной. Дверей у кабинок в туалете нет. Человека истоптать, и изломать – намеренная цель, чтобы управлять им. Чтобы психи слушались беспрекословно. Весь персонал настроен на это. И с негласного разрешения врачей, по-видимому. Конечно, это письмо не единственное. Во время работы на Радио России я получил много подобных писем. Но в этом письме кратко и четко перечислены те обстоятельства, с которыми, к сожалению, в той или иной степени придется столкнуться каждому человеку, впервые попавшему в психиатрический стационар. В платных клиниках условия могут быть получше, да и современные препараты меньше сковывают мышцы, больше сковывают душу. Однако с главным, с невозможностью оправдаться, дела обстоят точно так же. Если ты попал в псих в больницу, значит ты больной. И больше не можешь пользоваться в общественных отношениях правами нормального человека. Все, что ты говоришь, является тем или иным вариантом бреда. И слушать тебя нет смысла. Тебя нужно лечить, сковывая твое тело, эмоции и разум. Внимание врача, сидящего перед вами, обучено искать в вас патологию и только патологию. Обстоятельства вашей жизни, ваши мысли и мнения, как и способы вашего эмоционального реагирования, интересуют врача лишь постольку, поскольку они могут являться факторами, провоцирующими начало психического заболевания. Задача врача любой ценой найти черную кошку шизофрении в темной комнате, даже если ее там нет. В юриспруденции такой взгляд на человека называется презумпция невиновности. Он послужил основой сталинских политических процессов 30-х годов прошлого века. Чуть позже тот же принцип стал основой лечения диссидентов в СССР. Эта преемственность, выдающая психиатрию, легко доказуема. В нашей стране она была и остается не медицинской, но и идеологической специальностью. То есть специальностью, требующей от людей единообразия идей и поведения. Я для себя называю этот процесс презумпцией ненормальности. Как же подобное стало возможным? Секретная наука. На сегодняшний день в отечественной психиатрии фактически остался только один диагноз – шизофрения. Это элементарная истина, которую в дисциплине с гордостью относящей себя к медицинской науке принято скрывать. Эзотерическая истина единого психоза стала чем-то вроде тайной идеологической доктрины, доступной лишь элите избранных, носящих гордое звание психиатр. Простая мысль о том, что все разнообразие психологических проблем человека можно свести к одной болезни на зоологической форме, окончательно приобрела статус секретный после появления МКБ-10 – международная классификация болезни 10-го пересмотра, ставшей общепринятой мировой классификацией для кодирования медицинских диагнозов в 2007 году. Дело в том, что в этой классификации большое внимание уделяется не столько болезням – нозологиям, сколько расстройствам, то есть синдромам и симптомам. Введение новой классификации потрясло нашу науку всего лишь потому, что понятие «шизофрения» в ней, хотя и сохранилось, но приобрело более узкие и конкретные рамки, чем хотелось бы отечественной психиатрии. В те годы я работал заведующим отделением в стационаре и прекрасно помню, как кафедры повышения квалификации врачей-психиатров учили «кодировать синдромы при выписке больного мы будем согласно указаниям МКБ-10, а вот лечить больного мы будем ставить ему диагноз в уме, а не на бумаге». Это совсем не удивительно, ведь к двойной бухгалтерии сознания мы привыкли еще с советских времен. На собраниях мы говорили одно – дома на кухне что-то совершенно противоположное. В истории болезни врач делает вид, что лечит разные синдромы, а на деле – исключительно шизофрению. Чему тут удивляться? На подобной диссоциации сознания, к сожалению, во многом и до сих пор строится мышление граждан постсоветского пространства – «подлинное мнение держи при себе, а окружающим говори правильные слова, чтобы тебя не могли заподозрить в ненормальности». Не знаю, может ли на подобном принципе держаться общество и государство, но вот в науке вообще и в медицине в частности и особенности от двойной бухгалтерии сознание точно наступает разруха. Человек, впервые обращающийся в психиатрию, должен осознавать – от чего бы вас ни лечили, вас заодно лечат от шизофрении. Пусть читающего эти строки не путают фальшивые диагнозы из МКБ-10, которые врач будет произносить вслух. Для отечественной психиатрии с конца 70-х годов практически не существует, например, циркулярного или маниакально-депрессивного психоза. Если вы прислушаетесь, врач в ответ на вопрос о вашем диагнозе сначала немного запнется, а потом произнесет какое-нибудь словосочетание, часто добавляя к нему причастие «атипичный». Например, «атипичная депрессия», «атипичный циркулярный психоз». Сегодня врачи часто произносят слово «шизотипический», намекая на то, что шизотипические расстройства – это не шизофрения. Помните, пожалуйста, что все это одно и то же. Единственной достоверной информацией, опираясь на которую вы, человек, неискушенный в терминах, можете понять свой диагноз, являются инструкции по применению назначенных вам лекарственных препаратов. Откройте их, и вы, скорее всего, прочтете. «Применяется для лечения шизофрении» или, что в нашей стране решительно то же самое, «применяется для лечения психозов». Если вы находитесь в больнице, помните, ознакомление с названиями лекарственных препаратов и с инструкциями по их применению – ваше неотъемлемое юридическое право. Лечащий врач может назначить вам любые лекарства, но последнее слово всегда за вами. Ознакомившись с инструкциями, вы имеете право отказаться от приема лекарств. Соблазн Эзотерический ныне взгляд на шизофрению, как на единый психоз, был высказан в 1970 году в маленькой книге «Общая психопатология. Курс лекций» академика Академии медицинских наук СССР Андрея Владимировича Снежевского. Этот курс объемом 150 страниц был прочитан в Новгородской психиатрической больнице номер один. В лекциях Снежевский утверждал, любые симптомы психопатологии сойдутся воедино и дадут единую психопатологическую форму, сходную с шизофренией или в крайнем случае с вялотекущей шизофренией. В этих словах, как и в более поздних работах Снежевского, сам он утверждал, что развивает идею своего учителя-академика-психиатра Тихона Ивановича Юдина, определена вся суть так называемой Московской психиатрической школы. Москва для жителей СССР, еще недавно центр мира, из нее исходило все самое «передовое» и «истинное» в кавычках. Неслучайно до сих пор взгляды психиатров, не согласных с концепцией Снежевского, в нашей науке презрительно именуют «провинциальными» в кавычках. Спустя некоторое время Снежевский стал ведущим идеологом психиатрии в СССР, директором головного института психиатрии Академии медицинских наук СССР до самой своей смерти в 1987 году и председателем научного совета по психиатрии АМН СССР. В стране с авторитарным режимом это значило, ничего кроме шизофрении психиатры изучать не могут. Со стороны трудно даже представить себе Институт психиатрии АМН СССР, получивший название Центр психического здоровья, в него вошли три научных исследовательских центра, никогда никаким здоровьем не занимался. Его сотрудники и по сей день изучают только одну болезнь и лечат от нее всех пациентов. О сути самого диагноза мы поговорим чуть позже, а сейчас важно понять, что учение о едином психозе оказалось соблазном, захватившим умы врачей-психиатров. Это соблазн простоты. Вместо сложных и запутанных поисков соматических, гормональных, неврологических и, главное, психологических причин развития состояния сознания, считающихся патологическими, осталась только одна причина эндогенные заболевания или шизофрения. Главной и единственной задачей врача-психиатра и по сегодняшний день остается обнаружение у пациента признаков одного единственного заболевания. Дальше следует назначение нескольких психотропных препаратов, призванных оборвать психоз. В некоторых случаях вам скажут, что лечение назначено для коррекции поведения. Вам важно понимать, что в этом случае ваше поведение или поведение вашего родственника воспринимается как психоз. Даже если учесть, что 70-е годы прошлого века это годы стремительного развития психофармакологии, подобных препаратов в конце 70-х существовало около 10, но и сейчас используется не более трех десятков оригинальных химических формул лекарств. Вот и весь соблазн. Специалист должен увидеть в вас тайный психоз и выбрать препараты из достаточно короткого списка. Это все, чему учат психиатры. Это и есть «тайное знание», в кавычках, делающее врача властителем обратившихся к нему душ человеческих. Шизофрения. Первый взгляд. Любая теория, не основанная на природе человеческого бытия, есть ложь и предательство человека. Роберт Лейнг. Ниже я попытаюсь подробнее объяснить свой главный тезис. Диагноз шизофрении является только литературной метафорой и ничем, кроме литературной метафоры. Шизофрения или схизофрения от древнегреческого «расщеплять, раскалывать ум, мышление, мысль» по автору термина и первого описания швейцарскому психиатру Эйгену Блейлеру является психической болезнью, приводящей к расколу чревного разума. Более точно, Блейлер, суть новой, описанной им нозологической формы, не определил. Как и многие психиатры, он не был склонен давать определение таким понятиям, как чревный разум. Понимаете ли вы, что это такое? Я, например, не понимаю. Но если мы не понимаем, что это за объект, то что же тогда раскалывается в ходе болезни? Понятие чревный разум – это метафора, описывающая никому неизвестный первичный или базовый разум, видимо, отличающийся от привычного разума. Следовательно, основное на метафоре понятие шизофрения не может оказаться ничем, кроме метафоры. Начинающему пациенту психиатрии важно понимать, что термин эндогенное заболевание переводится как «заболевание с внутренними причинами», то есть причинами, не поддающимися объективному исследованию. Именно так это понятие определил в 1893 году его автор, немецкий психиатр Пауль Мёбиус. С терминов, введенных Мёбиусом, и начинается псевдология, в которой трудно разобраться не только человеку неискушенному, но и начинающему врачу. Мёбиус имел в виду простую и корректную для психиатрии конца XIX века мысль. Существуют психические заболевания, обусловленные понятными нам неврологическими общемозговыми изменениями. Такие заболевания он назвал экзогенными. Существуют и заболевания, причины которых врачам того времени были неясны. Мёбиус считал эти причины внутренними, имея в виду внутренние проблемы личности. То, что современный человек назвал бы психологическими проблемами. Дело в том, что в конце XIX века понятие «психология» еще не вошло в повседневную речь как обозначение одной из научных дисциплин. Психология была разделом философии, точнее говоря, философской и религиозной антропологии. Для Мёбиуса современная ему психология не имела к медицине никакого отношения. Блейлар использовал эти термины в том же смысле. У него слово эндогенное синоним современного слова «психологическое». Решающее значение термин эндогенное заболевание приобрел в немецкой нозологической школе под руководством Эмиля Крепелина и в московской школе психиатрии под руководством академика АМН СССР Снежевского. Здесь от авторского смысла метафоры осталось только значение тайны, то есть непонятной, загадочной болезни. Смысл метафора Мебиуса и Блейлера обрел зловещие черты. Лишь Снежевский и его последователи окончательно превратили понятие эндогенной болезни в эзотерический в кавычках кошмар. В первом издании знаменитого немецкого руководства по психиатрии 1911 года на русский язык не переводилось Блейлер написал раздел «раннее слабоумие или группа схизофрении», в котором утверждал «Сегодня мы не можем связывать душевные заболевания исключительно с известными нам мозговыми расстройствами. Мы знаем, что психическое заболевание может быть вызвано сильными бессознательными душевными переживаниями, скрытыми от нашего наблюдения». Группа схизофрении включает исключительно те расстройства, причину которых больной нам сообщить не может. Это и есть описание эндогенных, то есть психологических причин заболевания. Блейлер был учеником основателя немецкой и советской нозологической школы психиатрии Эмили Крипеллина. Крипеллин к 1899 году в шестом издании своего руководства по психиатрии сформировал учение о болезни, которое назвал «Dementia Precox» ранее или преждевременное слабоумие. Это было последнее описание психологического заболевания, оставшееся в рамках медицины. Крипеллин в учебнике 1899 года настаивал, раннее слабоумие начинается только в юношеском возрасте. Он считал, что заболевание вызвано гормональными причинами и обязательно приводит к глубокому слабоумию, сопровождающемуся грубыми неврологическими органическими изменениями головного мозга. Течение и исход болезни Крипеллин в то время считал главными критериями для постановки диагноза. Блейлер впервые использовал термин «схизофрения» в 1908 году. К этому времени стало понятно, концепция раннего слабоумия неверна. Большая часть молодых людей, страдавших описанным Крипеллин симптомами, выздоравливала или оказывалась в ремиссии. Схожими психологическими переживаниями страдали люди различных возрастных групп. Крипеллин разработал новую классификацию психических болезней – нозологических форм, казалось бы, открывшую перед немецкой психиатрией новые перспективы. Авторитет Крипеллина был велик. Заявление о том, что концепция раннего слабоумия не соответствует действительности, означало бы дискредитацию всей нозологической школы психиатрии, в адрес которой в то время и так звучало много критических замечаний. Кроме того, начало века было временем стремительного наступления на психиатрию, психоанализа и других психологических школ. Психология начинала свое стремительное развитие. Блейлер, увлеченный психоанализом, чувствовал это лучше многих других психиатров, прекрасно понимая, что только нозологическая концепция позволяет психиатрам оставаться в рамках медицины. В противном случае психиатрия как специальность могла бы раствориться в психологии и психоанализе. Поэтому он предложил примирительную позицию, поместив Дементия Прейкокс, Крепелина в центр заново описанной болезни, названной Блейлером схизофрения. Блейлер предложил считать раннее слабоумие Крепелина ядерной, наиболее выраженной и быстро прогрессирующей формой шизофрении. Однако в концепции Блейлера скрывался соблазн. Оставаясь в рамках нозологической школы Крепелина и используя Крепелинам же предложенные методы и критерии диагностики, он попытался описать развитие вытесненных бессознательных психологических проблем личности как психическое заболевание. Крепелин предлагал использовать в качестве одного из главных критериев постановки психического диагноза психический статус и литературное описание психического состояния больного. Однако своей нозологической концепцией он сохранял и другие критерии диагностики болезни. Неврологическое состояние, возраст пациента на момент начала заболевания, последовательность развития и проявления симптомов патогенез и, разумеется, исход анатомические данные вскрытия головного мозга пациента. Увлеченный психоанализом Блейлер предложил считать решающим критерием заболевания не просто описание того или иного симптома, но его глубинную, то есть бессознательную суть. Как писал он сам в кавычках квинтэссенцию симптомов, к пониманию которой приводит врача анализ клиники, то есть переживаний и высказываний пациентов. Видимо, Блейлер хотел, чтобы врач нозологической школы пытался глубже проникнуть в психическое состояние пациента, но рядом находился Крепелин, в отличие от Блейлера, относящийся к психоанализу с презрением и не собиравшийся отказываться от концепции слабоумливающих психических заболеваний. Крепелин не просто принял диагностический термин шизофрения, но до своей смерти в 1926 году описал все основные формы течения этого предполагаемого заболевания. Кататоническую, гипофреническую, простую и параноциидную форму, выделенную позже остальных, циркулярную, ипохондрическую и невроподобную. Следом за ним представление о формах течения шизофрении начала активно использовать психиатрия СССР. Водоразделом между взглядами Крепелина и Блейлора стало учение о слабоумии. Крепелин настаивал на том, что все перечисленные выше формы течения шизофрении приводят к слабоумию. Просто это слабоумие даже в случае ядерной формы может быть не слишком бросающимся в глаза, частичным, парциальным и даже латентным, вялым или стертым. То есть в каких-то областях своего интеллекта человек слабоумен, а в каких-то нет. Либо он слегка слабоумен, но образование позволяет ему притворяться умным. Форма слабоумия у Крепелина стояла в прямой зависимости от формы течения заболевания, но психическая болезнь является болезнью только потому, что в любом случае заканчивается психическим дефектом – деменцией. Воспаление заканчивается формированием рубца, а психическая болезнь заканчивается слабоумием. Это логично. Блейлер, считающий большую часть психозов проявлением вытесненных детских переживаний и психических травм, утверждал, что в процессе психотерапии шизофрения может пройти бесследно, не оставляя за собой никаких физических или неврологических следов. Несмотря на то, что практика первых десятилетий XX века скорее подтверждала взгляды Блейлера, мы поговорим об этом позже, победила медицинская логика. Обратите внимание, победили не факты, а концепции. Взгляды Крепелина позволяли ставить диагноз шизофрения и парциальное слабоумие практически любому человеку. И этот факт, видимо, понимал сам Крепелин, никогда не скрывавший своих политических амбиций. Каким же образом можно поставить инвалидизирующий, ведущий к слабоумию диагноз, любому человеку? Для этого нужно всего лишь использовать диагностические критерии психологических проблем, как нозологическую форму, то есть признаки неизлечимого слабоумливающего заболевания. Судите сами. Главными симптомами новой болезни Блейлер считал 4А. Ассоциации нарушения неправильной течения ассоциации, аффект неадекватное эмоциональное реагирование, аутизм аутическое мышление, выражающееся в особей логике в умозаключениях, несогласуемых с реальностью, амбивалентность, противоречивость, двойственность отношения к чему-нибудь, выражающиеся в том, что один и тот же объект вызывает у человека два противоположных чувства – любовь и ненависть, например. К каждому из этих понятий мы еще вернемся, но уже сейчас вы можете задуматься, есть ли в современном мире хотя бы один человек, которому полностью неприменимы все эти четыре симптома. Мне думается, что вы с ужасом найдете шизофренические А4 признаки у любого человека, которого захотите рассмотреть с этой точки зрения. Вы можете убедиться, это свойство не болезни, но вашего взгляда. Вы, как психиатр, только что посмотрели на своего родственника через призму литературной метафоры. В отличие от медицинских критериев, метафору можно использовать по отношению практически ко всем проблемным состояниям психики. И это сильно расширяет возможности психиатрии. Из узкомедицинской специальности она превращается в службу, оказывающую влияние на общественные процессы. Эмиль Крипелин не случайно принял и продолжил расширение концепции Блейлера. Крипелин был последовательным социал-дарвинистом, выступал за введение Евгеники и, видимо, легко принял понятие шизофрении Блейлера, поскольку моментально понял преимущество метафоры перед диагнозом. К 1926 году Крипелин описал все основные формы течения шизофрении, которые в дальнейшем будет использовать советская психиатрия. Кататоническую, гиберфреническую, простую и параноидную, циркулярную, ипохондрическую и даже неврозоподобную. Крипелин, описывая разнообразные формы шизофрении, точно так же, как это будут делать советские психиатры, постоянно намекал на, если неизбежность, то на возможность развития слабоумия, как исхода шизофрении, стараясь побудить потенциальных пациентов обращаться в психиатрию. В конце концов, стремительное включение все большего и большего числа психических феноменов в понятие шизофрении испугало и самого Блейлера. Блейлер создавал свою концепцию, честно следуя за понятием эндогенное заболевание Мебиуса, считая эндогенную причину психологической, срывающейся в бессознательном. Блейлер переписывался с Фрейдом, ординатором его клиники был Карл Юнг, поэтому несколько поздних работ Блейлера посвящено необходимости психологической помощи при шизофрении и предупреждению о недопустимости фармакологических и физикальных методов лечения заболевания. Обратите внимание, эти предупреждения делал не теоретик, а практический врач, главный врач, крупнейшей психиатрической клиники Бургхольцли, в которую в 10-20-е годы прошлого века доставляли самых сложных пациентов, страдавших шизофренией по мнению их лечащих врачей. Но было поздно, авторитет Крепелина в немецкой психиатрии был непререкаем. Загадочное заболевание, угрожающее слабоумием, прочно внедрилось в медицину и культуру 20-го века. Представление о психологической причине заболевания психиатрии было невыгодно. Пациенты обращаются к врачу, если чего-то боятся. Психологическая проблема, даже вызывающая устойчивое изменение восприятия и поведения, совсем не так страшна, как угроза слабоумия. Разумеется, человек боится всего тайного, неизведанного, неопределенного. Смысл, вложенный Крепелином в понятие эндогенное заболевание, загадочной болисть с неизвестными причинами, усиливал мотивацию будущего пациента обратиться к психиатру. Нужно только учесть, что для пациента и после обращения в психиатрию тайна его болезни так и остается тайной. Любой доктор соматической медицины в течение пяти минут с легкостью объяснит вам, что такое язва желудка или даже рак легких. Как только вы спрашиваете психиатр, что такое шизофрения, у врача меняется выражение лица и он отвечает «О, это очень сложно объяснить». И это действительно очень сложно объяснить. Врач общей практики описывает конкретную болезнь, вызвавшую известные локальные или системные изменения в организме. Психиатр теряется, поскольку он должен разъяснить вам суть литературной метафоры, с помощью которой он ставит диагноз, а вовсе не конкретных изменений в деятельности мозга. Он и сам не может понять, что имеет дело с литературным описанием, а не с конкретной проблемой, и его разум отказывается давать объяснение. Врач назначает лечение, но не может объяснить, что именно он лечит. С этим парадоксом вы столкнетесь в первые же дни пребывания в психиатрической клинике. За последний век метафора «болезни, возникающие по внутренним причинам эндогенного заболевания, существенно расширилась, постепенно включая в себя все наше внутреннее «я». В конце концов, все свойства индивидуальности были описаны в качестве проявлений шизофрении, что, собственно говоря, и позволяет поставить этот инвалидизирующий диагноз практически любому человеку, имевшему неосторожность обратиться к психиатру с жалобами на состояние собственной психики». Фактически, психиатр ответит пациенту «ты, твоя индивидуальность, и есть шизофрения». И эта тенденция была очевидна с самого начала, с времен появления термина. Сам Эйген Блейлер, например, считал, что все профессиональные актеры страдают латентной шизофренией. Опережая события, скажем, что термин «вялотекущая шизофрения» – вариант перевода термина Блейлера. Правда, только в СССР под влиянием Снежевского это словосочетание стало страшным диагнозом, позволяющим бессрочно удерживать людей в психиатрических больницах. «Вялотекущая шизофрения» – это стертый, легкий, трудноуловимый окружающими вариант проявления болезни. Давайте попробуем представить себе «вялотекущий вариант» Блейлеровских 4А. Получится редкое отсутствие ясной логики в поступках, иногда непонятной окружающим обидчивость. Возможен даже вялый гнев, направленный на то, что партнер по общению считает мелочами, склонность задумываться и не сразу реагировать на вопросы близких или родственников, и небольшая противоречивость в чувствах, например, неспособность понять свои собственные сиюминутные желания, не знаю, чего хочу, особенно в данную минуту. Это описание похоже на вас или ваших близких? Возможно, вы и ваши дети всегда отличались четким пониманием своих стремлений и абсолютно ясным логическим разумом, способным всегда адекватно объяснять происходящее во внешнем мире. Ваша жена не отличается противоречивостью эмоций и суждений? Ваш сын никогда не запирался в своей комнате? Ваша дочь никогда не хотела стать актрисой? Впрочем, это риторические вопросы. Если мы обсуждаем вялотекущую шизофрению по Блейлеру, то мы имеем в виду, что у актера, не проработавшего свои внутриличностные конфликты, появляются устойчивые паттерны поведения, мешающие профессиональной деятельности. Их можно преодолеть, анализируя конфликт вместе с психотерапевтом в прекрасном саду клиники Бурггольцли. Если же мы говорим о вялотекущей шизофрении с точки зрения Снежевского, то мы имеем в виду болезнь, нуждающуюся в принудительном лечении в самых суровых условиях, поскольку больной чаще всего не понимает, что он болен и отчего лечиться не собирается. Принудительное лечение проводится в его же интересах, поскольку если его не лечить, то, согласно заветам Крепелина, болезнь может кончиться разрушением мозга и глубоким слабоумием. Отечественная психиатрия пытается принудительно лечить человека от его собственной индивидуальности, спасая его от угрозы мнимого слабоумия. Как-то не верится? Эксперимент Розенхана Многие помнят, наверное, знаменитую историю эксперимента, проведенного в США в 1973 году психологом Дэвидом Розенханом. Стоит отметить, что в 70-е годы в США диагноз шизофрения был распространен почти так же широко, как это сейчас происходит у нас. На первом этапе эксперимента Розенхан привлек психически здоровых добровольцев, согласившихся исполнить роль псевдопациентов, стимулирующих наличие непродолжительных слуховых галлюцинаций. С рассказом о галлюцинациях они обратились в 12 психиатрических больниц, расположенных в 5 американских штатах. Все добровольцы были госпитализированы, всем были выставлены диагнозы. После госпитализации псевдопациенты вели себя вежливо и разумно и говорили персоналу о том, что чувствуют себя хорошо и больше не испытывают никаких галлюцинаций. Ни один из псевдопациентов не вызвал никаких подозрений у врачей и персонала клиник. Наоборот, все сотрудники считали, что у всех псевдопациентов обнаруживается симптом вяло протекающего психического заболевания. Некоторые из добровольцев провели в условиях изоляции несколько месяцев, их отказывались выписывать. Всех добровольцев вынудили согласиться с тем, что они больны психическим заболеваниям и убедили принимать антипсихотические препараты. Это было условием их выхода из психиатрической больницы. На втором этапе эксперимента персоналу больниц сообщили о пребывании в больницах симулянтов и попросили их выявить. Ни одного псевдопациента выявлено не было. Врачи и медперсонал ошибочно объявили симулянтами значительное количество реальных пациентов. Из выводов эксперимента Розенхана очевидно, что в психиатрических больницах мы не можем отличить здоровых людей от нездоровых. Эксперимент наглядно подтверждает сказанное ранее полную необоснованность стигматизации личности с помощью понятия психическая болезнь. Результат эксперимента Розенхана демонстрирует особенность тренированного взгляда психиатра. Врач видит только болезнь, он способен видеть только патологию. Личность человека, способная обманывать и обманываться, его абсолютно не интересует, он ее попросту не видит. Стоит заметить, что эксперимент Розенхана привел к довольно серьезному, хотя и не радикальному изменению взглядов на психиатрию в США и в Европе, чего, разумеется, никак нельзя сказать о нашей стране, где результаты подобных экспериментов просто не обсуждаются. Поиск сходства Эксперимент Розенхана наглядно продемонстрировал первичную ошибку восприятия врачами пациентов. Что же все-таки сделали Эйген Блейлер и Эмиль Крипелин? Блейлер описал некую последовательность развития, этапность, смена состояния человеческой души, которую психиатры до него определили как болезненные. Эту закономерную с его субъективной точки зрения цепочку состояний, нарушение мышления, галлюцинации, бреда, эмоционального обвинения и так далее. Блейлер назвал шизофренией, а Крипелин выделил и описал возможные варианты развития подобных цепочек. Психиатры нозологической школы получили интеллектуальную задачу. Для диагностики шизофрении они должны были обнаружить сходство жалоб или высказываний пациента с описаниями Блейлера и Крипелина. Психиатр должен искать сходства, а не различия. Можно попробовать провести мысленный аналог эксперимента Розенхана. Позвольте мне отметить, что в процессе написания текста я постоянно спорю сам с собой. Мои мысли звучат. Если я усомнюсь, нормально ли это ощущение и не дай бог пожалуюсь коллегам, то они немедленно поставят мне диагноз это псевдогаллюцинации или следовательно шизофрения вялотекущая скорее всего. При этом они точно так же, как и я, будут спорить сами с собой подбирая аргументы, убеждающие меня признать собственную болезнь, то есть будут слышать звучание собственных мыслей. Если врач запишет мои слова и составит комментарий к ним с привычным диагностическим нарративом, то я никогда не смогу оправдаться. Помните письмо пациентки? Меня просто перестанут слушать и слышать. Почему врач, слушая меня, не опирается на опыт своих собственных переживаний? Почему не проводит смысловой аналогии между своими потому, что его этому не учили? Наша наука не предполагает наличие опыта самопознания, как и опыта сочувствия. Психиатр должен иметь лишь опыт сравнения внешних признаков слов и поведения больного со стандартным паттерном этапных синдромов шизофрении. Психиатр вообще не пытается уловить смысл слов пациента. Его восприятие настроено исключительно на улавливание сходства слов пациента с классическими описаниями симптомов и синдромов шизофрении. Учтите, врача не интересует отличие ваших слов от этих симптомов. Он ищет только сходства, а кто ищет, тот всегда найдет. Сходства можно обнаружить во внешних признаках речи или поведения. А для обнаружения различия в схожих высказываниях или схожих особенностях поведения придется перейти от описания признаков к смыслу высказывания или действия к его мотивации, то есть к психологии. Психиатру это запрещено. Он не просто не хочет, он не имеет права обращаться к психологии пациента. Не психологизируй одно из главных требований, которые заучивает психиатр в процессе получения образования. Это требование сформулировал опасавшийся конкуренции со стороны психологии и психоанализа Эмиль Крепелин. И психиатр честно старается не обращать на вас никакого внимания. Скорее всего вы часто будете слышать от врача слово классический симптом или признак в качестве аргумента подтверждающего вашу болезнь или болезнь вашего ребенка. Не поддавайтесь гипнозу этого слова. Оно означает авторство Крепелина или Снежевского, то есть означает не больше, чем понятие классическая литература. В конце 1900 года будущий создатель аналитической психологии, а тогда молодой психиатр Карл Юнг приступил к работе психической клиники Бурггольцли при Цюрихском университете, который руководил Эйген Блейлер. В книге «Воспоминания сновидения размышления» Юнг рассказывает «Работа психиатра заключалась в следующем. Абстрагировавшись в возможно большей степени от того, что говорит пациент, врач должен был поставить диагноз, описать симптомы и составить статистику. Что происходит в душе пациента никого не интересовало. Никто из коллег не мог ответить на вопрос «Что же происходит с душевнобольным человеком?» Помните, что отечественная психиатрия и по сей день свято соблюдает принцип «Абстрагируйся в возможно большей степени от того, что говорит пациент». Опасная метафора «Считать метафору доказательством, поток праздных слов источником истины, а себя оракулом, это заблуждение, свойственное всем нам». Поль Валерий. Блейлер ввел новый термин «шизофрения» как название последовательности патологических состояний сознания человека. Создание нового номинования или перенос наименования по сходству лингвисты и называют метафорой. Фокус Блейлера и Крепелина, вветший в соблазн целую медицинскую дисциплину, заключался в том, что они объявили метафору метанемией. Термин метанемия означает перенос или создание номинования по смежности, то есть на основе реальной смысловой связи между объектами. Например, шляпка гвоздя и гриба носит это название потому, что имеет внешние сходства со шляпкой и головным убором. Но подлинные функции у них совершенно разные. Они связаны между собой по принципу внешнего сходства. Слово шляпка в этом случае выступает как метафора. Слово гардероб означает шкаф для одежды, помещение для хранения одежды в театре, а также и саму одежду мы обновляем гардероб. Все эти понятия описывают объекты, связанные с одеждой. Значит, слово гардероб является метанемией, определяющей сходства по существу. Между объектами, описанными словом гардероб, есть смысловая связь. Между шляпками связь внешняя, она ограничена исключительно внешним сходством. Блейлер предположил, что между рядом состояний сознания имеется необнаруженная психологическая смысловая связь. Но так и оставил эту связь неизвестной. Крепелин считал, что слабоумие должна была вызвать некая материальная причина, однако эта причина лишь постулировалась, оставаясь принципиально непостижимой. Разница лишь в том, что слабоумливающий фактор Х ощущался как инфернальное зловещее начало. Внутри психики, по мнению Крепелина, таился скрытый враг. Однако за все время существования диагноза шизофрения не удалось обнаружить решительно никаких доказательств того, что симптомы связаны между собой по смыслу. Это лишь предположение. Ничто не мешает нам, вооружившись другой метафорой, связать симптомы другим способом. Шизофрения лишь название, играющее ту же роль, что и шляпка в приведенном выше примере. Понятие шизофрения не является метанемией, поскольку одежда из нашего примера существует лишь в виде предположения, то есть является продуктом воображения Блейлера и Крепелина. В чем опасность метафоры? В возможности бесконечного ее расширения. Перечисляя объекты, имеющие отношение к гардеробу, мы в конце концов можем перечислить все подобные объекты. Однако мы можем почти до бесконечности расширять ряд предметов, напоминающих собой гриб или гвоздь. В конце концов мы можем постоянно дорисовывать шляпки к любым объектам, у которых их изначально нет. Как это сделано в легендарной метафоре мистификации Ленин-гриб, придуманной Сергеем Курехиным и Сергеем Шолоховым в 1991 году. Они даже не догадывались, что создавая сатиру на псевдонаучной телепередаче спародировали психиатрию. Гриб в этой мистификации неотличим от психиатрического диагноза. Шолохов и Курехин смеялись над научными и идеологическими метафорами. Почему же метафору шизофрении не только психиатры, но и их пациенты воспринимают как метанемию? Благодаря авторитету понятия медицина и страху перед болезнями, скрытыми врагами ума и тела эпоха сталинской великой чистки, ясно показало, если врага не существует, его нужно выдумать. В наше время ради продажи лекарств медицина постоянно выдумывает все новых и новых врагов. понять, что отслабоумливающего эндогенного заболевания никогда не существовало. Наше сознание привыкло считать, что под словом «болезнь» наука понимает систему объективных или реальных изменений в организме человека, связанных между собой смыслом или причиной возникших изменений. Стереотип восприятия не допускает и мысли о том, что врач произносит слово «болезнь», не опираясь на объективные данные. Поймите, психиатр именно это и делает. На место причины встает описание, становящееся основанием для самого себя метафора. Литературная метафора, объявленная Эмилием Крепеллиным, главным научным достижением психиатрии, стала стремительно расширяться в бесчисленных статьях, кандидатских и докторских диссертациях. Психическое состояние и психический диагноз Я вынес в название главы название небольшой книги знаменитого немецкого психиатра Курта Шнайдера, создателя учения о ранговых симптомах шизофрении. Курт Шнайдер один из самых уважаемых мною психиатров в истории нашей науки. Он имел мужество отказаться от сотрудничества с партией нацистов и от поста директора немецкого института психиатрических исследований аналог нашего центра психического здоровья и уйти на фронт в качестве военного врача, отказываясь участвовать в программе Т-4. Писать о ней страшно. Вот определение из Википедии. Операция Тихгартенштрассе 4 официальное название евгенической программы немецких национал-социалистов по стерилизации, а в дальнейшем и физическому уничтожению людей с психическими расстройствами, умственно отсталых и наследственно отягощенных больных. Впоследствии в круг лиц, подвергавшихся уничтожению, были включены нетрудоспособные лица, инвалиды, а также болеющие свыше 5 лет. Сначала уничтожались только дети до 3 лет, затем все возрастные группы. Эта история началась задолго до начала Второй мировой войны. Еще в 1920 была опубликована книга «Разрешение на уничтожение жизни недостойной жизни». Ее авторы, профессор психиатрии Альфред Хох и юрист Карл Биндинг, доказывали, что идиоты в кавычках не имеют права на существование, их убийство это праведный и полезный акт. Крепелин не высказал отношения к книге, но подчеркнуто уважительно приветствовал Хоха на конференциях. Наверное, вы легко догадаетесь, что идиот в кавычках в тексте Хоха и Биндинга тоже метафора. Хох обосновал утверждение, что некоторые люди просто балласт, не только создающий неприятности для нормальных людей, но и экономические потери для всего общества. Пациенты психиатрических учреждений в кавычках «балластные существа», пустота в телесной оболочке, лица, не способны к человеческим чувствам. Их существование не имеет никакого смысла и ценности. Немецкий психиатр Эрнст Трюдин, ближайший ученик Эмилия Крепелина, был одним из высших идеологов нацизма, создателем нацистской программы расовой гигиены. В 1926 году, год смерти Крепелина, он сообщил Гитлеру о создании новой объективной науки психиатрической евгеники, согласно которой выживание наиболее приспособленных тесно связано с оскоренением психически неполноценных людей и целых рас. По сути, Рюдин всего лишь политизировал метафору Крепелина об ослабоумливающем заболевании неизвестного, но, скорее всего, наследственного происхождения. Крепелин писал, что в работе любого правительственного органа должен участвовать эксперт в области психиатрии. Рюдин и далеко не один следовали заветам учителя. Блейлер в начале 30-х годов придерживался взглядов на необходимость реализации душевнобольных. В кавычках «пораженные тяжелой болезнью не должны иметь потомство». Если мы позволим физически и психически неполноценным иметь детей, здоровые будут в этом ограничены. Если подавлять естественный отбор, то наша раста быстро выродится. И это был еще гуманный взгляд для немецкого психиатра того времени. Сказывалась разница в представлениях о происхождении психических болезней, но Блейлер вовсе не собирался бороться с мейнстримом своего времени. Я бы не стал вспоминать всего этого, если бы упомянутые «научные труды» не стали крайним выражением логики развития психиатрии как науки. Для меня эта логика почти во все времена выражалась в стремлении к власти. К власти как над отдельной человеческой личностью, так и к политической. Пациенты современной постсоветской психиатрической клиники все равно столкнутся с отголосками Евгеники. Кроме упомянутой склонности врача относиться к пациенту с высока и с унизительной обстановки в психиатрических учреждениях, вас могут активно уговаривать не заводить детей, понуждать к аборту, могут убеждать, что для вас опасно общение с противоположным полом и сильные чувства вообще. Требования пожизненного приема психотропных лекарств связаны с химической изоляцией человека от общества. Для Германии 30-х и 40-х годов прошлого века вопрос диагноза метафоры стал вопросом физического выживания пациента. Курт Шнайдер, психиатр все той же школы Крепелина, пытался спасти своих пациентов, ограничивая и конкретизируя метафору. Таким ограничением и стало его учение о значимости симптомов шизофрении. Только при наличии симптомов первого ранга можно было ставить вопрос о диагнозе. Вот что он писал в обведении к своей книге. Опыт учит, что врач постоянно встречает большие трудности, связанные с психопатологическим обоснованием психиатрического диагноза. Речь идет при этом не столько о суммировании и комбинировании обнаруженных симптомов, как это имеет место при постановке соматического диагноза, сколько о смысле высказывания больного, о глубокой оценке его поведения и впечатления, которое он производит. Иногда такую психиатрическую оценку можно провести с помощью терминов учебного руководства, но опыт показывает, что врач, неправильно понимающий термины с помощью мнимоклассических симптомов, ставит пациенту диагноз умопомешательства. Часто случается, что сам диагноз начинает искажать имеющуюся у больного симптоматику. Случается, что мы без достаточного на то основания встречаем такие выражения, как «бессвязный» или «эмоционально холодный», когда врач считает, что у больного шизофрения. Фактически правильный подход оказывается искаженным. Нужно начинать со свободного от предвзятости понимания и квалификации симптомов. Неопровержимость того факта, что наше понимание психических симптомов методически находится совершенно в другой плоскости, чем, например, понимание признаков соматического расстройства, многим врачам никогда не была ясна. Разница зрачковых реакций и указания на фон настроения больного зачастую стоят в одном ряду. Это объясняется естественно-научным монистическим нивелирующим мышлением медиков и их нерасположенностью к методическому мышлению. Идея психиатрии как медицинской науки может быть осуществима только в том случае, если психопатология во время диагностики потеряет решающее значение, а психические расстройства будут играть роль сигналов известных нам соматических расстройств. Психопатология в этом случае вообще могла бы потерять свое значение. Это естественно относится к психопатологии психозов, но не к психопатическим вариантам личности и не к реактивным состояниям у здоровых лиц, которые не только сегодня, но и вообще никогда не будут объясняться заболеванием. Никогда в кавычках Курта Шнайдера произойдет через 7 лет после выхода его книги, только в другой стране. Послевоенная немецкая психиатрия примет учение Шнайдера как спасение от позора программы Т4, ограничивая и конкретизируя симптомы шизофрении и позднее это отразится в международных классификациях болезней. А в СССР в 1951 году пройдут павловские чтения, на которых будущий академик Снежевский провозгласит первые зачатки учения о едином психозе. А в 1966 году академик АМН СССР Снежевский сделает в Мадриде доклад о вялотекущей шизофрении как о слабоумливающем заболевании. Это понятие откроет эпоху карательной психиатрии в нашей стране. Расширение метафоры окажется выгодным психиатрии другого авторитарного общества. Снежевский и его свита неоднократно объявляли себя продолжателями дела классической немецкой психиатрии, запрещая переводить и печатать труды самих классиков не только фашистов, но и Блейлора, Крепелина и, конечно, Курта Шнайдера. Если вы услышите от врача фразу «это же симптомы первого ранга», помните, что это всего лишь ссылка на классику, которую сам психиатр не читал и не знает, что классик требовал ограничения диагностических претензий и именно поэтому был отвергнут советской психиатрической идеологией. Усмотрение и чутье Такие термины, как «острое паранойя», «острое галлюцинаторное помешательство», «психическое помешательство», а также «мания» и «меланхолия» сами по себе не означают заболевание. Тот или иной специалист исключительно по своему собственному усмотрению создал не только название, но и целые концепции в зависимости от того, какой из симптомов показался ему наиболее серьезным. Эйген Блейлер, Дементия Прейкокс или группа шизофрений. Так Блейлер критиковал концепции психиатрии, предшествующей его собственной. Ему почему-то не приходило в голову, что его собственная концепция тоже умозрительна. Возможно, он был убежден, что концепция закономерным образом текущего заболевания гораздо основательнее и убедительнее, объективнее, чем концепция развития отдельных симптомов. За прошедший век мнение большинства психиатров изменилось с точностью да наоборот. Современные международные классификаторы психических заболеваний снова описывают отдельные синдромы и симптомы, постепенно отказываясь от концепции нозологии или заболевания как такового. Откуда берутся столь противоположные взгляды? Тот или иной специалист исключительно по своему собственному усмотрению создал не только название, но и целой концепции. Это вопрос самолюбия. Многие из нас, как и Эйген Блейлер, считают свои мнения и концепции правильней взглядов других людей. Это характеристика личности Блейлера, а не его концепции. И в этой цитате автор это почти признает. Решающую роль в создании концепции и в постановке диагноза, который тоже является концепцией диагноза, играет усмотрение специалиста сугубо субъективный взгляд. Процесс обучения психиатра практически всегда и заключался только в формировании специфического усмотрения специфического взгляда, общего для всех прошедших обучения. Начиная с 1966 года, задачей усмотрения в нашей стране была способность увидеть в особенностях человеческого поведения шизофрению. Меня часто спрашивают удивленные пациенты или их родители, как психиатр может за 5 минут поставить диагноз и назначить лечение. И одной минуты достаточно, диагноз же фактически один. Главное выработанный профессиональный взгляд, то самое усмотрение. В начале 80-х годов психиатры активно обсуждали между собой предположение, что больные шизофрении имеют особый запах кожи. Предполагалось, что специалист может поставить диагноз по запаху. Не удивляйтесь, если столкнетесь с чем-то подобным. Блейлер писал, что в диагностике шизофрении важно иметь чутье, настроенность на восприятие симптомов схизофрении. В том, что врач опирается на усмотрение и чутье вместо объективных исследований, скрывается беда пациента. Старшее поколение помнит, гражданин страны советов должен был иметь чутье на классового рога. За 5 минут поставить психиатрический диагноз можно только с помощью чутья, но классовое и психиатрическое чутье одинаково ошибочны. Данное наукой разрешение пользоваться усмотрением или чутьем делает ее псевдонаукой. Подлинная наука исследует, а псевдонаука создается ради влияния и власти. Стремление к власти, к чувству собственного превосходства над другим человеком заставляет врачей все больше и больше расширять метафору, забывая предупреждение Курта Шнайдера и Эйгена Блейлера. Именно стремление к превосходству вело классовым чутьем большевиков, позволяя физически уничтожать брата своего. И в случае идеологической стигмации «классовый враг» и в случае стигмации психиатрической «шизофрения» мы сталкиваемся с одним и тем же феноменом. Феноменом произвольного расширения метафор. В расширении метафор, создаваемых чутьем, скрывается тайная суть любого произвола. Идеологическая психиатрия Идеология, читатель, это не выдвижение программных документов и не поддержка этих документов массами. Это таинство, в котором освобождаются от благой предзаданности метафоры самого раннего рода. И метафора о слове «ставшем плотью», и метафора о «сеятель» и «семенахах». Только и плоть, в которую облекается слово, может быть разнокачественной, и семя может дать не только благие, но и очень разные по своему качеству всходы. Сергей Кургинян Профессора с гордостью говорили начинающим психиатрам 70-80-х годов прошлого века «Психиатрия специальность идеологическая». Они гордились близостью к идеологии власти, гордились и не понимали, что идеологическая специальность никак не может быть одновременно специальностью медицинской. Идеология это господствующая система идей, которая может меняться и меняется с течением времени, как это давно показала история. А медицина может нести в себе только одну и неизменную основополагающую идею – идею избавления человека от страдания. Поэтому уже процитированная мной фраза врача из письма пациентки «Чем дальше с возрастом, тем тяжелее будет лечение» никак не может принадлежать медицинскому работнику. А вот работнику идеологического фронта может вполне. Мне сразу вспоминается песенка Швондера, текст Юлии Кима из фильма «Собачье сердце». Суровые годы уходят в борьбы за свободу страны, за ними другие приходят, они будут тоже трудны. В рамках идеологии тех лет для достижения свободы нужно было сначала стать рабом, выдавив из себя индивидуальность, как из тюбика во имя коллективных идей партии. Это и было главной трудностью ожидавшей человека. Цели и чувства индивидуальной жизни перестали быть ценностью. Человек должен был пожертвовать своим «я» ради всеобщего светлого будущего. Что-то до боли похожее, говорит пациентке врач, обещая, что лечение будет все тяжелее. Что же это за лечение, от которого пациентке все хуже и хуже? Я бы расшифровал эту фразу так. Вы должны пожертвовать собой, чтобы окружающие люди могли жить нормальной жизнью и психи им не мешали. К сожалению, большинство окружающих в нашем отечестве придерживается того же мнения. Конечно, конкретный доктор этого не осознавала, но именно такова бессознательная установка психиатрической идеологии. Врач помогает отдельному человеку, идеолог обществу. Здесь спрятана тайная претензия на своеобразие психической власти. Больные не должны беспокоить здоровых, вызывая у последних сомнения в правильности лозунга «Верной дорогой идете, товарищи». Не стоит забывать, что будущие академики Снежевский и Морозов вместе с профессором и полковником КГБ СССР Лунцем были сопредседателями стационарной судебно-психиатрической экспертизы Института имени Сербского, дававшей заключение относительно психического здоровья известных советских диссидентов. На основании этих заключений здоровые люди подвергались принудительному лечению в психиатрических больницах. Что тут удивительного? Блейлер считал всех актеров страдающими вяло-текущей шизофренией, их свободные нравы смущали нравственность буржуа. Члены комиссии считали страдающими тем же заболеванием всех диссидентов, включая и православных священников. Они смущали умы советских людей. Метафора вяло-текущей шизофрении была необходима Блейлеру, поскольку она позволяла объявить любые поступки, представляющие собой нарушения социальных и моральных норм пуританского общества начала прошлого века. Метафора вяло-текущей шизофрении была необходима Блейлеру, поскольку она позволяла объявить любые поступки, представляющие собой нарушение социальных и моральных норм пуританского общества начала прошлого века болезнью. Так у психиатрии появилась власть над вольными нравами. Снежевскому это понятие было необходимо, чтобы в соответствии с идеологией правящей партии исключить из общества диссидентов, создать систему социальной изоляции инакомыслящих. Больных вяло-текущей шизофрении, например, в годы Снежевского, можно было госпитализировать без их согласия, на время праздничных дней и государственных мероприятий. Благодаря диагнозу они получали гриф социально опасный на обложку истории болезни, даже в случае, если все их правонарушения заключались лишь в неподчинении указанием представителей органов власти. Неподчинение тоже метафора, которую представители интерпретировали как хотели. Впрочем, о политической психиатрии в СССР написано несколько серьезных книг. Здесь я вспоминаю об этом страшном периоде отечественной медицины только для того, чтобы прояснить значение диагноза в отечественной психиатрии. Снежевскому и Морозову концепции единого психоза и вялой текущей шизофрении были необходимы для соответствия диагноза задачам партии. Эти концепции давали возможность считать всех инакомыслящих психически больными людьми и на основании этого изолировать их от здорового советского общества. Для этого нужно, чтобы диагноз соответствовал идеологии, идее, то есть диагноз должен оказаться идеологически верным. В медицине такое невозможно. Язва желудка останется язвой, а туберкулез туберкулезом, несмотря ни на какую политическую идеологию. Зато соответствовать идеям, как известно, с легкостью может литература. Только диагноз, существующий как литературная метафора и поэтому допускающий произвольные описательные расширения, может стать идеологическим. Для примера, еще в 1956-58 годах комиссия комитета партийного контроля при ЦК КПСС, созданной по инициативе бывшего узника Ленинградской тюремно-психиатрической больницы Семена Петровича Писарева и включавшая в себя несколько профессоров и главных врачей крупнейших психиатрических больниц страны, установила личную ответственность Даниила Романовича Лунца за принудительное помещение психически здоровых людей в психиатрической больнице. И что вы думаете? В начале 60-х годов Лунц занял пост главы диагностического отделения в институте имени Сербского. Это отделение по-прежнему занималось обследованием политических заключенных. Лунц смог доказать, что диагнозы, которые он ставил, полностью соответствовали принятым психиатрии взглядам. И они действительно соответствовали. В конце 80-х годов практически та же история произошла с академиком АНССР и бессменным директором института имени Сербского Георгием Васильевичем Морозовым. Психиатр и президент ныне прекративший свое существование общественной организации Независимая Психиатрическая Ассоциация России Юрий Сергеевич Савенко назвал Морозова символической фигурой эпохи. Главным исполнителем репрессии по политическим мотивам в 1960-80-х годах бойкотируемым международным психиатрическим сообществом. Морозов точно так же доказал многочисленным комиссиям, что его диагнозы были верны. И они были верны. Это самое страшное. Встречавшийся в 80-х годах прошлого века со Снежевским американский психиатр Уолтер Райх, глава программы медицинских и биологических наук Вашингтонской школы психиатрии, корректно заметил, что в Советском Союзе сформировались устойчивые стереотипы подобающего поведения человека в обществе, обусловленные политикой. На этом фоне нонконформистское поведение действительно казалось странным. И с точки зрения диагностической системы, разработанной Снежевским, подобное поведение стало восприниматься как шизофрения. Райх считал, что в большинстве случаев, когда выставлялся такой диагноз, не только КГБ и иные ответственные лица, но и сами психиатры действительно верили, что диссиденты больны. Метафоры – образная часть веры неких представлений, которые личность воспринимает без критики. Усмотрение или чутье имеет то же происхождение. Человек всегда склонен верить как тем теориям и концепциям, которые сам создал, как и тем, которым его обучали авторитеты. Большая часть советского общества верила в идеи социализма. Снежевский верил в созданную им концепцию единого психоза. Психиатр верит в диагноз, который вам ставит, и чем быстрее он выносит свое суждение о вашем заболевании, тем фанатичнее его вера. Вера и наука – вещи принципиально максимально, насколько это возможно, освободится от субъективного взгляда, то есть от веры. Специалист, ставящий диагноз, вам не врет, он искренне заблуждается. Без веры невозможно поставить диагноз, пользуясь одними метафорами. Вера создает усмотрение, особенность психиатрического взгляда, позволяющего видеть в психическом состоянии человека сходство с диагнозом, и не видеть отличий, даже бросающихся в глаза незаинтересованному наблюдателю. Расширение метафор представляет неограниченные возможности для интерпретации, позволяя грамотному психиатру всегда доказать свою правоту. Для пациента это означает следующее. После диагностики, после нанесения клейма, вам практически никогда не удастся доказать, что вы не верблюд. Многие и многие пациенты психиатрии, включая сюда диссидентов, потратили жизнь, доказывая, что они не страдают шизофренией. Никому из них, пребывая внутри нашей страны, доказать ошибочность диагноза не удалось. Академики в соответствии с идеологией расширяли понимание метафор, и это понимание входило в учебники и справочники под их же редакцией. Диагноз вялотекущей шизофрении не только по-прежнему существует в умах психиатров. Пусть его и маскируют словами шизотипическое, шизоидное или атипичное расстройство, этот диагноз де-факто до сего дня является ведущим в отечественной психиатрии. Человек, обращающийся в психиатрию, должен знать, диагностические критерии и по сей день применяются не в соответствии с международной классификацией болезни МКБ-10, а в соответствии с идеологически верными справочниками и руководствами под редакцией все тех же Снежевского и Морозова. Лечение будет тяжелее В 70-80-х годах прошлого века в среде психиатров была популярна мысль, приписываемая академику Андрею Владимировичу Снежевскому «У нас и инакомыслящие живы, и общество чище». Коллеги даже не задумывались, что эта позорная мысль фактически оказывалась признанием «Лечили здоровых людей». Но, как говорят в соматическом медицине, очень многое зависит от качества жизни. Выделяя латентную шизофрению, Блейлер говорил о необходимости психологической помощи, фактически о перевоспитании лиц, не желающих вести себя в соответствии с общественными нормами в условиях психиатрической клиники. Для самих пациентов это название было малоприятно, но вполне выносимо. Снежевский верил не Блейлеру, а концепции раннего слабоумия Крепелина. Блейлер пытался помочь людям, которых не понимает общество, а Снежевский спасал их от неизбежного слабоумия. Вскоре выяснилось, что лекарства, используемые для лечения психозов, способны вызвать деменцию. С 60-х годов прошлого века на принудительном лечении пациентам назначают аминозин, тифтозин и галоперидол, первые получившие широкое распространение у нас в стране препараты от психозов нейролептики. Одной из главных особенностей действия аминозина на центральную нервную систему является относительно сильный седативный эффект. Нарастающее с увеличением дозы аминозина общее успокоение сопровождается угнетением условно-рефлекторной деятельности и прежде всего двигательно-обранительных рефлексов, уменьшением спонтанной двигательной активности и некоторым расслаблением скелетной мускулатуры. Наступает состояние пониженной реактивности к эндогенным и экзогенным стимулам. Сознание однако это цитата из инструкции по применению хлорпромазина аминозина. Если вы не очень разбираетесь в перечисленных терминах, то я поясню. У любого человека эти препараты вызывают апатию, сонливость, притупление восприятия, депрессию, неспособность ясно мыслить. Атрифтозин и галоперидол вызовут также акотизию, обязательное двигательное расстройство, скованность движений и постоянное напряжение важнейших мышечных групп, сопровождающиеся слюнотечением, нарушением глотания и речи. Если у человека нет никакого психоза, то все это покажется ему пыткой, чем для диссидентов и являлось лечение. Попробуйте поставить себя на место человека, которого лечат от самого себя, от собственных взглядов, от убеждений, от мировоззрения. Вы поймете, что это величайшее унижение, которое может пережить человек, возможно, в сочетании с действием препаратов худшее, чем смерть. Если тебя объявляют преступником, с этим можно пытаться бороться юридическим путем. А вот если психическим больным, никакой возможности борьбы нет. Все аргументы заранее объявлены проявлением психической болезни. Кроме того, психиатрическая пытка не имеет определенной продолжительности. Психоз мировоззрения может продолжаться до конца жизни. Вы пишете о прошлом, скажет читатель, больше никаких диссидентов. И то, и другое сомнительно. Практически любой человек, находящийся в современной отечественной психиатрической больнице, за исключением пациента в состоянии острого бреда, из-за того самого чувства невозможности оправдаться, чувствует себя диссидентом в мире нормальных людей. Врачи и медицинский персонал к нему так и относятся. Есть ли сейчас политические диссиденты или нет, мне решить трудно. Это не в моей компетенции. Но вот семейных диссидентов я знаю чувствуют дети и подростки, госпитализированные родителями для лечения расстройств поведения. Лечение психотропными препаратами расстройств поведения это и есть лечение от самого себя, чаще всего от возрастного кризиса, который молодому человеку нужно пережить самостоятельно. Не каждый ребенок может ясно сформулировать свои переживания, но родители должны помнить. Ощущение, что подростка отказавшись понять, предали насильно госпитализировав психбольницу собственные до конца его жизни. А психиатр тем временем может сказать родителям, что ненависть к ним является классическим симптомом неизлечимого психического заболевания. Задумайтесь, опыт лечения диссидентов явно доказывает, что перевоспитать человека с помощью психотропных препаратов невозможно. Из этого утверждения отечественная психиатрия делает простой вывод, значит, его нужно лечить до самой смерти. Большинство людей, обратившиеся за помощью, современный российский психиатр в первые же 10 минут приема сообщит две истины. Вы больны серьезным эндогенным психическим заболеванием, препараты вам необходимо пить до конца жизни. Не верьте, пациентке, письмо которое я цитировал, тот же лечащий врач говорила, подумаешь пить таблетки до конца жизни, у меня диабет, мне тоже нужно всегда пить таблетки. Ни один из крупных зарубежных апологетов шизофрении после Крепелина, ни Блейлер, ни Курт Шнайдер, ни Клаус Конрад никогда не утверждали, что шизофрения болезнь, от которой нельзя вылечиться. Все они были уверены в обратном. Эта идея возникла только в нашей стране на основе гипотезы Снежевского об этапных синдромах психических заболеваний или единого психоза. Только в этой системе взглядов шизофрении протекает всю жизнь. Ведь в идеологической психиатрии шизофрения стала синонимом собственного мнения всего, что выделяет личность из общества. Стоит заметить, что в странах Евросоюза применение перечисленных в этой главе препаратов прекращено с середины 90-х годов прошлого века из-за высокой нейротоксичности, ослабоумливания и огромного числа побочных эффектов и осложнений, нарушающих функционирование организма. В нашей стране все эти препараты широко применяются и сегодня. Помните, пациент имеет юридическое право потребовать отмены препаратов или изменения назначенной терапии. В заключение хочу отметить, что пациентка, письма которой я цитировал, выздоровела, много лет не принимает психотропных препаратов и не страдает никакими симптомами слабоумия. основной метод диагностики. Есть люди, которые сделали своей целью исследование мира, в котором мы живем, с предельной научной объективностью, не отстраняясь от него. Это всегда трудно. Возможно ли это? Роберт Лейнг Читатель может догадаться самостоятельно. Если диагноз представляет собой литературную метафору, то и основной диагностический метод должен являться литературным приемом. Вы правы, так оно и есть. Единственным инструментом, который врач обязан использовать как доказательство наличия у вас психического заболевания, является написание документа под названием «Психический статус». Психический статус это литературное, художественное, описание вашего состояния на момент осмотра врача. При его написании врач не имеет права пользоваться терминами психиатрии или психологии, но должен последовательно описать состояние сознания пациента и четыре сферы его психической деятельности поведение, эмоциональное реагирование, восприятие и мышление. Есть только одно условие составления этого описания. Из него должен вытекать диагноз, который поставит доктор. Убедительно написанный психический статус делает мнение психиатра о пациенте неопровержимым. Это все. Никаких других данных, психологических или медицинских исследований для диагноза психиатру не требуется. Чтобы вам по этому поводу не говорили, все остальные исследования служат лишь для отвода глаз или для подтверждения мнения психиатра, выраженного с помощью психического статуса. В худшем случае, в случае ваших претензий, написанный статус должны будут подписать еще два врача и дальше оправдываться вам придется самостоятельно. Человеку, незнакомому с психиатрией, все это может показаться абсурдом, но, увы, на этом и держится власть психиатрии. Теоретически, психиатр должен описывать пациента непредвзято. Он должен избегать суждений оценочного характера и описывать впечатление от больного так, чтобы после написания статуса появилась возможность выделить главные особенности психики пациента. Симптомы. Парадокс этого метода диагностики заключается в том, что написать психический статус непредвзято, не имея усмотрения с заранее готовой точки зрения на пациента, практически невозможно. В противоположном случае из него не будет вытекать никакого диагноза. Попробуйте на досуге написать в свободной манере описание психического состояния своих родных или знакомых. И вы поймете, что описание это или становится бесконечным в случае описания любимой женщины или мужчины, или вы заранее знаете, что вы напишете. Например, если вы считаете человека мерзавцем, то будете описывать неприятные особенности его личности и поведения. Другой человек с симпатией, относящийся к этой же персоне, опишет совершенно иные черты его личности. Чтобы написать литературное произведение, вы должны заранее понимать его сюжет, понимать, о чем именно вы пишете, иначе повествование будет невнятным и неопределенным, его попросту никто не поймет. Основой психического статуса оказывается чутье на шизофрению или обнаружение сходства вашего поведения с общепринятой метафорой. Сидит в одной позе, напряжен на беседе с врачом, внимание не удерживает, уводит взгляд в сторону, видимо задумывается о чем-то своем или прислушивается к чему-то, отвечает односложно с подозрительностью. Я не буду продолжать. Важно отметить, что психиатру в рамках психического статуса не нужно анализировать причины, вызвавшие эмоциональное напряжение у пациента, хотя подобной причиной вполне может оказаться сам визит к психиатру и угнетающая обстановка лечебного учреждения. Психиатр должен отстраненно, не вовлекаясь эмоционально в процесс переживаний, описать феномен. Так описываются или создаются симптомы, поэтому у пациента появляется ощущение невозможности оправдаться. Процессы анализа и оправдания подразумевают разговор о причинах того или иного состояния человеческой души. Диагноз этого не предполагает. Психический статус и вытекающий из него диагноз не предполагают, что ваше состояние, включая сюда депрессию, является результатом каких-либо событий во внешнем мире или в вашей внутренней жизни. Для психиатра ваше состояние это результат загадочного, беспричинного психического заболевания, сходства с бесчисленными описаниями, которого он вас обнаруживает. Если эта метафора перестанет действовать, психиатрии нечего будет лечить. Если допустить правоту Блейлера, то пациенту в первую очередь нужен психологический диагноз его состояния, а этим психиатрия не занимается. Если какие-то проблемы центральной нервной системы или соматические заболевания и будут выявлены при клиническом обследовании, то это никак не изменит ни диагноза, ни лечение. В лучшем случае врач интерпретирует их как факторы, спровоцировавшие у вас или у вашего ребенка психоз, все ту же шизофрению. Заключения клинических психологов и данные исследований должны лишь подтверждать точку зрения врача, изложенную в психическом статусе. Если психолог будет спорить с мнением лечащих врачей, его быстро уволят. В практику психиатрии метод психического статуса ввел все тот же Эмиль Крепелин. Сам подход объективного описания был заимствован им из метода наблюдения основателя научной психологии Вильгельма Вунта, которого Крепелин считал главным из своих учителей. Правда, для постановки диагноза Крепелин использовал длительное наблюдение за пациентом около недели, к которому присоединял другие экспериментальные исследования. Модифицировал метод Крепелина психиатр Карл Ясперц, христианский философ, экзистенциалист и доктор медицины. В 1913 году он защитил докторскую диссертацию, выросшую со временем фундаментальный многократно переиздававшийся труд под названием «общая психопатология», в которой психический статус стал фундаментальным понятием психиатрии. Ясперц опирался на философскую феноменологию Эдмунда Гуссерля. У Гуссерля подобные эмоционально-нейтральные описания были методом исследования, позволявшим философу обнаружить смысл или сущность экзистенцию того или иного объекта или процесса. Не стоит считать Ясперца создателем инструмента психиатрической власти. Он хотел, чтобы психиатрический диагноз из метафоры вновь стал метамнией. Написание психического статуса по Ясперцу было не столь методом диагностики, сколько способом обучения психиатра эмпатии, сочувствию к пациенту. Из написанного ни в коей мере не вытекал диагноз. Психиатр должен был отложить листок с записями о своем восприятии больного в стол и через несколько дней перечитать его, попытавшись найти в своей душе состояние, аналогичное описанному состоянию больного. Только обнаружив аналог психической болезни в себе, психиатр мог судить о сущности происходящего в душе пациента. Ясперс скорее был сторонником Блейлеровского подхода к понятию эндогенного заболевания, рассматривая его как следствие вытесненных психологических проблем. Однако немецкая и советская психиатрии приняли взгляды крепеленно. Возможно, поэтому сразу после защиты докторской диссертации Ясперс стал преподавать психологию и больше никогда не возвращался к клинической практике, считая продолжением и углублением своей общей психопатологии следующую написанную им книгу «Психология мировоззрений». Наверное, Ясперс покинул медицину, поскольку для психиатрии, как и других главных мировоззрений XX века, не было ничего более неприемлемого, чем эмпатия. Эмпатия или сочувствие – это бережное внимание, направленное на индивидуальность другого человека, значимая часть любви к нему. Задачей советской власти было подавление индивидуальности и коллективный контроль над ней. Стоит ли удивляться тому, что психический статус «инструмент эмпатии» был лишен задачи сопереживания пациенту и обрел полицейский статус, то есть стал способом контроля нормального психиатра над ненормальным пациентом. Ни длительного наблюдения за пациентом по методике Крепелина, ни тем более глубокой рефлексии по Ясперсу психиатрии авторитарных государств от врачей не требовало. Психический статус превратился в краткую схему в кавычках объективного описания психического состояния человека. Вечный вопрос о том, может ли человек, субъект, объективно описать хоть что-нибудь, был для ясности опущен. Английский писатель, анархист и мудрец Гильберт Китт Честертон опубликовал в 1929 году роман под названием «Шар и крест». Герой романа профессор Люцифер описывает приход антихриста к власти. Для этого ему оказалось достаточно протолкнуть через парламент решение о создании психиатрической полиции. Ее сотрудники имели право определять, кто нормален, а кто нет. Разумеется, в романе ненормальными оказываются дети влиятельных родителей. И эти люди в обмен на снятие ярлыка ненормальности со своих детей приводят к абсолютной власти начальника соответствующей полицейской службы антихриста. Психодинамика стигмации Итак, пациенту не стоит удивляться, если врач на первом же приеме сообщит, что он болен серьезным психическим заболеванием и что теперь ему предстоит принимать таблетки до конца жизни. Возможной альтернативой этой фразе могут быть слова о необходимости немедленной госпитализации в психиатрическую больницу. Говорит это всего лишь о стандартном взгляде врача на вас, как, впрочем, и о том, что у врача есть устная инструкция направлять максимальное количество пациентов в стационар. Причиной направления является не тяжесть вашего состояния, а то, что у нас принято стационарное бюджетное финансирование медицины, то есть деньги выделяются через стационары, койки которых должны быть всегда заполнены. У вас есть юридическое право не соглашаться с мнением врача или взять паузу для обдумывания его предложений. Важнее всего не испугаться слов врача. Страх перед неизлечимым эндогенным заболеванием трансформирует негативное внушение врача в самовнушение. Сегодня пациенты часто говорят о страхе стигматизации. Под понятием стигматизация обычно имеют в виду навешивание социальных ярлыков. Стигма переводится с греческого как ярлык. Однако в результате первого визита за психиатрической помощью вы не получите никакого социального ярлыка. Такой ярлык, диагноз и соответствующая форма учета может возникнуть после госпитализации в больницу или при повторных обращениях к диспансер. После первичного приема врач может поставить вас только на консультативный учет, не предполагающий никаких социальных ограничений. Гораздо большей опасностью является ваша реакция на слова врача. У вас излечимое психическое заболевание. Произнося эти слова, врач, как правило, не понимает. Эти слова сами по себе могут превратить вас в психически больного человека. Они слова нарушают не только медицинскую этику, они являются нарушением одной из прямых заповедей Иисуса Христа. «А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду, кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гений огненный». От Матфея, глава 5, стих 22. Слова о безумии обладают способностью погружать человека в мысли не о Боге и мире, но о собственном заболевании. Человек, которому поставлен диагноз, начинает искать в своей психике сходство со словами врача. В нашей стране почти все знают эту притчу о Хаджене Среддине. Однажды к Хаджене Среддину пришел жадный и жестокий ростовщик Джафар. Он был горбат и уродлив, поэтому, наслушавшись рассказов о мудрости Насреддина, хотел, чтобы тот превратил его в красавца. Саму собой, разумеется, с колдовством. К тому же у Хаджи не было ни малейшего желания помогать злому ростовщику. Однако, он выслушал просьбу Джафара и пообещал помочь. Насреддин потребовал, чтобы Джафар и вся его родня явились к нему в определенный час, и когда все собрались, начал замысловатый обряд. «Разденься, Джафар, и трижды обойди вокруг кострах», сказал Хаджа Насреддин. «Дайте мне одеяло», сказал он звучным голосом. «Джафар и все остальные, подойдите ко мне. Сейчас я накрою Джафара этим одеялом и прочту молитву, а все вы и Джафар в том числе должны, закрыв глаза, повторять эту молитву за мной. И когда я сниму одеяло, Джафар будет уже исцелен. Но я должен предупредить вас об одном необычайно важном условии. И если кто-нибудь нарушит это условие, то Джафар останется неисцеленным. Слушайте внимательно и запоминайте. Когда вы будете повторять за мной слова молитвы, раздельно и громко сказал Хаджан Асреддин, ни один из вас, ни тем более сам Джафар, не должен думать о белой обезьяне. Если кто-нибудь из вас начнет думать о ней, или что еще хуже, представлять ее себе в своем воображении с хвостом, красным задом, отвратительной мордой и желтыми клыками, тогда, конечно, никакого исцеления не будет и не может быть. Ибо совершение благочестивого дела несовместимо с мыслями о столь гнусном существе, как обезьяна. Вы поняли меня? Готовься, Джафар, закрой глаза, торжественно сказал Хаджан Асреддин, накрывая ростовщика одеялом. Теперь вы закройте глаза, обратился он к родственникам. И помните мое условие не думать о белой обезьяне. Он произнес нараспев первые слова молитвы. Мудрый Аллах и всеведущий силу и священных знаков Алиф, Лам, Мим и Ра не спошли исцеление ничтожному рабу твоему Джафару. Мудрый Аллах и всеведущий вторил разноголосый хор родственников. И вот на лице одного Хаджан Асреддин заметил тревогу и смущение. Второй родственник начал кашлять, третий путать слова, а четвертый трясти головой, точно бы стараясь отогнать навязчивое видение. А через минуту и сам Джафар беспокойно заворочился под одеялом. Белая обезьяна отвратительная и невыразимо гнусная с длинным хвостом и желтыми клыками неотступно стояла перед его умственным взором и даже дразнилась, показывая ему попеременно то язык, то круглый красный зад. «Как?» громовым голосом воскликнул Хаджан Асреддин. «О, богохульники! Вы нарушили мой запрет! Вы осмелились, читая молитву, думать о том, о чем я запретил вам думать!» Он сорвал одеяло и напустился на ростовщика. «Зачем ты позвал меня? Теперь я понимаю, что ты не хотел исцелиться. Ты хотел унизить мою мудрость. Тебя подучили мои враги. Но берегись, Джафар. Завтра же обо всем будет известно Эмиру. Я расскажу ему, что ты, читая молитву, нарочно, с богохульными целями, все время думал о белой обезьяне». А так как за богохульство действительно полагалось очень тяжелое наказание, то все родственники оцепенели от ужаса, а ростовщик начал что-то лепетать, стараясь оправдаться. Но Хаджана Средин не слушал. Он резко повернулся и ушел, хлопнув калиткой. Вскоре взошла луна, залила всю белую бухару мягким и теплым светом. А в доме ростовщика до поздней ночи слышались крики и брань. Там разбирались, кто первый подумал о белой обезьяне. Обращенный к пациенту призыва врача не волноваться из-за наличия тяжелого психического заболевания звучит как издевательство. Бессознательное не слышит частицы «не», и это хорошо известно психологам. Метафора шизофрении белая обезьяна, о которой невозможно не думать в сознании психиатра. После произнесенных слов врача вы обречены искать и находить ее в своем собственном сознании. После прозвучавшего диагноза вы, скорее всего, будете активно искать описание заболевания в интернете и находить все больше и больше сходства. Веря врачу, вы начинаете выделять отдельные вполне нормальные элементы своего мышления и восприятия и расценивать их как нечто ненормальное. «Доктор, у меня сегодня слишком яркие мысли. Я что-то замечталась. Это шизофрения? Доктор, у меня что-то испортилось настроение, когда пошел дождь. Это шизофрения? Я как-то слишком задумалась, ушла в себя и не слышала, что говорил мне муж. Это шизофрения? Нет, все это не шизофрения. Это своеобразная мнительность, вызванная у вас самим заявлением о загадочном психическом заболевании. Это белая обезьяна, о которой вы отныне не можете не думать, даже если услышите мнение другого врача о том, что у вас нет никакой шизофрении. А вдруг первый врач был прав? Если вы расскажете о своих сомнениях и переживаниях лечащему врачу, то он скорее всего скажет что-то вроде «Видите, какая у вас болезнь тяжелая? Нужно повышать дозу лекарства». Это не издевательство. Врач в своих поисках сходства с классическими симптомами по-своему интерпретирует ваш рассказ. Слишком яркие мечты окажутся сходными с наплывами мыслей, испорченное настроение с внезапным атипичным началом депрессии, уход в себя с аутистическим мышлением, пусть даже все это и выглядит вяло текущим. Более того, ваш испуг и внутреннее метание с точки зрения внешнего наблюдателя окажутся схожими с никем неопределенным до конца расколом чревного разума или разрывом ассоциаций негативными симптомами шизофрении. Врачу не приходит в голову, что этот внутренний разрыв, диссонацию вызвал он сам, заявив, что в дебрях вашего разума скрывается белая обезьяна шизофрении. Человек сам под воздействием испуга начинает концентрировать внимание на деталях и особенностях собственных эмоций и мыслей. Психика почти никогда не пребывает в спокойном и гармоничном состоянии. Во всяком случае достигать спокойствия и гармонии нужно учиться. Концентрация внимания на нюансах дисгармонии, свойственной каждому человеку противоречивости мышления и неоднозначности эмоций, приводит к тому, что внимание выделяет противоречия из потока собственных мыслей и чувств. Страх перед неведомой, якобы уничтожающей разум болезнью, вытесняет из сознания человека все привычное содержание, заставляя маркировать часть собственных мыслей и эмоций, а также их кажущееся отсутствие, как ненормальные или шизофренические. У страха глаза велики. Вот мы и делаем из мухи-слона. Увы, чем больше вы ищете у себя шизофрении, тем больше похоже на шизофреника. Но не искать ее, не думать о белой обезьяне после слов врача невозможно. Пациент оказывается в психологическом капкане интроэкции. Врач для него является несомненным авторитетом, а страх перед болезнью превращает диагноз врача в патологический способ самооценки. К сожалению, на сегодняшний день искусство испугать пациента серьезным психическим заболеванием оказалось чуть ли не единственным требующимся от врача психологическим навыком. Больше от врача ничего не требуется. Дальше можно спокойно наблюдать, как пациент постепенно сводит сам себя с ума. Лишняя сущность Пациентам и родителям пациентов, которые хотят привести к психиатру своих детей, стоит понять следующее. Психиатры не лечат неврологические расстройства. Казалось бы, это очевидно, однако родители не врачи и поэтому считают, что психиатр или детский психоневролог лечит с вами препаратами расстройства, выявленные у детей при медицинских исследованиях. Только для примера, если МРТ или ЭХО-ЭГ выявило у ребенка повышенное внутричерепное давление, сейчас все проявления повышенного внутричерепного давления принято называть гидроцефалией, или, скажем, кисту мозга, не пугайтесь, это всего лишь складка мозговых оболочек, то родители предполагают, что психоневролог, давая лекарства, лечит эти изменения. Это не так. Психиатр не проводит и терапию психических расстройств, вызванных иными структурными нарушениями центральной нервной системы. Он лечит некий предполагаемый эндогенный процесс, начало которого было спровоцировано обнаруженными изменениями нервной системы. Психиатр лечит литературную метафору, сходство с которой обнаруживают в любом изменении поведения, мышления, восприятия или эмоциональной сферы ребенка. Таков подход Московской центральной психиатрической школы и ее создатели-академика АМН СССР Андрея Владимировича Снежевского. От психиатра вы часто будете слышать слово процесс. Это еще один синоним понятия шизофрения, описывающий развертывание симптомов заболевания во времени. Однажды, начавшись порой из незначительного эпизода возбуждения, агрессии, возникновения навязчивостей, даже подъема температуры, процесс, течет независимо от воспитания факторов внешней среды или неврологических и соматических проблем. Процесс, в кавычках, развивается сам по себе, в соответствии со своими внутренними закономерностями, не зависит от экзогенных воздействий. Нечеловеческая жизнь определяет течение процесса, а процесс определяет течение человеческой жизни, приводя, как вы помните, к слабоумию. Поясню в кавычках экзогенные как причины, так и процессы для сегодняшней психиатрии симптомы, имеющие понятную причину. Слово экзогенный означает происходящее извне, но для психического переживания понятная неврологическая причина также называется внешней по отношению к психике. Для психиатрии и психологии мозг и психика совсем не одно и то же. Неврологические причины та же гидроцефалии, как и последствия черепно-мозговой травмы считаются экзогенными факторами. Удивительно, но превращенное Снежевским в некое подобие идеологии учения Павлова об условных и безусловных рефлексах позволило ему смешать понятия экзогенный и эндогенный до возникновения непреодолимой для человека непосвященного путанице. Впервые это произошло на уже упомянутых выше павловских сессиях 1950-50 годов. Так сокращенно называют совместную сессию Академии наук СССР и Академии медицинских наук СССР, прошедшую в Москве с 28 июня по 4 июля 1950-го года, и объединенные заседания Расширенного Президиума Академии медицинских наук СССР и Пленум управления Всесоюзного общества невропатологов и психиатров, проходившие с 11 по 15 октября 1951 года. Сессии были организованы согласно рекомендациям ЦК ВКПБ с целью борьбы с тлетворным влиянием Запада на советскую физиологию и психиатрию. Понятно, что победила марксистско-ленинская научная павловская физиология в лице Иванова-Смоленского, остановив на несколько десятилетий развития в СССР наук о мозге, и павловская психиатрия в лице Снежевского, остановившая развитие психиатрии в нашей стране до настоящего времени. Мне думается, что Снежевский сыграл для отечественной психиатрии ту же самую роль, которую общеизвестный Трофим Денисович Лысенко сыграл для генетики и селекции. Всякая свободная научная мысль была уничтожена и подменена демагогией. Нейрофизиология и психиатрия по аналогии с государственной идеологией получили своих авторитарных лидеров, теории которых были «истинными» потому что были «верными» в кавычках. За трескучей идеологической демагогией стенограмм сессий не всегда понятно, что же именно утверждал Снежевский. Упрощая его мысль, можно передать примерно следующим образом. Павловские рефлексы, в первую очередь условные рефлексы, представляют собой механизм адаптации организма и психики к условиям внешней среды. «рефлексы» в кавычках это внешне-внутренний процесс, привычная внутренняя реакция на внешнюю или внутреннюю трудность. Однако понятие «рефлекс» в кавычках лишь метанемия, подтвержденная экспериментом описания реакции организма на изменение внешней среды. Мы и до сих пор точно не знаем нейрохимии или цитологии условного рефлекса. В некотором смысле доказано, что условных рефлексов не существуют. Мы не можем их увидеть на клеточном уровне, но они существуют как механизм адаптации к внешней среде. Внутрь павловской гипотезы Снежевский ввел свое собственное эндогенное заболевание. Это неизвестная нам патология условно-рефлекторной цепи. То есть, если условный рефлекс это истинный и главный механизм функционирования центральной нервной системы и психики, то все люди, не желающие адаптироваться к условиям внешней среды, экономическому положению, идеологии, законам или традициям общества, больны в кавычках психической болезнью, разрушающей ядро условного рефлекса. Неизвестная болезнь разрушала неизвестную структуру, точно соответствуя при этом взглядам Павлова. На позор подобных выводов в те годы обращали мало внимания. Было принято аплодировать ведущему оратору стоя. Спустя некоторое время стало очевидно, что условный рефлекс лишь одна из возможностей модели адаптации. И эта модель не годится для интерпретации высших психических функций. Павловские сессии забылись, но слово эндогенный больше не понималось как психологический. Это слово сохранило значение некого фактора Х, разрушающего неведомый механизм адаптации к реальности. Фактически высоконаучное размышление в кавычках павловской сессии вернулись в кавычках к расколу чревного разума первичной метафоре Блейлера. Однако представления о неком едином механизме разрушающем адаптацию человека к реальности в гипотезах Снежевского сохранились и привели к возникновению учения об этапных синдромах эндогенных расстройств в кавычках, которое психиатры называют учением о едином психозе. Согласно Снежевскому существует только одно психическое заболевание – единый психоз. А каждый психопатологический синдром выражает лишь степень тяжести или уровень расстройства психической деятельности под влиянием этого психоза. Наиболее легким является астенический синдром. Далее следуют аффективные биполярные, депрессивные и маниакальные расстройства. За ними невротические синдромы – истерические, обсессивные, навязчивые, сенестопатические и похондрические с соматическими проявлениями, деперсонализация и дереализация – чувство измененности собственной личности или внешнего мира в целом, дисморфобологический страх собственного уродства. Последующее углубление расстройств последовательно приводит к развитию паранояльных – бред без галлюцинаций, галлюцинаторных, галлюцинаторно-параноидных – галлюцинаций и бред, парафренных – мания величия, катонических застывания в ступоре синдромов, синдромов помрачнения сознания и, наконец, судорожных синдромов и деменции. Все эти расстройства, фазы или этапы единого психоза развиваются закономерно, сменяя друг друга от легких к более тяжелым. Смена этапов в свою очередь зависит от проградиентности процесса, темпа развития заболевания, служащего одной из главных характеристик единого психоза. Человек может всю жизнь прожить на невротическом этапе, а может умереть в юности в глубоком слабоумии. Эти варианты не зависят от человеческих усилий, а зависят от неизвестных особенностей все того же эндогенного фактора Х. Всем видам психических расстройств и реакций были пририсованы шляпки в кавычках. В отечественной психиатрии больше нет неврозов и расстройств личности, психопатии и акцентуации характера. Анатолий Болеславович Смулевич в книге «Малопроградиентная шизофрения и пограничное состояние» объяснил, что неврозы, как и расстройства личности, являются лишь этапами развития вялой текущей, она же малопроградиентная шизофрении. У нас больше нет депрессии и циркулярного психоза, нет даже эпилепсии и свойственных ей проблем психики. Фактически нет алкоголизма и наркоманий. Все это было описано психиатрией как этапы развития эндогенного психоза. С 1983 года в нашей стране существует государственная наркологическая служба. Наркология и события, происходящие в рамках этой службы, заслуживают отдельные книги. Позвольте мне упомянуть, что алкоголики и наркоманы лечатся не только в наркологии. Отделения соответствующего профиля сохраняются и в психиатрических больницах. Нам важно знать, что различий в психическом состоянии между пациентами наркологических и психиатрических больниц нет. Точнее, есть различия выставленных на обложку истории болезни диагнозов, а не в форматах или проблемах зависимости. Один и тот же психический статус больного нарколог опишет синдромом зависимости, а врач-психиатр обозначит как простую форму течения шизофрении. В первом случае пьянство окажется основным диагнозом, во втором сопутствующим. Учтите, что речь часто идет об одних и тех же людях, путешествующих из больницы в больницу. Лечение в обоих случаях окажется на удивление схожим. Это в обоих случаях будут препараты, предназначенные для лечения психозов и шизофрении. Обучение врачей-наркологов и психиатров ведут одни и те же медицинские учебные кафедры, в большинстве своем принадлежащие все той же московской психиатрической школе. Куда проще лечить одну болезнь вместо множества труднодиагностируемых проблем. Кроме того, гидроцефалию и эпилепсию должен лечить невролог, алкоголизм, нарколог. Неврозами и расстройствами личности должны заниматься психологи и психотерапевты. Что же тогда останется психиатрией? Одни тяжелые галлюцинаторно-параллиноидные психозы? Такие психозы случаются, но не так часто, чтобы заполнить огромный массив психиатрических коек в стране. Поэтому психиатр воспринимает проблемы любого обратившегося к нему пациента как этап развития эндогенного процесса. Для того, чтобы не задумываясь назначить пациенту психотропные препараты, врачу необходимо добавить к имеющимся объективным данным обследования шизофрению. Добавить можно только метафору. Стоит предупредить родителей, метафора эндогенного процесса имеет много специальных детских форм звучания, например, синдром дефицита внимания и гиперподвижности СДВГ, задержка психического развития ЗПР или ранний детский аутизм. Помните, для психиатра это название этапов единого психоза, лишь спровоцированных органической неврологической патологией. Мы еще вернемся к этому разговору во второй части книги. Врачи могут вас убеждать, что эти психические заболевания не являются шизофренией. Помните, что слово шизотипический в отечественном варианте классификации МКБ-10 означает то же самое, что в предыдущей классификации описывалось как вялотекущая шизофрения. Главное, если вы дадите себе труд открыть инструкции к лекарственным препаратам, которые получают ваши дети, то все поймете. Если вы спросите у врача, почему он назначает вашему ребенку препараты, используемые при психозах и шизофрении, то он может ответить что-то невнятное. Так будет лучше. Либо скажет честно, тут все равно будет шизофрения. Психиатр, знающий будущее, имеет в виду учение об этапных синдромах. Теперь об этом учении известно и вам. Есть старинная латинская максима «Не следует множить сущности без необходимости». Ее часто называют лезвием номинализма или бритвой аккама в честь мыслителя, сформировавшего этот принцип еще в XIV веке. Тот же принцип логики часто упоминается как принцип бережливости или закон экономии и мысли. По сути, современная психиатрия и есть систематическое и спекулятивное нарушение базового принципа логики. Я учился на кафедре психиатрии, основанный профессором Анатолием Александровичем Портновым, бывшим в 50-60-х годах прошлого века главным психиатром Минздрава СССР, затем директором Московского научного исследовательского института психиатрии и заведующим кафедрой психиатрии и наркологии факультета повышения квалификации врачей Московского медицинского стоматологического института имени Семашкова. Впрочем, последняя его должность была во многом номинальной. Снежевский и Морозов вытеснили психиатра, пытавшегося мыслить логически с ключевых постов психиатрии. «Если вы обнаружили признаки органического заболевания неврологию», утверждал Портнов, «то ни о какой шизофрении думать не нужно. Одной болезни достаточно. Достаточно того заболевания, о существовании которого вы точно знаете. Не нужно создавать лишних сущностей. Забыв об этом, вы можете погубить нейролептиками ребенка, нарушить естественный ход развития мозга». Я вспоминаю сейчас главные запомнившиеся тезисы Портнова. Профессор Портнов требовал незыблемого соблюдения принципов Блейлера. Для того, чтобы думать о диагнозе эндогенного заболевания, следует полностью исключить наличие органических, неврологических или понятных психологических причин развития того или иного патологического состояния. Жаль, что главный труд профессора Портнова, учебник «Общая психопатология», был опубликован его учениками мизерным тиражом в 2000 году, без рекомендации по его использованию в качестве учебника для профессиональной подготовки и никакого влияния на реальность психиатрической службы не оказал. Анатолий Александрович Портнов предупреждал, стоит лишить психиатрию дифференциальной диагностики и оставить в ней один единственный диагноз, как начнется неконтролируемая моральная вакханалия, психотерапия. Что и произошло. Психотерапия Начинающий пациент должен понимать, по сей день в нашей стране фактически не существует психотерапии. Пациенту придется понять, что у нас многое существует на словах и в отчетах, но не существует на деле. Представления об этапном течении эндогенного процесса уничтожили саму идею возможности воздействия одной человеческой души на другую. Слово психотерапия происходит от двух греческих слов душа-дух и лечение оздоровления, лекарства. Это система оздоровительного воздействия души или психики терапевта на психику пациента, основанная на глубоком доверительном контакте врача и пациента. Психотерапия это воздействие на психику, но согласно представлениям школы Снежевского не на психоз. В московской психиатрической школе любой уровень психических расстройств, включая сюда неврозы и расстройства личности, считается одним из этапов течения психоза. А во время течения психоза, как считал Снежевский, психотерапевтическое воздействие на пациента может оказаться опасным, может спровоцировать обострение эндогенного процесса. Блейлера психиатры не читали, а воздействие одной души на другую при наличии ослабоумливающего эндогенного процесса коллегам до сих пор кажется чем-то несерьезным. Психозу не нужно потакать разговорами, его нужно обрывать с помощью больших доз нейролептиков. Основоположником отечественной психотерапии многие специалисты считают Семена Исидоровича Констарума. Однако Констарум не занимался психотерапией в современном смысле этого слова. Он работал над перековкой мировоззрения, это цитата, особенно у пациентов с диагнозами простая или мягкая форма шизофрении. Эти термины позже сменила вялотекущая шизофрения по Снежевскому. Для этого им была разработана концепция биопсихотерапии. Констарум справедливо считал, что под воздействием некоторых растормаживающих средств в современном смысле наркотиков внушаемость пациента повышается. Констарум пытался за один сеанс наркогипноза изменить взгляды человека на жизнь. Для сеансов наркогипноза использовались внутривенные введения алкоголя, короткий эфирный наркоз, экстракт листьев коки, аметаллкофеиновое растормаживание, пентатал и некоторые другие химические соединения. На фоне растормаживания пациента проводился сеанс гипноза или императивного внушения. Констарум рассчитывал вызвать биологический сдвиг в работе центральной нервной системы, обрывая тем самым эндогенный процесс, а затем внушить больному требуемую обществу и идеологии мировоззренческую позицию. Сколько людей пострадало от подобной психотерапии подсчитать невозможно. Стоит только понять, что современные специалисты, предлагая концепции биосоцио-психологической реабилитации, фактически продолжают дело констарума. Только для биологического воздействия сегодня используются не наркотические вещества, а нейролептики и антидепрессанты. Их непрерывный прием вызывает когнитивные нарушения у пациента, приводя человека к растерянности и повышенной внушаемости. На этом фоне реабилитологи надеются с помощью элементарного императивного внушения, например, нужно поступать хорошо, а плохих поступков совершать не нужно, изменить поведение пациента в желательную для психиатра сторону. Блейлера, предлагавшего методы корректной психотерапевтической работы, в нашей стране не читали, а если и читали, то делали странные выводы. Немецкое руководство по психиатрии 1911 года с написанным Блейлером разделом «Раннее слабоумие» или «Группа шизофрений» на русский язык никогда не переводилось. Правда, в 1913 году психиатр Кутанин выпустил подробное изложение работы Блейлера «Раннее слабоумие». Подробное изложение – это пересказ, а Кутанин был сторонником ослабоумливающего процесса Крепелина, поэтому в подробном изложении не было ни слова о преимущественно психологических причинах формирования новой нозологической формы, зато сохранились многочисленные отсылки к учебникам Крепелина. Не случайно, наверное, профессор Кутанин стал основателем Саратовской психиатрической школы и основоположником самой распространенной в СССР формы психотерапии – шоковой психотерапии. В 1924 году он впервые ввел в практику пиротерапию шизофрении, проклятые миллионами больных сульфазин и пирогенал, вызывающий длительный потрясающий озноб и боли во всем теле. В 1937 году – удивительно вовремя – он же начал использовать инсулинокоматозную терапию простой формы шизофрении, в 1940 году ввел в практику химическую судорожную терапию, а в 1945 году электросудорожную терапию. Все виды шокового перевоспитания, использованные Кутанином, в те годы именовались психотерапией, а сегодня запрещены законом. Однако большинство авторитетов современной психиатрии испытывают ностальгию по этим подходам. Если хотя бы ненадолго допустить правоту Блейлора, то страшно даже представить себе, сколько бессмысленных страданий и жертв принесла эта бесчеловечная психотерапия. Их в чем-то можно понять. Действительно, чем же обрывать слабоумливающий психоз, если не методами, способными разрушать нервные клетки и вызывать, как писал Кутанин, «встречный процесс» в кавычках, то есть «встречное слабоумие». Тот факт, что после шоковой терапии довольно часто возникает выраженное нарушение когнитивных функций, в кавычках транзиторная деменция, временное слабоумие, в нашей стране никого не смущал. Один из парадоксов советской психиатрии безусловно заключается в том, что инсулиновую и электрические комы у нас считали безопасным методом, а психотерапию в смысле воздействия одной души на другую опасной. Наука о терапии души боялась и боится самих слов душа или психика, предпочитая им метафоры шизофрении и единого психоза. Вы должны знать, что надпись «психотерапевт» на двери врача в государственных клиниках или научно-исследовательских институтах ничего не означает или означает пустую формальность. Ставки психотерапевтов в государственных больницах и диспансерах появились относительно недавно. Само по себе появление этих ставок – знак некоторого прогресса. Однако, по большей части эти ставки по совместительству занимают врачи-психиатры. Даже если на работу в диспансер или больницу придет ориентированный на психологические методы воздействия специалист, то врачи-психиатры в реальной практике просто не будут направлять к нему пациентов. А если направят, то психотерапевт не сможет помочь, поскольку больные будут загружены в кавычках психотропными препаратами. Человек, постоянно принимающий психотропные препараты, находится в состоянии психической анестезии, по Снежевскому в состоянии оглушенности разной степени тяжести. Во время приема нейролептиков и антидепрессантов когнитивные функции человека снижены, а эмоциональные реакции притуплены. Глубокий личный контакт раппорт с психологом или психотерапевтом в таком состоянии практически невозможен. Помните, подлинная психотерапия на фоне постоянного приема психотропных препаратов невозможна. Последний сеанс психотерапии, который я наблюдал в московской психиатрической больнице, сводился к двум установкам, которые психотерапевт навязчиво повторял пациентам. Во-первых, главное постоянно принимать препараты и не забывать об их приеме. Во-вторых, несмотря на то, что лечение переносится с трудом, необходимо думать о трудоустройстве. Наверное, современному человеку не нужно объяснять, что к психотерапии подобные сеансы можно отнести лишь с большой натяжкой. Основой лечения все равно считаются высокотоксичные препараты. Приведу один пример. В том же стационаре в 2017 году я был участником клинического разбора пациента. Это был образованный, корректный мужчина 70 лет, у которого три года назад умерла жена. Пара состояла в браке 40 лет. Спустя полгода после смерти супруги пациент обратился в психиатрию, по совету своих взрослых детей, посчитавших, что он слишком долго переживает смерть жены. Во время ее болезни и после ее смерти пациент перенес несколько транзиторных нарушений мозгового кровообращения и шимических инсультов. Мне думается, что человек, искушенный в психиатрии, скажет, что мы имеем дело с последствиями тяжелой психической травмы, не имеющей срока давности. Никто не знает, сколько времени должен переживать человек, потерявший свою половину. К психической травме присоединяются сосудистые расстройства, обуславливающие трудности эмоциональных переживаний. Следовательно, пациент нуждается в продолжении сосудистой иноотропной терапии и в корректной психотерапии. Что в данном случае имеется в виду под словом психотерапия? Пациент в прошлом партийный функционер, коммунист и атеист. Атеисту особенно трудно примириться со смертью близкого. Ему необходим доверительный и глубокий разговор на знакомом ему языке о жизни и смерти. Его нужно научить переживать потерю. После нарушения мозгового кровообращения любые психотропные препараты опасны. Пациента нужно учить саморегуляции, умению снижать внутреннее напряжение и тревогу. Для всего этого необходим глубокий личный контакт. Однако в реальности все обстояло не так. В реальности результатом написанного психического статуса стал диагноз атипичная депрессия, как вы помните один из этапных синдромов шизофрении. Во время клинического разбора пациенту рекомендовали назначить три препарата, один из которых антидепрессант, а два других предназначены для лечения психозов. Такой диагноз исключает участие в работе психотерапевта, а назначенные препараты в подобной ситуации довольно быстро приведут к деменции, которая, возможно, уменьшит душевную боль от потери близкого. Только вот можно ли назвать лечением временную психическую анестезию, достигаемую через слабоумие? Давайте чуть-чуть откликнемся от темы. Мне часто задают вопрос, можно ли в нашей стране найти настоящего психотерапевта? Конечно, можно, но при этом нужно помнить, подходящий вам психотерапевт это человек, вызывающий у вас доверие. Он не использует психотропных таблеток, поскольку уверен, что человек все проблемы своей души может преодолеть с помощью психологических усилий. Его метод это беседы и использование различных психологических упражнений и методик, направленных на то, чтобы вы смогли понять и интерпретировать свои переживания, глубже познали самого себя. Крайняя идеологизация отечественной психологии и психиатрии привела к тому, что устойчивые психотерапевтические школы в нашей стране еще не сформировались. Стоит отметить, что и в мире не существует единого взгляда на понятие психотерапия. Европейская психотерапевтическая ассоциация ведет работу по определению этого понятия в рамках так называемой «Страсбургской декларации» в кавычках. Ее краткие определения могут пригодиться и вам. Психотерапия является особой дисциплиной, занятие которой представляет собой свободную и независимую профессию. Психотерапевтическое образование требует высокого уровня теоретической и клинической подготовленности. Гарантированным является разнообразие терапевтических методов. Образование в области одного из психотерапевтических методов должно осуществляться интегрально. Оно включает теорию, личный терапевтический опыт и практику под надзором. Одновременно приобретаются широкие представления о других методах. Доступ к такому образованию возможен при условии широкой предварительной подготовки, в частности в области гуманитарных и общественных наук. Европейская психотерапевтическая ассоциация ЕАР Страсбург 21 октября 1990 года. Возможно, для пациента в нашей стране важнее других пятый пункт декларации. Для того, чтобы человек оказался настоящим психотерапевтом, он должен быть не столько человеком в белом халате, сколько широко образованным культурным человеком. Современный психотерапевт не может и не должен контролировать ваше поведение или управлять вашей психикой. Он должен способствовать вашему психическому развитию, формированию новых и продуктивных представлений о жизни. Задачей психотерапевта является расширение ваших возможностей, а не их ограничения. Психотерапевт не ставит диагнозов, он помогает решать конкретные проблемы. Для этого, разумеется, он должен смотреть на вас, как на нормального человека, человека равного себе, только имеющего иной жизненный опыт. Лечение единого психоза Любые сильнодействующие психоактивные лекарственные препараты по своей психологической сути являются наркотиками. Слово наркотик в русском языке метафора, передающие юридическое понятие о запрещенных лекарственных веществах. К медицине это понятие прямого отношения не имеет. Существуют химические вещества, запрещенные у нас в стране и широко используемые в качестве лекарств в Европе или США и наоборот. В данном случае я имею в виду не закон, а элементарную логику. Любое химическое вещество, воздействующее на психику принудительно, помимо воли самого человека, изменяет состояние сознания, меняет характеристики восприятия и структуру оперативной памяти. При длительном приеме любых психоактивных препаратов человеческий мозг вынужден привыкнуть к ним, адаптироваться к их постоянному воздействию, изменив собственный обмен веществ. Все психоактивные вещества, как запрещенные законом, так и считающиеся лекарствами, не могут не вызывать привыкания, то есть той самой химической зависимости. Аминозин, например, оказывает крайне неприятное влияние на психическое состояние человека. Он вызывает депрессию, резко снижает способность к восприятию реальности, подавляет эмоциональные реакции. Этот препарат делает человека бесчувственным. Но даже из подобных негативных состояний ваше сознание способно извлечь свою выгоду. Многие люди, особенно пожилые, чувствуют условное преимущество в состоянии равнодушия и апатии. По крайней мере, потребляя аминозин, человек гораздо меньше задумывается о своих проблемах, меньше реагирует на события, усиливающие тревогу и вызывающие отчаяние, отсутствие внимания детей, нищету и убогость собственного существования. Любой психиатр знает, существует множество пациентов, которые после отмены аминозина или замены его на другие препараты просят назначить его вновь, а не привыкли. Привыкли жить в состоянии суженного сознания, жить в оглушенности. Отмена любого психоактивного препарата после длительного приема всегда вызывает растерянность и возбуждение. Если вы попробуете пожить хотя бы год с пыльным мешком, надетым на голову, то как только его снимут, вы переживете стресс. Вас будут раздражать солнечные лучи, громкие звуки, яркие краски и даже внешний вид людей, которых вы привыкли видеть исключительно через мешок, ограничивающий ваше восприятие. Любые психотропные препараты призваны лечить от психоза, то есть ограничивать что-то в психической жизни, ограничивать спектр эмоций и мышление. Само ограничение восприятия и задает последующую зависимость от препарата. Психический препарат привыкает функционировать в ограничивающем режиме. Учтите, никто из врачей не предупредит вас о том, что все препараты вызывают зависимость. Вам будут только повторять и повторять. Главное регулярно принимать препараты до конца жизни. Задумайтесь, это и есть лишь немного скрытое предупреждение о вашей зависимости от лекарств. Здесь возникает еще один логический парадокс, который стоит отметить. Психиатрия всегда считала само психическое заболевание ограничением психического функционирования человека. Психически больной человек из всего практически бесконечного разнообразия мыслей и оттенков эмоциональных реакций почему-то выбирает крайне узкий ограниченный круг взглядов, умозаключений или способов эмоционального реагирования. Поэтому врачу относительно несложно написать психический статус в ситуации острого психоза. Человек сосредоточен на нескольких внутренних переживаниях и не видит никакой альтернативы. Элементарная логика требует, чтобы лечение, терапия или реабилитация занимались расширением психических функций и возможностей человека. Однако все психотропные препараты способны только еще больше сузить спектр психического реагирования. Только соблазн простоты заставляет психиатров не видеть этого логического абсурда. Обращаясь в психиатрию, помните, на сегодняшний день все разговоры о биопсихо-социальной реабилитации ложь, созданная для успокоения медицинского начальства, родителей и родственников пациентов. Психиатрическая больница ограничивает свободу мышления и воображение, иначе контролировать поведение пациентов невозможно. Оказавшись в психиатрических лечебных учреждениях, оглядитесь вокруг себя. Вы не найдете ни одного выздоровевшего или выздоравливающего человека с ясными глазами и разумным лицом. Вокруг вас будут мутные глаза, малоподвижные лица, люди, во время общения с которыми вы не услышите ничего обезнадеживающего или радостного. «Что делать?» скажет вам психиатра такая тяжелая болезнь. Нужно пожизненно пить таблетки. Напомним, никто из творцов метафоры, кроме Снежевского и Иже с ним, не считал шизофрению безнадежным пожизненным заболеванием. Для меня главный вопрос современной отечественной психофармакологии звучит так. В чем основная причина развития так называемой негативной симптоматики эмоциональной выхолощенности и деменции у психических больных в закономерном развитии эндогенного психоза или этот дефект является прямым следствием длительного приема антипсихотических препаратов? Не является ли слабоумие результатом ограничения того, что изначально было ограниченным? Окончательно ответить на этот вопрос невозможно, потому что большинство сегодняшних пациентов психиатрии принимают нейролептики с юношеского или с детского возраста и пожизненно. Как вы понимаете, автор этих строк убежден в том, что раннее как, впрочем, и позднее слабоумие в подавляющем большинстве случаев вызывается не болезнью, а лечением? Психиатр сам создает себе пациента, а потом сам пожизненно его лечит. Не верите? У меня есть аргументы. Первый аргумент. Классики. В августе 1904 года в руководимую Блейлером психиатрическую клинику Бурггольцли в Цюрихе поступила 18-летняя пациентка из России с диагнозом психотическая истерия. Перед госпитализацией ее осматривал известный швейцарский психиатр с русскими корнями Константин Монаков, написавший ее родителям. Я бессилен. У девушки тяжелый случай шизофрении. Ничем помочь не могу. В клинике Блейлера диагноз был тот же. Психотическую истерию современный отечественный врач назвал бы истероподобным течением шизофрении. Звали девушку Сабина Шпильрейн и чуть позже она станет легендой психоанализа. Они напишут книги и снимут несколько художественных фильмов. Она будет любовницей Карла Юнга, другом и последователем Зигмунда Фрейда. Напишет историческую работу «Деструкция как причина становления» в 1914 году. Вдохновившую Фрейда на изучение влечения к смерти вернется в Россию и вместе с двумя дочерями будет расстреляна как и другие евреи в Змеевской балке под Ростовом в августе 1942 года. Но я вспоминаю Шпильрейн вовсе не поэтому. Блейлер не только описал метафору шизофрении. Он был первым крупным европейским психиатром, лечившим описанную им болезнь методами психоанализа по Зигмунду Фрейду. Блейлер доказывал, что шизофрения излечима преимущественно психологическими методами и не приводит к раннему слабоумию. Блейлер назвал свой метод уденотерапии, состоявший из типичных сеансов психоанализа, основанных на анализе свободных ассоциаций и рациональных беседах с больными. Возмышлениях Карл Юнг признавал, только после чтения трудов Фрейда мы стали что-то понимать. Его концепции указали нам путь и помогли как в моих последующих исследованиях, так и в понимании каждого конкретного случая. Фрейд подошел к психиатрии именно как психолог. Мы – это Блейлер после 1902 года, обративший внимание молодого ординатора Юнга на труды Фрейда, а затем и сам Юнг. С помощью уденотерапии вылечилась и полюбила Юнга юная Сабина Шпильрейн, через год поступившая на медицинский факультет, что женщине в те годы было сделать крайне трудно. Конечно, вылечилась не только одна Шпильрейн. Клиника Бургольцли стала дорогой и знаменитой вовсе не из-за того, что ее главный врач ввел новый диагноз. Согласно многочисленным научным статьям того времени, до 70% пациентов клиники Блейлера возвращались к нормальной жизни. Как вы помните, открыто спорить с Крепеллином Блейлер не хотел, но после смерти Крепеллина он на основании своего 30-летнего опыта пытался предупредить своих последователей об опасности медикаментозного лечения шизофрении. Классик писал «Естественное течение болезни чаще всего заканчивается излечением. Более чем 75% случаев слабоумие, наступающее в результате течения с хизофренией, является ложным». На современном психиатрическом языке это должно звучать следующим образом «Деменция, наступающая в результате развития шизофренического процесса, является псевдодеменцией истерического происхождения». Через некоторое время под воздействием социума маска слабоумия у большинства больных исчезает. Двойная бухгалтерия разума один из основных принципов отечественного мышления. С одной стороны, мы свели всю психиатрию к первоначальной метафоре Блейлора, с другой стороны, изучать труды самого автора термина категорически отказываемся. Зачем? У нас есть своя оригинальная концепция его взглядов. Дипломная работа Шпилерейн, принятая университетом как докторская диссертация, называлась «О психическом содержании одного случая шизофрении» и являлась анализом переживаний автора. Шпилерейн доказывала, что психически больные люди избегают сексуальных и вообще близких взаимоотношений, поскольку в их представлении они связаны со страхом утраты собственного «я». В близости с другим человеком шизофреники боятся утратить собственную целостность, они боятся раствориться в своем партнере. Поэтому больной шизофрении и формирует бред, в котором отбрасывает свое стремление к противоположному полу и заменяет его фантастическими отношениями с воображаемыми персонажами. Мне думается, что Шпилерейн оказалась первым человеком, точно определившим психологическую основу шизофрении. Это страх любви, состояние, компенсирующее страх утраты собственной личности и возникающее при угрозе растворения своего «я» в другом человеке или в социуме. Человек одновременно хочет раствориться в чувстве любви к партнеру и боится потерять себя. Примерно так Шпилерейн описывала причину собственной болезни. В более поздних работах Шпилерейн и Фрейда эти тенденции превратились во влечение к жизни, стремление слиться с партнером и влечение к смерти, желание утраты собственного «я». Впрочем, к психологической роли психоза мы еще вернемся во второй части книги. Ясперс в своей «Психологии мировоззрения» рассматривал шизофрению примерно в том же ключе. Для него шизофрения и есть кризис мировоззрения, способность сознания сохранить индивидуальность под давлением социума. Курт Шнайдер твердо придерживался мнения Блейлора и писал, что шизофрения не болезнь, а патологическое изменение личности и ее мировоззрения, возникающее в результате воздействия культуры, социума и семейного воспитания. Второй аргумент «Русская психиатрия». Если изучать в архивах эффективность работы русских довреволюционных психиатрических организаций, то с точки зрения современного наблюдателя она поражает. В конце 1911 года врач Николай Петрович Каменев открыл под Тулой около села Петелино колонию для душевнобольных. Ему активно помогал председатель местного земства князь Львов, возглавивший после Октябрьского переворота временное правительство. Условия, созданные в Петелино для душевнобольных по тем временам были уникальные. Десять корпусов больницы, свои бани, прачечная, водокачка, хлебопекарня, электростанция. Был и свой собственный парк, разбитый шотландскими садоводами. Были и дубовые полы, и домашние условия в палатах, своя грязелечебница. Лечебной грязи и воду привозили из краинки. Николай Петрович Каменев был страстным поклонником Льва Толстого и главной формой терапии была община толстовского типа. Лечили грязями и специальными банными процедурами. Лечили коллективными чаепитиями и участием больных в концертах и драматических спектаклях. Лечили трудотерапией. Больные шили, вязали, сажали деревья, занимались переплетным делом и имели возможность продавать свою продукцию в специальной лавке. Давайте вспомним. Дело происходит в декабре 1911 года. Это тот самый год, когда мода на диагноз с хизофрения овладела всем миром, включая сюда и Россию. Каменев твердо усвоил тезис Блейлера «Естественное течение болезни чаще всего заканчивается излечением». Значит, и лечить эту болезнь следовало естественными методами. Так же, как в клинике Блейлера, около 70% пациентов возвращались из Петелина в нормальную повседневную жизнь после полугодового в среднем пребывания в колонии. Около 20% оставались жить и работать в Петелина или окрестных селах. И только 10% так и остались захваченными душевной болезнью. Сами понимаете, никаких психотропных в современном смысле этого слова лекарственных препаратов в те годы не существовало. Больным давали раствор брома, это было самой передовой фармакологии, и настойки широко известных успокоительных трав. Все остальное в современном понимании было психотерапией или реабилитацией. Единственная оговорка, Каменев не принимал в свою колонию хронических больных, давно находящихся в других больницах. В больницу поступали только вновь обратившиеся, в современном понимании первичные пациенты. Точно такое же правило было и в клинике Блейлера. Обратите внимание на статистику. Вполне вероятно, что она соответствует и современному положению дел. Около 10% из числа обратившихся за психиатрической помощью действительно страдают хроническим заболеванием, а 90% поддаются излечению без применения фармакологических средств, то есть причиной их проблем являются вытесненные психологические переживания. Каменеву, как, впрочем, и основателю русской нозологической школы психиатрии Сергею Сергеевичу Корсакову даже в голову не могла прийти мысль говорить своим пациентам «Вы будете больны до конца жизни». Фармакология Как не пытаются психиатры и психофармакологи уклониться от детального обсуждения воздействия нейролептиков на мозг человека, проведение подобных исследований неизбежно. Еще в 90-е годы было доказано, что типичные нейролептики аминозин, галлоперидол, тизерцин, трифтазин, флооксетин, хлорпротексен и так далее оказывают специфическое блокирующее влияние на дофаминергические структуры во фронтальной и префронтальной областях и префронтальной областях головного мозга. Фронтальной области это лобная доля мозга, где, как считается, проходят процессы абстрактного мышления, процессы обобщения и выделения главного смысла полученной информации. Вызываемый нейролептиками феномен гипрофронтальности это, по сути, и есть главный аспект тех процессов, которые мы именуем деменцией или слабоумием. Используя типичный нейролептик при классическом случае шизофрении, мы в лучшем случае настолько же лечим нарушение мышления, насколько его калечим. Гораздо шире известно, что нейролептики блокируют мезолимбические отделы мозга, приводя к развитию побочных эффектов, связанных со снижением активности в негростреарной области мозга. Эта сложная фраза описывает феномен, с которым сталкивается каждый пациент, проходящий тяжелое лечение в отечественных психиатрических больницах. Пациенты называют это состояние «бегунком», в кавычках, а врачи нейролептическим синдромом или поздней дискинезией. Обязательным, а вовсе не побочным эффектом действия типичных нейролептиков являются острые и хронические двигательные нарушения, связанные с избыточным напряжением отдельных групп мышц и полной невозможностью расслабить мышцы усилием воли пациента. Существует злокачественная форма нейролептического синдрома, выражающаяся в спазме гладкой, в первую очередь, дыхательной мускулатуры. Кроме того, вследствие излишне мощного воздействия нейролептиков на нейротрансмиттерные системы ЦНС развиваются и другие побочные эффекты, описанные в инструкциях к препаратам нейроэндокринные диабет, ранняя менопауза, импотенция, гипотериоз, кардиоваскулярные различные виды сердечно-недостаточности, дерматологические, офтальмологические, различные виды нарушения зрения и атрофии зрительного нерва и так далее. Все время хочется спросить коллег, не слишком ли дорогую цену приходится платить пациентам за лечение литературной метафоры или даже мировоззренческого кризиса. Есть еще один болезненный аспект этой проблемы. Ради повышения эффекта, направленного на обрыв психоза, многие врачи прибегают к полипрагмазии, одновременному назначению пациенту трех и более антипсихотических препаратов. Пациенты называют такие назначения «коктейлем», в кавычках, а врачи именуют «схемой», в кавычках. Докторам следовало бы обратить внимание на непосредственную аналогию слова «коктейль» в кавычках с алкогольной продукцией. Фармакологам хорошо известно, что суммарный эффект низких доз нескольких препаратов со сходным механизмом действия не дает желаемого лечебного эффекта вследствие их конкуренции на нейрорецепторном уровне. При назначении нескольких препаратов порог возникновения побочных эффектов оказывается ниже терапевтического, что означает побочные эффекты возникнут раньше, чем терапия даст положительный результат. Я уже не говорю о том, что полипрагмазия формирует резистентность пациента к лечению препаратами соответствующих групп. После длительного потребления схемы в кавычках любые другие психоактивные препараты практически не будут восприниматься нервной системой пациента, вызывая исключительно побочные эффекты. Простите за избыток терминов в этой главе, но что делать, если психиатры не хотят об этом задумываться, то разбираться в происходящем должен пациент. К сожалению, других лиц, заинтересованных в этой проблеме, у нас нет. Коллеги могут меня упрекнуть, что говоря о типичных нейролептиках, я забываю современные «атипичные» в кавычках. Считается, что у этих препаратов меньше побочных эффектов, а инструкции к ним трудно читать, поскольку их текст непрост для понимания. Возьмем для примера инструкцию к современному нейролептику «зелдокс» активное вещество «зипросидон». Зипросидон является антагонистом как серотониновых 5-НТ2А рецепторов, так и допаминергических Д2-рецепторов. Антипсихотическая активность препарата, по-видимому, частично обусловлены блокадой обоих типов рецепторов. Зипросидон является мощным антагонистом 5-НТ1-Д и мощным антагонистом 5-НТ1-А рецепторов и ингибирует обратный захват норадреналина и серотонина в нейронах. Серотоническая активность зипросидона и его влияние на обратный захват нейротрансмиттеров в нейронах связывают с антидепрессивной активностью. Агонизм к 5-НТ1-А рецепторам обуславливает анксиолитический и антидепрессивный эффекты зипросидона. Мощный антагонизм к 5-НТ2-С рецепторам определяет антипсихотическую активность. Что-нибудь поняли? Вот и врачи не понимают, но иногда непонимание оказывается очень удобным инструментом бездействия. Не только вы, но и сами исследователи не ведают, какую роль играют, например, серотониновые 5-НТ2-А рецепторы в психической жизни человека. Мы не знаем, к чему приведет их полная блокада. Суперсовременная позитрон-эмиссионная томография способна показать степень блокады соответствующих рецепторов нервной клетки, но она никак не может сообщить, что будет происходить с нормальной человеческой психикой при длительной блокаде конкретных нейрорецепторов. И уж совсем никому неизвестно, какое отношение подобные рецепторы имеют к шизофрении или депрессии, поскольку не знаем, что это такое, не имеем никаких точных нейрохимических или нейрофизиологических критериев диагностики этих заболеваний. О том же сепроседоне недавно появились новые данные. В октябрьском выпуске 2018 года Journal of Medicine of New England опубликовано исследование под названием Mind USA от английского Modifying the Incidence of Delirium «Возможные изменения статистики бредовых состояний». Целью исследования был вопрос, влияют ли типичные и атипичные антипсихотики галоперидол и зипроседон на состояние, которое у нас называют «острый чувственный бред». То есть на то самое состояние, которое всегда считалось в кавычках «острым периодом шизофренического психоза», при возникновении которого миллионам пациентов по всему миру уже около 50 лет немедленно вводят антипсихотические препараты. В 16 медицинских центрах в США было исследовано 566 случаев острых психозов. Их случайным образом разделили на три группы. В первой группе вводили галлоперидол, второй зипроседон, и тот, и другой препарат вводился внутривенно. В третьей группе вводили физиологический раствор в качестве плацебо. В результате обширного исследования, проведенного в медицинских центрах по всей стране, мы установили, что у пациентов, получающих эти потенциально опасные препараты, не наблюдается совершенно никаких улучшений в отношении бреда, глубоких помрачений сознания, продолжительности госпитализации или выживания, заявил ведущий соавтор исследования профессора медицины Юджин Уэсли Элли. Каждый день многим тысячам пациентов в условиях интенсивной терапии без необходимости дают антипсихотики, которые приносят с собой риски и затраты, но не пользу в плане лечебных результатов. Поймите, никто не доказал, что при эндогенных заболеваниях активность стеротониновых или дофаминовых рецепторов повышена, но мы все равно пытаемся ее блокировать. Никто не доказал, что в таких случаях эти рецепторы забирают на себя слишком много соответствующих биогенных аминов, но мы все равно на авось пытаемся повысить их уровень. В кавычках авось этот состоит из предположений фармакологических компаний и на фактах не основан. Все эффекты психотропных препаратов оцениваются эмпирически, с помощью психического статуса посредством усмотрения с точки зрения субъективного наблюдателя. Стоит учесть, что наблюдателю фармакологическая компания платит гонорар, желая при этом, разумеется, увидеть положительную оценку вновь найденного химического соединения. Нейрофизиологи в последние годы, правда, не уверенно, связывают работу 5 НТ-рецепторов с функцией воображения. Задайте себе вопрос, если это так, то вам бы хотелось, чтобы ваше воображение, ваши мечты оставались ограниченными до конца жизни? Внимательно прочесть раздел инструкции к Зелдоксу, посвященный его побочным действиям, я попрошу читателей этой книги самостоятельно. Вы убедитесь, что побочных действий у атипичных антипсихотиков отнюдь не меньше, чем у типичных. Отдельно отмечу только удлинение электрокардиографического интервала QT. Дело в том, что удлинение этого интервала кардиологи сегодня считают главной причиной внезапной смерти, например, у молодых спортсменов или танцоров при повышенных физических нагрузках. Стоит ли подобный риск считать оправданным ради лечения литературной метафоры, решать вам и вашему лечащему врачу. Меньшая вредность или, в кавычках, отсутствие зависимости от применения атипичных нейролептиков еще один миф в современной психиатрии, созданный для того, чтобы вы не читали инструкции по применению лекарств. Кто виноват? Змеиные непрожитые сны волнуют нас с тоской глухой тревоги. Словами змея «Будьте, как боги!» Сердца людей извечно прожжены. Максимилиан Волошин Естественно, научным, монистическим, нивелирующим мышлением медиков Шнайдер вежливо называл нормальное желание врачей иметь дело с чем-то привычным и понятным. Но беда эта не смогла бы достигнуть в масштабах национального бедствия, каким проблема гипердиагностики шизофрении оказалась в наши дни, если бы пациенту не хотелось примерно того же. Стереотип мышления заставляет нас искать в понятии в кавычках «психическая болезнь» условную выгоду. В кавычках «психологическая проблема» это трудность для преодоления которой нужно затратить усилия направленные на изменение самого себя, на осознание, размышление и трансформацию поведения. Болезнь в кавычках это единственное для нашей культуры состояние, позволяющее человеку бездействие, дающее возможность беречь себя и не тратить никаких усилий. От психологической проблемы человек должен избавиться сам, а от болезни его лечат другие люди, как специалисты, так и близкие. больной не несет ответственности за свое состояние, а психический больной не отвечает за свои эмоции и поступки. Мы хотим быть больными. Нам все время кажется, что другие люди могут избавить нас от наших душевных страданий. Мы пытаемся передать им ответственность за свою свободу и произвольное, осуществляемое по собственному выбору, поведение. Кроме того, душевная болезнь как будто позволяет нам с легкостью избавиться от душевных страданий. Достаточно принять таблетку. Таблетка – средство для экономии наших усилий. Цене, которую приходится платить человеку за экономию усилий души, посвящена вся эта книга. Нам не хочется самим справляться с плохим настроением, вялостью, апатией, тревогой, напряжением, болезненными продуктами собственного воображения, например, страхами или агрессивными мечтами. Нам хочется забыть о болезненных обидах и психологических травмах детства. Нам хочется считать, что мы знаем истину и способны судить других людей. Жизнь постоянно доказывает нам, что мы неправы, но мы стараемся не задумываться об этом. Мы не хотим ограничивать одни свои желания в пользу других, не хотим искать смысл собственной жизни, но хотим, чтобы нам его объяснили авторитеты. Ради того, чтобы справиться с тем, что нам не нравится в себе самих, мы готовы съесть любую таблетку, сколь угодно вредную, лишь бы все само прошло. Возможно, именно это, а не вожделение, испытанное Адамом и Евой по отношению друг к другу, и есть первородный грех, описанный еще в библейской книге Бытия. «Чем змей соблазнил наших мифологических прародителей? Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их плоды, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Бытие, глава 3, стих 5. Для того, чтобы соблазн сработал, в сознании Адама и Евы должно таиться желание быть как боги, подозрение, что осуществить это желание можно только нарушив божественный запрет. Первородный грех окажется стремлением приобрести божественную значимость и способности, экономя время и усилия, необходимые для обучения. Понятно, что быть богами дело непростое. Змей воспользовался соблазном простоты. Достаточно съесть запретный плод, и ты будешь как бог, всевластным, всемогущим, способным выполнить любое свое желание, и ни за что не отвечать. Именно надеясь быть как боги, наши дети употребляют наркотики. Разве не надеясь жить легко, не задумываясь о последствиях своих поступков как боги, практически половина европейского и американского работоспособного человечества употребляет антидепрессанты. Только все мифы о наркотиках или антидепрессантах не дают желаемого эффекта. Богами под воздействием химических веществ не удалось стать никому. Все обстоит с точностью да наоборот. Иллюзию собственной божественности человеку удается постичь во время психозов, которые психиатрии пытаются оборвать. Жаль только ни окончательного определения этого понятия, ни хотя бы единого представления о критериях диагностики состояния, определяемого этим словом, не существует. Психоз Психоз это центральное понятие психиатрии и самое главное слово, которое вы услышите на приеме у психиатра. Однако, если вы попросите врача объяснить, что такое психоз и каковы его признаки лично у вас, то внятного ответа, скорее всего, не услышите. Более того, любая попытка психиатра ответить на этот вопрос покажет парадоксы профессии. Подобный вопрос является признаком критического мышления. Во время психоза такой тип мышления считается отсутствующим. Психоз это состояние, временно возникающее у больного человека вместо его эго. Спрашивать как бы и некому, значит и отвечать некому. Концепцию психоза предлагали разные психиатры, но каждое определение на поверку оказывается метафорой, не предлагающей ясных критериев этого состояния. Как вы отнесетесь к такому определению? Психоз это явно выраженное нарушение психической деятельности. Степень или выраженность явности будет определять психиатр на свое усмотрение. Такие понятия и вызывают спекуляцию диагнозами. Например, во время развода многие считают, что партнер страдает явно выраженным нарушением психической деятельности. В кавычках. Все будет зависеть от того, кто из бывших партнеров убедит психиатра. Непонятно, как будет развиваться ситуация, если один из партнеров психиатр по профессии. А если оба? Согласно Павлову, это состояние, при котором психические реакции грубо противоречат реальной ситуации, что отражается в расстройстве восприятия реального мира и дезорганизации поведения. Наверное, не стоит обсуждать различия или сходство понятий явно и грубо. Вместе с тем, именно это определение Павлова на павловских чтениях 1951 года было объявлено Снежевским основой передовой советской психиатрии. Фактически им и пользуются до сих пор корректно, заменив грубо на явно. Самым популярным в повседневном психиатрическом обороте сегодня является определение Зигмунда Фрейда. Его, скорее всего, вы и услышите, если будете упорно добиваться ответа на свой вопрос. Психоз это неспособность к адекватному тестированию реальности. Правда, это означает, что при вялотекущей шизофрении в отечественной психиатрии это психоз, неспособность к тестированию реальности тоже окажется вялой, то есть почти способностью или незначительной способностью. Проблема в том, что каждый из нас тестирует реальность неадекватно. Мы все имеем собственные особенности работы органов чувств, а наше восприятие всегда связано с сиюминутной мотивацией поведения. Задумавшись о работе, мы можем, переходя дорогу, не заметить движущихся машин. Тестирование реальности всегда частично, внимание избирательно. Когда, задумываясь о чем-то своем, мы не слышим обращенных к нам слов близких, мы отказываемся тестировать реальность грубо или вяло. Чтобы понять это определение, врачу придется психологизировать, задумываясь не только о фразе, вырванной из контекста, но и об остальных критериях психоза по Фрейду. Он предлагал три критерия этого понятия. Неспособность к адекватному тестированию реальности, неспособность к развлечению я и объекта, и постоянное использование примитивных психических защит при невозможности использовать высшие. Все критерии обязательны для постановки психотического диагноза. Из неспособности к развлечению я и объекта возникает утверждение о том, что человек в психозе критических вопросов не задает. Для нашей книги принципиально важен третий критерий. Психоз является предельной формой примитивной психической защиты. Психическая защита одно из важнейших понятий психоанализа и глубинной психологии, означающие неосознаваемый психический процесс, направленный на уменьшение или подавление негативных эмоциональных переживаний или собственных желаний, воспринимаемых как запретные. Сегодня психоанализ описывает гораздо больше форм примитивной психической защиты, чем это было во времена Фрейда и Блейлера. Приводя их перечень, мы отметим в скобках в конце предложения, каким психопатическим симптомам соответствуют эти защиты. Современная глубинная психология примитивными или первичными психическими защитами считает отрицание, отказ от осознавания информации, вызывающей неприятные эмоции, отказ от адекватного тестирования реальности, главный механизм психоза, диссоциацию, отделение своего я от собственных неприятных переживаний, истерические или диссоциативные расстройства, проекцию, восприятие своих внутренних процессов как происходящих извне, галлюцинации, проективную идентификацию навязывания окружающим людям ролей, основанных на собственных ожиданиях или теориях, паранояльный бред, примитивную проекцию, например, идентификацию с лидером авторитарной секты или насильником, восприятие взглядов, мотивов, установок другого человека, группы людей, как своих собственных, абиссивные расстройства, открытость мыслей, примитивную изоляцию, например, фантастические фантазии, бегство от реальности в другое психическое состояние, псевдогаллюцинации или галлюцинации воображения, примитивную идеализацию, восприятие другого человека или группы людей, например, колдунов, экстрасенсов или агентов КГБ, как всемогущих, способных влиять на человеческую жизнь. Идеализация может сопровождаться страхом перед всемогуществом соответствующей группировки или благоговейным восторгом перед ее идеальностью, принадлежностью к абсолютной, например, божественной истине, параноидальный бред. Всемогущий контроль, восприятие себя в качестве центра событий как главной причиной всего, что происходит вокруг или в целом мире, парафрения, бред величия. Эта психическая защита возникает как реакция на постоянное унижение, подавление окружающими болезненного самолюбия нарциссизма. Существует и подобная защитная философская концепция. Солипсизм. Расщепление эго, черно-белое мышление, тенденция судить людей и событий в терминах эмоционально насыщенных крайностей, плохой хороший, дурак умный, правильно неправильно, больной нормальный и так далее. Амбивалентность, кристаллизация бреда. В подобных ситуациях эго расщепляется на два сменяющих друг друга я, осуждающие и одобряющие. Психоанализ говорит о расщеплении, поскольку я действует не учитывая мнение противоположной стороны. О подобной психической защите говорят, когда человек не может сделать рациональный вывод. Люди и события противоречивы, в каждом человеке есть и плохие и хорошие качества, а в каждом событии есть плохие и хорошие последствия для меня. В состоянии расщепленного эго человек способен лишь резко менять полярные точки зрения. Партнер по общению, например, может восприниматься как самый лучший и самый худший. Женщина может видеть в муже только хорошее, но после измены она видит в том же человеке исключительно плохое. Сосед становится то врагом номер один из-за шума, то лучшим другом, одолжив запасную шину. При этом опыт, полученный в противоположном состоянии, полностью игнорируется, все заслуги изменившего мужчины больше не учитываются, как не учитывается и то, что сосед продолжает шуметь. Часто имеет место конверсия или соматизация, перенос психологической проблемы на соматическое заболевание или склонность переживать соматические расстройства в ответ на психологическую травму, поиск медицинской помощи вместо психологической, ипохондрический бред, синестопатии. Ведущими механизмами психологических защит, формирующих психотическое состояние сознания, глубинная психология считает отрицание, диссонацию и проекцию. Одна из главных проблем человеческой личности заключается в том, что мы ничего не можем забыть. Человек старается избавиться от болезненных травмирующих переживаний, вытесняя их из сознания. Но вытесненное переживание не покидает психику, а образует особый ее отдел, бессознательное. Во всяком случае, так считал Зигмунд Фрейд. С его точки зрения, у младенца нет бессознательного, оно формируется через вытеснение неприятных переживаний. Вытесненные желания и негативные эмоции, связанные с их запретом, вызывают стойкое напряжение в бессознательной сфере, постоянно стремящиеся прорваться наружу через неосознаваемые элементы поведения. Так формируются неврозы и психозы. Неврозы это прорывы содержания бессознательного сознания, а психозы это временное поглощение сознания вытесненными бессознательными желаниями. Конечно, я упрощаю, но совсем немного. Примерно такой была концепция Фрейда в те годы, когда Карл Юнг писал в дневнике. Мы стали что-то понимать в том, что происходит с нашими пациентами. Именно вытеснение Блэллар считал главным механизмом формирования симптомов группы шизофрений, описывая фактически психодинамику вытесненного напряжения, то, каким образом она проявляется на уровне сознания. Отрицание это попытка взрослого сознательного человека вытеснить негативные аспекты собственного опыта, отрицать их, несмотря на всю очевидность произошедшего. Отрицание всегда приводит к диссонации. Некоторая часть наших воспоминаний и связанных с ними эмоций начинает вести себя независимо от основной личности, от начала, которое мы считаем собой. Нам придется подробнее разбирать эту примитивную защиту во второй части книги. Давайте для примера отметим, что при конверсии или соматизации соматические симптомы являются проявлением вытесненных психологических проблем, но проявляются абсолютно независимо от желания человека или его воли, как бы отрываясь от основной личности и проявляя себя независимо от нее. Когда подобной независимостью от воли пациент наделяет одну или несколько главных сфер собственной психики – восприятие, мышление, воображение или двигательную активность, можно говорить о психозе. Должен заметить, что это мое собственное определение. Теперь мы сможем дать и более точное определение психоза по Фрейду. Психоз – это трудности тестирования реальности, возникающие по механизму отрицания и диссонации и приводящие к отказу от способности отличать объекты своего воображения от объектов реального мира. К отказу от способности различать объекты приводит механизм проекции – третий главный механизм примитивных психических защит. Проекция – это проецирование или перебрасывание на другого человека своих желаний, ожиданий, эмоций, чувств, мыслей и намерений. Мы наделяем партнера воображаемыми качествами, которых нам остро не хватает, либо они свойственны нам самим, причем до такой степени, что мы не хотим признавать их за собой. Безинициативный мужчина находит активную супругу, он проецирует на нее отсутствующую инициативу, жена становится его инициативностью. Классический пример – пациентка проецирует на психоаналитика образ собственного отца и влюбляется в него, переживая детские чувства. Пациент в психозе проецирует свойства реальности на образы своих надежд и страхов. И это по-прежнему все та же психическая защита. Мужчина, проецируя на жену собственную инициативность, возлагает на ее хрупкие плечи ответственность за то, что он будет делать в жизни. Пациентка делает то же самое, проецируя на психоаналитика образ отца. Она возлагает на него ответственность за принятие решений, важных в ее жизни. Выше мы говорили о подобном механизме, как о первородном грехе. Как вы помните, Адам, избавляясь от ответственности, обвинил Еву в нарушении божественного запрета. Проекция – это один из самых простых примитивных способов экономии времени и усилий. Он столь же прост, как и употребление волшебного плода или волшебной таблетки. Чтобы не отвечать ни за что самому, нужно перенести ответственность на Адама. Психоз представляет собой критический максимум проекции. Личность перестает делать попытки понять реальные свойства людей и объектов. Интерпретация пациентам реальности и продуктов собственного воображения становится однозначной. Люди и объекты лишаются права иметь свои собственные независимые от мнения пациента свойства. Жена из примера выше в сознании мужа превращается в воплощение его инициативы, лишенная каких-либо человеческих черт, воспринимаясь как послушный биоробот, запрограммированный вместо мужа. Нам предстоит разобраться в причинах возникновения психоза. Сейчас мы можем утверждать лишь то, что психоз явление достаточно редкое, то есть возникающее как крайняя или предельная реакция психики на невыносимые события, происходящие во внешнем мире или в собственном воображении. Какие именно предельные переживания запускают механизм примитивной психической защиты, не давая человеку возможности воспользоваться разумом высшими психическими защитами, мы будем обсуждать ниже на примере отдельных симптомов и синдромов. Мне думается, что описанный выше механизм имеет куда более конкретные и понятные для врача практика черты, чем мифологический эндогенный процесс, вызываемый неизвестными причинами. Рациональное и иррациональное В предыдущей главе мы выяснили, что понятие психоз вовсе не объективное научное понятие. Это тоже метафора, включающая в себя состояние, не связанное друг с другом смыслом, от ослабоумливающего заболевания до глубоких психологических потрясений. В рамках концепции этапных синдромов психических заболеваний и вялотекущей шизофрении это понятие стало способным включать в себя и множество видов повседневных психологических проблем, периоды плохого настроения, затянувшуюся реакцию на стресс, бессонницу, страхи, тревоги, мешающие мысли и воспоминания, любые формы опьянения, включая сюда опьянение компьютерной игрой или увлеченность экстремальными видами спорта, привычку к медитации и увлеченность оккультизмом, магией или различными течениями нью-эйдж и многое-многое другое. Все зависит Если проанализировать смысловую сущность метафоры психоза в текстах и высказываниях отечественной психиатрии, то выяснится, что слово «психоз» описывает примерно те же феномены, что и понятие «измененное состояние сознания» и «СС», широко распространенное в современной психологии и культурологии. На мой взгляд, именно по этой причине психиатры обращают внимание только на первую часть критерия Фрейда. Качество тестирования реальности снижается преимущественно во время психоза и в измененном состоянии сознания. Для отечественной психиатрии это понятие-синонимы. Всякий раз, когда человек отстраняется от реальности, чтобы задуматься о чем-то своем, он демонстрирует неглубокий уровень измененного состояния сознания. Если он пожалуется психиатру на частые эпизоды задумчивости и рассеянности, то выяснится, что все эти эпизоды были латентным психозом или шизотипическим расстройством. Согласно ведущему исследователю ИСС-финскому нейробиологу и философу Анти Риванусса, измененное состояние сознания это системные изменения относительно нормального состояния сознания, связи, содержания, переживаний с реальным миром. То есть в ИСС присутствует искажение представления внешней реальности или осознания себя. Причем эти искажения складываются в глобальное изменение репрезентаций, представлений о мире и о себе. Это определение в сущности неотличимо от павловского определения психоза. Разница только в том, что ИСС понимаются сегодня как нормальные и необходимые для формирования индивидуальных представлений о мире состояния сознания. А психоз, как вы знаете, острый период ослабоумливающего психического заболевания, требующий неотложного назначения нейроэлептиков и антидепрессантов. Именно так понимает любые измененные состояния сознания отечественной психиатрии. В семантике употребления метафоры психоза в отечественной психиатрии скрывается порочная ошибка, обусловленная все тем же желанием выдать метафору за метанемию. Утверждая, что психоз является обострением ослабоумливающего процесса, психиатрия как бы имеет в виду, что человек должен постоянно, непрерывно и качественно тестировать окружающую реальность, не отвлекаясь от нее и не пытаясь погружаться во внутреннее пространство своей души для того, чтобы соотнести происходящее в реальности со своим отношением к ней. Именно об этом процессе и пишет Анти Реванусса в своем определении ИСС. Может ли человек жить, непрерывно и адекватно тестируя реальность и рационально рассуждая о ней? Фрейд понимал, как понимает это каждый человек, опираясь на практический опыт, невозможность такого требования. Отсюда и более сложные критерии психоза. Для Реванусса глобальное изменение репрезентаций необходимый этап роста и развития личности. А для классической психиатрии это латентный скрытый психоз. В старой терминологии шуб, внутренний толчок. Подобное изменение жизни в результате латентного приступа шизофрении когда-то называли второй жизнью Павии. Типичным примером такого психоза считается жизнь Поля Гогена, великого художника, одного из основоположников постпрессионизма, успешный и состоятельный биржевой брокер. Он в 1885 году отказался от работы, оставил все имущество жене и детям, чтобы вести жизнь нищего художника, сначала в Париже, а затем на Таите. Психиатрия считает, что в 1885 году он перенес скрытый психоз. Соответственно, вся его последующая жизнь и творчество являются проявлением дефекта нарастающего слабоумия. Воистину, как говорил Томас Сасс, кто владеет лексикой, тот владеет реальностью. Сам Гоген утверждал, что решение изменить жизнь зрело в нем постоянно. И действительно, он много лет увлекался живописью до того, как решился посвятить ей все свое время. Да и вообще, кто кроме психиатров может решиться судить о том, какая живопись является дефектной, а какая нет? Дело в том, что психиатрия считает нормальной жизнью Гогена только жизнь биржевого клерка, а жизнь в искусстве чем-то ненормальным по определению. «Эти простые шизофреники», писал Блейлер, «составляют большую часть всех мозгов на векре – реформаторы, философы, артисты, дегенераты, чудаки». В жизни реформаторов, философов и артистов, а также художников, поэтов и музыкантов измененные состояния сознания играют принципиально важную роль. Впрочем, в жизни творческих людей часто, к сожалению, большую роль играет опьянение. Профессор Портнов квалифицировал любое опьянение как острый симптоматический психоз. Симптоматические психозы, по мнению Портнова, к шизофрении отношения не имеют. Однако, по мнению московской школы, это один из типичных этапных синдромов эндогенно-функционального заболевания. Представляете себе, что будет, если принять это определение? Любой человек, поднимающий на дне рождения бокал вина, окажется, пусть на время, в числе тяжелых психических больных. С точки зрения описательной феноменологической психиатрии, Портнов прав. Описания особых или измененных состояний сознания мало отличаются от описания симптоматических психозов. Что же делать? Нужно направлять усиленные психиатрические бригады для «недобровольной» в кавычках госпитализации, спасая от возможного слабоумия дружескую компанию, собравшуюся отметить юбилей, или людей, собравшихся на групповую медитацию или на групповую молитву. С точки зрения психологического статуса принципиальных различий между молитвой православного и буддиста не существует. Все подобные состояния окажутся разновидностью опьянения, в лучшем случае симптоматическими психозами. Проблема в самом диагностическом методе, исключающем анализ смысла подобных психических состояний. Если человечество на протяжении тысячелетий молится, занимается медитацией и употребляет алкоголь, значит, все это зачем-то нужно людям. Само понятие психоз как бы отменяет поиск смысла подобных форм поведения. Оказываясь самодостаточным объяснением, оно лишает человека произвольности. Все поступки, не соответствующие привычному взгляду психиатра на мир, оказываются сходны с психическим заболеванием. Эта ошибка восприятия становится возможной, потому что запрет на психологизацию лишает психиатра возможности размышлять о психической норме. Когда мы говорим о нормальном в кавычках человеке, мы наделяем его поведение смыслом. Говорить о смысле симптомов невозможно, пока мы не переводим их в разряд нормальных проявлений человеческой психики. Если некая научная дисциплина не отталкивается от сформированных и конкретных критериев нормы, она оказывается не в состоянии отличить норму от патологии, точнее говоря, будет видеть одну только патологию. Так возникает следующий парадокс психиатрии. Если не учитывать сознательные или бессознательные мотивы поведения, то понятия болезнь или симптом постепенно занимают место понятия личность или индивидуальность. Возникает невротическая ситуация. Психиатр не может вовсе не иметь представлений о норме, иначе все окружающие его люди будут восприниматься им как психически больные. Поэтому он вынужден формировать чутье в кавычках не только на болезнь, но и на норму. При этом точкой отсчета в кавычках нормальности окажется он сам и его ближайшее окружение, правда с довольно существенными поправками на самолюбие. Для самого профессионала окажутся нормальными многие странности, которые он считает психозами у других. Подавляющее большинство психиатров вовсе не отказываются от спиртного и, возвращаясь домой после тяжелой работы, регулярно вызывают у себя симптоматический психоз в кавычках. Ряд ключевых фигур школы Снежевского и вовсе страдали запойным пьянством. По отношению к себе они определяли процесс приема алкоголя как отдых. Что такое отдых? В чем его суть? В отказе от тестирования реальности. Огромное количество людей делает все возможное и невозможное, чтобы ослабить тестирование реальности. Они слушают музыку в наушниках, утыкаются в мобильные телефоны и играют в виртуальные игры, курят марихуану и того хуже увлекаются экстремальными видами спорта, молятся в храмах различных религий, занимаются йогой и медитацией. В общем, эти люди всеми силами стремятся любой ценой оказаться в состоянии психоза. Анализ подобной ситуации может привести только к двум выводам. Это либо болезнь, либо нормальное проявление человеческих потребностей. Отечественная психиатрия утверждает, что мир столкнулся с эпидемией вялой текущей шизофрении. Нормальные потребности человека нужно осмыслить, а мы это делать совершенно не умеем. Если слово пьянство означает патологию, то его естественным антонимом окажется слово трезвость. Трезвость и будет считаться нами нормой по отношению к пьянству. Однако это слово ничего не объясняет и не может служить мотивацией для отказа от пьянства, поскольку это слово обозначает лишь отрицание. Трезвость это состояние человека, необусловленное воздействием опьяняющих веществ и только. Это понятие не описывает никаких свойств трезвого человека, его семантика не предполагает никаких позитивных качеств. Просто не пей и будешь трезвым, а что значит быть трезвым абсолютно непонятно. Поэтому усилия врачей и общества направлены на то, чтобы люди оставались трезвыми, тоже лишены всякого смысла. Отрицание не может работать в качестве мотивации к каким-либо позитивным изменениям. Для того, чтобы мотивировать человека на изменения, нужно, чтобы у него была понятная, описанная в виде позитивных качеств цель. Давайте попробуем понять, что человек имеет в виду, когда говорит о необходимости отдыха. Процесс, который мы называем отдыхом, заключается в том, чтобы переключить сознание с тестирования окружающей реальности на внутреннее пространство души. Объекты и действия с ними, отвлекающие нас от мыслей о проблемах и сложностях окружающей реальности, позволяющие нам оставаться в мире собственных фантазий, мы обычно называем удовольствиями. По сути, любое наше удовольствие является измененным состоянием сознания. Психологии в современном понимании в СССР не было. Была сформирована психология деятельности, требовавшая, как и психиатрия, непрерывного тестирования реальности. Советский человек должен был жить внешними интересами, интересами производства или интересами руководящей партии. Наличные, собственные интересы человек права не имел. Погружаться в глубины внутреннего «я» ему было вредно, поскольку именно там скрывается свобода сознания. Именно эта свобода и была объявлена советской психиатрией, вялотекущей шизофренией. Для того, чтобы отстоять свою последнюю свободу человеку посттоталитарного общества, важно понять, что измененные состояния сознания не являются признаком психоза. В любом обществе человек не может чувствовать себя абсолютно свободным. Ему так или иначе приходится учитывать интересы семьи, профессиональной группы, государства и так далее. Мы свободны только внутри себя, в собственном воображении. В измененных состояниях сознания, во время мечтаний и планирования будущего, мы и решаем, какую часть собственной свободы нужно воплощать во внешнюю реальность, а какую нет. Точку входа во внутреннее «я» в ЭСС современная психотерапия называет трансом или трансовым состоянием сознания. На потребности в трансе построен обычный академический час. Нам, по крайней мере, один раз в 45 минут нужно прекратить тестировать реальность, получать информацию из внешнего источника и уйти в себя. Мы должны переварить полученные знания, разложить их по внутренним файлам, имеющихся знаний и опыта. Мы делаем это во время школьной переменки и рабочего перекура, что тоже, несомненно, трансовое состояние. Более того, если мы этого не сделаем, у нас может случиться настоящий психоз. Перегрузка информации, особенно вызывающий стресс, может вызвать примитивную психическую защиту в виде спутанного состояния сознания или наплыва мыслей. Поэтому стремление отдохнуть, остаться наедине со своим внутренним миром, временно ослабив процессы тестирования реальности, естественная потребность, такая же значимая, как голод или жажда. Однако, все сказанное вовсе не означает, что употребление алкоголя я отношу к естественным потребностям человека. Для этого мне и понадобилась глава про первородный грех. Алкоголь, антипсихотические препараты, наркотики это продукты первородного греха, соблазна простых решений. Жизнь в тоталитарном обществе исключает то, что философ и социолог Мишель Фуко именовал практиками себя, то есть традиционные методы самопознания, поощряемые обществом и культурой. Если подобные практики вместе с религией оказываются под запретом, человек прибегает к запретному плоду химических веществ. Только их прием, как водка или табак в СССР одобряются тоталитарным обществом, как единственные возможные способы остаться наедине с собой. Почему одобряются? Потому что опьянение это ложный транс, подмена или симуляция естественного состояния души. Пьяный человек чувствует эффекты опьянения как транс, но в отличие от медитации глубокого погружения в себя не происходит. Человек общается не с глубинами собственного я, а с привычными для себя искусственными удовольствиями. Французский мыслитель Жан Бодияр назвал подобные вещества и объекты внешнего мира симулякрами. Соблазн простоты приводит к подмене собственных психических состояний фальшивками, химическими веществами или другими объектами внешнего мира. В знаменитой работе «Символический обмен и смерть» он показал «Целью жизни большинства людей потребительского общества является обмен своего я на объекты внешнего мира». Любой форме самопознания нужно учиться, и это непростой труд. Медитация, умная молитва, йога, даже способность понимать искусство требуют долгих усилий, направленных на упорядовочение мышления и эмоций. Как вы помните из главы про первородный грех, соблазнительными оказываются простые способы саморегуляции, экономящие время и усилия. Водка или наркотик выступают в роли библейского плода. Ложный транс и превращает опьянение в психоз. Зависимость от веществ симулякров вызывают не сами вещества, а человеческое желание ограничить исключительно ими свой отдых, свое удовольствие и главное свое самопознание. Это не загадочный роковой эффект столкновения с веществами, вызывающими шизофрению, а абсолютно понятная попытка человека подменить собственные усилия химическим трансам. Не от химического вещества, а от убежденности человека в возможности получения химического удовольствия и химического отдыха будет зависеть его будущее. Попытки лечения алкоголизма и наркомании с помощью психотропных препаратов, нейролептиков и антидепрессантов окажутся лечением одного симптоматического психоза с помощью другого. При анализе смысла нормального переживания разговоры о некой условной полезности второго психоза по сравнению с первым выглядят нелепо. Понятно, что два конкурирующих в структуре одной психики химических психоза ни к чему, кроме слабоумия деменции, привести не могут. Именно так и происходит. Феноменологическое отступление Это результат ловушки или логического тупика, в который зашла феноменологическая психиатрия, все больше впадая в экстаз описания психического статуса. Использование феноменологического метода или даже феноменологической редукции впервые сделал главным диагностическим методом основатель немецкой, а значит и советской школы психиатрии Эмиль Крипелин. Метод Крипелина по его собственному утверждению возник из самых современных философских взглядов на природу человека. Крипелин имел в виду не только психологию Вунта, но и учение своего современника и соотечественника Эдмунда Гуссерля. Тексты Гуссерля сложны для чтения и понимания, только этим можно объяснить упрощение Крипелином смысла и метода Гуссерля. Вполне возможно, что слова Курта Шнайдера о монистическом нивелирующем мышлении медиков и их не расположены к методическому мышлению были выпадом в том числе против Крипелина и принятых в его школе диагностических подходов. Гуссерль утверждал, самой сущностью сознания являются вкладывание смысла в интенциональные акты. Быть сознанием значит давать смысл. Свой метод анализа Гуссерль назвал феноменологической редукцией. Главный метод постановки диагноза психический статус Крипелин тоже именовал методом феноменологической редукции. Карл Ясперс считал, что развивает этот метод. Только метод психологической диагностики, как оказалось, нес в себе прямо противоположный идеям Гуссерля смысл. Феноменология рассматривает не объекты внешнего мира, трансцендентные для воспринимающего человека, но внутреннюю реальность, не внешний мир, а тот смысл, которым сознание наделяет свое переживание. Происходит редукция трансцендентного к чисто психическому. Предметом феноменологии является не внешний мир или часть его, но смысл мира, как его постигает человек. Проще говоря, предметом феноменологического метода, согласно Гуссерлю, является то, что Блейлер рассматривал как патологию, индивидуальное мышление, всегда оказывающееся в чем-то аутистическом. Совершаемую в феноменологии умственную операцию Гуссерль назвал эпохе, это воздержание мыслящего человека от суждений, но не от всех, а от совмещающихся с непоколебленной или даже непоколебимой убежденностью в их истинности. Гуссерль учил людей мысленно отказываться от категорических суждений и окончательных выводов. Однако окончательный диагноз основан на непоколебимой убежденности врача в его истинности и только на ней, но при этом именуется феноменологическим. Не понимая тяжеловесных текстов Гуссерля, Крепеллен вместо внешнего объекта редуцировал внутреннее содержание. Психиатрии описывают внешние признаки поведения и высказывания пациента, отказываясь от понимания его мотивов поведения и смысла высказываний. Феноменология самый психологический из всех возможных философских подходов. Можно сказать, что именно этот философский метод создал и психоанализ, и все то, что мы называем современной психологией. Психиатрия же выполнила редукцию самой феноменологии, то есть свела смысл в семантику психических феноменов к вновь созданным метафорам шизофрении или эндогенного психоза, которые были объявлены объективно существующей истиной. В качестве примера можно вернуться к понятию ИСС. Этот термин тоже вызывает у неискушенных людей беспокойство. Все встает на свои места, когда мы, даже не обсуждая тему глубоко, замечаем, что любое измененное состояние сознания имеет свой смысл для личности. Человек, занимающийся медитацией, находится в поиске своего высшего Я. В молитве человек ищет совета или помощи Бога, в которого верят. Психиатр, выпивающий рюмку водки после тяжелого рабочего дня, пытается вызвать у себя эмоциональный наркоз, вытесняя на время из сознания накопившиеся неприятные переживания. Обратите внимание, как только мы от загадочных терминов ИСС или симптоматический психоз переходим к описанию субъективного смысла, как того и требует феноменология, они теряют инфернальный пугающий аспект своего значения. В этой книге мы попытаемся задуматься о смысле непривычных измененных состояний сознания, которые психиатрия по-прежнему именует психозами. Иван Петрович Павлов и психиатрия Возможно, стоит начать с оказавшихся важнейшим для судеб отечественной психиатрии представлений о психозах академика Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук лауреата Нобелевской премии Ивана Петровича Павлова Анализом психозов он начал заниматься в начале 30-х годов. При его лабораториях открылись две клиники клиника неврозов, руководимая Сергеем Николаевичем Давиденковым и психиатрическая клиника психозов под руководством Анатолия Георгиевича Иванова-Смоленского. Изучая физиологию мозга и отдельные психотические симптомы, Павлов, как ни странно, пришел практически к тем же выводам, что и Фрейд. Во всех своих связанных с психиатрией работах он настаивал на том, что психотические симптомы являются защитным механизмом центральной нервной системы. Разумеется, он описывал не психические защиты, а их физиологические механизмы, главным среди которых он считал запредельное торможение нервной клетки, за много лет до Павлова описанное великим русским физиологом Николаем Евгеньевичем Введенским. В первую очередь нужно отметить, что Павлов, как Блейлор и Фрейд, подчеркивал функциональный переходящий характер психозов, их способность заканчиваться, не оставляя за собой никаких физиологических следов. Симптомы, в частности, симптом ступора, замирания в одной позе, или кататонии, однозначно расцениваемый сегодняшними психиатрами как симптом острого эндогенного психоза, в своей статье психиатрии как пособница физиологии больших полушарий, Павлов описывал как типичное проявление охранительного торможения, предохраняющего нервные клетки от гибели. Охранительное торможение в двигательном анализаторе в наибольшей степени выключает больного из жизни и тем обеспечивает больший покой нервной системе. Изучение в его лабораториях экспериментальных неврозов у животных привело Павлова к выводу, что неврозы и психозы у человека являются следствием перенапряжения основных нервных процессов, описанных Павловым как сила, уравновешенность и подвижность. Избыток как силы, так и подвижности, согласно гипотезе Павлова, способны привести нервную систему к психозу. Понятно, что психоз возможен только в отсутствии уравновешенности, в принципе, примеряющем силу и подвижность. Уравновешенность у животных исчезает при получении ими трудных для нервной системы заданий, но не любых трудных заданий, а только предъявляемых животным повторно на протяжении длительного времени. Собак ставили в тупик в кавычках, но несмотря на то, что они в конце концов учились решать задачи, экспериментаторы заставляли животных решать аналогичные задачи раз за разом на протяжении месяцев, пока ситуация не становилась невыносимой. Именно Павлов считал, что психозы у человека возникают в тех случаях, когда невыносимая жизненная ситуация лишает его нервную систему способности уравновешивать саму себя. Участвуя в клинических разборах пациентов, Павлов требовал от врачей глубокого анализа предшествующей жизни больного – анамнеза. Целью анамнеза по Павлову и было выявление невыносимых жизненных трудностей из-под воль или напрямую обусловивших срыв нервной деятельности. Конечно же, физиолог Павлов считал, что трудности вызывают физиологическую защиту нервной системы не у всех людей, а у людей с принужденно слабою или рано в силу жизненных трудностей ослабленной нервной системой. Течение болезни определяется почвой, неврологическими органическими особенностями нервной системы, на которую падают зерна жизненных трудностей. Нервная система человека по Павлову может оказаться слабой или даже ломкой во время возрастных кризисов, например, в подростковом возрасте, когда жизненные трудности валятся на молодой, еще не насладившийся, не окрепший организм. Как и Блейлер, он отмечал, что многих типов нарушений нервной клетки мы еще не знаем. Поэтому, несмотря на признание им возможности разрушения, деструкции нервных клеток под влиянием как внешних, так и внутренних трудностей, он призывал врачей к величайшей осторожности в оценке симптомов как необратимых даже в тех случаях, которые психиатры трактовали как хроническое заболевание. Павлов подчеркнуто не признавал психоанализ. Однако, его понятие невыносимой жизненной трудности в сущности соответствует представлению Фрейда и Блейлера о вытесненных в бессознательное неудовлетворенных желаниях. Когда еще мы ощущаем сложившуюся ситуацию как невыносимую, если не в случаях, когда мы не в состоянии делать то, что мы хотим или считаем нужным. Из предсказаний Павлова о психических заболеваниях никоим образом не вытекала ни концепция единого психоза, ни концепция загадочного эндогенного заболевания текущего всю жизнь. Еще при жизни Павлова в психиатрической клинике при его лабораториях было начато лечение глубоким сном. Сегодня этот сон назвали бы наркотическим. Практически все пациенты, прошедшие по рекомендации Павлова подобную терапию, вернулись к нормальной жизни. Даже на смертном одре Павлов продолжал интересоваться их судьбой. Показателен тот факт, что крупнейшие мыслители начала века Павлов и Фрейд в конце концов пришли к общему представлению о механизме развития психических заболеваний как психической у Павлова физиологической защиты. Сам Павлов никогда не был догматиком или создателем идеологии. Он был ученым, выдвигал гипотезы и легко отказывался от них, если не находил подтверждения. В октябре 1934 года он писал министру здравоохранения РСФСР Каменскому К сожалению, я чувствую себя по отношению к вашей революции почти прямо противоположно вам. Меня она очень тревожит. Многолетний террор и безудержное своеволие власти превращает нашу азиатскую натуру в позорно-рабскую. А много ли можно сделать хорошего с рабами? Пирамиды? Да, но не общее истинное человеческое счастье. Непредание и повторяющееся голодание в массе населения с их непременными спутниками повсеместными эпидемиями подрывает силы народа. Прошу меня простить, написал искренне, что переживаю. Мне думается, что превращение людей в рабов Павлов в конце жизни и считал невыносимой жизненной трудностью, способной вызывать психические заболевания. Московская школа психиатрии, возникшая после павловских сессий АН СССР и АМН СССР 1950-51 годов, используя имя Павлова, подменила медицину идеологии, опирающейся не на физиологические эксперименты, а на систему демагогии. С высокой идеологической трибуны Снежевский объявил о создании павловской психиатрии. Понятно, что о невыносимых жизненных трудностях или о рабстве в предлагавшейся модели психиатрии не говорилось ни слова. В СССР вообще не могло быть никаких невыносимых трудностей, поэтому на их место встала метафора неизвестного психического фактора, нарушающего дугу условного рефлекса. Лишая центральную нервную систему уравновешенности рефлексов, это постулируемое заболевание заканчивалось слабоумием деменции, в точном соответствии с взглядами Крепелина и относилось к числу хронических. Снежевский сыграл в истории отечественной психиатрии примерно ту же роль, что Лысенко сыграл в разгроме отечественной генетики и селекции. Правда, времена были уже другие и политических репрессий не последовало, но ведущие психиатры страны, несогласные с взглядами Снежевского, постепенно вымывались из науки и клиники. Их не печатали, их карьерный рост останавливался, диссертации, не связанные с шизофренией, стало практически невозможно писать и защищать. При этом никого не волновало, что взгляды Павлова на психозы искажены с точностью да наоборот. Ничего удивительного в этом нет, если Крепелин проделал подобную операцию с методом Густерля, то почему Снежевский и Иванов-Смоленский не могли сделать того же самого с теорией Павлова? К середине 70-х годов прошлого века, когда нейрофизиологам всего мира стало очевидно, что учение об условных и без условных рефлексов слишком простое объяснение для происходящих в центральной нервной системе процессов, психиатрия просто забыла слово рефлекс. Однако рефлексы были, пусть и шаткими, но все-таки неким объяснением происходящего в человеческом психозе. Шизофрения оказалась просто загадочным заболеванием, не имеющим никаких причин. После того, как стало известно, что рефлекторную теорию шизофрении создать не удастся, болезнь стала просто метафорой, объясняющей саму себя чем-то вроде символа уробороса, змея, пожирающего свой хвост. Новая антропология Метафора, не нуждающаяся во внутреннем смысле, может утверждать себя только становясь основанием идеологии или, если хотите, псевдорелигиозной верой. Старшему поколению, хорошо знаком лозунг «Учение Ленина истина, потому что оно верно». Тело Ленина не случайно, конечно, так и не предано земле. Его мумия является материальной опорой земной религии атеистов. Лишившее представлений об этиологии и патогенезе слово шизофрения стало символом своеобразной религии, созданной московской психиатрической школой. Взгляд верующего христианина ищет в событиях жизни сходство со священным писанием и преданием. Взгляд психиатра ищет состояние человеческой души и его предшествующей жизни сходство с эндогенным процессом. Отнюдь не случайно, что тот и другой неминуемо обнаруживают это сходство. Слово «шизофрения» прочно вошло в лексикон культурологии, физиологии и искусствоведения. Описания шизофренического или шизотипического дискурсов культуры и искусства стали настолько привычными, что перестали вызывать интерес. Читатель подобных материалов и сам понимает, культура больна, и больна она не чем-нибудь, а шизофренией. Культурологи не ставят диагнозов, но нам достаточно и намека. Следом за Снежевским массовое сознание привычно оценивает любые странные, вычурные по форме, эмоционально холодные, слишком сложные и запутанные тексты современной культуры, включая сюда книги, кино, живопись или музыку, в качестве следствия, если не симптомы психического заболевания. Феномен шизофренического дискурса, как объект для философских размышлений искусствоведов, доказывает, что медицинский диагноз ныне стал основой нового учения о человеке, новой антропологии. Эта странная вычурная антропология, построенная не на учении о духе, душе или структуре психики, как это было у Фрейда, а на представлении о болезни, фактически заменяющей собой все эти понятия. Так как болезнь эта не имеет никаких понятных причин, описание ее проявлений становится неотличимыми от описания особенностей поведения индивида. Думая об истории понятия шизофрения, я вспоминаю идею фильма Кшиштофа Занусси жизнь, как смертельная болезнь, передающаяся половым путем. Фактически индивидуальность объявляется болезнью, а само понятие о болезни и ее причинах растворяется в индивидуальности. На месте медицинских понятий вновь возникает тень Уробороса. Нам всем, а людям, считающим себя православными, в особенности, не стоит забывать, что по своему первоначальному значению Уроборос это имя одного из демонов средневековых инкунабул. Я вспоминаю об этом не случайно, поскольку с начала 90-х годов в российских духовных академиях постепенно развивалось преподавание пастырской психиатрии. На сегодняшний день этот предмет обязательный. Он преподается во всех духовных академиях страны. Необходимо отметить, что учебная программа этого предмета не имеет никакого отношения к духовности, поскольку включает в себя только стандартные взгляды московской психиатрической школы. Во всяком случае, профессор кафедры практического богословия православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Каледа составил свой курс пастырского богословия исключительно на основе учения Снежевского. Никакой духовности курс не предлагает, представляя собой обычное краткое изложение этапных синдромов эндогенно-функционального психоза. Это неудивительно, поскольку Каледа одновременно является заместителем директора главного шизофренологического института страны, который сейчас называется ФГБНУ – Научный Центр Психического Здоровья. Пастырская психиатрия, создателем первого учебника, который стал профессор Дмитрий Евгеньевич Мелехов, исходит из свято-отеческого трихотомического понимания личности, разделяя ее на три сферы – телесную, душевную и духовную. Соответственно, болезнь духа лечит священника, души – врач-психиатр, тело – врач-терапевт, хирург, невролог и т.д. Трихотомическому пониманию соответствует и его вечная проблема – можно ли отделить одно из трех начал от двух остальных? Как писал, например, митрополит Антоний Блюм, «Нельзя сказать, что где-то кончается душевное и начинается духовное. Есть какая-то область, где самым нормальным образом совершается взаимное проникновение». Здесь мы снова встречаемся с мышлением по сходству. Границы будут зависеть от взгляда. Психиатр в духовном сможет увидеть только душевное, а священник, как я надеюсь, все еще способен в душевном увидеть духовное содержание. Протеерей Владимир Воробьев пишет, «Священник должен объяснить человеку, что болезнь душевная – это не позор, это вовсе не какое-то вычеркнутое из жизни состояние. Это крест, для него не закрыто ни Царство Божие, ни благодатная жизнь». Святитель Игнатий Бринчанинов напоминал, «Святой Нифонт епископ четыре года страдал умоиступлением, святые Исааки и Никита долго страдали умоповреждением. Некоторый святой пустыннослужитель, заметивший возникшую в себе гордость, молил Бога, чтобы попущено было ему умоповреждением и явное беснование, которое и попустил Господь смиренно-мудрому рабу своему». Все зависит от умозрения. Можно попытаться утверждать, что во времена святых Нифонта и Игнатия в наше время слова «душевная болезнь» имеют одно и то же значение. Разумеется, это не так. Святитель Игнатий относится к душевной болезни также в сущности, как Зигмунд Фрейд и Эйген Блейлор. Он считал, что болезнь преодолима молитвой и аскезой, а Фрейд и Блейлор считали, что она преодолима с помощью психоанализа и способности к самопознанию. Верующему в наши дни направленному из храма в психиатрическую больницу или Центр психического здоровья в обязательном порядке будут рекомендовать пожизненное лечение с помощью нейролептиков и антидепрессантов. Эти препараты, как мы уже знаем, полностью исключат возможность духовного роста и развития, то есть именно ту возможность преодоления болезни, о которой писали святые отцы. Поэтому мне думается, что в преподавании пастырской психиатрии, особенно в рамках программы Каледы, кроется соблазн уробороса. Священник – человек, и как всякий человек он опасается непривычного или странного в поведении прихожан. Передать такого рода случаи психиатру куда проще, чем отделять овец от козлища, духовное от душевного. Соблазн простоты, победивший когда-то в психиатрии, вполне способен проникнуть в святая святых православной церкви, в души ее священнослужителей. Сегодня мало шансов на появление истинной пастырской, наполненной духовностью психиатрии, зато есть все шансы на превращение церкви с течением времени в психиатрический диспансер. Однако главная проблема даже не в этом. Выясняется, что и церковь не поможет отделить духовное от душевного. Спасение утопающих по-прежнему дело рук самих утопающих. Часть 2 Симптомы и синдромы Опыт показывает, что врач, неправильно понимающий термины с помощью мнимоклассических симптомов, ставит пациенту диагноз умопомешательства. Часто случается, что сам диагноз начинает искажать имеющуюся у больного симптоматику. Курт Шнайдер У страха глаза велики. Не только пациенты пугаются белой обезьяной болезни с неизвестными причинами. Непонятного заболевания суеверно опасаются и врачи. Исходящее от пациента с диагнозом шизофрении ощущение опасности приводит рядового врача к отвержению его личности, отрицанию нормального в кавычках осмысленного содержания в его словах. От такого пациента можно ждать чего угодно. Правда, нельзя ждать ничего хорошего. Это чувство, наверное, и создает вечную вражду в отечественных психиатрических лечебных заведениях. Как может вести себя человек, от которого ждут только агрессивных, нелепых или глупых поступков? Он будет стараться соответствовать ожиданиям врачей, медсестера, санитаров. Герой русских народных сказок возможно только потому был дураком, что старшие братья и отец от него этого не ждали. И женился он на царевне лягушке только потому, что она оказалась единственным живым существом, относившимся к нему с уважением. Не сидел ли Илья Муромес на печи 30 лет и 3 года только от того, что все кричали «он больной»?» И только калеки прихожие поклонялись ему в ноги и увидели в нем невероятную силу. Но во всяком случае в отечественной психиатрии, начиная с 30-х годов прошлого века, об этом никто не задумывался, а процессы стигматизации становятся все более и более официальными. Стигматизацию, процесс исключения пациента из числа людей, достойных уважения и внимания, окончательно узаконили стандарты медицинской помощи, принятые в нашей стране и абсолютно недопустимые в психиатрии. Стандарты медицинской помощи при психических расстройствах речь главным образом идет о двух приказах номер 566 от 17.05.2012 и номер 1031 от 30.12.2015 автоматически приводит к узаконенной гипердиагностике шизофрении, то есть к произвольному расширению метафоры. Доказать это очень легко. Приказы подразумевают ответственность врача за невыявленное психическое заболевание. Врачу куда безопаснее с помощью мнимо классических симптомов выявить сходство поведения больного с психозом и назначить стандартное лечение, чем задуматься о психологических причинах поведения человека. Стандарты в кавычках юридически запрещают все упомянутые в первой части книги ошибки наблюдения. Сегодня многие врачи-психиатры чувствуют, что специальность, ощущаемая ими как главное дело жизни, зашла в тупик. Однако их профессиональное мышление упирается в тот же самый тупик. Снежевский и Морозов и вся московская психиатрическая школа сделали все возможное, чтобы психиатрия как способ мышления оказалась оторвана от всех родственных дисциплин физиологии высшей нервной деятельности, нейрофизиологии, психологии, психоанализа и так далее. От этого страдают не только пациенты, но и врачи. Врачу гораздо проще расширять метафору, замечая все более и более далекие ранние, вялые или вызывающие подозрения признаки шизофрении в поведении мыслях человека. В результате возникает что-то вроде психического вируса или психической эпидемии диагностики шизофрении. Сегодня диагноз шизофрении является одной из трех основных причин, приводящих к инвалидности во всем мире и в нашей стране. Только не стоит забывать, что в мире подобные исследования опирались на соответствие диагнозам МКБ-10. В нашей стране подобным данным доверять нельзя, ведь для отечественного врача большая часть психиатрических диагнозов, учитываемых статистикой, лишь маскировка единого психоза. Практически любой диагноз приведет к лечению от шизофрении и соответственно со временем к определению соответствующей группы инвалидности. На протяжении многих десятилетий врачи и пациенты нуждаются в ограничении метафоры. Во второй части этой книги мы попробуем хотя бы отчасти восстановить связь конкретных психопатологических симптомов и синдромов с процессами, происходящими в глубине нормальной человеческой души. Попробуем понять, какие психологические трудности, возникающие в процессе взаимодействия человека с современной культурой, врач может принять за проявление шизофрении. Утерянный регистр. На человеческую память нельзя полагаться, как и на забывчивость. Ежелец. Первое, что требовалось от психиатра в годы моей учебы – навык отличия дифференцировки двух регистров психопатологических расстройств – экзогенно-органического и эндогенно-функционального, фактически шизофрении. Учение Снежевского об этапных синдромах психических расстройств привело к утрате представлений о психических изменениях, возникающих в результате понятных науке неврологических проблем центральной нервной системы, описанных психиатрией в рамках экзогенно-органического регистра психических расстройств. Они проявляют себя в мышлении, эмоциях и поведении человека, как психоорганический синдром, органический психосиндром, о котором современная отечественная психиатрия предпочитает не вспоминать. По Ивану Петровичу Павлову, люди, у которых проявляется психоорганический синдром, и есть субъект или приобретенным слабым типом нервной системы. Причиной ослабления психических функций могут быть врожденные неврологические проблемы, резидуально-органическая энцефалопатия, расстройства, возникающие после черепно-мозговых травм, в том числе отдаленные, возникающие спустя длительное время после травмы, нейроинфекции, интоксикации, отравления, алкоголизм, наркомания, употребления психоактивных лекарственных средств, эпилепсия и другие расстройства центральной нервной системы, связанные с формированием очага патологического возбуждения и сопровождающиеся судорожными расстройствами, включая сюда и психические пароксизмы, приступы изменения сознания или плохо поддающихся контролю эмоциональных вспышек. Сюда относятся, например, панические атаки. Психоорганический синдром возникает при различных хронических нарушениях обмена веществ и эндокринных заболеваниях, диабете, хронической почечной недостаточности, гипер- или гипотирозе, тиреоидите, гипергипогонодизме и многих инфекциональных заболеваниях. Психические расстройства могут вызываться и вызывать сердечно-сосудистые заболевания. Психические проблемы возникают при понятных заболеваниях центральной нервной системы, при опухолях, абцессах или кистах, оболочах головного мозга. В старческой психиатрии психоорганический синдром возникает при возрастных атрофических процессах и при системных заболеваниях, например, болезни Альцгеймера и рассеянном склерозе. Я надеюсь, читатели понимают, что для описания всех причин и вариантов течения психоорганического синдрома мне пришлось бы написать целую монографию, но мне важно, чтобы вы внимательно прочли перечень, написанную выше. Сегодня вам самим придется искать возможные соматические причины собственных психиатрических расстройств. Психиатр в любом случае будет лечить вас от шизофрении, поскольку в сформулированном более 40 лет назад учении об этапных синдромах эндогенно-функционального психоза все проявления органических нарушений нервной системы были объявлены этапами развития единого процесса. Фактически павловское учение Снежевского разъяло патологию учения о болезнях на две части – соматическую и психиатрическую. Соматические органические болезни человека были лишены права вызывать у людей болезненные психические реакции и наоборот при лечении психического заболевания соматическое состояние организма не учитывается вообще. Как вы помните, учение Снежевского создало лишнюю сущность. Органический или соматические заболевания организма лишь провоцирует начало загадочного эндогенного процесса, в дальнейшем текущего по своим собственным, независимым от соматического или неврологического заболевания законом. Несмотря на это, мы по-прежнему болеем, и соматические болезни по-прежнему могут вызывать психозы. Для Фрейда и Павлова психоз – это один из видов защиты целостного организма. Для этой книги важно подробнее остановиться на легкой форме психоорганического синдрома. Психоорганический синдром заявляет о себе психической слабостью, которую психиатрия называет астеническим синдромом или астенией. Пациенты жалуются на затянувшиеся отсутствие психических и физических сил или быструю утомляемость, повышенную истощаемость, сниженную работоспособность. Стремительные изменения настроения, эмоциональные скачки или перепады настроения и трудности концентрации внимания, рассеянность, которую пациенты часто считают нарушением памяти. Пациенты в астении, описывая свои жалобы, часто пользуются «опасными» восприятия психиатра словами, такими как апатия, отсутствие интереса ко всему, бесчувственность или неспособность испытывать эмоции. Возникающие при подобных жалобах диагнозы депрессия или шизотипическое расстройство ни на чем не основаны, но демонстрируют неспособность специалиста задумываться о причинах, приводящих нормального человека к такому состоянию души. Если читатель вспомнит периоды крайней усталости в собственной жизни, то поймет, что на пике усталости мы не способны чувствовать эмоции окружающих людей, нас интересует только возможность отдыха, мы хотим, чтобы нас оставили в покое. Теперь представьте себе, что усталость существует как постоянный действующий фактор. В подобной ситуации вы будете нуждаться в постоянной защите от эмоций как посторонних, так и близких вам людей. Понимание и сопереживание вообще один из самых трудных психологических процессов. Постоянная избыточная усталость потребует бесчувственности как формы психической защиты. Давайте отметим, что сочувствие, эмоциональная чуткость или предъявляемое к самому себе требование тонкой эмоциональной чувствительности – это психологические нагрузки, легче всего вызывающие у человека переутомление. Согласно Павлову, трудные для нервной системы задания, предъявляемые повторно на протяжении длительного времени. Эмпатия, способность понять пациента, найти аналогию его состоянию в своей собственной душе и есть главная трудность в работе психиатра, от которой его всячески пыталась оградить московская психиатрическая школа. Именно понимание требовал от психиатра Курт Шнайдер, написав «Наше понимание психических симптомов методически находится совершенно в другой плоскости, чем, например, понимание признаков соматического расстройства». Центральная нервная система нашего современника, особенно жители больших городов, не может находиться в идеальном состоянии. Мы все в той или иной степени сталкиваемся с астенией и другими органическими расстройствами нервной деятельности. К сожалению, для того, чтобы избежать лечения опасными психоактивными препаратами, пациенту придется разобраться в этом самостоятельно. Триада Вальтер Бюэле Ваша слабость это готовность ненавидеть людей, а Ваша намерена их не понимать. Джейн Остин «Ты же слабая, сводит икровить в сердце острое сверлицо. Сколько можно терять, проигрывать и пытаться держать лицо?» Вера Полоскова Одной из задач этой книги является попытка вернуть пациенту понимание того факта, что психическая слабость и психическая болезнь вещи принципиально разные. Именно слабость или ослабленность психической деятельности описывает в психиатрии психоорганический синдром. Для более точного его понимания нужно знать ряду симптомов, описанную швейцарским психиатром Гансом Рудольфом Вальтер Бюэлем в 1951 году. Ослабление памяти, снижение интеллекта, недержание эмоций. Рассмотрим их немного подробнее. Недержание эмоций. Перепады, резкие изменения или колебания настроения у молодых и не очень молодых людей чаще всего не имеют никакого отношения к депрессии, циркулярному психозу, циклотемии и другим метафорам этапных синдромов эндогенного заболевания. Люди с врожденной или приобретенной слабостью нервной системы, минимальными неврологическими расстройствами, склонны к повышению эмоциональной реактивности, избыточным эмоциональным реакциям, раздражительности, легким изменениям настроения, плохо мотивированному гневу, разочарованию, отчаянию, страстной влюбленности, апатии. Отсутствие понятных жизненных перспектив в недостижимые социальные стандарты поп-звезд на экранах всевозможных гаджетов способствует тому, что эмоциональная реактивность все чаще приобретает негативную окраску. Кроме того, молодые люди часто жалуются на трудности концентрации внимания или нарушения памяти, трудности запоминания. О нарушениях памяти речь пойдет ниже. Здесь отмечу только то, что в большинстве подобных случаев никаких нарушений памяти у пациента не обнаруживается. Как нарушение памяти молодые люди расценивают свою рассеянность. Они действительно не могут сосредоточиться на учебе или работе, но это происходит из-за избыточной эмоциональной реактивности. Процесс запоминания нужной информации или текущих событий нарушается из-за погруженности в неосознанные до конца, как правило, негативные эмоциональные переживания. Молодой человек не может сосредоточиться, поскольку считает учебу или работу чем-то неважным и бессмысленным, особенно если его деятельность не несет в себе ни смысла, ни нормального заработка, ни отчетливых социальных перспектив. Человек пытается не задумываться об этом, но чувство собственного несоответствия стандартам культуры, ненужности и даже униженности постоянно присутствуют в его душе, периодически прорываясь эпизодами необъяснимого для внешнего агрессии или аутоагрессии. Эти эпизоды во время моей учебы называли не депрессиями это эндогенное расстройство, а дисфориями расстройство экзогенно-органическое. Современный подросток и даже молодой человек не в состоянии сформулировать это чувство даже для себя, а уж тем более рассказать о нем врачу или родителям. Из-за неосознанности эмоциональная реакция не перерабатывается разумом, а застревая становится привычным фоном поведения. Подобное застревание тоже является характерной чертой легкого психоорганического синдрома. Молодой человек, перенесший гипоксию в родах, а мне думается сегодня с гипоксией мозга рождается подавляющее большинство детей, реагирует на окружающую его социальную реальность гораздо более чутко и глубоко, чем это предполагают его родители. Людей, реагирующих на воздействие факторов внешней среды и собственные эмоциональные переживания болезненно, психологии именуют сверхчувствительными. Они чувствуют себя чрезвычайно ранимыми и пытаются защититься от воздействия внешнего мира, замыкаясь в себе и в своих комнатах. Они отказываются от общения, ограничивая его косвенным общением в социальных сетях, отказываются от учебы или трудоустройства. Таким молодым людям грозит диагноз шизотипическое расстройство личности вместе с синдромом аутизма. Все перечисленные расстройства обычно оказываются следствием повышенной эмоциональной реактивности, известной также как эмоциональная лоббильность или недержание эмоций. Родители и близкие подобных молодых людей легко убедятся в этом, заметив, что их эмоциональное состояние отчетливо меняется при смене погоды или атмосферного давления. Это характерные признаки психоорганического синдрома. Признаком наличия неврологических проблем является также появление астении глубокой усталости после эмоциональных вспышек. Прежде чем поверить словам психиатра о неадекватности эмоций вашего ребенка, вспомните, что психиатр так и не смог вам объяснить, что же такое адекватные эмоции. Прежде чем требовать от близкого регулярного приема нейролептиков и антидепрессантов для назначенного врачом лечения атипичной депрессии, задумайтесь, не могут ли переживания пациента быть схожими с описанными выше? Курт Шнайдер пишет, «Наконец, следует упомянуть неадекватность чувств». В обычной жизни также встречаются различные виды неадекватности чувств, например, при эмоциональной стыдливости и замкнутости или апатической разочарованности. Подобные профессиональные выражения мешают психологическому проникновению в глубину, упрощая подсредством поверхностного познания постижения состояния больного. Поэтому многозначительная для психиатра амбивалентность чувств также является практически маловажной. Второе, снижение интеллекта. По Вальтер Бюэлю снижение уровня суждений, снижение способности к умозаключениям, нарушение критических способностей. Курт Шнайдер в кавычках расстройства интеллекта не являются признаком ни шизофрении, ни циклотемии. Вообще обмануться в интеллекте человека легко. Часто забывают о том, что робкие люди в условиях больничного обследования часто выглядят глупее, чем они есть на самом деле. Эта мысль сохраняет свою силу и в ситуации беседы с врачом, и в отношении некоторых сомнительных испытаний интеллекта и эрудиции обследуемого. Обследование должно быть ориентировано на жизненный опыт испытуемого. Не может быть одного опросного листа для всех. Расстройство интеллектуальной деятельности – самый чистый объект спекуляции метафорами в психиатрии. Объективных методов оценки уровня суждений и других качественных характеристик мышления и по сей день не существует, поскольку наука все еще не знает, что такое мысль. Нам еще придется возвращаться к этой теме. Здесь я хочу отметить, что европейская психиатрия, за исключением московской школы, всегда относила и относит такие расстройства мышления, как наплывы мыслей и наоборот обрывы мыслей, скачку идей и наоборот замедление темпа мышления, вязкость, обстоятельность или ригидность течения мыслей к психоорганическим психическим расстройствам, то есть проблемам, вызванным понятными неврологическими или сосудистыми причинами. Курт Шнайдер. Под ускоренным мышлением скачкой идей понимают возбужденное мышление, бесцельное, сбивающееся с основного пути. Но на этом основании еще нельзя делать вывод, что речь идет о состоянии психоза. Лихорадочный больной или пьяный человек, возбужденно рассказывающий о своих переживаниях, могут продемонстрировать такую же скачку идей, как и псевдоманиакальный шизофреник. Более легкие формы снижения способности к умозаключениям, такие как потеря нужного слова во время речи или чувство пустой головы, ощущение отсутствия мыслей, наоборот, чувство переполненной головы, как у студента перед экзаменом, относятся к астеническому синдрому, самому легкому в ряду психоорганических расстройств. Их причиной является повышенная эмоциональная реактивность. Ослабление памяти Не все проблемы памяти вызваны рассеянностью. Это обязательный и важный признак психоорганических расстройств. В первую очередь расстройство памяти значимо в психиатрии пожилого возраста. Кроме гипомнезии, ухудшения краткосрочной памяти, запоминания текущих событий, у пожилых людей возможны парамнезии, искажения памяти. Страдающий провалами памяти пожилой человек может заполнить возникшие в воспоминаниях пустоты воображаемыми воспоминаниями. Ложные воспоминания психиатрии делят на псевдореминесценции воспоминания о событиях на самом деле не происходивших, но схожих с ситуациями реальной жизни и конфабуляции включения в воспоминания фантастических или невозможных событий. Конфабуляции по всему смыслу соответствуют нереализованным мечтам пожилого человека. В конце жизни они по-своему важны, поскольку позволяют человеку, находящемуся на пороге смерти, чувствовать, что его жизнь была куда интереснее и значимее, чем оказалась в реальности. Пожилой человек может вспомнить, например, как ему предлагали работу тайного агента, как его похищали зеленые человечки с летающих тарелок, свою любовь с принцем или принцессой загадочного королевства и многое другое. К сожалению, забывчивость псевдореминесценции, конфабуляции достаточно трудно отличить от бреда. Видимо, поэтому современная старческая психиатрия лечит подобные состояния, как шизофрению, спровоцированную атрофическим процессом с помощью препаратов антипсихотиков. Как описано выше, антипсихотические препараты приводят к развитию своеобразной токсической энцефалопатии симптоматического психоза. Психические заболевания старческого возраста вызваны специфическими атрофическими изменениями мозговых сосудов и нервных тканей. Использование нейролептиков, особенно типичных, в старческом возрасте приводит к стремительному нарастанию симптомов деменции, старческого слабоумия, приближая и без того недалекую кончину пожилого человека. Старческая психиатрия, когда-то бывшая одним из самых глубоко проработанных и блестящих разделов отечественной психиатрии, об этапных синдромах. Если родственники не хотят этого, они на основании длительного опыта общения с родными должны сами понять, что бредовые воспоминания не являются эндогенным психозом. Помочь пациенту их преодолеть можно с помощью существующих и достаточно эффективных препаратов для лечения старческой деменции, атрофии коры головного мозга. Помните, нарушения памяти развиваются только во второй половине жизни и только при ранних атрофических процессах, таких как болезнь Альцгеймера. Любые другие нарушения памяти являются последствиями рассеянности и невнимательности, о которых мы упоминали выше. Человек, переживающий какие-либо трудные обстоятельства, пытаясь разобраться в них, уходит в себя, не замечая событий, происходящих вокруг, или уделяя им мало внимания, отмахиваясь от них. В результате события, не имеющие отношения к стержневому внутреннему переживанию, не запоминаются. Если эпизоды рассеянности случаются часто, они могут быть признаком все того же астенического синдрома. Вообще, нарушение памяти является надежным дифференциально-диагностическим признаком, позволяющим отличить экзогенные расстройства от эндогенных. Многие из описанных ниже симптомов и синдромов, включая сюда эпизоды несомненного бреда и галлюцинаций, могут оказаться проявлением понятных неврологических расстройств психической формы эпилепсии, например, или известных с XIX века психозах Брайта, возникающих при тяжелой почечной недостаточности. При экзогенно-органических психозах, они же и симптоматические, патологическое состояние развивается быстро или внезапно, а после окончания приступа пациент его либо совсем не помнит, либо помнит плохо, и с памяти смутно проступают лишь отдельные детали переживания. Это симптом полемсеста, так в древности называли затертую, но проступающую со временем надпись на пергаменте. Не побоюсь повториться, все перечисленные выше симптомы и синдромы нельзя лечить с помощью антипсихотиков, как нейролептиков, так и антидепрессантов. Они способны вызвать лишь что-то напоминающее опьянение, симптоматический психоз. После их отмены все имевшиеся проблемы пожилого человека могут ухудшаться. Лечение и в этом случае окажется недопустимо тяжелым. Индогенный регистр «Я знаю людей, в которых заключена целая вселенная, необъятная, но доставать ее оттуда не торопится, чтобы не сойти с ума». Патрик Зюскент «Стоит обратить внимание, что все современные определения эндогенных психических расстройств удивительно абстрактны и невнятны. В учебниках это и до сегодняшнего дня патологический процесс в организме, обусловленный внутренними эндогенными факторами, а не вызванный внешними воздействиями, без всякого определения самих воздействий. Профессор Точилов определяет эндогенные заболевания проще. Эндогенные болезни – болезни, которые основаны на наследственной предрасположенности. Правда, добавляя при этом, передается предрасположенность. То есть никакой фатальности нет, если в семье есть душевно больной. Это не значит, что потомство будет душевно болеть. Чаще не заболевает. Читая подобные строки, легко почувствовать наследственная предрасположенность всего лишь очередной ни на чем не основанный миф, оправдывающий спекуляцию метафоры шизофрении. Это действительно так. Мы вернемся к генетике эндогенных заболеваний в отдельной главе. Пытаясь дать определение эндогенному, Точилов уточняет. Дело в том, что в случаях эндогенных заболеваний болезнь может начинаться после провоцирующего фактора, но в дальнейшем ее течение ее клиника полностью отрывается от этиологического фактора, развиваются дальше по своим законам. Я привожу это определение, чтобы подтвердить уничтожение регистра экзогенно-органических расстройств в отечественной психиатрии. Это типичный пример того, как авторитетный психиатр требует добавить лишнюю сущность к объективно существующим соматическим, психологическим или неврологическим расстройствам, но здесь по-прежнему нет никакого определения эндогенности. Главный научный сотрудник клинического отдела по изучению эндогенных психических расстройств НЦПЗ Раман Мелла Яковлевна Цуцульковская требовала называть все эндогенные расстройства эндогенными заболеваниями шизофренического спектра, но ясного определения спектру так и не дала. Вот определения из диссертации, выполненной Игорем Валентиновичем Олейчиком под руководством Цуцульковской. В настоящее время под эндогенными заболеваниями шизофренического спектра понимают психические болезни, характеризующиеся дисгармоничностью и утратой единства психических функций мышления, эмоций, движения, длительным, непрерывным или приступообразным течением и наличием в клинической картине, так называемых продуктивных симптомов разной степени выраженности, бред, галлюцинации, расстройства настроения, кататония и так далее, а также так называемых негативных симптомов изменения личности в виде аутизма, утрата контакта с окружающей действительностью, снижения энергетического потенциала, эмоционального обеднения, нарастания пассивности, появления несвойственных ранее черт раздражительности, грубости, неуживчивости и так далее. Читатель, знакомый с первой частью этой книги, сразу заметит, какую роль в подобных определениях играют знакомые метафоры. Дисгармоничность и утрата единства психических функций, утрата контакта с окружающей действительностью разной степени выраженности, как вы понимаете, свойственны каждому человеку. Получается, что попытка описания симптомов и синдромов психических расстройств в нашей книге грозит стать бесконечной. Поэтому мы будем опираться на отмененные в нашей стране симптомы первого ранга по Курту Шнайдеру. Такие симптомы в психиатрии называют продуктивной симптоматикой, позитивными симптомами или плюс симптомами. Имеются в виду проявления психической активности, которых у личности до болезни не было, например, галлюцинации, бред, депрессии или мания, кататония и так далее. Противоположное понятие негативная симптоматика или минус симптомы это симптомы утраты, то, что личность теряет во время болезни. При экзогенно органических расстройствах это, например, ослабление памяти. В рамках эндогенно-шизофренического процесса негативную симптоматику по-прежнему определяют 4А Эгена Блейлора. Именно их мы и рассмотрим ниже. Осталось отметить еще одну важную вещь. Товарищ Тачилов, к примеру, пишет «В настоящее время признают три эндогенных болезни шизофрения, маниакально-депрессивный психоз, врожденная эпилепсия». Если вы встретите подобную классификацию, то, пожалуйста, учтите, врожденная эпилепсия была внесена в список эндогенных заболеваний в начале 80-х годов прошлого века в рамках борьбы сторонников теории единого психоза с психиатрами, помнившими о существовании экзогенно-органических расстройств. Сам же Тачилов со свойственной ему непосредственностью продолжает «Болезни разные по клинике, по патогенезу, по патологической анатомии». При эпилепсии всегда можно найти очаг, обладающий пароксизмальной активностью. Этот очаг можно локализовать, инактивировать и даже удалить. На всякий случай я должен предупредить читателя «Боже, вас упаси задуматься об удалении очага». Борьба с понятием психической эпилепсии возникла, поскольку при эпилепсии типичном экзогенно-органическом заболевании могут возникать психозы, неотличимы от шизофренических и даже симптомы первого ранга по Курту Шнайдеру. Все будет зависеть от локализации и выраженности очага патологической активности. Проблема лишь в том, что это симптоматические психозы, а значит их нельзя лечить препаратами для терапии шизофрении. Включив проявление эпилепсии в структуру эндогенной демагогии, лечить нейролептиками стало можно практически все что угодно. Точно так же, как произносимые вам диагнозы стали означать что угодно. Вам нужно знать, что шизоидные расстройства личности вообще не требуют медикаментозного лечения. Такой пациент нуждается в помощи психолога или психотерапевта. Диагноз шизотипическое расстройство на самом деле означает отсутствие диагноза, свидетельствуя лишь о необходимости наблюдения за больным без назначения лекарств. Врач может говорить вам о депрессии, циклотемии или обсессивно-компульсивных расстройствах. Однако сегодня они относятся к числу коморбидных расстройств, симптомов, сопутствующих основному заболеванию, все той же шизофрении. Врач может использовать пугающие слова неврозоподобное состояние или психоподобное поведение. В этих сложных словах окончание подобность как раз и указывает на коморбидность. Невроз или психопатия расстройства личности с точки зрения произносящего их психиатра оказываются проявлением все той же вялой текущей или малопроградиентной шизофрении, как это описано в статьях или книгах академика Смулевича. Сегодня нельзя доверять словам врача о диагнозе. Чтобы убедиться, что несмотря на свои слова врач лечит у вас шизофрению или психоз, достаточно знать названия препаратов, которыми вас лечат. Прочесть, например, в интернете, при каких расстройствах они применяются можно в любой момент. Помните, даже если вы проходите лечение в стационаре, у вас есть полное право знать не только какими препаратами вас лечат и требовать инструкции к их применению, но и право отказаться от их приема. Одним из доказательств достоверности утверждений, приведенных выше, для вас может стать противоречащий закону категорический отказ врача и администрации стационара назвать используемые препараты и предоставить инструкции по их применению. Имейте в виду, подобная просьба пациента может стать поводом для грубости и угроз со стороны врачей и медицинского персонала. Мне думается, что если вы не испугаетесь угроз и напомните коллегам о существовании закона о медицинской помощи, то вас, скорее всего, быстро выпишут домой. Слово коморбидность, ничего кроме сходства на самом деле не означающее, работает как фактор, растворяющий или обесценивающий все остальные нозологические формы классификации Крепелина. Разумеется, это произошло и со вторым эндогенным заболеванием, которое раньше называли маниакально-депрессивным или циркулярным психозом. Сегодня этот диагноз озвучивается как биполярное аффективное расстройство. Циклотемия проявляет себя фазовой сменой эмоциональных состояний, депрессии, в легких случаях субдепрессии, и мании, в легких случаях гипомания. Для обозначения принадлежности этого расстройства к шизофрении слово коморбидность используется редко, зато регулярно используется другой фарисейский термин, прилагательная атипичная депрессия или атипичная гипомания. Прежде чем перейти к следующей главе, давайте отметим, что типичной депрессией быть не может по той простой причине, что сниженный фон настроения у каждого человека проявляется в рамках его индивидуальных свойств и его неповторимого жизненного опыта. Разглядеть в психическом статусе человека типичную депрессию можно только отказывая ему в праве быть личностью, всегда загрязняющей чистые психопатологические симптомы. Биполярное расстройство Считаться только со своим настроением это привилегия крупных зверей. Альбер Камю На примере словосочетания биполярное аффективное расстройство так правильно должен звучать этот диагноз сегодня можно продемонстрировать запутанность психиатрических метафор. Как отдельную нозологическую единицу под названием маниакально-депрессивный психоз МДП ее описал Эмиль Крепелин. Во времена Курта Шнайдера эту болезнь называли циркулярным психозом. В качестве диагноза вы и до сих пор можете услышать слово циклотемия. В принципе это слово означает ослабленный вялотекущий вариант МДП. В современной отечественной как и в немецкой психиатрии циклотемии называют любые проблемы маниакально-депрессивного характера. В любом случае все эти термины имеют в виду эндогенное психическое заболевание, выражающееся в последовательной смене двух эмоциональных состояний депрессии подавленного настроения и мании резко повышенного фона настроения. Эндогенные эта болезнь считается поскольку изменения настроения называемые фазами заболевания еще один синоним фазовый психоз периодически сменяют друг друга без влияния понятных причин, то есть по неизвестным загадочным эндогенным причинам. Здесь мы снова сталкиваемся с уже знакомой нам проблемой. Понятными считаются только внешние причины, то есть объективные обстоятельства реальной жизни больного, например, его материальное благополучие или семейное отношение. Как вы помните, психиатрия никак не учитывает в качестве причин внутренние психологические трудности пациента, то есть его индивидуальные особенности реагирования на внешние обстоятельства. Чаще всего вместо характеристики внутреннего отношения пациента к событиям используется слово неадекватно. По мнению психиатр, человек может неадекватно долго оставаться расстроенным из-за случившихся в его жизни неприятных или трагических событий. Может он, разумеется, и неадекватно сильно радоваться каким-либо событиям, которые его родители или психиатр считают недостаточно значительными. Я уже приводил пример пациента, которому диагноз атипичная депрессия был поставлен исключительно от того, что он слишком долго переживал смерть жены, с которой состоял в браке на протяжении 45 лет. Диагноз был поставлен несмотря на то, что искренняя любовь пациента к жене и длительный брак и были внутренними трудностями, из-за которых непреодолимое чувство тоски об утерянном человеке затянулось. Трудности термин Павлова его взгляды на биполярное расстройство вообще позволяют многое прояснить в психиатрических метафорах. Павлов считал, что у людей с нервной системой типа холерика процессы возбуждения преобладают над процессом и торможения. Резким доминированием процессов возбуждения и обуславливается маниакальная фаза психоза. Такое возбуждение вызывает временное приходящее или функциональное истощение нервной клетки. Естественным образом механизмом защиты истощенных нервных клеток становится торможение, которое мы наблюдаем как состояние депрессии. Если процессы возбуждения и торможения развиваются на неблагоприятной ослабленной неврологической почве, их уровень может достигать маниакально-депрессивного психоза. Фактически Павлов, не разбиравшийся глубоко в изысках психиатрической терминологии, считал маниакально-депрессивное расстройство экзогенно-органическим психозом. Опираясь на псевдо-павловскую терминологию, Снежевский назвал эндогенные психозы эндогенно-функциональными. В 80-х и 90-х годах прошлого века этим понятием пользовались очень широко, забывая о том, что это загадочное словосочетание по сути и означает психическую защиту. Эмдогенное, по Павлову, в данном случае это возбуждение, возникающее из-за трудности психической переработки информации из внешнего мира, а функциональное, нечто временное и естественное, возникающее для защиты нервной ткани, в данном случае охранительное торможение. Мы еще вернемся к разговору о психических причинах формирования маниакальной фазы биполярного расстройства. Стоит лишь отметить, что для Павлова именно состояние избыточного возбуждения оказывается главной опасностью для нервной клетки. Депрессия же, от которой сегодня лечится едва ли не треть взрослого населения цивилизованного мира, окажется естественной и приходящей защитной реакцией организма. Депрессия «Как приятно впадать в безнадежное отчаяние. Это дает право дуться на весь мир». Жан-Поль Сартер «Учись управлять своим настроением, ибо оно, если не повинуется, то повелевает». Гораций Большая часть негативных эмоциональных реакций, которые сегодня принято называть депрессией, крайне полезны и необходимы человеческой душе состояния. Все хорошо знают, сегодня психологические трудности возникают при переживании нами стрессовых, то есть эмоционально неприятных для нас ситуаций. Стоит заметить, что непосредственно стрессом автор термина Ганс Селье называл реакцию организма на радость, внезапное возбуждение, вызванное радостными известиями, а негативную реакцию на неприятности и беды именовал дистрессом. Дистресс возникает при несовпадении наших внутренних ожиданий от реальности с происходящими событиями. Обычно неприятные события нас сначала возбуждают и мы начинаем метаться, воспроизводя отчасти маниакальную ситуацию, а затем включается то, что Павлов называл торможением, а психиатрия депрессии. Это необходимый период заторможенности и плохого настроения. Как видите, проблемы еще одного необъяснимого в кавычках психоза начинают проясняться хотя бы на физиологическом уровне. Понятны они и на уровне психологическом. В период депрессии этот период неприятного состояния души. Нам хочется избавиться от этого состояния, но избавиться от него можно только осознавая психологические трудности, являющиеся причиной переживаемой депрессивной реакции. Депрессия необходима нам как время для извлечения урока из трудной ситуации, в которой мы оказались, для сопряжения наших надежд и ожиданий с реальностью внешнего мира. депрессия необходимо как время, отведенное психикой для понимания собственных ошибок и изменения поведения. В случае смерти близкого, например, избавиться от депрессии можно только осознавая свои собственные взаимоотношения со смертью и того, что ждет нас после нее. Напомню, отечественная психиатрия разговоры с пациентом на подобные темы запрещает, поскольку они, в кавычках, могут спровоцировать обострение психоза. Конечно, смерть близкого это предельно трудная ситуация в человеческой жизни, однако и более мелкие жизненные ошибки, проблемы выбора партнеров для личной жизни, выборе работы, построение отношений и даже способов проведения досуга мы можем осознать только во время депрессии. В сущности, только в период депрессии возможен процесс осознания смысла собственной жизни. Если у нас нет отрицательной эмоциональной реакции на обстоятельства, то нет повода осознавать что-то новое, учиться, нет и повода ничего менять. Если человек чувствует, что у него все хорошо, если ему не нужно преодолевать неприятное эмоциональное состояние, то у него нет нужды в затрате психологических усилий. Но не любое же плохое настроение имеет отношение к понятию депрессии, скажет читатель. Если открыть современные в кавычках научно популярные статьи в интернете, то выяснится, что практически любое. Мы сталкиваемся с процессом расширения еще одной эндогенной метафоры понятия депрессия. Цель подобного рода писаний абсолютно ясна. Это попытка заставить как можно больше людей обращаться в психиатрию и принимать антидепрессанты и нейролептики. Однако процесс расширения метафора вредит и самой психиатрии, размазывая в кавычках проблему тяжелой депрессии. Самим психиатрам все труднее и труднее отличать тяжелые депрессивные расстройства, требующие лечения в стационаре от эмоциональных реакций. Психическая реактивность. Кого однажды жестоко ранила судьба, тот навсегда останется ранимым. Стефан Цвейк Расширение метафоры предполагает существование циклотемии, ослабленных или легких вялых депрессивных и маниакальных состояний, называемых психиатрией, субдепрессией и гипоманией. Как писал в 1882 году автор термина немецкий психиатр Кальбаум, это колебание нервно-психического тонуса в виде периодов нерезкого возбуждения или слабо выраженной подавленности. Я надеюсь, что читателю уже понятно, что это психиатрический вариант описания нормальных психологических состояний. Несмотря, например, на то, что я расстроен очередной неприятной новостью, я не лежу неподвижно на диване, но продолжаю работать, ходить в театр и вообще мыслить о чем-то другом, а не только о причине, вызвавшей плохое настроение. Я могу даже радоваться чему-то, пусть и вяло. Однако, с точки зрения психиатра, это портит мою депрессию. Вместо того, чтобы сказать мне, что это и есть нормальный человеческий способ переживания трудностей, он может определить мое состояние как в кавычках смешанную фазу циклотемии. Мою попытку преодоления депрессивной реакции коллега, твердо придерживающийся принципов внешнего описания вместо анализа психологического смысла ситуации, воспримет как в кавычках смесь признаков субдепрессии и гипомании. Собственно говоря, смесь в кавычках для психиатра и есть признак атипичности в кавычках моего состояния, заставляющая его считать депрессию симптомом в кавычках вялотекущей шизофрении. Все просто. Как вы помните, психиатр ищет сходство моего состояния со стандартными диагностическими паттернами, а сходство с чистой депрессией или субдепрессией не получается. Сходство испачкано в кавычках попыткой пациента самостоятельно справиться с депрессией. Селективное внимание психиатра ищет в жалобах человека психоз, а это понятие предполагает возможность психических усилий пациента. Тогда психиатр приходит к неминуемому в рамках метафоры единого эндогенного психоза выводу «пациент болен шизофренией». Для коллеги смешанное состояние эмоций окажется мягким вариантом разорванного шизофрении парадоксального эмоционального состояния. Ошибка подобного мышления в том, что эмоциональное состояние человека определяется не загадочным психозом, но субъективными эмоциональными реакциями на обстоятельства. Субъективная оценка обстоятельств, складывающихся в человеческой жизни редко бывает однозначной. Эмоциональную реакцию определяет не только множество социальных, экономических, экологических факторов внешней среды, но и складывающийся с раннего детства личный опыт, основанный по большей части на травматических переживаниях. Курт Шнайдер пишет «Понятие психической реактивности означает, что настроение и поступки человека становятся понятными, мотивированными из переживаний личности. Психическая реактивность является нормальным свойством личности. Необычные реакции на переживания называются патологическими реакциями. Психозы не являются такими патологическими реакциями. В них присутствует нечто, что не может быть понято из опыта и переживаний данной личности». Напомню, повышенная эмоциональная реактивность, как и патологические реакции, для классической психиатрии до Снежевского типичное проявление легких экзогенно-органических расстройств. Но кто же из отечественных психиатров сегодня считает Курта Шнайдера? В психиатрии диагноз зависит от точки зрения. Если психиатр склонен считать любые колебания настроения психозом, то он обязательно найдет подтверждение своей точки зрения в психическом статусе пациента. «Как корабль назовете, так он и поплывет», гласит старинная пословица. Только плаванием в этом случае окажется назначенное лечение. Внимательное чтение Курта Шнайдера и многих других авторов, представляющих точку зрения на проблему психических заболеваний, отличную от взглядов московской психиатрической школы, необходимо каждому врачу. Как утверждал Гегель, только сопоставление тезиса и антитезиса способно породить синтез, сформировать более объективный взгляд на состояние и судьбу пациента. Используя взгляды Павлова и Фрейда опытом и переживаниями данной личности, можно объяснить почти все феномены биполярного расстройства. Однако исключения из этого правила существуют и требуют рассмотрения. Чувство вины Тайное ощущение собственной вины мы всегда предусмотрительно прикрываем ненавистью, которая облегчает приписывание вины другому. Георг Зиммель Профессор Портнов примерно следующим образом описывал классическую триаду эндогенной депрессии. Первое идиомоторная мыслительная заторможенность, замедление течения мыслей и уменьшение их числа. Второе уменьшение количества движений и двигательной активности вообще. Третье сниженный фон настроения чувства вины. Описывая сниженный фон настроения как чувство вины, Портнов немного отошел от описательного принципа психиатрии, указывая на внутреннее содержание переживания. Хочу обратить ваше внимание это чувство собственной вины пациента. Если причиной умственной и двигательной заторможенности лежит в постели и не хочет разговаривать являются окружающие люди или обстоятельства, то никакого отношения к эндогенной депрессии подобные случаи не имеют. Если в депрессии молодого человека виноваты родители, не имеющие стартового капитала, партнер по личным отношениям, не проявляющий достаточной заботы, государство с его несправедливостью и так далее, то никакого отношения к депрессии такие случаи не имеют. Это психологические реакции, заостряющиеся, как правило, на почве легких неврологических проблем, и реакции эти, как отмечал Шнайдер, могут быть патологическими с точки зрения внешнего наблюдателя. Обычно такие реакции носят вполне понятный истерический характер. Пациент хочет добиться каких-то преференций от своих близких, демонстрируя им свою болезненную реакцию на обстоятельства. Парадокс эндогенной депрессии связан с нарастающим и постепенно становящимся всеобъемлющим чувством личной вины. Куртшнайдер описывал нарастающее чувство вины как витальную тоску и считал его главным симптомом эндогенной депрессии. Нам понятно чувство человека, что он и только он виноват в неприятностях, возникших в его жизни. Понятно, что взрослеющий человек должен учиться брать ответственность на себя. Люди, которых мы называем взрослыми, отличаются своей способностью принимать ответственность за проявленную инициативу, но чувство вины способно прорвать грань личной ответственности и стать всеобъемлющим. Человек может, например, чувствовать исключительно себя виноватым в разводе. Это понятно, хотя мы теоретически знаем, что в нем всегда виноваты оба партнера. Но когда он чувствует себя одного виновником того, что у него на работе воруют, когда он лично виноват в повышении пенсионного возраста в стране, как и в том, что африканские дети голодают, переживание становится неотличимым от бреда. Для психиатра это окажется парадоксом. Бред запачкает депрессию и превратит ее в шизофрению. Читатель уже понимает, наверное, что расширительное толкование метафоры обнаружит элементы бреда в любом чувстве вины, как, например, в приведенном выше чувстве вины в разводе. Рассуждая логически или с помощью разума, человек вообще ни в чем не бывает виноват один. Для психиатра это значит, что в чувстве вины всегда есть элементы бреда. Правда, довольно быстро выясняется, что лечение человека от чувства вины, вызванной обстоятельствами его жизни, оборачивается его лечением от совести. Но психиатра это не интересует, мы же не психологизируем. Для современной психологии подобные психотические переживания окажутся понятными. избыточное титаническое чувство вины окажется изнанкой, оборотной стороной избыточного чувства собственной значимости. Глубинная психология всегда считала достижение личной значимости естественной психологической потребностью человека. Можно сказать, что самолюбие и стремление к личной значимости являются главной психической трудностью, приводящей к депрессиям. Вообще депрессия это чувство униженности, всегда связанное с повышенным самолюбием, постоянным ожиданием признания собственной значимости со стороны окружающих. Но рассмотреть болезненное самолюбие за внешними признаками депрессии психиатрии тоталитарной коллективистской страны и не могла. Она могла только объявить естественное человеческое самолюбие и желание значимости загадочным психическим заболеванием, что, собственно говоря, и сделала. Гипертрофированное чувство вины это психологическая компенсация желания значимости. Пациент как будто говорит «Моя социальная и семейная роль ничтожна, но в своих ошибках я великий человек». Это и есть форма примитивной психической защиты, которую современный психоанализ описывает как всемогущий контроль. Уменьшение двигательной активности во время депрессии сам пациент может объяснить как опасение, что любое его движение или слово может вызвать необратимые негативные последствия в окружающей реальности. Вот вам и всемогущий контроль с обратным знаком. Подобное состояние действительно опасно для самого пациента, поскольку может грозить самоубийством. Однако самоубийство чаще всего не происходит, по той простой причине, что сохраняющаяся мыслительная и двигательная заторможенность не дают человеку возможности совершить опасные действия. Не случайно же Павлов описывал депрессивную заторможенность как охранительное торможение. Вот вам и краткий анализ очередного загадочного эндогенного заболевания. Мы можем сделать следующие выводы. Первый. Циркулярный психоз это психическая защита, возникающая на органически ослабленной почве экзогенно-органический или симптоматический психоз, как реакция на действующее в течение длительного времени чувство униженности, недостатка собственной значимости в социальных, семейных и общественных процессах. Второе. Даже тяжелые случаи маниакально-депрессионного психоза нельзя лечить исключительно психотропными препаратами или препаратами группы антидепрессантов. Все известные антидепрессанты обладают растормаживающим действием. Эти препараты призваны повышать умственную и физическую активность. Для нас это означает, что они одновременно снижают естественную психическую защиту, а значит способствуют совершению человеком агрессивных или аутоагрессивных действий, что легко подтверждается тем фактом, что практически все молодые люди, совершившие массовые убийства в школах США получали один или несколько антидепрессантов. Третье. Крайне противоречивое понимание специалистами проблемы биполярных расстройств приводит к назначению пациентам нескольких сильнодействующих лекарственных препаратов одновременно. Многие пациенты принимают по 5-6 психоактивных лекарственных средств одномоментно, что, как уже отмечалось выше, приводит к возникновению побочных эффектов в действии препаратов раньше, чем наступит терапевтический эффект. Это значит, что растормаживающий или опьяняющий эффект антидепрессантов будет наступать раньше, чем проявится улучшение настроения, нивелируя психическую защиту. Позитивные расстройства первого ранга. Открытость мыслей. Термин открытость мыслей описывает уверенность человека в том, что его мысли слышны или иным способом понятны всем окружающим людям. Это конкретное и нечасто встречающееся переживание. Человек думает, что его мысли все слышат так же ясно, как и его речь. Курт Шнайдер называл это симптом звучания мыслей. Иногда пациенты отказываются говорить с врачом, поскольку не видят в этом смысла. Врач имеет право исключительно после того, как больной заговорит, объяснив причины своего молчания. Угадывание мыслей больного не входит в обязанности врача, иначе врач считает, что мысли пациента действительно легко прочесть. Однако подобное угадывание мыслей молчащего больного оказывается постоянной практикой психиатрических учреждений нашей страны. Курт Шнайдер призывал врачей не путать конкретные переживания с образным мышлением пациента и всегда учитывать возможность ошибки, связанную со словами в кавычках «как если бы» и «как будто». «В нашем случае пациент может жаловаться на то, что окружающие как будто понимают, о чем я думаю. Все ведут себя так, как будто видят меня насквозь. Мама как будто слышит мои мысли. Моя жена почти телепат, всегда знает, о чем я думаю». Все подобные высказывания признаки эмоциональной ранимости и образного мышления, но никак не симптомы открытости мыслей. С помощью подобных оборотов речи могут описывать свои переживания множество подростков и молодых людей, не нуждающихся в госпитализации в психиатрические больницы. Большинство взрослых из своего личного опыта хорошо известен в кавычках «синдром гадкого утенка». В основе этого психологического переживания и сказки Андерсона лежит ощущение несоответствия подростка идеалам и стандартам окружающей его реальности. В подростковом возрасте стремительно меняется тело, стремительно увеличиваются первичные и вторичные половые признаки. Гормональный кризис сопровождается психологическими проблемами. Мы уже говорили о том, что стремительная смена фона настроения, меланхолия, сменяющаяся эйфория и обратно, которую современная психиатрия принимает за биполярное расстройство, на самом деле является естественной характеристикой психики человека, проходящего пубертатный кризис. Вместе с колебаниями настроения, перепутанностью реальных событий жизни с продуктами собственного воображения, на фоне подростковой меланхолии периодически возникает чувство собственной ничтожности, сопровождающейся чем-то схожим с переживанием открытости мыслей. Молодому человеку кажется, что его в кавычках уродство, ничтожество, безнадежная глупость и неспособность сделать ничего хорошего как будто заметны всем окружающим. Это не столько чувство собственной открытости, сколько иллюзия всемогущества другого человека, особенно взрослого. Мечту о собственном всемогуществе подросток проецирует на взрослого человека, как личность этим самым всемогуществом уже обладающую. Русский философ и культуролог Михаил Михайлович Бахтин описал это переживание как чувство в кавычках «большого другого». Молодому человеку кажется, что другой гораздо больше, то есть значимее и умнее тебя самого. Большому другому родителям, учителям и даже многоопытным сверстникам подросток как будто виден насквозь. Они ведут себя, как если бы они знали все его мелкие обманы и недостойные мечты. Кажется, что о чем-то недостойном наподобие поцелуев или добывании денег даже думать нельзя по той простой причине, что все тот же большой друг это обязательно поймет. Все это касается не только подростков. Когда взрослый переживает чувство вины за собственные ошибки, когда наша самоуверенность портит нам жизнь, мы чувствуем себя ничтожными, откатываемся назад в подростковый возраст, чувствуя, что другие люди, начальник, жена, коллеги по работе видят нас насквозь и знают все наши ошибки и прегрешения. К вялотекущей шизофрении, шизотипическим расстройствам или к психическим болезням вообще подобные переживания не имеют никакого отношения. Это нормальные психологические переживания, единственный способ справиться с ними научиться чувствовать и понимать другого человека. Понимание в сущности это способность думать о другом человеке, а не о своих суждениях о нем. Это умение поставить себя на его место и попытка осознать, что бы чувствовал ты сам, оказавшись в позиции собеседника. Научиться этому может каждый человек, только мы должны задуматься о системе образования подобного рода. Сегодня одной из главных проблем нашего общества является неспособность сочувствовать друг другу. Мы хотим, но не умеем думать о другом человеке как о личности, равной нам самим. Мы не умеем прощать другого за то, что он думает не так, как мы. Все это кажется нам преимуществом, создавая иллюзорное чувство собственного превосходства. Однако инфантильная эгоцентрическая позиция личности приводит не только к чувству превосходства над партнером по общению. Она способна приводить к столь же иллюзорному чувству собственной отношению к большому другу в кавычках, которые мы чаще всего и называем депрессией. Люди думают, если сказать «Ну, это галлюцинация», все необъяснимое сразу объяснится и само себя разложит по полочкам. Галлюцинация это просто слово. Оно ничего не объясняет. Дуглас Адамс Слуховые галлюцинации это восприятие звуков в отсутствии внешнего источника, обладающие качеством реального восприятия. Пациент действительно убежден, что он слышит голоса, которые не слышит никто из окружающих его людей. Мы не обсуждаем здесь простые слуховые галлюцинации, когда человек слышит отдельные звуки, шумы, окрики или аккорда музыкальных мелодий. Отмечу лишь, что простые формы слуховых галлюцинаций до учения об этапных синдромах эндогенных психозов рассматривались психиатрией как проявления психоорганического синдрома. К числу симптомов первого ранга Курт Шнайдер относил именно голоса, то есть вербальные словесные галлюцинации, воспринимаемые пациентом как обращенные к нему фразы, несущие определенный смысл. С точки зрения Шнайдера решающее значение для диагностики шизофрении имеют комментирующие или оценочные галлюцинации, при которых голоса выражают мнение о поведении пациента, причем важным обстоятельством здесь является тот факт, что голоса осуждают или хвалят все поступки или намерения пациента, или комментируют каждое всплывающее в сознании воспоминание. «Комментарии, возникающие однократно или очень редко», писал Шнайдер, «не являются основанием для установления диагноза шизофрении». Слуховые галлюцинации могут приобретать угрожающий характер. Они грозят пациенту смертью, насилием или социальной дискредитацией. Но периодическое возникновение угрожающих или оскорбляющих голосов, согласно Шнайдеру, к диагностике шизофрении никакого отношения не имеет. Мысль об этом диагнозе должна возникать у врача так же, как и в предыдущем случае, когда человек слышит угрозы или оскорбления по отношению ко всем своим мыслям, намерениям или поступкам и воспоминаниям. Шнайдер настаивал на этом, прекрасно зная, что существует психологический, точнее говоря, истерический механизм отчуждения собственных мыслей. Человек вполне способен оскорблять сам себя и угрожать сам себе, одновременно считая подобное отношение к себе недопустимым и невыносимым. Вытесняя вызванное кризисным переживанием отношение к себе, он создает внутрипсихическую инстанцию, своего рода внутреннего недруга, который будет ругать его вместо него самого. Мы еще неоднократно вернемся к описанию этого психологического процесса. Он является ключевым для понимания проблемы психозов. Здесь давайте лишь отметим, что при подозрении на шизофрению угрожающие голоса точно так же, как и наиболее опасные слуховые галлюцинации – императивные голоса – должны быть постоянным фоном мыслей и поведения человека. Голоса, возникающие по невротическому или психоорганическому механизму, как правило, беспокоят пациента непродолжительный период – от одного до нескольких дней. В случае императивных слуховых галлюцинаций голоса могут отдавать пациенту категорические приказы совершить поступок, прямо противоречащий сознательным намерениям личности, например, заставлять человека совершить попытку самоубийства или члена вредительства. Личность всегда сопротивляется приказам, отдаваемым голосами, но с течением времени делать это становится все труднее. Голоса, как рассказывают пациенты, пытаются их «подловить» в моменты, когда внимание отвлечено событиями внешнего мира. Наличие императивных галлюцинаций требует госпитализации и является значимым симптомом острого состояния, независимо от трактовки этого понятия. Тут и возникает проблема с самым надежным признаком шизофрении для написания убедительного психического статуса, оправдывающего факт госпитализации, особенно недобровольной и позволяющего использовать мощные антипсихотические препараты, является признание пациента в том, что он слышит голоса. При этом характер голосов окажется не столь важен. Нацеленное на поиск шизофрении внимания врача при художественном написании психического статуса автоматически придает комментирующим и угрожающим галлюцинациям императивный характер. О постоянном звучании слуховых галлюцинаций, как признаки, позволяющим отличить расстройства личности и симптоматические психозы от шизофрении сегодня никто не вспоминает. Не пугайтесь, если врач в диспансере, тем более в больнице, будет ежедневно спрашивать, слышите ли вы голоса, и не удивляйтесь, если вопросы психиатра будут напоминать допрос следователя, пытающегося выбить признание. Вам стоит помнить простое правило. Если пациент однажды признался в том, что слышит голоса, а врач написал это в истории болезни, то пациенту больше никогда не удастся доказать, что он здоров психически. Доказывать, что ты не верблюд, всегда очень сложно. Подобные подходы в диагностике также являются отдаленными последствиями теории единого психоза и концепции вялотекущей шизофрении. Если болезнь способна течь вяло, то требование непрерывности голосов становится непринципиальным. Теория единого психоза подсказывает врачу, все равно психоз один, а значит комментирующие голоса рано или поздно станут императивными. Любые слуховые галлюцинации в отечественной практике уже давно стали симптомами шизофрении. Помните, что это всего лишь метафора. Часто бывает так, предупреждал Курт Шнайдер, что негаллюцинирующие больные на внезапно заданный вопрос о голосах простодушно утвердительно кивают головой. Если затем расспросить их подробнее, то окажется, что они имели в виду реальные голоса, слышные всем окружающим. Для диагностики могут быть использованы только совершенные ясные сведения. Порой несложно выявить отдельное расстройство восприятия, например, если человек утверждает, что он то тут, то там слышит голос, обрати свой взор к небу, ты должен спасти мир, то это, скорее всего, мистически экзальтированная личность. Подобная галлюцинация приобретает значение для диагностики шизофрении, если голос приступит к комментированию действий пациента в связи с его особой миссией и будет звучать в сознании постоянно. Важно правильно понимать, что именно испытывает галлюцинирующий больной. Если кто-то видит возле своей кровати умершую мать, которая зовет его по имени и что-то ему говорит, в этом событии больной добавляет «Я точно знаю, этого не может быть». Здесь, скорее всего, речь идет о гипногогических, переживаемых при пробуждении обманах чувств, которые отнюдь не являются отличительными признаками шизофрении, а лишь характеризируют мышление, свидетельствуя о наличии страхов или тоскливости у любящего пофантазировать человека. Эти случаи могут наблюдаться при токсических заболеваниях, например, употреблении кокаина. Конечно, у Курта Шнайдера не было повода задумываться о психологических последствиях допроса пациента о наличии у него голосов. Человек слышит собственные мысли, обдумывая какую-то проблему, мы разговариваем с собой. В нашей культуре отсутствует навык самоанализа. Большинство людей никогда не задумываются о внутренней речи и ее законах. Поэтому при настойчивых вопросах о голосах, многие люди способны к отчуждению собственных мыслей. Доверяя врачу, они искренне стараются найти голоса в себе и находят их во внутренней речи. Участвующие во внутреннем диалоге альтер-эго способны и комментировать наши поступки и угрожать самому себе. «Ну ты баран, ты заслужил получить по шее» и даже побуждать нас к самоубийству или агрессии. В сущности, это уже знакомый эффект белой обезьяны. Если врач объявит какую-то часть внутреннего диалога слуховыми галлюцинациями, то пациент проведет психологическую операцию отчуждения, будет считать шизофренией какую-то часть собственных мыслей и голоса начнут преследовать его повсюду. Порядка 25 миллионов человек по всему миру живут с диагнозом шизофренией. Считается, что около 70% из них в какой-то момент слышали голоса. Я не могу привести статистику, но согласно моему опыту примерно 80% из них это голоса, возникающие по этрогенной причине под воздействием внушения врача. Практически все эти пациенты получают антипсихотические препараты. При этом психиатры хорошо знают, как минимум у трети больных лекарства никак не влияют на слуховые галлюцинации. Однако при этом резистентные неподдающиеся терапии пациенты с голосами все равно продолжают получать нейролептики. Никто не в состоянии объяснить, почему медицина не делает очевидный казалось бы вывод. Слуховые галлюцинации, неподдающиеся терапии антипсихотическими препаратами имеют другую непсихотическую природу. Происхождение голосов Человек есть существо собой недовольное, неудовлетворенное и себя преодолевающее в наиболее значительных актах своей жизни. Личность выковывается в этом творческом самоопределении. Она всегда предполагает призвание, единственное и неповторимое призвание каждого. Она следует внутреннему голосу, призывающему ее осуществить свою внутреннюю задачу. Человек тогда только личность, когда он следует этому внутреннему голосу, а не внешним влиянием. Николай Бердяев Происхождение звучащих в сознании голосов было и остается одной из величайших загадок человеческой психики. Согласно некоторым международным опросом, от 5 до 10 процентов людей без психиатрического диагноза в какой-то момент своей жизни слышали голоса. Многие из них описывали их как нечто полезное и придающее человеку уверенность в себе. Многие черпали в них вдохновение для искусства. Хорошо известно, что у абсолютно здоровых людей слуховые галлюцинации могут возникать в условиях сенсорной изоляции, например, при длительном одиночном тюремном заключении. Жаль только, что нельзя подсчитать процент людей с неправильно поставленной метафорой, простите, неверным диагнозом шизофрении. Английский психолог профессор Чарльз Фернихоу в книге «Внутренний голос» исследовал процесс интернализации внутреннего голоса, то есть процесс включения во внутреннее пространство личности диалога с другим человеком. Ребенок трех-пяти лет ведет внешний диалог, например, разговор с собственными родителями. Затем малыш вступает в диалог с неодушевленными предметами, например, с собственными игрушками, комментируя процесс игры. Потом он учится вести внутренний монолог, например, при чтении про себя или при подготовке уроков. Затем следует уплотнение в кавычках внутренней речи, позволяющее думать словами без потребности выражать мысли вслух. Внутреннее проговаривание мыслей необходимо для того, чтобы человек мог ясно понять, сформулировать свои собственные идеи. На разных этапах этого процесса, например, при отсутствии нормального речевого контакта с родителями в раннем возрасте, ребенок не может выделить доминирующие голоса, на которые может ориентироваться. В детских домах и приемных семьях его окружает множество голосов, среди которых трудно выбрать значимые, трудно отделить чужие голоса от своих. Проблемы с идентификацией внешних голосов приводят к трудностям выявления собственного внутреннего голоса. При внезапной стрессовой нагрузке во взрослом возрасте самосознание может путать внешний и внутренний голоса, определяя внутренний голос как чужой. Современная нейрофизиология доказала, что во время слуховых глюцинаций активизируются участки мозга, ответственные за речь и язык. Зона брока, расположенная в нижней фронтальной части мозга, считается ответственной за производство как внешней, так и внутренней речи. Во время внутренней речи зона брока отправляет специальный тормозящий сигнал в зону слуховой коры, область верники. Сигнал уменьшает активность нервных клеток в области верники, их возбуждение становится ниже уровня возбуждения возникающего при слушании внешней речи, и мы понимаем, что воспринимаемая речь нами же и произведена. Описанную модель нейрофизиологии называют самомониторингом. Эта модель предполагает, что у людей со слуховыми галлюцинациями возникает избыточное возбуждение в области сенсорной коры, зоны верники. То есть сигнал, который должен тормозить эту область, не воспринимается, человек не может различить внутреннюю и внешнюю речь. Пусть даже эта модель возникновения слуховых галлюцинаций не является окончательно доказанной, согласитесь, она гораздо более убедительна, чем предположение о наличии неизлечимого и не имеющего причин психического заболевания. На основе гипотезы самомониторинга ведутся исследования терапии слуховых галлюцинаций. С помощью приборов обратной связи пациент учится самостоятельно успокаивать, тормозить область верники. Я отнюдь не случайно привожу здесь когнитивную и наиболее вероятную нейрофизиологическую модель возникновения слуховых галлюцинаций. Согласно современным психотерапевтическим представлением когнитивная терапия слуховых галлюцинаций начинается с сознания пациентом того факта, что голоса, которые он слышит, являются плодом его собственного воображения внутренними голосами. Современному человеку легче сделать этот важнейший шаг, опираясь на научную модель происходящих процессов. В сети интернет широко представлено международное общество слышащих голоса, возглавляемое Мариусом Ромом и Сандры Эшер, занимающиеся в том числе специальными методами когнитивной поведенческой терапии, изменяющей отношение пациентов к голосам. Комментирующие и угрожающие голоса в этих моделях оказываются диссоциированными частями внутреннего я пациента, субличностями, оторвавшимися от внутреннего целого. Субличности – термин, введенный в психотерапию и психологию итальянским психиатром Роберто Асаджиолли. Согласно Асаджиолли, для эффективного взаимодействия с обстоятельствами внешнего мира человек выделяет отдельные грани своего поведения, создавая условно отделенные друг от друга маленькие личности в кавычках. Типичные примеры субличностей связаны с семейными и социальными ролями дочь, мать, любовница, учитель или психиатр. Эти роли могут совмещаться в одной личности, но речь, поведение и даже мысли человеком, находящегося в каждой из подобных ролей, будут существенно различаться. Создаем мы и внутренние субличности, выделяемые для лучшего понимания себя. Мы довольно часто испытываем потребность в налаживании отношений с самим собой, в кавычках. Это и есть диалог субличностей. Внутренние субличности могут быть связаны с социальными ролями. Сын и отец внутри каждого из нас могут вести диалог или ожесточенный спор. Отсюда, кстати говоря, возникло учение Эрика Берна о трех эго-состояниях родителя, взрослого и ребенка. Согласно Асаджиоле, переживаемый человеком опыт сильных эмоциональных переживаний, как болезненный, так и радостный, оформляется в бессознательном в отдельные субличности, ведущие себя порой совершенно независимо от основной целостной личности. Такие независимые субличности знакомы каждому из нас лентяй, бездельник, пьяница, везучий, ось, хитрец, жулик и многие другие регулярно принимают решения вместо нас самих. Мы часто говорим в таких случаях «меня бес попутал». Особое значение для формирования слуховых галлюцинаций имеют субличности критика, ворчуна и сексуального маньяка, присутствующий в каждом из нас. С точки зрения Асаджиоле, именно они отделяются от личности, создавая постоянные комментирующие и угрожающие голоса. Однако отчуждение субличности и появление голосов возникает у очень небольшого количества людей. В отличие от нейрофизиологической гипотезы, глубинная психология объясняет это с помощью представления о примитивных психических защитах. При слуховых галлюцинациях срабатывают по всей видимости две из них отрицание и диссоциация. Относительно недавние исследования группы английских авторов показали, что слуховые галлюцинации, включая комментирующие и императивные голоса, в три раза чаще встречаются у пациентов, переживших в детстве физическое или сексуальное насилие, чем у людей с насилием не сталкивавшихся. При этом, чем более травмирующим оказывалось насилие, пережитое ребенком, тем более выраженными и постоянными были галлюцинации взрослого человека. Более всего соответствовали критериям Шнайдером голоса у пациентов, перенесших в детстве многократные эпизоды инцеста, сексуального насилия со стороны родителей, чаще всего отца, как правило сопровождавшиеся насилием физическим. Содержание галлюцинации у людей, ставших жертвами сексуального насилия в детстве, сопровождалось флэшбэками, вспышками воспоминаний о травматическом опыте и элементами проекции негативного опыта. Женщина с пятилетнего возраста, подвергавшаяся сексуальному насилию со стороны отца, слышала мужские голоса, раздававшиеся вне ее головы, и детские голоса, кричащие внутри головы. Одна из пациенток, страдавшая императивными галлюцинациями, приказывавшими ей совершить самоубийство, сама определила голос, как голос человека, ее изнасиловавшего. Что же все-таки происходит в подобных ситуациях? Человек не способен ничего забыть. Весь полученный нами опыт сохраняется в памяти, независимо от нашего желания вычеркнуть негативные переживания из жизни. При попытке забыть, перестать думать о травмирующей ситуации, вытеснить негативный опыт с помощью самоограничения, эту защиту от психической травмы психоанализ называет отрицанием, образуется белая обезьяна. Отрицаемое воспоминание превращается в патологическую субличность в кавычках. Опыт не забывается, но в кавычках выдавливается в бессознательное, превращаясь в структуре психики в относительно самостоятельное образование. Карл Юнг примерно в те же годы, когда Асаджоли описывал субличности, назвал такие психические образования в кавычках автономными комплексами. Комплексы в кавычках как и субличности имеют и свои телесные соматические черты. Понятно, например, что в составе индивидуальной души учительница в кавычках чувствует свое тело, осанку, например, по-другому, чем дочь в кавычках. Субличность страдающего ребенка в структуре психики людей, подвершихся насилию, будет иметь свое в кавычках тело, свою защитную позу и телесные в кавычках флэшбеки вспышки воспоминаний о пережитой боли. На языке психических защит можно сказать, процесс примитивного отрицания всегда заканчивается диссоциацией, разделением на части, отделением, отрывом негативного опыта от образа цельной личности. Чем более выражена трудность, термин Павлова, и чем чаще возникали эпизоды насилия, постоянное повторение, тем более невыносимым пережитое оказывалось для личности, тем сильнее человеку хочется вытеснить переживание, тем больше оказывается вероятность трансформации воспоминаний в комментирующие или преследующие голоса. Конечно, это непростой психодинамический механизм, но все-таки меня все время мучает вопрос, так ли непостижимы подобные механизмы, чтобы описывать их как загадочную болезнь или классический случай шизофрении. Врачам сложнее всего научиться понимать человека, а не его болезнь. Видимо, именно это имел в виду Курт Шнайдер, когда писал об особенностях психиатрической диагностики. Если специалист задумывается о психологии, он может обнаружить альтернативу оболванивающему обе стороны терапевтического процесса, бездумному использованию антипсихотических лекарственных средств. Негативный опыт нельзя забыть, вытеснить, но его можно пережить в собственном воображении до конца, лишив его тем самым актуальности и болезненности. Можно утверждать, что по крайней мере треть пациентов, проходивших когнитивную терапию, смогла изменить характер комментирующих и угрожающих голосов, придав им позитивную или нейтральную окраску. При этом необходимо учесть, что большая часть пациентов, проходивших когнитивную терапию, одновременно продолжали прием назначенных врачами нейролептиков и антидепрессантов, что резко снижало эффективность собственно на психотерапии. Благодаря фильму Рона Ховарда «A Beautiful Mind» в российском прокате «Игры разума» 2001 года практически каждому человеку стала известна судьба великого математика Джона Форбса Нэша-младшего. Описывать ее здесь не имеет смысла. Важно лишь отметить два обстоятельства его болезни. Во-первых, Джон Нэш полностью отказался от приема лекарств, заметив, что они резко снижают его интеллектуальные способности. А во-вторых, к удивлению психиатров, он смог после этого самостоятельно, без всякой помощи терапии, изменить свое отношение к голосам по его собственному признанию в кавычках. Научил их говорить о приятном и вскоре совсем перестал обращать на них внимание. Ничего удивительного в этом нет. Вспомните тезис Блейлера «Естественный психоз проходит естественным образом». Нужно только учесть, что роль естественного образа здесь выполняют навыки саморегуляции и самовнушения. Никто не сможет ответить на вопрос, насколько повысилась бы эффективность когнитивной психотерапии, если бы большинство пациентов, как Джон Нэш, отказалось от приема психотропных препаратов. Прием нейролептиков и антидепрессантов в корне меняет мотивацию установку пациента по отношению к процессу терапии. Естественные усилия души подменяются искусственным бессилием. Лекарства подменяют способность человека управлять собой. Именно это и продемонстрировал опыт Джона Нэша. Псевдогаллюцинации Галлюцинации и другие симптомы появляются во время болезней изнутри нашей личности и создаются на основе наших интересов и жизненного опыта. Арнхильд Лаувинг «Завтра я всегда бывала львом» Представление о голосах становится еще сложнее для диагностики из-за описанного кандинским симптома псевдогаллюцинации или ложных галлюцинаций, при возникновении которых пациент слышит голоса или видит внутренние образы, но не считает их существующими в окружающей реальности. То есть это галлюцинации, существующие с точки зрения самого пациента в его внутреннем пространстве, в пространстве его воображения. Воспринимаются подобные голоса или зрительные образы не органами чувств, а с помощью внутреннего слуха или внутреннего зрения. Читающие эти строки наверное уже понял, как сложно отличить псевдогаллюцинации от фантазии мечтательного человека по Шнайдеру. Учение о псевдогаллюцинациях, созданное русским психиатром Виктором Хрисанфовичем Кандинским, несомненно заслуживает доверия, поскольку психиатр описал симптомы на примере собственного заболевания. Сам Кандинский выделял шесть особенностей псевдогаллюцинаторных чувственных образов. Первое. Псевдогаллюцинаторные образы несравненно более отчетливы и живы. При этом все мельчайшие частности сложного чувственного образа, например, очертания, расчлененность, отдельные краски, если дело идет о зрительной псевдогаллюцинации, являются в сознании одновременно, в подобном же взаимном отношении по экстенсивности и по интенсивности, как и при непосредственном чувственном восприятии. Кроме того, субъективное явление здесь имеет характер стойкости и непрерывности. При обыкновенных же чувственных, например, зрительных представлениях, хотя образы при этом по очертаниям и краскам относительно весьма отчетливы и определенны, представленный предмет никогда не является с такой же пластичностью, как при непосредственном восприятии, но большей частью бывает как бы стертом или расплывающимся, то бледнеющим, то снова выступающим, некоторыми своими частями или целостностью явственнее. Второе. Наиживейшие псевдогаллюцинации всегда бывают совершенно спонтанными явлениями. Я имел возможность убедиться, что и в периоде псевдогаллюцинирования, произвольно вызываемые в сознании чувственные воспоминания и картины, фантазии, большей частью и остаются таковыми, не превращаясь в псевдогаллюцинации. Явившись спонтанно, псевдогаллюцинаторные образы не могут быть ни изменены, ни изгнаны из сознания по произволу. Третье. Обыкновенно между отдельными псевдогаллюцинаторными образами не бывает непосредственно логической связи, так что ни внешней, ни внутренней ассоциации здесь не усматривается. Четвертое. Псевдогаллюцинирующее лицо при псевдогаллюцинировании вовсе не имеет чувства собственной внутренней деятельности. Напротив, всякое нормальное представление как абстрактное, так и живочувственное, всякий акт мышления, воспоминания и фантазирования, как известно, бывает соединен в сознании подлежащего лица с чувством внутренней активности. Пятое. У душевнобольных псевдогаллюцинации почти всегда носят на себе характер навязчивости. При этом часто, будучи по содержанию своему крайне неприятными для больного, они именно своей неотвязанностью составляют для него большое мучение. Шестое. При псевдогаллюцинировании при закрытых глазах восприятие темного зрительного поля неизбежно прекращается. Если самонаблюдатель будет при этом стараться не упускать из восприятия и темное поле зрения закрытых глаз, то он прекратит зрительное псевдогаллюцинирование. В кавычках нивелирующее мышление медиков к сегодняшнему дню сохранило из богатого и сложного учения Кандинского пожалуй только критерий в кавычках интерпроекции, то есть возникновения образов во внутреннем пространстве личности. На практике врач просто спрашивает больного, откуда он слышит голоса снаружи или внутри головы. Как вы понимаете, звучание голоса внутри головы достаточно для оценки симптома как псевдогаллюцинации. Поэтому мне приходится приводить критерий Кандинского. Читатель, который слышал слово псевдогаллюцинация по отношению к своему ребенку или к себе самому, сможет оценить правильность диагноза. Очень важно совмещение яркости внутренних образов, их спонтанности и навязчивости. Псевдогаллюцинации это не просто яркие фантазии, свойственные, например, экзотированным молодым людям, мечтающим о своей особой роли во вселенной и регулярно выдающим свои фантазии за видения, голоса или откровения. У подобных художественных натур в кавычках как раз и присутствует чувство внутренней деятельности в кавычках, о котором говорил Кандинский. Псевдогаллюцинации, как и любые проявления соматических заболеваний, мешают человеку жить, а их образы или звучания не связаны общим смыслом. Пациент жалуется на то, что не может управлять их появлением. Человек не может погасить или заглушить псевдогаллюцинацию, но он способен переключить свое внимание, что приводит к потере актуальности образа и его исчезновению в потоке привычных мыслей и фантазий. Кандинский переключал внимание на темное поле за закрытыми глазами, но пациента можно научить растворять в кавычках подобное видение с помощью концентрации на дыхании или движениях собственного тела. В реальности я не помню ни одного случая, когда врач или профессор интересовался особенностями восприятия темного зрительного поля пациента. Симптом псевдогаллюцинации является составной частью синдрома психического автоматизма или синдрома Кандинского Клирамбо. В рамках синдрома к критериям отчетливости, спонтанности и навязчивости переживаемых пациентом голосов и образов Кандинский добавил в кавычках бредовое объяснение этих симптомов, критерий насильственности или ощущения сделанности по Клирамбо. Больной воспринимает загадочные голоса или являющиеся спонтанно образы как результат некоего насильственного воздействия извне. Пациенты не просто слышат звучание мыслей или эхо мыслей или видят отчетливые образы, от которых не могут избавиться. Мысли кто-то заставляет звучать, а образы кто-то показывает или вбивает в голову. Голоса и образы появляются в результате воздействия конкретной внешней силы, чуждого сознательного умысла, хотя сами источники звука или изображения могут находиться на фантастическом расстоянии как в далеких странах или на иной планете, так и внутри тела собственного тела пациента. В итоговой книге Кандинского о псевдогаллюцинациях описывается случай пациента Долинина врача по профессии альтер-эго автора книги. Вот его переживание. Больной под влиянием слуховых галлюцинаций пришел к убеждению, что он находится в руках целого корпуса тайных мучителей, которые окружают его в заведении для умалишенных под видом больных, прислуги и врачей. Каждый из этих лиц, приводя себя в магнистический рапорт, с ним больной был знаком со старой французской литературой животного магнетизма, с одной стороны непосредственно узнавала все его мысли, чувства и ощущения до самых мельчайших внутренних движений, с другой стороны могло передавать в его мозг из своего какую угодно мысль или какое угодно ощущение. Больной различал два рода таковых передач или внутренних внушений, основанных на двух способах психической индукции. А. Мысленное внушение. Лицо, находящееся в данную минуту в магнетической связи с ним, искусственно фиксировало в своем мозгу ту или другую мучительную для него Долинина мысль, чем и причиняло ему так называемое психиатрами навязчивое представление. Б. Слуховое внушение. Лицо в настоящую минуту с ним, Долининым, магнетически связанное, усиленно слушало какой-нибудь искусственно проводимый реальный звук или шум, например, действительную речь другого лица, находящегося в той же комнате, или даже свою собственную речь, громко говоря или крича и своим же слухом воспринимаемое говоримое. И этим путем переводило в его Долинина мозг свои слуховые восприятия. При этом явлении искусственно вызванного внутреннего слышания Долинин различал тот или другой тембр, ту или другую манеру говорить. Невидимые мучители нередко старались подделываться под голоса знакомых Долинину лиц. Другой пациент, в книге он носит фамилию Перевалов, второе альтер-эго автора. Описывая свои переживания, в частности, рассказывают, что находятся под наблюдением тайных агентов, токистов. Токисты организуют говорение посредством тока, причем этот ток, будучи направлен на его голову, заставляет его слышать по воле токистов те или другие слова и фразы. Здесь слуховое восприятие лишено характера объективности, не локализуется во внешнее пространство и бывает всегда одного и того же свойства. Так что различий в тембре здесь для больного не представляется. Насильственное мышление без всякого внутреннего слышания, при этом токисты устраивают ему внутренние мысли, переводя мысли из своей в его голову. Более убежден, что невидимые преследователи постоянно держат и его, и вместе с ним самих себя, чередуясь между собой под влиянием электричества, в силу чего устанавливается своего рода рапорт, дозволяющий передачу мыслей из одной головы в другую. Псевдогаллюцинации являются псевдогаллюцинациями только и исключительно в сочетании с бредовым объяснением, то есть в составе синдрома психического автоматизма. Фактически это и есть единственный или ядерный синдром, позволяющий с точки зрения Курта Шнайдера ставить диагноз шизофрения. Открытость мыслей и слуховые галлюцинации по Шнайдеру имеют диагностический смысл, когда сопровождаются чувством воздействия и чувством отчуждения. Этот же синдром отечественные психиатры часто называют классическим. Слова «классический случай» имеют тот же смысл. К психологической сути ядерного синдрома шизофрении мы вернемся в отдельной главе. В этой главе необходимо отметить, что проблемы различия между продуктами человеческого воображения и псевдогаллюцинациями стираются при диагностике вялой текущей шизофрении шизотипического расстройства. Предположение о том, что психоз может течь вяло, естественным образом предполагает, что и сами псевдогаллюцинации, как и весь синдром психического автоматизма, могут проявляться не только комплексно, как их описал Кандинский и Клирамбо, но и отдельными своими чертами. Как только психиатр по своему выбору может исключить из описания псевдогаллюцинации ощущение их насильственного возникновения, сделанности против воли и желания пациента, отсутствие смысловой связанности голосов и видений или большое мучение пациента классическими симптомами шизофрении окажутся образы творческого и религиозного воображения. Поэты, художники, живописцы, мистики и просто романтики, как и глубоко верующие люди, стремятся обрести утраченную по их мнению связь человека с Богом, абсолютом, другими словами, пришельцами из иных миров, музами, творческим вдохновением, в общем, с силами иными и гораздо более возвышенными, чем повседневное человеческое сознание. Переживая нечто схожее с галлюцинациями, такие люди не испытывают страданий, а даже если и испытывают, то ощущают их как желанные, заслуженные, не спосланные Богом. Переживания откровения или вдохновения не несут в себе оттенка навязчивости. Пусть они и посланы человеком трансцендентно его сознание силой, но происходит это по его собственному желанию, как результат длительных просьб или молитв. Это отмечал и сам Кандинский. Псевдогаллюцинации бывают не только у душевнобольных, где они имеют весьма большое значение, но иногда при известных условиях, также и у людей психически здоровых. Псевдогаллюцинация же остается субъективным явлением, которое обыкновенно считается или за рот откровений, не спосланного Богом в знак особого благоволения к нему, или же за искусственно произведенное в нем изменение сознания таинственными воздействиями его невидимых преследователей. На первый взгляд кажется, что Кандинский противоречит сам себе, поскольку божественное откровение фаворский свет с точки зрения верующего величайшее наслаждение доступное человеку. А вот ощущение, что в твоей голове поселились преследователи вне всякого сомнения заставляет человека страдать. Однако Кандинский, переживший и ту, и другую разновидность псевдогаллюцинаций, несомненно прав, только он всю жизнь подчеркнуто ограничивал себя своей специальностью, а это значит старался ограничиваться внешним описанием, не задумываясь о внутреннем смысле переживания. С точки зрения неосознаваемых мотивов поведения у божественного откровения и образов преследования есть много общего. Во-первых, и то, и другое переживание можно рассматривать как псевдогаллюцинаторное удовлетворение неудовлетворенных личных амбиций. В первом случае человек оказывается ближе к Богу, чем подавляющее большинство окружающих его людей, то есть он становится выше их, поднимается над ними. Вспомните, именно с желания быть ближе к Богу начинается человеческая история. Именно из-за него в библейском мифе Каин убил Авеля. Ощущение преследования некими конкретными силами, гипнотизерами или телепатами слетающих тарелок беспокоит человека, но удовлетворяет все то же самое желание быть выше других. Ведь силы, выбравшие пациента в качестве объекта преследования, выбрали его не случайно, он чем-то значим для них. Во-вторых, обе категории псевдогаллюцинаций зависят от мировоззренческих установок конкретной личности. Мне думается, что переживание откровения свойственно людям с врожденным тонким религиозным чувством. Мистическая настроенность, как правило, свойственна им всю жизнь, начиная с детства. Таких людей трансцендентный мир и его силы интересуют гораздо больше, чем повседневная твердая реальность. Людей, склонных к переживаниям преследования, я условно называю людьми науки. Наука это в любом случае способ изучения объектов, имманентных нашему миру. Наука ставит своей целью эффективную манипуляцию вещами и людьми в нашей реальности. Поэтому к числу в кавычках людей науки я отношу и магов, колдунов и оккультистов. Все они претендовали на создание духовной науки для эффективного манипулирования все теми же вещами и людьми нашей реальности. Люди, верящие в разного рода науки, как и сам Кандинский, не могут удовлетворять собственное самолюбие посредством откровения. Они могут пережить псевдогаллюцинаторное удовлетворение только в преследовании. Преследование это научный факт, да и воздействующие на человека силы в переживаниях подобного рода чаще всего выбирают пациентов в качестве объекта для своих научных исследований. Наука и магия в подобных переживаниях сливаются в единое целое. Сама возможность откровения у таких людей исключена их мировоззрением. Они с религиозной страстью верят в силу науки. Скажи мне, во что ты веришь и я скажу тебе, как ты будешь сходить с ума. Что-то похожее на откровения или преследования периодически переживали все люди, которых мы считаем одаренными или гениальными. В момент наивысшего творческого или интеллектуального напряжения, когда разум опустошен и больше не хочет думать и чувствовать, из глубины души поднимаются яркие и ни на что не похожие образы, мучающие тебя до тех пор, пока ты не сможешь излить их на полотно. Писал Василий Васильевич Кандинский, великий русский художник и троюродный брат психиатра Виктора Харисановича Кандинского. Никола Тесла оставил воспоминания о голосах и видениях, образы которых превратились в теорию переменного тока. Тесла не знал учения о псевдогаллюцинациях, но описанные им переживания схожи с видениями Кандинского. В 12-летнем возрасте Тесла столкнулся с видениями. В определенные моменты я замечал, что весь воздух вокруг меня наполнен языками настоящего пламени. Их интенсивность вместо того, чтобы убывать, нарастала и достигла максимума в возрасте 25 лет. Однажды у меня было чувство, что пламенем охвачен и мой мозг, и маленькое сердце сияет у меня в голове. Эти световые феномены, имеющие свойства действительности, писал Тесла на 65-м году жизни, временами все еще появляются в особенности, когда какая-нибудь новая идея высветит неслыханные до сели возможности, однако их интенсивность уже относительно слабая. Картины предметов и сцен, ясно отличающихся от воображаемых, вызывали у Тесла страдания. Периодически дневные впечатления возвращались к нему ночью, ощущаясь как реальность и продолжая сохраняться даже тогда, когда он пытался убрать это руками. Чтобы избавиться от мук, вызванных появлением странных реальных видений, он разработал для себя приемы сосредоточения внимания на простых предметах внешнего мира. Некоторое время это помогало. В желании освободиться я таким образом постоянно искал новых впечатлений и вскоре исчерпал знакомые мне картины из дома и из ближайшего окружения. После того, как я неоднократно прибегал к этим ментальным упражнениям, пытаясь отогнать все свои призраки, я заметил, что обычная жизнь терпит поражение, реальность призраков становится все вернее. Затем инстинктивно я начал совершать экскурсы за пределы моего маленького мира, в котором жил, и вскоре увидел новые сцены. Вначале они были довольно туманны и убегали при попытке сосредоточиться на них, но вскоре мне удалось их задержать. Они приобретали силу и яркость и, наконец, сделались конкретными, как и их подлинные предметы. Вскоре я обнаружил, что лучше всего себя чувствую тогда, когда расслабляюсь и допускаю, чтобы само воображение влекло меня все дальше и дальше. Постоянно у меня возникали новые впечатления, и так начались мои ментальные путешествия. Каждую ночь, а иногда и днем, я, оставшись наедине с собой, отправлялся в эти путешествия. Неведомые места, города и страны. Жил там, встречал людей, создавал знакомства и завязывал дружбу. И как бы это ни казалось невероятным, но остается фактом, что они мне были столь же дороги, как и моя семья, и все эти иные миры были столь же интенсивны в своих проявлениях. Все знают, что Сократ беседовал с Даймоном, голос которого звучал внутри его головы, то ругая его последними словами, то сообщая важнейшие философские парадоксы. Гении больны шизофренией? Но что бы делало человечество, лишившись таких шизофреников? Во всяком случае, если бы Николу Теслу начали с 12 лет лечить нейролептиками, у нас не было бы электричества. Простите, слушатели, здесь я с автором не согласен, электричество пришло бы через другого человека. Впрочем, знаний о псевдогаллюцинациях мы бы тоже не получили, если Кандинский получил бы подобное лечение. По всей видимости, гениями мы называем людей, способных сочетать в себе научный и мистический взгляд на реальность. Гений способен использовать спонтанно открывающийся ему в переживаниях доступ к сфере, названной Карлом Юнгом коллективным бессознательным, для создания новых идей и объектов, необходимых реальному миру. Гений умеет ощущать мучительные для себя переживания как ценность, а не болезнь. Он их не боится, поэтому интерпретации преследования у него не возникает. Сколько гениальных умов и творческих возможностей было погублено диагнозом шизофрения и соответствующей терапии, используемой многими родителями вместо воспитания своих не совсем обычных детей. Даже опираясь на взгляды Павлова, можно понять, что псевдогаллюцинации, взятые вне синдрома Кандинского-Колерамбо, отражают процессы избыточного возбуждения некоторых участков коры головного мозга. Говоря современным языком, они отражают факт существования очагов избыточного напряжения коры, очагов с эпилептифомной активностью. В начале подобные переживания возникают сами собой, вне рационального контроля. Разум можно описать как потребность человека в объяснении происходящих с ним событий. Если интерпретации псевдогаллюцинации, возникающие в сознании пациента, соответствуют детским эгоцентрическим амбициям, то психоаналитики назовут такое объяснение примитивной психической защитой посредством рационализации, а психиатры бредом. Мне больше по душе понятие психическая защита, поскольку слово бред сообщает о безнадежном психическом заболевании, а теория психических защит предполагает возможность обучения, то есть способность человека осознать происходящее с ним и создать новый уровень самоконтроля, высшую психическую защиту. Мы можем подробнее разобраться в этом на примере самого Кандинского. Случай Кандинского Для семьи душевнобольного, а также и для общества его болезнь проблема, для самого больного решение. Томас Сасс Помешанный безумствует подчас гораздо меньше, чем мы полагаем, возможно, даже не безумствует вообще. Евгений Минковский Уже упоминавшийся нами Чарльз Фернихоу в книге «Внутренний голос» вспоминает, что в Библии голос Бога появляется на первых страницах. Он говорил с Адамом и Евой, Каином, Ноем и Авраамом. Согласно Медрашам, на горе Синай постоянно был слышен голос Бога, но он был настолько оглушающим, что было почти невозможно что-то разобрать. Однако в последующих пророческих книгах голос Бога становился тише. Аля Джеймса Илия на горе Хариф слышал спокойный тихий голос после урагана огня и землетрясения. А на иврите эти слова звучат еще более двусмысленно «голос тонкой тишины», что особенно подозрительно с точки зрения псевдогаллюцинаций. В христианстве, пишет Фернихоу, голос Бога проходит через Евангелие. Апостол Павел услышал укоризненный голос Христа и уверовал в него. Это особенно значимо для традиций христиан-евангелистов. Мартин Лютер Кинг младший рассказывал о своем опыте общения с Богом. Произошло это в 1956 году во время бойкота автобусных линий в Монгомере. После того, как он получил анонимный звонок с угрозами, он в отчаянии пошел на кухню молиться. Спустя некоторое время он почувствовал чье-то присутствие внутри и услышал, как Христос спокойно говорит ему не сдаваться. Во Франции 15 века Жанна Дарк клятвенно утверждала, что слышала голоса ангелов и святых, наставляющих ее вести французские войска на бой с англичанами и освободить свою страну от их господства, пророчествуя победу в случае безотлагательных действий. С точки зрения психиатра все это классические слуховые псевдогаллюцинации с чувством воздействия. Правда голос Бога в кавычках так же как понятие псевдогаллюцинации в кавычках всего лишь метафора. Внешний наблюдатель не может ни подтвердить ни опровергнуть клятв Жанны Дарк до тех пор пока сам не услышит нечто подобное. По крайней мере у нас нет никакого права считать метафору шизофрении чем-то более объективным, чем тысячелетние метафоры религии. Однако метафоры религии дают нам возможность сравнения. В нашем распоряжении есть признанный в отечественной психиатрии классическим отчет страдающего шизофрении психиатра о приступах психоза, все так же книга Кандинского о псевдогаллюцинациях. Сам Кандинский за 30 лет до Блейлора назвал свою болезнь идеофренией, болезнью идей или захваченности ума идеями, что на мой взгляд являлось метанемией, смысловым определением болезни. Кандинский описывал заболевание психологического происхождения, причины которого он, человек страдающий идеофренией, был не в состоянии понять. Давайте попробуем рассмотреть некоторые переживания Кандинского с точки зрения психологии. Я приведу теперь часть из испытанного Долининым во время его второго короткого психического расстройства, быстро развившегося после в двух-трех недель чрезмерного умственного напряжения. Больной вдруг стал бредить тем, что он производит государственный переворот в Китае, имеющий целью дать этому государству европейскую конституцию. Долинин был, конечно, не один. Существовала целая партия, число членов которой входило много просвещенных мандаринов из государственных людей Китая и высших начальников флота и армии. Больной чувствовал себя тем более способным на роль главного руководителя переворота, что он находился в духовном общении с народом и мог непосредственно знать нужды и потребности разных классов общества. В народе, двигавшемся по улице перед окнами его квартиры, Долинин видел представителей разных общественных фракций. Эти депутаты поочередно вступали своими умами в общение с умом Долинина и таким путем выражали свои политические требования. Это духовное общение было ничем иным, как слуховым псевдогаллюцинированием. Все шло бы хорошо, но дело осложнилось тем, что мысли больного сделались открытыми и для противной партии. Квартиры, смежные с квартирой Долинина, оказались занятыми шпионами, которые стали узнавать мысли Долинина, вбирая их из его головы в свои головы. Больной не только чувствовал близость шпионов, так как и от них некоторые мысли переходили в его голову, но и стал слышать их голоса. Надо было стараться перехитрить врагов. И вот больной вообразил некую машину, вроде как бы сложного токоизбирателя, дававшую возможность оперировать с совокупностью множества систем гальванических батарей путем различнейших более или менее сложных комбинаций действия этих систем. С внешней стороны этот аппарат, больной мысленно окрестил его психораспределителем, являлся внутреннему зрению Долинина с закрытым столом, наверху с большой квадратной доской из черного дерева, на которой устроены замыкатели, избиратели, коммутаторы для громадной массы гальванических цепей. Надо заметить, что в это время кроме дара, так сказать, всезнания и всеслышания через таинственное общение с умами множества людей у Долинина был и дар всевидения. Ходя по своим комнатам из угла в угол и почти не видя предметов, находившихся у него под носом, потому что внимание было всецело занято вещами отдаленными и грандиозными, больной внутренне видел все, что в те дни будто бы творилось в столице Китая, как на улицах, так в Богдыханном дворце и в Верховном Совете Мандаринов. Больной внутренне видит, что согласно с его планом Верховный Совет Мандаринов в своем полном составе торжественно заседает, формулируя основные законы Конституции. Здание Совета окружено строем пехотинцев, на площади расположена артиллерийская бригада, по окраине площади и в смежных улицах несметные массы ждущих китайцев. Тем не менее, в некоторых улицах смятение, противники реформы успели увлечь за собой несколько полков-крамольников. И вот перед умственным оком больного развертывается новое псевдогаллюцинаторная картина, картина уличной схватки вооруженных отрядов. Долинин отчетливо видит псевдогаллюцинаторно солдат и командиров, слышит частью внутренней, частью галлюцинаторно звон оружия, команду, оружейные залпы, победные крики. Читателю, непривыкшему мгновенно ставить диагнозы людям и текстам, в этих фрагментах многое может показаться подозрительным. Если убрать из него слова Китай и Мандарины и заменить их Россией и Аристократией, то получится почти пророчество или эпизод ясновидения с предсказанием конституционных реформ Керенского и Октябрьской революции 1917 года. По стилю текста и излагаемым в нем воображаемым событием можно предположить, что в галлюцинациях речь шла о России, а Китай появился в тексте книги, как сказали бы сейчас, по причинам политкорректности. По-другому эта книга не прошла бы цензуры. Вовсе не в Китае, а в России последней трети XIX века одним из острейших социальных вопросов был вопрос необходимости европейских конституционных реформ. Это в России наращивали свое влияние социал-демократы, в число которых входило много просвещенных людей в кавычках и много начальников флота и армии в кавычках. Это в России царь Николай II будет утверждать, что находится в непрерывном духовном общении с народом и может непосредственно знать нужды и потребности разных классов общества. Это в России депутаты Первого законодательного собрания будут поочередно утверждать, что они вступали своими умами в общение с умом народа и таким путем выражать свои политические требования. Все зависит от точки зрения. Я психиатр и ни в коем случае не отрицаю наличие психопатологии в отчете Кандинского, но если прочесть приведенные выше фрагменты со словом «Россия», то получится пророческий текст, не менее значимый, чем пророчество Жанны Дарк. Главным психопатологическим синдромом здесь является мания величия или антагонический бред. Так подобные переживания описывает психиатрия. Долинин чувствует себя центром событий, главным звеном политической драмы, главным руководителем переворота, в кавычках, за право влияния на ум которого борются партия и шпионы. Шизофрения? Тогда ей болен каждый из нас. Все мы в детстве и юности хотим чувствовать себя всемогущими и мечтаем о том, чтобы оказаться в центре внимания влиятельных или всесильных людей. Большинство из нас любят фильмы, книги, компьютерные игры о шпионах и тайных агентах. Шпионы могут влиять на судьбы мира тайно и незаметно. Эти образы невероятно популярны, поскольку соответствуют нашим мечтам. Каждый из нас в мечтах видит себя всемогущим или чрезвычайно влиятельным человеком. Кандинский жил в эпоху революционных настроений в российском обществе. Совсем несложно предположить, что он рядовой врач, еле сводивший концы с концами, мечтал о более выдающейся социальной роли, чем роль младшего ординатора психиатрической больницы, а уж тем более роль психически больного. Психоз Долинина на время превратил мечты в реальность. В этом суть примитивной психической защиты. Чуть позже мы вернемся к ее причинам. Давайте пока это запомним. В случае Долинина психоз возникает после крайнего умственного переутомления и предельное напряжение коры головного мозга вызывает видение, нередко оказывающиеся пророческими. Кандинский был психиатром русской физиологической школы. Пережиты им голоса и видения он пытался объяснить чисто физиологическим способом, опираясь на понятие напряжения и возбуждения. Он не замечает художественных или мистических, если хотите, особенностей собственных переживаний и текстов, поэтому не может превратить их в художественные произведения, как это делает его современник Федор Михайлович Достоевский и как это через несколько десятков лет сделает Андрей Белый. Возможно, нежелание признать в себе творческий дар и вместо этого навешивания на себя самого ярлыка психической болезни, оказывающейся отрицанием самого себя, и превращает творческое мистическое переживание в психотическое, естественный дар человеческой психики в идеофрению. Психотические приступы Кандинского заканчивались периодом депрессии с мучительным чувством вины. Во время последнего из этих приступов Кандинский покончил с собой, приняв смертельную дозу настойки опиума. Опиум был лекарством, с помощью которого его лечили. Издатель Собашников в своих знаменитых воспоминаниях пишет, под влиянием позыва к самоубийству, бывавшего у него обычно в переходном периоде к здоровому состоянию, он взял из аптечного шкафа в больнице опий и по возвращении домой принял безусловно смертельную дозу этого яда. Умение и склонность к научному самонаблюдению не покинули его и в эти минуты. Он взял лист бумаги и стал записывать. Проглотил столько-то граммов опиума, читая у Казаков Толстого. Затем уже читать становится трудно. Его нашли уже без признаков жизни. Психотическое переживание заканчивалось депрессией, но и в этом нет ничего удивительного. Психоз превращал в реальность вытесненные, запретные для доктора Кандинского мечты о влиянии и славе. Осознание того, что это была всего лишь иллюзия, своего рода сон наяву и есть депрессия. Любая депрессия в конце концов всего лишь осознание иллюзорности наших надежд и ожиданий. Автору этих строк в течение жизни довелось общаться с множеством пациентов, втайне мечтающих о повторении психоза, поскольку внутри его они обладали магическими способностями и влиянием, ощущая свои переживания как реальность. Мне довелось, например, в разное время беседовать с семью пациентами, проходившими лечение с диагнозом алкогольная зависимость, утверждавшими, что они пьют только для того, чтобы снова пережить белую горячку. Delirium Tremens В психозе они оказывались в реальности, которая, по словам одного из пациентов, поддавалась его влиянию. В отличие от повседневной реальности, реальностью белой горячки он мог управлять с помощью магических усилий воли. Нужно отметить, что все эксперименты подобного рода ничем хорошим для человека закончиться не могут. Но и здесь можно углядеть некоторые сходства со случаем Кандинского. Многие пациенты пили, а Кандинский с момента начала приступа получал небольшие дозы опиума, способствующего, как и алкоголь, анерическим переживаниям собственной значимости. Опиум, как мы знаем сегодня, способен вызывать симптоматические психозы. Мы никогда не узнаем, в чем именно обвинял себя Кандинский после приступа. Возможно, он винил себя в том, что так и не постиг смысла собственных переживаний. Наверное, где-то в глубине души он чувствовал себя способным к чему-то гораздо большему, чем достигнуто им социальное положение. И тем не менее, несмотря на психозы и опиум в промежутках между приступами, Кандинский опубликовал большую монографию, несколько научных статей, монографию на немецком языке, несколько больших переводов, вел активную работу в Петербургском обществе психиатров. Это была короткая, но наполненная переживаниями и научной работой жизнь, резко отличающаяся от жизни современного пациента психиатрических клиник. Случай Кандинского один из бесчисленного числа примеров невозможности объяснения человеческих переживаний с позиции нейрофизиологии или биологии. А кто скажет безумный, подлежит гиене Огненной. Матфей, стих 5, глава 22. Согласно Новому Завету, этого нельзя говорить брату своему. Трагедия доктора Кандинского показывает, произносить эти слова нельзя и в свой собственный адрес. Двухкамерный разум Мы уже не звери, ибо в своих действиях руководствуемся не только одним инстинктом, но еще и не совсем люди, ибо мы руководствуемся не только голосом разума. Тигр не отвечает на поступки. Мы видим, что природа наградила его всем для жизни. Он повинуется врожденным инстинктам и бессознательно находит в них защиту. И мы видим, что человек далеко ушел от логовища в джунглях. Его инстинкты притупились с появлением собственной воли, но эта воля еще не настолько развилась в нем, чтобы занять место инстинктов и правильно руководить его поступками. человек становится слишком мудрым, чтобы всегда прислушиваться к голосу инстинктов и желаний, но он еще слишком слаб, чтобы всегда побеждать их. Пока он был зверем, силы природы влекли его за собой, но как человек он еще не вполне научился подчинять их себе. Находясь в этом переходном состоянии, человек уже не руководствуется слепыми инстинктами и не действует в гармонии с природой, но он еще не умеет по собственной воле разумно создавать эту гармонию. Вот почему человек подобен подхваченной ветром былинке. Во власти порывов страстей он поступает так или иначе, под влиянием воли, то инстинкта, ошибаясь, исправляя свои ошибки, падая и снова поднимаясь. Он существо, чьи поступки невозможно предусмотреть. Нам остается только утешать себя мыслью, что эволюция никогда не прекратится, что идеал это светоч, который не может человек не будет вечно колебаться между добром и злом. Когда эта распря между собственной волей и инстинктом придет к концу, когда глубокое понимание жизни позволит первой из этих сил окончательно занять место второй, человек перестанет быть непостоянным. Стрелка разума твердо, без колебаний будет устремлена на далекий полюс истины. Теодор Драйзер Материалистическое миросозерцание и сегодня не в состоянии дать окончательного ответа на вопрос о происхождении голосов и видений великих деятелей религии и гениев науки. Дело, видимо, в том, что мы не знаем о самих себе самого главного причины возникновения свободного сознания и главного следствия свободы человеческого разума. Мы до сих пор не знаем достоверно, откуда взялся человек. Вопрос нашего происхождения остается открытым, допуская любые, в том числе бредовые, спекуляции. Великий немецкий философ Эммануил Кант в своей последней книге «Антропология с прагматической точки зрения» 1798 года утверждал, что мы никогда не сможем ответить на эти вопросы, поскольку окончательный ответ на них лишил бы человека свободы. Например, если бы было точно доказано, что человек создан как слуга пришельцами Сириуса, то у человечества появилась бы общая задача добраться до своих хозяев-создателей, только они могут точно знать, что нам делать дальше. Конечно, я немного иронизирую, однако, если задуматься, так и происходит. Большинство из нас верят в гипотезу Чарльза Дарвина, что человек произошел от обезьяны. Идеи Дарвина предопределили развитие человечества на полтора века вперед. Материализм конца 19 века был инспирирован теорией Дарвина. В сущности, именно дарвиновский взгляд на человека как преимущественно биологический организм предопределил взгляд на переживание психически больного человека как нечто абсолютно бессмысленное. Научными в кавычках и до сих пор считаются исключительно гипотезы, основанные на изучении инстинктов или физиологически опосредованных реакций. Засилье сексуальных и основанных на инстинкте выживания потребительских форм поведения в современной культуре в конечном итоге можно свести к мысли, что мы по большей части обезьяны. Разве социальные учения, катаклизмы и войны 20 века не возникали в рамках извращенных моделей дарвинского естественного отбора? Высшая раса и гегемония пролетариата всего лишь разновидности борьбы видов за выживание. Наука систематически подтверждает идею Канта. Двое знаменитых ученых 19 века Эмиль Дюбуа Реймон и Герман Гельмгольц дали клятву на крови посвятить своей жизни объяснению функций психики на основе законов химии и физики. Выполнить свою клятву физиологам не удалось. Гельмгольц пришел к выводу, что наше восприятие не соответствует реально существующей действительности и создал теорию символов. Дюбуа Реймон как и Кант в конце жизни доказывал, что у познаний имеются пределы, а психические феномены не познаваемы в принципе. Механизмы действия человеческой психики он характеризовал знаменитым афоризмом «Ignoramus et ignorabimus» «Не знаем и не узнаем». Согласитесь, из-за доказательств этого утверждения является тот факт, что эффективность психиатрического лечения в первой четверти 21 века существенно ниже, чем 100 лет назад. Несмотря на огромный прогресс нейронауки за прошедший век относительно психических феноменов, мы пока можем лишь повторить «Не знаем и не узнаем». И слава богу. Точные знания о механизмах функционирования сознания позволяют с легкостью управлять разумом, манипулировать им. Страшно даже вообразить, что сделали бы с нами тоталитарные политические режимы 20 века, если бы Дюбуа Реймон и Гемгольц могли выполнить свою клятву. «Мы не знаем и не узнаем». «Не знаем и не узнаем, но лечим». Попытка починить механизм, о работе которого ты ничего не знаешь, с наибольшей вероятностью приводит к разрушению этого механизма. Мне часто вспоминаются отечественные «горе-автомеханики» начала 90-х годов прошлого века. Не понимая принципов работы электронного управления автомобильным двигателем, они просто выдирали и выкидывали все непонятные провода и электронные блоки, упрощая управление до понятных им механических частей. Мне думается, что с помощью нейролептиков и антидепрессантов психиатрия неосознанно делает что-то похожее, упрощает человеческую душу, пытаясь выбросить из психики то, чего не понимает. Нейрофизиологические исследования памяти ясно доказали, выбросить из состава души невозможно решительно ничего, включая сюда и голоса. В 1976 американский психолог Джулиан Джейнс опубликовал книгу «Происхождение сознания в процессе распада бикамерального ума». Эту книгу упоминает и Чарльз Фернихоу. Согласно его гипотезе, человек за полторы тысячи лет до нашей эры не имел свободного сознания в современном понимании этого слова. Человеческий разум состоял из двух половин. Одна принимала решения, а другая их выполняла. Две половины разума общались друг с другом с помощью речи, то есть тех самых голосов. Когда внешняя ситуация требовала сделать выбор, в его голове звучал голос, который указывал человеку, что делать. Изначально у человека не было мучительных трудностей выбора. Джеймс убедительно доказывает, что человек потерял врожденную программу действий у животных, мы называем ее инстинктом, не сразу, а постепенно. Сначала голоса звучали явственно и отчетливо, отдавая приказы, но с течением веков их звучание становилось тише, а человек получал все больше и больше возможностей свободного выбора своих мнений и поступков. Голоса уходили, а на их месте постепенно возникало единое, усредненное внутреннее ментальное пространство, пространство воображения, в котором разум мог, анализируя, противоречия, не только принимать решения самостоятельно, но и обнаруживать подсказки древних голосов, звучание которых стало практически неслышным. Разобрать советы внутренних помощников современный человек может только в условиях ментальной тишины, потратив усилия концентрации и медитации. Согласно Джейнсу, распад двухкамерного разума начался около 1400 лет до нашей эры. Этот процесс можно отследить по появлению радикально новых для человечества идей, в первую очередь идеи недоступных небес, куда удалились боги. Она стала необходимой, поскольку люди перестали слышать голоса. Боги покинули человечество. Второй, по Джейнсу, оказалась идея посредников между небом и землей. Теперь голоса богов могли слышать только избранные, жрецы, оракулы или пророки. Понятно, что человек двухкамерного сознания считал внутренний голос голосом бога, а позднее правителя, наделенного властью к богам, царя, фараона или жреца. Подобное устройство разума требовало идеи соответствующего общества и иерархической теократии. Сколь бы неожиданной не показалась читателю гипотеза Джейнса, она наиболее полно объясняет феномен голосов. Опираясь на размышления предыдущей главы, мы можем сказать, что в процессе своей эволюции возникшее внутреннее пространство сначала было пространством псевдогаллюцинации. Голоса и видения ощущались, как звучащие и показывавшиеся внутри этого пространства. Говорили и показывали видения всемогущие боги, жрецы или фараоны. Они создавались высшими силами и доказывали человечеству его причастность к ним. Джеймс считал, что мы еще не совсем освоили свободу сознания. Поэтому в периоды, когда человек не в состоянии вынести собственной свободы, психика пытается вернуться к бикамерному состоянию. Говоря языком психоанализа, когда человек не в состоянии вынести собственной свободы, он включает примитивную психическую защиту бикамерного разума, испытывая чувство зависимости от голосов. В психозе именно они, а не сама личность, принимают решения и совершают поступки. Для Джеймса потребность человека в вере и религии – это желание избежать свободы с помощью возвращения к бикамерному разуму. По своим убеждениям, Джулиан Джеймс был эволюционистом. Для него голоса двухкамерного разума были частью биологической эволюции вида Homo sapiens. Он не пытался ответить на вопрос о том, откуда принимающая решение палата разума знала, что именно нужно делать древнему человеку, чтобы выжить и развиваться. Не занимался он и вопросом о происхождении голосов и языка, на котором они говорили. Для нас важно, что одним из доказательств существования двухпалатного разума Джеймс считал феномен воображаемого друга, который являлся значимой частью жизни по меньшей мере у третьей современных детей в возрасте от двух до шести лет. Я упоминаю об этом выводе Джеймса, чтобы предупредить, воображаемый друг является естественным феноменом развития сознания и свидетельствует лишь о том, что ребенку недостает понимания, не внимания или опеки, а именно понимания со стороны значимых взрослых, в первую очередь родителей. Только в нашей стране феномен воображаемого друга относят к шизофрении и пытаются лечить с помощью антипсихотических препаратов. Ни в коем случае не делайте этого, вы можете потерять ребенка навсегда. Раздвоение личности На самом деле красавица и чудовище это история о раздвоении личности. Жильбер Сесбром Мой враг Я сам внутри себя Внутри меня есть не я Харуки Мураками Гипотеза двухкамерного разума заставляет нас рассмотреть проблему голосов еще с одной стороны. Внутренний друг впрочем, как и внутренний враг постоянно критикующие или оскорбляющие голоса в европейской и американской психиатрии относятся к разделу диссоциативных расстройств. Диссоциативные расстройства идентичности так они называются в МКБ-10 считает разновидностью шизофрении разумеется в уме а не на обложке о истории болезни только отечественная психиатрия. Интересно, что использование понятия раздвоения личности как синониму шизофрении поэтическая метафора. Раздвоением личности шизофрению ошибочно назвал поэт Элиот в одноименной статье опубликованной в 1933 году. При диссоциативном расстройстве идентичности раньше называвшимся множественной личностью у внешнего наблюдателя складывается впечатление, что в одном теле уживаются несколько разных индивидуальностей. Личности, сочетающиеся в одном носителе, могут иметь разный пол, возраст, характер, национальность, интеллектуальные способности, мировоззрение, по-разному реагировать на одни и те же жизненные ситуации. Время от времени происходит переключение в кавычках с одной ведущей личности на другую. После переключения центральная в этот момент личность не помнит ничего из происходившего, пока центральной была другая личность, но помнит все события, связанные с собственной активностью, каждое эго-состояние в кавычках, так сегодня называются отделившиеся от целостного я субличности. Помнит только свой собственный опыт. Феномен диссоциативных расстройств идентичности возникает как предельное проявление уже описанных нами в главе происхождения голосов психических защит. Эта точка зрения общепризнана в мировой психиатрии за исключением нашей страны. Человек пытается отрицать, выдавить из психики болезненные до непереносимости эмоциональные переживания, но сделать это невозможно, и поэтому личность диссоциирует, разделяет себя саму на части. Само латинское слово диссоциаре означает отделяться от общности. Психика не может все забыть, но может научиться воспринимать собственный опыт, как происходящее с кем-то посторонним. По асаджиоли субличности отделяются друг от друга и начинают говорить на разные голоса. Субличность трус, терпящий любые унижения, отделяется от крутого парня, способного ответить на агрессию и не склонного к эмоциональной рефлексии. Именно так цельной личности хотелось бы вести себя в невыносимых ситуациях. Случаи собственно диссоциативных расстройств идентичности крайне редки, но часто становятся широко известными в культуре. Для примера можно вспомнить «Три лица Евы» документальную книгу психиатров Тикпена и Клэклей и одноименный фильм экранизацию режиссера Джонсона, вышедшей на экраны в 1957 году. Книга и фильм рассказывают о случае Крис Костнер Сейзмор, психический мир который разделился более чем на 20 эгосостояний. В 1977 году Крис опубликовала автобиографию под своим подлинным именем. Для нас важно, что раскрывая анонимность Евы, героини книги, женщина заняла крайне активную жизненную позицию, ездила по всему миру с лекциями, принимала участие в конференциях, посвященных диссоциативным расстройствам, давала многочисленные интервью на телевидении. Сейзмор научилась рисовать, устраивала выставки и успешно продавала свои картины. В результате в 1980 году она была признана полностью излечившейся и прожила долгую и счастливую жизнь. В нашей стране хорошо известен документальный роман Даниэля Киза «Множественные умы» Билли Миллигана, впервые издан на русском языке в 1986 году, описывающий первого человека в истории, признанного невиновным в совершении преступления из-за наличия диссоциативного расстройства идентичности. Благодаря роману в списке 24-х эго-состояния Миллигана есть во многих источниках, включая Википедию. Читая список, легко увидеть его сходство с перечнем основных субличностей нормального человека Пасаджиоли. Точно так же, как и в большинстве случаев комментирующих и императивных голосов, специальные исследования показали, что причинами диссоциации идентичности служат тяжелые эмоциональные травмы, полученные в раннем детстве, как правило, неоднократные эпизоды грубого физического сексуального или эмоционального насилия. Разумеется, это документально подтверждено и в случаях Сейзмар и Миллигана. Вывод сделать совсем несложно. Большая часть, более 70% слуховых галлюцинаций, включая императивные голоса и псевдогаллюцинации, относятся к спектру диссоциативных расстройств, а вовсе не к таинственной эндогенной болезни с неизвестными причинами. Механизмы работы психологических защит понятны. Эффективные направления психотерапии в подобных ситуациях тоже. Понятны даже изменения почвы, конкретные органические проблемы нервной системы, способствующие диссоциации. Главными методами терапии диссоциативных расстройств являются различные виды психотерапии – психосинтез, когнитивная терапия, гипноз. Так почему же отечественная психиатрия любые этапы диссоциативных расстройств расценивает как шизофрению и лечит соответственно с помощью антипсихотических препаратов, лишая пациента будущего? Подобный взгляд сегодня оправдывается специалистами с помощью предельного расширения метафоры Далее мы еще вернемся к этой теме. Сам феномен диссоциативного расстройства идентичности чем-то напоминает психиатру разорванность ассоциаций. Одно из главных негативных расстройств по Блейлору. Ассоциации у каждого эго-состояния текут по-своему. Согласования мыслей между разными эго-состояниями нет. Однако это всего лишь расширение понятия разорванность. Ведь внутри каждого из эго-состояний никакой разорванности нет. Кроме того разрыв между различными эго-состояниями и есть суть проблемы переживаемой пациентом и причина по которой эти состояния выделены как отдельный раздел МКБ-10. Кроме этого в классической немецкой психиатрии разрыв ассоциаций это совершенно иной симптом умственная каша неспособность выстроить предложение отсутствие связи между мыслями. Эго-состояние с которым беседует врач ничего похожего не демонстрирует. Более того отделение эго-состояния является психической защитой поскольку позволяет каждой из отделившихся частей личности мыслить последовательно что оказалось невозможным для целостной личности во время шока психической травмы. каждое отдельное эго-состояние высказывается ясно без всяких разрывов правда в диалоге отдельная субличность быстро истощается и жалуется на усталость демонстрируя астению один из симптомов потерянных экзогенно-органических расстройств понятно что каждое эго-состояние демонстрирует интеллектуальное снижение отдельное эго-состояние не имеет доступа к запасам памяти целостной личности ну а нарушение памяти обязательный симптом как экзогенно-органических так и диссоциативных расстройств явно определяется триада Вальтера Бюэля а единственный эндогенный признак оказывается ошибочным умозаключением попыткой включить психическое состояние в структуру привычной метафоры многие зарубежные психиатры сегодня приходят к выводу что не шизофрения а именно диссоциативные расстройства являются главным и осевым симптомом большинства психических заболеваний нигде кроме нашей страны не используется понятие вялой текущей или малопроградиентной шизофрении зато все больше и больше говорят о больших и малых диссоциативных расстройствах возьмем для примера диссоциативную фугу это большое диссоциативное расстройство редкое состояние психики человека совершающего стремительный побег от самого себя такие пациенты внезапно переезжают на новое место жительства в совершенно незнакомые им города и деревни в процессе переезда человек забывает всю информацию о своей индивидуальности включая собственное имя у него сохраняется лишь интеллектуальная информация полученная во время образования такие пациенты могут придумать себе другое имя и иную биографию найти другую работу и вести совершенно нормальную с точки зрения стороннего наблюдателя жизнь диссоциативная фуга может продолжаться от нескольких дней до нескольких месяцев а затем пациент внезапно вспоминает свою прошлую жизнь в свою очередь забывая жизненный опыт полученный во время фуги первый случай диссоциативной фуги был описан философом и психологом Уильямом Джеймсом которого многие считают отцом современной психологии 17 января 1887 года священник Ансел Бурн из Провиденса писал Уильям Джеймс снял деньги со своего счета в банке и сел в комный экипаж направлявшийся в Потокет это было последнее событие которое он помнит в этот день он не вернулся домой и о нем ничего не было слышно в течение двух месяцев в газетах поместили объявление о его розыске но полиции подозревавшей что совершено какое-то преступление не удалось определить его местонахождение однако утром 14 марта в Норристауне штат Пенсильвания человек называвший себя А. Джей Брауном шестью неделями ранее взявший в аренду небольшой магазин торговавший в нем канцелярскими принадлежностями кондитерскими изделиями фруктами и другими мелкими товарами и не давший окружавшим никакого повода заметить что-то необычное проснулся в испуге позвал соседей по дому и попросил их сказать ему где он находится он сообщил что его зовут Ансел Бурн что ему ничего не известно о Норристауне что он ничего не понимает в торговле и последнее что он помнит ему казалось это было только вчера это то как он брал деньги в банке в провиденсе он был очень слаб по-видимому потеряв в весе более 20 фунтов за время своей эскопады и пришел в такой ужас от мысли о кондитерском магазине что отказался там больше появляться о диссоциативной фуге в отечественной психиатрии вспоминать не любят хотя после революции 1917 года и гражданской войны ее случаи в нашей стране были отнюдь не редкостью дело видимо в том что подобное расстройство как правило случается только один раз в жизни и более не повторяется невозможно говорить о пожизненном психиатрическом диагнозе помимо этого фуга всегда и очевидно связана с психической защитой вытеснением и отрицанием мучительной попыткой человека забыть проблемы кажущиеся ему невыносимыми Уильям Джеймс восстановил единство личности Ансела Бурна с помощью гипноза и по сей день приемы гипноза и самогипноза являются самыми эффективными методами терапии диссоциативных расстройств идентичности когда человек спит диссоциативные расстройства отсутствуют видеть сны может только цельная личность чтобы жить среди мужчин и женщин мы должны позволить каждому человеку быть самим собой если мы абсолютно осудим какого-либо человека то ему не останется ничего другого кроме как относиться к нам как к смертельным врагам ведь мы готовы предоставить ему право существовать лишь при условии что он перестанет быть самим собой Артур Шопенгауэр Человек единственное существо которое не хочет быть самим собой Альбер Камю Эффективность гипноза при диссоциативных расстройствах была доказана примерно в те же годы французским психиатром Пьером Жанне автором самого термина диссоциация правда он считал диссоциацию свойством в первую очередь истерической личности В своей диссертации «Ментальное состояние истериков» 1892 года Жанне доказывал что некоторый комплекс идей, взглядов и эмоций может отколоться от основной личности и механизм отделения части психического аппарата от целого является основным механизмом истерического развития личности или истерии как отдельного заболевания каким ее считали в конце 19-го начале 20-го века «Нам придется остановиться на истерическом расстройстве личности поскольку в границах этой исторической метафоры проходит линия раскола между зарубежной и отечественной психиатрией Классические истерические расстройства психиатрии Америка и Европы сегодня относят к диссоциативным расстройствам личности а психиатрия нашей страны разумеется считает вариантом течения вяло-текущей или психоподобной шизофрении Вместе с тем основные механизмы развития истерических симптомов понятны психологии уже более 100 лет Фрейд на примере истерии описал основную психическую защиту вытеснение Именно вытеснение в ранних работах Фрейда и формирует личное бессознательное Фрейд в своей первичной модели психики психи выделил область бессознательного способную чувствовать и действовать независимо от сознательного эго В модели Фрейда вытеснение и диссоциация естественные защитные свойства психики Вытеснение лишь немногим отличается от отрицания Отрицание как мы знаем является активной попыткой устранить из сознания негативные невыносимые эмоции и переживания А вытеснение столь же активная попытка устранить из сознания то, что считают недопустимым другие люди в первую очередь родители а вместе с ним и вся окружающая культура У Фрейда они составляют суперэго Собственные переживания могут восприниматься личностью как непереносимы из-за того, что родительское воспитание и правила социальной жизни объявляют желания лежащие в их основе неприемлемыми Вытеснение и отрицание оказываются двумя гранями одной и той же психической защиты Со времен Фрейда принято считать, что истерическая личность пытается забыть вытеснить неприемлемые мысли и желания в первую очередь сексуального свойства Мне думается, что главным вытесняемым желанием истерика является потребность добиться чувства собственной значимости в глазах окружающих в том числе и с помощью наигранной сексуальности что и проявляется в главных чертах поведения истерической личности в первую очередь в ее демонстративности Демонстративная личность гистрионная актерствующая личность давние синонимы понятия истерия Истерическая личность всегда стремится оказаться в центре внимания и, как правило, делает это с помощью наигранного неестественного с точки зрения окружающих поведения Главной психической травмой приводящей к подобным личностным особенностям как это показал Пьер Жанне является субъективная детская травма чувство недостатка внимания к ребенку в первую очередь со стороны родителей Сами родители могут считать что оказывали ребенку жертву собой достаточно внимания Субъективно ощущаемый недостаток понимания чувство особого рода Это недостаток понимания к ребенку как к отдельной взрослой личности Если хотите то это недостаток уважения к ребенку Главным неприемлемым для родителей желанием ребенка оказывается желание самостоятельности и независимости Именно уважение взрослые часто заменяют избыточными поцелуями и ненужными подарками незаметно формируя у подрастающей личности истерические свойства Традиции отечественного воспитания как и традиции социального воздействия на взрослого человека сводятся к системе запретов Мы готовы выполнять любые детские прихоти покупая его послушание Родители требуют чтобы ребенок вел себя только так как считают нужным они не предоставляя маленькому человеку возможности поступать или думать так как хочет этого он лишая его возможности выбора Родители и общество делают все возможное чтобы установить абсолютный контроль над ребенком а потом требуют у повзрослевшего молодого человека самостоятельности и ответственности Запретная самостоятельность оказывается вытесненной в бессознательное проявляя себя как актерство Человек предпочитает казаться вместо того чтобы быть Быть самостоятельным слишком опасно как бы старается сказать такая личность Я не могу быть собой могу только притворяться Сексуальное чувственное поведение во времена Фрейда и Блейлора находилось под строжайшим запретом общественного мнения Сегодня несмотря на запрет родителей сексуальная демонстративность является одним из негласных требований культуры став чуть ли не единственной возможностью проявления собственной свободы Однако когда подобная свобода становится всеобщей она оказывается плохим способом проявления собственной индивидуальности поэтому актерство истерической личности часто приобретают противоположные черты черты асексуальности гомосексуальности трансгендерности и так далее Все субкультуры создающиеся на основе подобных попыток заявить об уникальности каждого их участника до краев наполнены актерством и демонстративностью достаточно вспомнить о шествиях гомосексуалистов В большинстве подобных случаев проблема заключается не в искажении полового чувства а в желании человека заявить о собственной уникальности и независимости от общества Однако это желание неосознанно оно еще в раннем детстве оказывается вытесненным родительским запретом на свободу самовыражения Это значит что человек может самовыражаться только разрешенным в обществе способом противопоставления себя обществу Самым распространенным из которых как раз являются гомосексуализм и трансгендерность Поэтому неискушенные люди наблюдая за шоу трансгендеров или шествиями гомосексуалистов удивляются искусственности пошлости наигранности подобных зрелищ Во времена Фрейда вытеснялось само половое влечение и истерик мог сообщить о нем демонстрируя собственное самолюбие нарциссизм Сегодня главным вытесненным чувством оказывается именно самолюбие а истерик может заявить о себе демонстрируя уникальность извращения полового инстинкта Само извращение при этом оказывается лишь актерством методом привлечь к себе внимание публики Именно популярность с точки зрения истерической культуры в которой мы живем обеспечивает независимость личности превращая ее при этом в разновидность товара Демонстративность и популярность это товар за который сегодня платят деньги Внутреннее богатство личности благородство ее чувств высота мысли ценится очень дешево Потребительская культура ценит то что снаружи а не то что внутри человека Сутью демонстративности является подмена внутренних ценностей на внешние расценки Так возникают поколения в которых успешной личностью молодые люди считают демонстративную личность истерика Читатель возможно подумает что все это не имеет никакого отношения к теме голосов которую мы продолжаем обсуждать Это совсем не так Дело в том что популярность требует превращения некоторых человеческих чувств и переживаний в товар Ценность которую можно выразить в денежной сумме является подменой симулякром чувства собственной значимости Умные и даже необычные мысли товаром не являются их плохо покупают А голоса ангелов демонов или пришельцев хороший товар ничуть не хуже трансгендерности он тоже делает человека необычным Поэтому молодые юноши и девушки не ведающие о том что с ними может сделать психиатрия довольно часто рассказывают в соцсетях о своих голосах видениях или откровениях Родители довольно часто узнают об этом и пугаются Дальше следует обращение к психиатру неизбежный диагноз шизофрения и соответствующее лечение Понятие истерии в нашей стране было отменено академиком Снежевским в его учении об этапных синдромах эндогенно-функционального психоза Истерические расстройства именуемые сегодня диссоциативными с середины 70-х годов прошлого века считаются у нас симптомами вялотекущей шизофрении Снежевский утверждал что демонстративность является разновидностью одного из ведущих негативных расстройств при шизофрении эмоционального дефекта Любые психологические интерпретации истерических или диссоциативных расстройств Московская психиатрическая школа свысока именовала отсталыми или провинциальными Не только гипноз любая психологическая помощь истерической личности оказалась под запретом Несмотря на это мы продолжим размышлять о психологических причинах феноменов переживаемых многими пациентами отечественных психиатрических клиник В качестве примера эмоционального дефекта у истерической личности обычно используется парадоксальность ее сексуального поведения Несмотря на сексуально-провокационную одежду и манеру двигаться истерик чувствует себя глубоко оскорбленным если партнер воспринимает его поведение как приглашение к интимным отношениям и не достигает чувственного удовлетворения соглашается на неожиданное предложение Психиатрия считает поведение такого рода психологически необъяснимым если объяснения нет значит проблема вызвана не психологией личности а загадочным эндогенным процессом однако стоит только допустить что истерик добивается не сексуального контакта а признание собственной значимости как все становится на свои места личность ищет не секса а любви уважения к себе признание собственной значимости понимания и заботы заявить об этом прямо такой человек не может поскольку в детстве когда он пытался заявить о себе его не понимали и не принимали вытесненная потребность в любви стала отдельной бессознательной частью личности говорить о своих потребностях словами эта вытесненная часть так и не научилась зато она усвоила во внешнем мире мысль о том что любовь и секс это одно и то же и добиваться любви можно исключительно с помощью сексуального поведения истерик вытесняя не осознает подчеркнутой сексуальности своего поведения создавая своего рода диссоциированную сексуальную субличность. Истерия – форма вытеснения потребностей в достижении личной значимости, способ вызвать любовь к себе, а не исключительно сексуальной потребности. По-моему, ничего непонятного здесь нет, но анализ истерии и диссоциативных расстройств всегда воспринимался сторонниками расширения метафоры шизофрении в качестве опасной конкуренции их взглядам. Понятия «истерия» и «шизофрения» в равной степени претендовали на роль главного психиатрического диагноза XX века. Механизмы, считавшиеся Пьером Жанне истерическими, постепенно стали рассматриваться как механизмы развития шизофрении. Американский психолог Грегори Бейтсон и его группа в начале 60-х годов разработали модель двойного зажима или двойного послания – дабл-байнд – как главную причину развития шизофрении у взрослых. В 50-е годы Бейтсон проводил длительные беседы с пациентами с диагнозом шизофрении и членами их семей. В ходе анализа стало понятно, что во всех семьях будущие пациенты получали от родителей двойное послание, в котором вербальная часть коммуникации не соответствовала невербальной. Отец и мать, например, постоянно повторяют ребенку – будь самостоятельным, решай свои проблемы сам, становись взрослым. А на деле звонят через каждые полчаса в случае отсутствия ребенка дома, не разрешают возвращаться домой позже восьми вечера и просматривают все записи на мобильном телефоне и в социальных сетях. Возникает двойной зажим. Самостоятельность и подчинение равным образом не устраивают родителей. Ребенок не может определить форму поведения, приводящую к одобрению, и пытается вытеснить, скрыть свою индивидуальность, стараясь не совершать никаких поступков. Он пытается стать человеком-невидимкой, не проявляющим своих желаний и не высказывающим своего собственного мнения. Также трудно приходится ребенку, когда двойной зажим возникает в области чувств. Например, мама постоянно повторяет ребенку «Я тебя люблю, ты для меня самый главный», но на деле сохраняет дистанцию, не берет ребенка на руки, старается как можно реже заходить к нему в комнату. По мере взросления мама общается с ним только формально, повторяя при этом «Я тебя люблю». Такая мать предлагает ребенку лишь словесную имитацию любви. Значит, для того, чтобы понять, что же такое родительская любовь, ребенку нужна другая модель значимого человека. Если таким человеком становится отец, то мать реагирует на это негативно и семья распадается. Если отец поддерживает маму, объясняя, что это и есть любовь, то ребенок еще сильнее переживает одиночество и потерянность. У него остается только один выход – каким-то образом бежать, уйти из этой ситуации. Но уйти из семьи не так-то просто, правда, может сработать диссоциативный механизм бегства. Спрятаться от невыносимого эмоционального разрыва, оставаясь внутри семьи, невозможно. Единственный выход – уйти в себя, общаться с самим собой и любить самого себя. Так по Бейтсону возникает аутизм, а следом за ним и психоз. Если исключить эти метафоры, то выяснится, что у детей возникала замкнутость, а следом за ней они начинали слышать голоса внутренних друзей или внутренних врагов, повышавших значимость отвергаемого родителями ребенка в его собственных глазах. Это классический истерический или диссоциативный механизм психической защиты. Проблема Бейтсона и его группы заключалась в избирательности подхода. Изучались только семьи пациентов с уже поставленным психиатрами диагнозом шизофрения. Психологи считали этот диагноз объективным, не подвергая сомнению их компетентность. В науке подобная ошибка позиционируется с помощью понятия «систематическая ошибка выжившего». Разновидность систематической ошибки выбора, когда по одной группе «выжившим» есть много данных, а по другой «погибшим» практически нет. Так что исследователи пытаются искать общие черты среди выживших, забывая о том, что не менее важная информация скрывается среди погибших. На мой взгляд, если бы Бейтсон и группа Пало-Альто включили в исследование пациентов с другими диагнозами, то смогли бы понять, что двойной зажим является одним из возможных способов описания причины всех психических расстройств – возникновения непереносимых для ребенка переживаний, ведущих к использованию примитивных психических защит. В современной Америке большинство пациентов, исследованных Бейтсоном, поставили бы диагноз «диссоциативное расстройство», а расстройством первого ранга по Курту Шнайдеру у этих людей всегда предшествовали истерические формы поведения. Двойной зажим создает невыносимую для личности ребенка ситуацию. Пытаясь ее преодолеть, ребенок может совершить побег из семьи, который в крайних случаях примет вид диссоциативной фуги. Он может создать для себя внутреннего друга или сформировать демонстративную личность, то есть придумать себе роль, в которой, по его мнению, его будут любить все окружающие. Не стоит забывать, диссоциативное расстройство идентичности большинство американских врачей в 50-е и 60-е годы прошлого века относило к шизофрении. Эта путаница – еще один пример, с помощью которого можно еще раз осмыслить «мы имеем дело с литературными метафорами», а не объективно существующими заболеваниями. Давайте вспомним, что в предыдущей главе мы уже видели на примере Кандинского, что шизофренический психоз создает особую психологическую ситуацию, бред, внутри которой человека любят, по крайней мере ценят, все окружающие друзья и враги. С точки зрения Бейтсона, высказанные во время всеобщей моды на метафору шизофрении, во всех истерических расстройствах присутствует аутизм, бегство человека внутрь самого себя. Они являются лишь предшественниками шизофренического психоза. С моей точки зрения, сам шизофренический психоз является формой развития истерической диссоциативной психической защиты. Это защита от хорошо знакомого каждому из нас с детства субъективного ощущения недостатка любви, меня никто не любит. Американский психиатр Томас Сасс писал, «Любое безумие – это общение, табуированное социальными обстоятельствами». Я хочу лишь добавить, что целью человеческого общения является любовь, если хотите симпатия или понимание. Табуированное общение – ощущение человеком бессмысленности общения, не приводящего к пониманию, симпатии или любви. Точно так же, как Сасс, я считаю, что все проявления шизофрении являются на самом деле формой развития истерии. Именно Сасс впервые обратил внимание на истерическую игру метафорами как главную особенность профессии психиатра. Я позволяю себе приводить собственные аргументы, поскольку пришел к тем же выводам задолго до того, как в нашей стране появилась возможность прочесть книги Томаса Сасса. Согласно Сассу, не двойной зажим, а любые родительские и социальные запреты – табу – заставляют человека отказаться от общения с окружающими людьми с помощью привычного языка. Человек, переживающий запрет на реализацию индивидуальных желаний и чувств, возвращается к древнему языку, существовавшему до возникновения речи. Для пояснения я приведу большую цитату из книги Анджея Якубика «Истерия» – польского психиатра, также считавшего истерическую диссоциацию главным аспектом психических болезней. В 1977 году он писал, ссылаясь на Томаса Сасса, «Истерия – это форма общения при помощи знаков копий, точнее знаков копий соматического заболевания. Например, истерический припадок – это знак копий органически обусловленного эпилептического припадка». Такой специфический язык симптомов является одним из типов первобытного языка, названного Сасс с Томасом Сассом, протоязыком, составляющим простейший способ межчеловеческого общения. Этот язык появляется прежде всего у лиц, имеющих затруднения с общением на более высоком уровне, например, словесном, что обычно бывает результатом незрелости их личности, а также обусловлено исторически и социально. Функцией коммуникации на уровне протоязыка является передача информации, чаще всего конкретному лицу. Поэтому истерия не может быть медицинской проблемой, а лишь вопросом из области семантики, поскольку только семантический анализ позволит определить, какие объекты зашифрованы знаками-копиями язык тела. В соответствии с классификацией Рейхенбах 1947 года выделены три основные функции протоязыка – информационная, аффективная и побуждающая. Информационная функция типичного знака копии при истерии, например, истерического паралича, сводится главным образом к передаче сообщения о том, что передающий не способен к какому-либо действию. В то же время в психической практике это сообщение ошибочно расценивается как симптом болезни. Эмоциональная функция протоязыка состоит в вызывании у воспринимающего определенных эмоций, например, сочувствие, желание помочь, чувство вины. Причем важность аффективного компонента сообщения может быть подчеркнута чрезмерной экспрессией, так называемая истерическая пантомима, и созданием соответствующего настроения. Цель побуждающей функции протоязыка – заставить воспринимающего предпринять определенные действия, например, изменить свое поведение, обратить внимание на свое поведение, обратить внимание на передающего, предложить помощь. Истерия – это вид неописательного языка, оперирующего конкретными и индивидуальными формами образной символики и предназначенного определенному индивиду, чаще всего партнеру в браке, члену семьи или другому значащему лицу. Основная задача неописательного языка – не передача информации, а выражение эмоций и сжатое символическое описание личных проблем, имеющее, впрочем, большую информативную ценность, чем непосредственная устная речь, например, истерический паралич, более выразителен, чем заявление «я болен». Перевод символов неописательного языка в обычные словесные знаки требует знания биографии передающего, а также особенностей и условий развития его личности. Поэтому истинность или ложность, а также информационное содержание знаков копий, зависит от свойств воспринимающего и знания им проблем передающего. Часто ошибка в понимании неописательного сообщения обусловлена тем, что оно предназначено не тому, кто его сейчас принимает и интерпретирует, а другому, нередко тайному, реципиенту. Поэтому психотерапевт, даже хорошо знающий биографию и личность своего пациента, может неправильно толковать содержание его знаков копий. Дополнительно затрудняют правильную расшифровку знаков копий, многозначность неописательного языка и тенденция к интерпретации медицинской терминологии. Стоит отметить, что в подобных ситуациях пациент вытесняет смысл своего сообщения. Сам истерик не помнит и не понимает, что именно и кому он хочет сообщить. Он запрещает сам себе помнить сообщение, поскольку оно запрещено табуировано родителями и обществом. В начале века главный запрет суперэго был связан с сексуальными сообщениями. В обществе социализма самым значимым был запрет на собственное мнение, табу на демонстрацию собственной значимости. Не высовывайся! Все классические симптомы истерии являются сообщениями телесного языка. В классификации болезни девятого пересмотра МКБ-9 диссоциативные расстройства назывались конверсионными, от латинского слова conversio, означающего превращение, изменение или трансформацию. Психические переживания конвертируются в соматические симптомы. Сама трудность, сегодня принято говорить о психологической травме, вытесняется, а пациент предъявляет жалобы на соматическую патологию. Общеизвестно, например, что утрата человеком социальной значимости или расставание с партнером может выражаться в сердечных болях или постоянном ощущении комка в горле, мешающего глотанию. Сам человек при этом может не предъявлять никаких психологических жалоб, утверждая, что у него все хорошо. Соматический симптом в подобной ситуации диссоциирован, оторван от основного переживания личности. Говорит на неописательном языке. Человек, не позволяющий себе сказать о недостатке внимания и любви, может демонстрировать этот недостаток как нарушение способности стоять или ходить. Он все время падает на землю и не может подняться. Это знаменитый когда-то синдром астазии-абазии. Конечно, его всегда нужно дифференцировать с неврологическими расстройствами. Мне думается, что не только истерический припадок – знак копия органически обусловленного эпилептического припадка. Практически все симптомы шизофрении можно описывать как знаки копии – органических расстройств центральной нервной системы. Кататоническая шизофрения – знак копия формы развития и углубления, истерической каталепсии, застывания в одной позе или астазии-абазии. Шизофренический мутизм – разговаривать запрещают голоса. Знак копия истерического мутизма – молчание, отказа от общения. Симптомы синистопатической шизофрении и ипохондрического бреда – знаки копии соматических заболеваний. Развитие и углубление знака копии всегда возникают на почве органической неврологической об ослабленности нервной ткани. Если истерические припады представляют собой знак копию эпилептического припадка, то кататонию или мутизм можно описать как знаки копии вариантов течения различных энцефалопатий со сниженным порогом судорожной готовности. Дифференцировать кататонию и каталепсию различные формы негативизма и мутизма часто оказывается трудно. А если одно состояние является лишь расширением другого во внутреннем пространстве человеческой психики, то требуется длительное наблюдение и внимательный анализ детства и жизни пациентов. Все эти трудности отечественной психиатрии ни к чему. Учение об этапных синдромах Снежевского объявило все расстройства, ранее считавшиеся истерическими, этапом формирования вялой текущей шизофрении. Как избежать неприятностей? Основой веры в лучшее является надежда на благоприятное сочетание неприятностей. Геннадий Малкин Экзистенциальная психология и психиатрия всегда предполагали, что человек может понять происходящее в душе психически больного, обнаружив аналогию в собственных психических переживаниях. Возможно, читателю будет проще понять происходящее в душах пациентов психиатрических клиник, если мы вспомним еще одну модель диссоциации, разработанную американским психиатром, создателем интерперсональной теории психиатрии Гарри Стеком Салливаном, описавшим диссоциативный механизм как главную особенность развития личности любого человека. Согласно Салливану, главный источник психической энергии человека – это стремление к избеганию неприятностей. Личность хочет, но не может исключить из жизни неприятные, вызывающие тревогу или беспокойство события. Поэтому потребность в избегании тревоги становится доминирующей в межличностных отношениях, определяя формирование того, что Салливан назвал «я-системой». «Я-система» состоит из трех структур – хорошего «я», плохого «я» и «не-я». Личность стремится к определению себя в качестве хорошего «я» и избеганию мнения окружающих о себе как о плохом «я», так как мнение о себе как о плохом «я» является источником постоянной и нарастающей тревоги. Для защиты своей положительной персоны – хорошего «я» человек формирует психический механизм, названный Салливаном – избирательным вниманием. Избирательное, селективное внимание отсеивает сигналы, способные усилить тревогу, изменив мнение человека о себе из поля восприятия, то есть из внешнего мира. Иначе говоря, селективное внимание отрицает все внешние признаки плохого «я», чтобы сохранить хорошее «я». Что же делать? Человек постоянно совершает негативные или ошибочные поступки. По крайней мере, окружающие, например, родители, постоянно оценивают наши поступки как негативные. Последствия как поступков, так и оценок постепенно накапливаются, и психика однажды переживает невыносимую ситуацию, своего рода двойной зажим. Сознание больше не в силах использовать избирательное внимание для отрицания плохого «я», но и окончательно признать себя плохим, человек не в состоянии. Тогда он порождает в себе интонацию «не я», объявляя, что вместо него или у него внутри действует какая-то посторонняя сила. Человек глубоко неудовлетворенный собой приступает к разыгрыванию внутренней драмы, схожей с классическим театральным спектаклем «Любовный треугольник», создавая нового ее участника. С наибольшей вероятностью «не я» окажется плохим, ругающим или цинично комментирующим. В этом случае основное «я» может оставаться хорошим. В некоторых случаях отделившееся «я» окажется слишком хорошим или возвышенным, будет ощущаться как голоса ангелов или бога, любящих и ценящих пациента гораздо больше, чем реальные окружающие его люди. Выбранный пациентом для общения телесный протоязык, язык симптомов, окружающие не понимают. Тогда психика способна использовать более высокие формы психической защиты, чем вытеснение и отрицание, условно я называю создание «не я» или «чужого я» драматической психической защиты. Внутренняя драма все еще находится в рамках истерической диссоциации личности. Как мы увидим ниже, расширяясь и углубляясь, драма диссоциации способна трансформироваться в классическую трагедию. В рамках истерической диссоциации личность не столько создает новый язык общения, сколько становится актером, исполняющим внутреннюю драму во вполне классическом, как мы увидим далее, смысле этого слова. Одержимость Грань между амбициозностью и одержимостью тоньше, чем можно себе представить. Роланд Эмерсон Речь идет о кардинальном вопросе. Существует ли психическая функция, душа или дух, или бессознательное во мне? Или же в начале формирования сознания психика фактически находится вовне, вовне, в форме неких сил произвола, и только в процессе душевного развития она постепенно врастает в человека? Были ли когда-нибудь так называемые отщепленные части души действительно частями целой индивидуальной души? Или же это скорее были существовавшие сами по себе психические единицы, выражаясь языком первобытного человека, духи, души предков и тому подобное, которые в процессе развития воплощались в человеке, постепенно составляя в нем тот мир, который мы теперь называем психикой? Карл Юнг На поверку, все расстройства и ситуации, в которых человек плохо контролирует свои эмоциональные реакции или более сложные формы поведения, окажутся неглубокими случаями диссоциативных расстройств, диссоциативной психической защиты. Например, модные сейчас панические атаки можно рассматривать как отрыв некого комплекса эмоций и телесных ощущений от основной личности. Все навязчивые состояния, абиссивно-компульсивные расстройства, ОКР, окажутся неглубоким вариантом диссоциации, поскольку навязчивые страхи, как и навязчивые мысли, сопровождаются чувством их отчуждения от личности и ее воли. Человек оказывается неспособным контролировать собственные эмоции и мысли. Они возникают сами по себе, как своего рода фрагменты, не зависящие от человека субличности. Пытаясь отрицать какие-то стороны своей собственной души, отказываясь осознавать свой негативный эмоциональный опыт или собственные амбициозные мысли и желания, свою тень по Карлу Юнгу, человек отделяет негативные эмоции и амбиции, неприемлемые для родителей и общества от самого себя, объявляя их чужими. Ему начинает казаться, что фрагменты мыслей и опыта ведут себя самостоятельно. Виновник бытового насилия часто говорит на суде «Это сделал не я, я этого не хотел, меня попутал бес». В таких ситуациях «бес» не более чем метафора, разновидность неглубокой невротической диссоциации личности, а сам агрессивный поступок – результат отрицания собственных негативных эмоций и желаний, которые Карл Юнг именовал «тенью», а народная молва – «бесами». Таково, видимо, происхождение всех «бесов», встречающихся в нашем мире. Диссоциативные феномены играют решающую роль во многих религиозных переживаниях. И, продолжая разговор о голосах, мы не можем их обойти. Достаточно вспомнить апостола Павла «И уже не я живу, а живет во мне Христос». Это, разумеется, желанная диссоциация, диссоциация, к которой стремится вера. И все-таки вера, что Ставл Торсянин услышал голос Христа и ощутил его присутствие в себе, мы не можем исключить, что первопричиной чуда была истерическая диссоциация. Сборщику податей всю жизнь приходилось вытеснять свои амбиции, желание стать великим, свою гордыню, как говорят христиане. Голос Христа стал по Саливану, хорошим я Павла. Приближаясь к пониманию смысла основного расстройства шизофрении, синдрома психического автоматизма, невозможно обойти вниманием одержимость. В христианстве и исламе это состояние, в котором психика и тело человека подчинены одному или нескольким духам, бесам, демонам или самому дьяволу. Согласно большинству верований, сверхъестественная сущность непосредственно вселяется в человека, хотя в редких случаях подобные сущности могут управлять человеком и на расстоянии. В арабском языке слово маджнун, сумасшедший, одновременно означает одержимый джинами. Персидское слово дивона, сумасшедший, также означает одержимого девом. Давайте разберем в качестве примера случай немки Анна Элизабет Михель, более известный у нас как Анна Лиза Михель. Анна умерла в возрасте 24 лет после отказа от лечения и проводимых над ней католическими священниками в течение 10 месяцев обрядов экзорцизма и знания демонов. Последовавший за смертью девушки судебный процесс, в ходе которого двум священникам и родителям было предъявлено обвинение в бездействии, приведшим к причинению смерти по неосторожности, стал одним из самых спорных и сложных в Германии. В конце концов, все обвиняемые были признаны виновными и приговорены к трем годам условного заключения. В 1969 году у Анны Лизы появились странные ночные приступы. Она не могла говорить и шевелиться, чувствовала тяжесть за грудиной, просыпалась из-за невозможности вздохнуть чувством полного паралича тела. Девушке был поставлен диагноз височной эпилепсии. Кроме этого, она страдала туберкулезом. Назначенные ей противосудорожные препараты, как и назначенный чуть позже аналог аминозина, не принесли никаких очутимых результатов. Почему-то никто не задумывался над тем же простым вопросом. Если лекарства не помогают, то может быть врачи пытаются лечить личность от самой себя? Если лекарства не помогают от психоза, то может нет никакого психоза, а есть та самая мифоманическая конституция дюпре, то есть склонность к патологическому фантазированию с использованием мифов и отчуждением плохого «я». Совершая паломничество в Лурд, Михель не могла прикоснуться к распятию и переживала судороги при попытке выпить воды из святого источника. Постепенно ее состояние ухудшалось. Она разрывала одежду на теле, ела пауков и уголь, откусила голову мертвой птицы, слизывала собственную мочу с пола. Во время приступов она говорила на разных языках и называла себя Люцифером, Каином, Иудой, Нероном, Адольфом Гитлером и другими именами. Иногда демоны даже вступали в пререкания друг с другом, и казалось, что она говорит двумя разными голосами. Правда, демоны только ругались на разные голоса, не сообщая ничего особенного, свойственного тем великим в сущности историческим фигурам, которые они якобы представляли. Демоническая ругань по своему содержанию не отличалась от чрезвычайно наивных представлений юной девушки о злых людях. О ее смерти можно лишь сказать, что Аннелиза фактически совершила медленное самоубийство. В процессе экзорцизма она решила, что смерть неизбежна, и добровольно отказалась от еды и питья. Из ее слов, записанных перед смертью, ясно, что Михель считала, что ее смерть будет искуплением за грехи молодого поколения и современных ей священнослужителей. Она надеялась, что люди, узнав о ее судьбе, поверят в Бога. Разумеется, отечественные врачи, обсуждавшие этот случай, однозначно говорили о шизофрении. Я по сей день согласен с мнением немецких врачей, выступавших на суде. Аннелиза Михель страдала органическим расстройством нервной системы, на фоне которого на органической почве возникла религиозная истерическая диссоциация личности. В 1973 году, незадолго до ухудшения состояния Аннелизы, на экране вышел фильм «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фриткина по роману Уильяма Питера Блетти. Фильм сразу приобрел бешеную популярность, и Аннелиза, по свидетельству друзей, многократно с восторгом смотрел этот фильм. Популярный фильм мог усилить религиозную экзальтацию и без того истово верующей Аннелизы. Главным консультантом фильма выступал священник Джон Никола, автор монографии «Одержимость дьяволом и экзорцизмом». Переживания героини фильма выглядели на экране более чем достоверно, возможно, поэтому они во многом повторились в симптомах Аннелизы. По иронии судьбы и сама история Аннелизы стала основой сюжета трех художественных фильмов. Никто не знает, для скольких психозов примером стали уже эти фильмы. История «Михель» стала самым известным случаем одержимости и экзорцизма в новейшей истории. Имя девушки стало нарицательным, видеоролики с ее последними словами до сих пор популярны в сети. После смерти она обрела популярность, которой, возможно, бессознательно стремилась при жизни. Она часто говорила о том, что хотела бы обратить всех окружающих в христианскую веру, а ее последние слова свидетельствуют о попытке искупления всех человеческих грехов, как это сделал Иисус Христос. В этих словах трудно не усмотреть истерическую надежду на собственное величие. В юности Ангелина надеялась обрести божественное откровение, общаться с Девой Марией или с Христом. Хорошее «я» ощущалось ее исключительно в притязаниях на свою особую духовную роль в мире, а к плохому «я» относились, видимо, все формы обычного взаимодействия с внешним миром. Благодать все не приходило, а духовники учили смирять гордыню, отрицать стремление к популярности, даже к той, что обретается на пути поста и молитвы. Вытесненные духовные амбиции Аннелизы привели к возникновению «не я», обрели очертания демонов, сущностей прямо противоположных ее надежде на благодать, но обладающих чертами великих злодеев. Так или иначе, но великие враги делали ее особенной личностью, личностью уникальной веры и чистоты, ведь именно против нее ополчились главные злодеи Вселенной. В христианстве возможность одержимости человека бесами или демонами считается несомненной, поскольку вселение демонов неоднократно упоминается в Новом Завете. «И приплыли в страну Годаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давних времен, и в одежду не одевавшийся и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, оберегая его. Но он разорвал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его, «Как тебе имя?» Он сказал, «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволило им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней и бросил из стада с крутизны в озеро и потонуло». Комментируя этот эпизод Нового Завета в книге «Столб и утверждение истины» 1914 года, один из крупнейших русских философов и православный священник, отец Павел Флоренский, предпочитает терминологию психиатрии. С психиатрической точки зрения всякая одержимость или есть истерия, или связана с нею. Истерии же есть раздробление личности. В истерической раздробленности с религиозной точки зрения открывается хаотическая, саморазлагающаяся природа нечисти. Известный по знаменитому делу луденских урсулинах заклинатель О. Сюрен, эксперт по распознаванию бесовщины, после многих экзорцизмов увидал в самом себе признаки одержимости. Вот его отчет о своем душевном состоянии в те часы, когда бес из тела одержимой переселялся в его тело. Я не могу вам выразить, что в течение этого времени во мне происходит и как этот дух сливается с моим, не лишая меня ни сознания, ни свободы души, но тем не менее становясь как бы вторым мною самим. Точно у меня две души, из которых одна лишена своего тела и употребление органов, и держится в стороне зрительницей того, что там производит вторгнувшаяся туда вторая душа. Оба духа борются в одном и том же пространстве, которое есть тело, и душа является как бы разделенную. В одной части себя она подвергается бесовским наваждениям, в другой испытывает ей собственные и неспосланные Богом движения. Когда я, движимый одной из этих душ, хочу крестным знамением осенить уста, другая душа быстро отстраняет мою руку, схватывает меня за палец и с яростью его кусает. Когда я хочу говорить, меня лишают слов. За совершением обедни меня внезапно прерывают. За столом я не могу положить куска в рот. На исповеди я вдруг забываю все свои грехи и чувствую, как во мне точно в собственном доме распоряжается бес. Народам русским доказано, что нечистая сила не имеет личности, а потому нет у нее и лица, ибо лицо, то и есть лик, явление личности. Нечисть безлична и безлика, и лишь обманывает люд, притворяясь личностью. По слову народному, у нежити своего обличия нет, она ходит в личинах. Достойно внимания, что само название сумасшествия, иступления, умоповреждения показывает, что тут мыслится какое-то разложение личности. Что-то, то есть часть личности, выходит из ума, иступает из ума, повреждает ум, то есть раздробляет его целостное единство. Одним словом, делается чуждую другой своей части. Даже знаменитая фраза «нечисть допускается нашим да» означает не столько согласие принять нечисть из внешнего мира, сколько утверждение ее существования в собственной душе. «Да» Флоренского означает попытку сознания пропихнуть метафору в реальность. «Мотивация хорошо нам знакома. Это сделал не я, меня попутал бес. Но теневой партнер при одержимости объявляется объективной реальностью. Не я». Теневая часть сознания с субъектом отделяется и воспринимается как отдельное безликое существо, претендующее на роль актера во внутренней драме личности, ее несогласии с самой собой. Что же тогда означает притча об исцелении бесноватого? Нужно учесть, что это именно притча, а не буквальное изложение событий. Притчевый характер евангельской проповеди подтверждают слова Христа. «Когда же остался без народа, окружающий его вместе с двенадцатью, спросили его о притче и сказал им, вам дано знать тайны царствия Божия. А тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся и прощены будут им грехи». Притча пользуется символическими образами для передачи тайного послания. Образ свиньи в тайнописи гностических сект Палестины того времени означал человека, точнее говоря, его тень, инстинкты и низменные страсти. Образ моря, как сказал бы Юнг, был образом коллективного бессознательного. В те времена это был образ единого божественного духа, размывающего и стирающего все различия между людьми. Мне думается, что говоря современным языком, Христос провел бесноватому что-то вроде сеанса гипноза, ввел его в трансовое состояние, внутри которого, как мы уже знаем, все разорванные и агрессивные по большей части эго-состояния соединяются в единое целое, растворяются в объединяющей стихии божественного духа. Флоренский цитирует еще одного забытого ныне отца современной психологии, француза Теодюля Рибо. Рибо. Рассматривавшую диссоциацию, Рибо назвал ее алиенацией, распадением, как основу душевных болезней. Рибо был одним из немногих психофизиологов, допускавших изучение метафизики как поиска конечных причин за пределами точных наук. Предвосхищая Джулиана Джейнса, он писал, «При алиенации личности, ее бегстве от самой себя, включается какой-то бесконечно древний психический механизм, признаки которого можно обнаружить скорее в суевериях и церковных преданиях, нежели в современной науке». Английский этнолог и один из основателей культурологии Эдвард Берн Тейлор ввел в науку понятие анимизма, веры в существование души и духов, которую понимал как начальную стадию развития религии вообще. Можно сказать, что Тейлор считал, изначальной религией был религиозный комплекс, который сегодня принято называть шаманизмом. «Минимум религий – это верование в духовные существа», – писал Тейлор. Основной чертой анимизма он считал проекцию, перенос человеком своих качеств на мир природы и неодушевленный мир. «Душа есть тонкий невещественный человеческий образ, по своей природе нечто вроде пара, воздуха или тени. Она составляет причину жизни и мысли в том существе, которое она одушевляет. Она нераздельно владеет сознанием и волей своего телесного обладателя. Она способна покидать тело и переноситься быстро с места на место. Она способна входить в тела других людей, животных и даже вещей, овладевать ими и влиять на них». Конечно, к попыткам возрождения древнего анимизма Тейлор относил и получивший невероятное распространение в конце XIX – начале XX века спиритуализм, включая как спиритизм Алана Кардека, так и спиритические сеансы со столоверчением, автоматическим письмом и другие формы бесед с духами. Не углубляясь в анализ спиритуализма, можно сказать, что эта массовая религия постепенно утратила популярность, поскольку предсказания духов обычно оказывались ложными, а их сообщения в подавляющем большинстве своем сводились к нецензурной брани, проклятиям или неподдающимся расшифровке сообщениям на непонятном языке, так называемой ксеногласии. Большая часть общения с духами напоминала ослабленные или абортивные феномены одержимости. Демоны ругались и издевались над своим несчастным носителем, не сообщая при этом никаких важных истин. И духи умерших вели себя точно так же. По всей видимости, это происходило потому, что они были лишь вытесненными частями личности медиумов, субличностями, отделившимися от личности в результате самовнушения, экзальтированного желания встретиться в реалии с чем-то необыкновенным. Чаще всего откровения медиумов скрывали под собой все то же вытесненное по историческому механизму желание ощущать себя носителем чего-то чудесного. Для психологии наших современников это знакомый вариант желания прославиться. Однако у меня нет права обобщать, утверждая, что истерическая диссоциация и только она определяет все случаи голосов и видений. Наверное, можно говорить о подавляющем большинстве подобных случаев, но… Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Как бы мы ни относились к голосу, услышанным святым апостолом Павлом, он навсегда останется одним из величайших учителей человечества. Давайте рассмотрим более светский пример. В эпоху спиритуализма русская романистка Вера Ивановна Кржановская-Рочестер, выступавшая в юности медиумом на спиритических сеансах, стала автором не менее 80 романов исторического и мистического содержания. Ее цикл романов о Древнем Египте получил знак отличия французской академии и сделал автора почетным членом британского общества египтологов. Исторический роман «Светочи Чехии» получил почетный отзыв в Парижской академии наук. Свои романы Кржановская писала на французском языке практически набело, за одну-две ночи. А затем она или ее муж, известный в России спирит Семенов, переводили романы на русский. Вера Ивановна утверждала, романы во время ночных бдений ей диктовал дух английского поэта Джона Уилмота, графа Рочестера, отсюда псевдоним, стоящий на обложке ее произведений. Романы Кржановской, особенно знаменитая мистическая пентология, сегодня считаются классикой научной фантастики и содержат в себе целый ряд до сих пор интересных идей и визионерских откровений. Стоит отметить, что свидетелями мистических трансов Кржановской, подтверждавших ее стремительное, как будто под чью эту диктовку письмо, были многие журналисты ее современники. «Часто во время разговора она вдруг замолкала», – писал Скрябин в своих воспоминаниях. Слегка бледнела и, проводя рукой по лицу, начинала повторять одну и ту же фразу «Скорее, карандаш и бумагу». Обычно в это время Вера Ивановна сидела в кресле за маленьким столом, на котором почти всегда были положены карандаш и кипа бумаги. Голова ее слегка откидывалась назад, и полузакрытые глаза были направлены на одну определенную точку. И вдруг она начинала писать. Она начинала писать, не глядя на бумагу. Это было настоящее автоматическое письмо. Это состояние транса продолжалось от 20 до 30 минут, после чего Вера Ивановна обычно впадала в обморочное состояние. Каждый раз письменные передачи заканчивались одной и той же надписью – Рочестер. По словам Веры Ивановны, это было имя, вернее фамилия, духа, который входил с нею в сношение. Кражановская стала самой популярной женщиной-писателем России своего времени. Мне думается, что Кражановская и Аннелиза Михель, как, впрочем, и Достоевский, страдала височной эпилепсией, на фоне которой развивалась истерическая диссоциация личности. В отличие от писателей, Аннелиза вытесняла свой творческий дар. Кражановская же опиралась на продуктивную форму самолюбия, на чувство собственного достоинства. Не только писать книги, даже получать высшее образование женщинам того времени, мягко говоря, не рекомендовалось. Не случайно ее внутренний двойник, граф Рочестер, был мужчиной. Анимус, как сказал бы Юнг. Кражановская смогла превратить голоса в творчество. Сообщения графа Рочестера оказались совсем не похожими на примитивную ругань бесов и духов. Их интеллектуальный и художественный смысл оказался куда глубже и интереснее, чем это позволяло образование Веры Ивановны. Верю ли я, что ее действительно посещал дух графа Рочестера? Нет. Я разделяю скорее концепцию джидду Кришнамурти, утверждавшего и доказывавшего, что в глубине собственного сознания человек может обнаружить любые нужные ему знания, в том числе знания мистические и духовные. Для этого нам нужны лишь страстные желания и владение языком, на котором мы можем изложить эти знания. Рассказывать в этой книге о долгих жизни Кришнамурти у меня нет возможности, но я надеюсь, что читатель проделает эту работу самостоятельно. Индивидуальное человеческое сознание открывается в бесконечность, и коллективная бессознательная Юнга – лишь одно из возможных названий этого начала человеческой психики. Только взаимодействие с этим началом является не привитивной психической защитой, а творчеством. Это единственное качество человеческой души, позволяющее человеку не разрывать свой психический аппарат на части, а соединять его в новое целое. Никто из современников никогда не считал Кржижановскую сумасшедшей. Она нашла в себе силы направить энергию своего самолюбия на творческое усилие. Граф Рочестер в этой ситуации играет роль психопомпа, как сказал бы Юнг. Он часть духовной культуры и устойчивых мифов своего времени. Граф своего рода языковой инструмент, помогающий Вере Ивановне, не слишком надеющийся на свои таланты, писать и формулировать мысли. Конечно, такой языковой помощник тоже отчуждается, но не мешая жить, а помогая творить. Писатели тратили усилия своей души на освоение языка и осознание с его помощью смысла собственных чувств и переживаний. Одержимые переносят смысл своей личности на друзей или врагов, управляющих их свободной волей, а значит владеющие смыслом их жизни вместо них самих. Процесс создания таких друзей или врагов оказывается истерической подменой творчества. То, что Кржановская или Достоевский описывали в романах, истерическая личность переживает как реальность внутри собственной психики. Не находя творческой реализации, самолюбие начинает строить иллюзорные миры, подменяющие реальность. Субличность или психическая болезнь играют роль творческого продукта, для создания которого у человека не хватило смирения и терпения. Творить, создавать что-либо, извлекая знания из коллективного бессознательного, может только цельная личность. Творческий процесс оказывается естественным способом преодоления диссоциации. Если бы Аннелиза Михель написала книгу о своей вере и переживаниях или училась передавать их с помощью живописи, то экзорцизм бы не понадобился. Если бы Кандинский решился участвовать в движении социал-демократов и разрешил себе писать не только на психиатрические темы, если бы он не считал своим хорошим «я исключительно я психиатра», то повторных приступов болезни не случилось бы. Конечно, Кржановская и Андрей Белый не единственные примеры писателей-духовицев. Трудно перечислить всех великих поэтов и писателей, чувствовавших, что их рукой ведет чья-то посторонняя сила. Собственно, в этом суть переживания, которое творческие люди называют вдохновением, как будто нездешний ветерок поселяется в твоей голове, писал художник Василий Кандинский. Однако одного желания творить недостаточно, нужен творческий дар, а дар дается только свыше. Функциональные очаги напряжения, формирующиеся при эпилепсии и других органических проблемах ЦНС, способствуют диссоциации примитивной психической защите. Однако, если человек перестанет защищаться и начинает учить язык, способный выразить его чувства, те же очаги наделяют своего носителя духовным даром, способностью к предельной концентрации, способностью тонко чувствовать как эмоции других людей, так и процессы, текущие в мире. Мы называем подобный дар ранимостью, а психиатры – раздражительной слабостью. Все зависит от того, как вы это назовете, какой метафорой воспользуетесь. Французский психиатр Жюль Байерже еще в 1884 году описал психические или абстрактные галлюцинации. В его описаниях галлюцинаций встречаются неслышимые или беззвучные голоса, внутренние толчки и даже внутренне неотложная необходимость что-то писать, ощущаемое как психическое давление из неизвестного источника. Эти симптомы описаны почти за век до эпидемического распространения в нашей стране метафоры вялотекущей шизофрении. Психиатрия со времен своего возникновения всегда пыталась объявить творческое вдохновение, как и другие этапы творческого процесса, разновидностью душевного заболевания. Мне хочется надеяться, что подавляющее большинство современных людей относит неслышные голоса и внутренние толчки к явлениям интуиции или поиску вдохновения. Я уже не говорю о тихом шепоте высшей души в йоге или о звуках тишины в буддизме. В любом случае не стоит рассказывать о подобных переживаниях психиатрам. Абстрактные галлюцинации БРЖ для них лишь форма мягко текущих псевдогаллюцинаций, однозначные симптомы шизофрении. ПОТОГРАФИЯ Одно из самых больших удовольствий – чувство тайного превосходства над тем, кто считает себя выше, чем ты. БОРИС АКУНИН «Гений и безумие» с момента выхода в 1863 году книги «Гениальность и помешательство» первый перевод на русский в 1885 году психиатра Чезаре Ламброзо для многих людей одно и то же. Видимо, это утверждение кажется им научным выводом. Никто подобных выводов не делал, а научный труд психиатра появился на свет в результате псевдогаллюцинаций, психического давления из неизвестного источника. «Когда много лет тому назад, – писал Ламброзо в предисловии, – находясь как бы под влиянием экстаза, во время которого мне точно в зеркале с полной очевидностью представлялись соотношения между гениальностью и помешательством, – я в 12 дней написал первые главы этой книги, то, признаюсь, даже мне самому не было ясно, каким серьезным практическим выводом может привести мною созданная теория». Вот что пишет о книге «Гениальности помешательства» в Википедии. В этой книге Ламброзо делает выводы, практически ставит диагнозы величайшим представителям человечества. Все знаменитости, о которых писал Ламброзо, были мертвы к моменту написания книги, и в силу этого не имели возможности опровергнуть написанное. Нет ни одного свидетельства обращения кого-либо из гениев, описанных Ламброзо в своей книге, к его врачебной помощи, или личного знакомства Ламброзо с кем-нибудь из описанных им знаменитостей. Все диагнозы психиатр ставит заочно, основываясь исключительно на собственной доверчивости или пристрастии к различным слухам о характерах и привычках великих людей, биографии которых, по самому факту их знаменитости, обрастали всевозможными легендами. Эта книга представляет собой яркий пример превышения врачебных полномочий. Ламброзо в предисловии ссылается на тот факт, что он написал эту книгу, находясь как бы под влиянием экстаза. Но этот факт, соответственно его же собственным теориям, выводам и наблюдениям, ставит его самого на грань превращения из психиатра в пациента. Я готов подписаться под этим выводом. Все теории Ламброзо, теория гениальности как психической болезни и теория о врожденном типе преступника были детально опровергнуты уже в последующие за выходом книги десятилетия. Что же осталось? Остался миф, штамп или ярлык – устойчивая метафора, связывающая в мышлении обывателя любой талант с проявлениями безумия. Штамп передавался по всем известному механизму слухов – дыма без огня не бывает. Американский социолог Говард Беккер в своей книге «Исследование по социологии девиантности. Дилемма безумного гения» 1973 года доказывает, что медицинская стигматизация выдающихся людей привела к тому, что понятие гения стало прочно ассоциироваться с патологией. Беккер знал, о чем пишет. В юности он мечтал стать джазовым пианистом, но и выбрав социологию он продолжал играть джаз, общаясь с джазовыми гениями своего времени. Почему врач Ламброзо решился издать недостоверное изыскание о гениальности? Чтобы не превратиться из психиатра в пациента, дабы избежать истерической диссоциации собственной личности. Психиатр удовлетворял собственные амбиции, свою претензию на гениальность. Ставя диагноз за величайшим представителем человечества, эксперт несомненно чувствует свое превосходство над ними, одновременно скрывая от себя, вытесняя, само желание превосходства. Мы же говорим о научном исследовании, а это значит, что стремление к превосходству над гениями вытеснено претензией на объективный или медицинский взгляд на гениальность. Книга имеет собственную жизнь, независимую от жизни ее автора. Издание книги оказывается естественным диссоциативным процессом. Есть личность автора и лицо его книги. Возможно, именно поэтому создание творческого продукта, не только книги, живописного полотна, музыкального произведения и так далее, всегда оказывалось самой эффективной терапией диссоциативных и истерических расстройств. Мне думается, что знаменитый портрет Дариана Грея, Оскара Уальда, именно об этом. Портрет долгие годы спасал Дариана не только от старости, но и от безумия, несогласия с самим собой, от голоса совести. Наверное, существуют книги истерические или симптоматические и вдохновленные, отмеченные дуновением подлинной гениальности. Истерические книги написаны с целью доказать окружающим собственное превосходство в чем-либо, включая сюда религиозную веру и светское морализаторство. Они отличаются назидательностью и догматизмом. Такая книга претендует на роль императивных голосов или бесов, безапелляционно навязывая свою точку зрения. Подлинно великие книги ведут себя по-другому, как равные партнеры по общению, побуждая читателей мыслить самостоятельно, помогая ему задуматься о чем-то важном, услышать свой собственный внутренний голос. Книга Ламброза, несомненно, книга истерическая. Она ничего не приносит сердцу человека, но дает ему право свысока судить о великих людях. Нужно сказать, что в психиатрии откровения Ламброза были далеко не первыми. Французский психиатр Луи Франсуа Лилю, работавший в знаменитой книге «Сальпетриер», в 1836 году выпустил книгу «Демон Сократа», в которой доказывал, что Сократ страдал галлюцинациями, поэтому его философия представляет собой душевную болезнь, годную только чтобы сводить с ума окружающих. Если учесть, что Сократ считается основателем философского мышления вообще, то далеко идущие выводы напрашиваются сами собой. С самого начала психиатрические исследования гениальности в целом стали инструментом стигматизации, доказывая превосходство диагноза над культурой. Справедливости ради нужно отметить, что и в XIX веке попытки стигматизации гениальности встречали сопротивление. Немецкий коллега Лилю, Пауль Юлиус Мёбиус, напомню, именно он впервые разделил психические болезни на эндогенные и экзогенные, объявил о создании нового жанра психиатрических исследований. Он назвал этот жанр «потографией», аналог биографии, но опирающийся на болезнь, патологию. И, разумеется, стал классиком жанра, исследовав болезни Иоганна Вольфгана фон Гёте, Жанна Жака Руссо, Артура Шопенгауэра и Роберта Шумана. Следует отдать Мёбиусу должное. Его книги стали первыми работами, направленными на уменьшение стигматизирующей роли психиатрии. В 2009 году в России вышла блестящая работа Сироткиной «Классики и психиатры», целиком посвященная фотографии как жанру литературы. Цитируя Мёбиуса, автор пишет, Мёбиус и обратился к фотографии для того, чтобы опровергнуть неверные с его точки зрения диагнозы знаменитостей. Он хотел противопоставить квалифицированное мнение медика-эксперта жизнеописанием, написанным профанами. В его задачи не входило принизить своих героев, и взгляд его на писателей и художников был скорее симпатизирующим, чем уничижительным. Однако в то же самое время Мёбиус писал, «Психиатры, а я не один ли из них, склонны видеть психическую болезнь в каждом человеке и украшать свои повествования медицинскими комментариями». Своей задачей как психиатр он считал сокращение дистанции, которое отделяло нормальное от патологического. Для этого надо было показать, что с одной стороны заболевший душевной болезнью не перестает быть человеком, а с другой стороны, что отклонение от нормы более часто, чем это принято считать. Мёбиус писал, Наверное, именно с именем Мёбиуса можно связать начало антипсихиатрии, понятие условно объединяющего психиатров и психологов, борющихся с постепенно нараставшими с 19 века процессами стигматизации. С ролью психиатра, как социального и культурного, судьи, имеющего право с помощью метафор разделять человечество на нормальных и ненормальных. Фотографии, как область литературной деятельности психиатров, ярче, чем научные труды, скрытые от непосвященных наукообразной терминологии, демонстрировало внутренний раскол в среде профессионалов. В России этот раскол, как и многие другие, был связан с титанической фигурой Льва Толстого. Когда критики Льва Толстого, пишет Сироткина, обвинили его в недостаточной революционности, психиатры последовали за их мнением. Раздосадованный на Толстого из-за его философии, ненасилия, Михайловский назвал его блестящим писателем, но слабым и предубежденным мыслителем. Подхватившие это мнение психиатры затруднялись в постановке определенного диагноза, находя у Толстого то невроз, а то и аффективную эпилепсию. О психической болезни Толстого русские психиатры написали три книги и множество статей. Случай Толстого совпал по времени с возникновением психотерапии и психоанализа. В России некоторые идеи психотерапевтов оказались созвучны философией Толстого, и это способствовало их восприятию. Толстовская критика официальной медицины помогла молодому поколению врачей отказаться от традиционных психиатрических практик и развивать новые. Пространством психиатрии стали небольшие психиатрические больницы, а более домашняя интимная обстановка так называемых нервных лечебниц и санаториев. В этих изолированных от мира светских монастырях, как выразился Мебиус, у врачей была свобода выбора лечения. Они могли применять психотерапию или даже философию Толстого. Первым психиатром, поставившим диагноз Толстому, был все тот же Чезаре Ламброзо. В 1897 году итальянский психиатр Цезарь Ламброзо, автор нашумевшей книги о душевной болезни и гениальности, пишет Сироткина, приехал в Москву на медицинский конгресс. Помимо конгресса, его привела надежда встретиться с Рьвом Толстым. Он писал ему и получил приглашение в Ясную Поляну. В своей книге «Гениальность и помешательство», написанной еще до личного знакомства с Толстым, Ламброзо упоминает его в голове невроз и душевное расстройство у гениев. Воспроизводя ходовое клише, он пишет, что философский скептицизм привел Толстого к состоянию близкому к болезни. Ламброзо планировал подтвердить эти догадки во время личной встречи с писателем. Однако, увиденное в Ясной Поляне, разубедило его. Хозяин предложил выкупаться. И они поплыли, и вскоре Ламброзо начал отставать от Толстого. Выйдя на берег, он выразил удивление физической силой писателя, которому было почти 70 лет. В ответ тот, по словам Ламброзо, протянул руку, оторвал меня от земли и поднял вверх, как щенка. Позже их беседа зашла в тупик. Основатель криминальной антропологии был задет той безапелляционностью, с которой хозяин отверг его теорию о врожденном преступном типе. В свою очередь, у Толстого сложилось впечатление о гости как об ограниченном и малоинтересном болезненном старичке. Позже он говорил, что никакой наследственности не верит. В романе «Воскресенье» 1899 года, вышедшем через два года после визита Ламброзо, его теории объявлены далекими от жизни. Сам писатель заметил как-то в разговоре, что взгляд Ламброзо на преступность, к счастью, провалился совсем, когда серьезная критика занялась им вплотную. Ламброзо признал, что был неправ, подозревая душевную болезнь у Толстого, но ярлык сохранился надолго. Ученик и последователь Ламброзо, психиатр и соучредитель Всемирной Сионистской Организации Макс Нардау, лично с писателем незнакомый, продолжал описывать его болезни. В его скандально известной книге «Вырождение» 1892 года Толстому посвящена отдельная глава. Нардау считал графа образцом вырождающейся личности, приписывая Толстому симптомы мания величия. А феномен бегства от реальности в бесплотной фантазии в книге именуется толстоизмом. В России, продолжает Сироткина, также нашлись психиатры, готовые предоставить свои экспертные услуги в распоряжении критиков и подкрепить их мнение о Толстом с помощью авторитета науки. Как и в случае с Гоголем и Достоевским, свои диагнозы они ставили заочно. Ассистент психиатрической клиники Московского университета Осипов написал свою статью о Толстом, когда писателя уже не было в живых. Он в очередной раз воспроизвел клише о раздвоенности личности. В блестящем писателе и психологе он увидел гений разрушения. Свои заключения психиатр основывал на анализе произведений Толстого «Моя исповедь» и незаконченной повести «Записки сумасшедшего». Осипов принял повесть за буквальное описание якобы посетившей Толстого душевной болезни и диагностировал ее как абиссивный навязчивый невроз. Обширные цитаты из «Записок сумасшедшего» психиатр сопровождал комментарием так, что получился своего рода диалог, в котором, однако же, последнее слово принадлежит ему самому. Как бы ни старались психиатры почувствовать свое превосходство над Толстым, стремясь ограничить творчество диагнозом, Толстой был и остается образцом цельной и абсолютно здоровой личности. Однако даже неискушенный читатель может заметить, как постепенно от психиатра к психиатру описание психической болезни Толстого приближается к метафоре шизофрении. Взгляды Мебиуса и психотерапевтов-толстовцев в нашей стране после революции не прижились. Зато всячески поощрялась и оправдывалась стигматизация как эффективный метод борьбы с инакомыслящими. Гениями при советской власти имели право быть только специально избранные властью люди. Позвольте мне вместо теории привести большую цитату из книги Соломона Волкова «Диалоги с Иосифом Бродским» Книгу разговоров журналиста с последним гениальным поэтом советской эпохи. Волков Я хорошо понимаю это ощущение полной изоляции, но ведь и в тюрьме в одиночке было не слаще. Бродский В тюремной камере можно было вызвать надзирателя, если с вами приключался сердечный припадок или что-то в этом роде. Можно было позвонить, для этого существовала такая ручка, которую вы дергали. Беда заключалась в том, что если вы дергали эту ручку второй раз, то звонок уже не звонил. Но в психушке гораздо хуже, потому что вас там колют всяческой дурью и заталкивают вас какие-то таблетки. Волков А уколы это больно? Бродский Как правило нет, за исключением тех случаев, когда вам вкалывают серу. Тогда даже движение мизинца причиняет невероятную боль. Это делается для того, чтобы вас затормозить, остановить, чтобы вы абсолютно ничего не могли делать, не могли пошевелиться. Обычно серу колют буйным, когда они начинают метаться и скандалить. Но кроме того, санитарки и медбратья таким образом просто развлекаются. Я помню, в этой психушке были молодые ребята с заскоками, попросту дебилы. И санитарки начинали их дразнить. То есть заводили их, что называется, эротическим образом. И как только у этих ребят начинало вставать, сразу же появлялись медбратья и начинали их скручивать и колоть серой. Но каждый развлекается как может, а там в психушке служить скучно, в конце концов. Волков Санитары сильно вас допекали? Бродский Но представьте себе, вы лежите, читаете, ну там, я не знаю, Луи Буссинара. Вдруг входят два медбрата. Вынимают вас из станка, заворачивают в простынь и начинают топить ванной. Потом они из ванной вас вынимают, но простыни не разворачивают. И эти простыни начинают ссыхаться на вас. Это называется укрутка. Вообще было довольно противно. Довольно противно. Русский человек совершает жуткую ошибку, когда считает, что дурдом лучше, чем тюрьма. Между прочим, от сумы до тюрьмы не зарекайся, да? Но это было в другое время. Волков А почему, по-вашему, русский человек полагает, что дурдом все-таки лучше тюрьмы? Бродский Он из чего исходит? Он исходит из того, и это нормально, что кормежка лучше. Действительно, кормежка в дурдоме лучше. Иногда белый хлеб дают масло, даже мясо. Волков И тем не менее, вы настаиваете, что в тюрьме все-таки лучше? Бродский Да, потому что в тюрьме, по крайней мере, вы знаете, что вас ожидает. У вас срок от звонка до звонка. Конечно, могут навесить еще один срок, но могут и не навесить. И в принципе, ты знаешь, что рано или поздно тебя все-таки выпустят, да? В то время, как в сумасшедшем доме ты полностью зависишь от произвола врачей. Волков Я понимаю, что этим врачам вы доверять не могли. Бродский Я считаю, что уровень психиатрии в России, как и во всем мире, чрезвычайно низкий. Средства, которыми она пользуется, весьма приблизительные. На самом деле, у этих людей нет никакого представления о подлинных процессах, происходящих в мозгу и в нервной системе. Я, к примеру, знаю, что самолет летает, но каким именно образом это происходит, представляю себе довольно слабо. В психиатрии схожая ситуация, и поэтому они подвергают вас совершенно чудовищным экспериментом. Это все равно, что вскрывать часовой механизм колуном, да? То есть вас действительно могут бесповоротно изуродовать, в то время как тюрьма, ну что это такое, в конце концов? Недостаток пространства, возмещенный избытком времени. Всего лишь. Речь идет о совсем недалеких от нас годах. 1982-1989. С той поры, разумеется, что-то изменилось. Например, запрещена сера, сульфазин. Но в остальном дела обстоят ничуть не лучше, уверяю вас. Уровень медицинской помощи, охарактеризованный Бродским словами, все равно, что вскрывать часовой механизм колуном, остался прежним, если не улучшился за счет всевозрастающего равнодушия психиатров к своим пациентам. Однако для нас важен не только этот простой вывод. Дело в том, что именно равнодушие, переходящее в жестокость равнодушия родителей, учителей и близких, равнодушие, выражающееся в отсутствии попыток понять ребенка, а потом и молодого человека, является главным патогеническим фактором развития диссоциации во всех ее проявлениях, в большинстве случаев голосов, как и в большинстве случаев нарушений чувства личной идентичности. Двойной зажим Грегори Бейтсона описывает далеко не все формы равнодушия окружающих к индивидуальности ребенка. Равнодушие врача приводит к хронификации болезни и ее превращению в пожизненную. Чувство превосходства психиатра над шизофреником окончательно разрушает доверие пациента к реальности, понуждая к бегству от себя, прекращению и без того ослабленных контактов с внешним миром. Английский психиатр и один из главных теоретиков антипсихиатрии Рональд Дэвид Лэйнг считал саму постановку диагноза, в первую очередь речь шла о шизофрении, грубым нарушением процессов межчеловеческого общения. Психиатр с точки зрения Лэйнга должен не ставить диагнозы и интерпретировать синдромы, но понимать пациента, развивая в себе способность вживаться в другую концепцию мира, чуждую для психиатра. Можно бы также говорить о любви, если бы это слово не было так опошлено. Сопереживание является по сути единственным реальным инструментом, которым мы располагаем. И поэтому, когда мы изучаем личность, нам следует рассматривать ситуацию с точки зрения переживания этой личности, помня, что наше единственное орудие и средство – это наше сопереживание, сочувствие и даже вчувствование. Эту способность мы сегодня называем эмпатией. Мифология Тройка-семерка Туз не выходили из его головы и шевелились на его губах. Увидев молодую девушку, он говорил, «Как она стройна, настоящая тройка червонная!» У него спрашивали, «Который час?» Он отвечал, «Без пяти минут семерка». «Всякий пузатый мужчина напоминал ему Туза». Александр Пушкин Французский психиатр Эрнест Фердинон Пьер Луи Дюпре в десятые годы прошлого века разрабатывал учения о конституции и конституциональных особенностях психозов. Сегодня созданная Дюпре психопатология практически забыта. Большинство современных врачей рассматривает конституцию согласно учению Эрнста Кречмера, психиатра и одного из учеников Эмилия Крепелина. С точки зрения Кречмера и его книги «Строение тела и характер» 1921 года, конституция является своего рода над следственным приговором. Человек рождается и умирает с определенными наследственно заданными чертами характера и строения тела, изменить который невозможно. Согласно Кречмеру, конституциональные особенности имеют непосредственное отношение к вопросам расы. Это неудивительно, поскольку Кречмер был членом НСДАП, экспертом программы Т4, сотрудничал с СС. Однако именно он считается основателем медицинской психологии. Это название одной из книг Кречмера. Мне думается, что, сохраняя основные взгляды Кречмера, медицинские психологи нашего Отечества заняты только подтверждением диагноза врачей, не соглашаться с врачом, они в принципе не имеют возможности, и расценивают свои заключения как пожизненный приговор. В отличие от Кречмера, Дюпре рассматривал конституцию как врожденную данность характера, которую человек взрослее и развиваясь вполне способен изменить. Психозы Дюпре считал лишь крайними проявлениями доминирующих особенностей конституции человека. Согласно Дюпре, психозы развиваются лишь в тех случаях, когда человек не хочет меняться, уклоняются от взросления и сознательного обогащения психики языком и другими знаниями. Обучение и образование являются, согласно Дюпре, лучшими и давно проверенными человечеством формами профилактики психозов. Врожденные, конституциональные доминанты есть в психике каждого человека, поэтому, утверждал Дюпре, четкой границы между нормой и патологией не существует. Читатель, наверное, уже догадывается, что главным механизмом развития психических заболеваний Дюпре считал истерию, понимаемую как попытку человека забыть о необходимости использовать разум. Я не стал бы вспоминать Дюпре, если бы в структуре его психопатологии не возникли понятия и сегодня способные помочь множеству людей осознать психологический смысл своих переживаний. Важнейшей конституциональной доминантой, приводящей к состояниям сегодня расцениваемым как психозы, Дюпре считал мифоманическую конституцию или просто мифоманию. Мифомания Дюпре – своеобразная форма патологической лживости, ставшая чрезвычайно актуальной в наши дни. Люди с подобной доминантой преувеличивают значимость своей личности, рассказывая окружающим о своих удивительных приключениях, невероятных фактах из собственной жизни или о необычных психических переживаниях. Пользуясь взглядами Салливана, можно сказать, что их хорошее «я» – это фантастическое или удивительное «я». Мифы, созданные ими о самих себе, чаще всего связаны с теми или иными формами мистических переживаний или преследованиями загадочных спецслужб. Дюпре называл таких рассказчиков «мифическими шпионами». Просветление, все те же голоса в голове, видение фантастических миров и даже особое внимание ФСБ в рассказах пациента на поверку могут оказаться продуктами истерического мифоманического воображения. Проблема таких индивидуальностей в том, что отказываясь от образования, они тем самым отказываются корректировать свои фантазии и все больше и больше верят в свои рассказы, постепенно формируя мифоманический бред Дюпре. Его главным отличием от других форм бреда является отсутствие расстройств сознания. Такие пациенты прекрасно ориентируются в окружающей обстановке и хорошо к ней адаптируются. Правда, окружающий мир они стараются ограничить родительским домом или профессией, не требующей интеллектуальных усилий и не мешающей им мечтать. Дюпре в десятые годы прошлого века доказывал то же, что пытался доказать Курт Шнайдер в сороковых. «Существует бред воображения и галлюцинации воображения, отличить которые от истинных галлюцинаций, писал Дюпре, возможно только при длительном и сочувствующем наблюдении врача. Человек, долго вынашивающий комплекс мечтаний и фантазий, в конце концов может обнаружить в реальности подтверждение своих надежд. Дюпре относил истинно религиозную личность к типичным и широко распространенным вариантам доминанта мифоманической конституции. В психиатрии только взгляды Дюпре позволяют не путать психическую болезнь с чувствами и переживаниями глубоко верующего человека. Условия для развития различных видов мифомании Дюпре считал инфантилизм и повышенную эмоциональную возбудимость у подростков, тесно связанную с ярким и подвижным воображением. Если вдуматься, то о чем-то похожем применительно к ребенку рассказывает стихотворение Сергея Михалкова «Упрямый Фома». Мороз, надевают ребята коньки. Прохожие подняли воротники. Фоме говорят, наступила зима. В трусах на прогулку выходит Фома. «Идет в зоопарк с экскурсией он. Смотрите, ему говорят. Это слон. И снова не верит Фома. Это ложь. Совсем этот слон на слона не похож». Заметим, что инфантилизм по Дюпре фактически является отказом от интеллектуальных усилий, которых требует образование. Сейчас мы сказали бы, наверное, что инфантилизм – это желание легкой жизни, стремление стать исключительной или необыкновенной личностью без всяких усилий разума. Именно таково слово психологической моды сегодняшнего дня. Современную культуру определяет рынок, и каждому из нас хорошо известно, что одним из его сегментов является рынок духовных товаров. На этом рынке сегодня хорошо продаются исключительно товары, способствующие формированию и развитию мифоманической доминанты. В качестве товаров на духовном рынке предлагаются в первую очередь измененные состояния сознания, совмещенные с тайными знаниями. Таковых уже не осталось все давно распродано. А взаимодействие с Богом, духами, высшими силами или космическим разумом. По сути, именно мифоманическая конституция привела к смерти Анны Лизы Михель под влиянием фильма «Изгоняющий дьявола». Трудно даже подсчитать количество фильмов такого рода, которые современный подросток сможет посмотреть по телевидению или в сети в течение одной недели, не говоря уже о виртуальных играх со схожим содержанием. Сегодня не столько в кино, сколько в сюжетах виртуальных игр возникают мифоманические стереотипы популярности, известности и связанных с ней доходов может добиться только человек с необычными переживаниями и необычной судьбой. Важно понять, что человек, приобретающий духовные товары, неважно в секте или в интернете, будет напряженно ожидать чудесных результатов от их использования. Люди напряженно ждут, что у них в головах раздастся мифический зов, голос Бога или Духа, ждут внезапного обогащения или голосов, которые смогут подсказать, как это сделать. Напряженность ожиданий поддерживается желанием стать необыкновенным и особенным, просто заплатив деньги за тайные знания. Потребитель страстно хочет услышать голоса. Согласно Дюпре, он их обязательно услышит, если не будет учиться. К сожалению, и в этом единодушны все религии мира. Мистические переживания или просветления не могут быть получены участием в ретритах или тренингах. Подлинные духовные переживания приходят к человеку через многолетнюю аскезу, порой через десятилетия молитв или медитации. Более того, они часто приходят после длительных периодов отчаяния, сомнения и неверия. Священник Иоанн Креста у католиков святой Хуан де Лакрус назвал подобное состояние «темная ночь души» и написал о нем книгу, в которой объяснил, что без длительного периода усилий души, направленных на преодоление великой душевной тьмы неверения и отчаяния, встреча с Богом невозможна. Все пережитые на кратковременных ретритах и тренингах внезапные просветления или самадхи, достижения чувства внутренней цельности и полноты, являются продуктами мифоманической доминанты и истерической иллюзии, возникающей в результате экзальтации. Подобные состояния возникают на органически ослабленной почве у людей, напряженно стремящихся к срочному получению мистических переживаний. Мы снова можем попробовать объяснить происходящее с помощью модели Салливана. Мифоманическая личность объявляет хорошим «я» исключительно «я необыкновенное». Обыкновенное «я», вынужденное взаимодействие со скучной реальностью, оказывается плохим, а ожидаемые необыкновенные переживания никак не приходят. Психика всеми силами, желая чего-нибудь необыкновенного, порождает голоса или видения, которые оказываются инстанцией «не я» или галлюцинациями и воображения Дюпре. Для подобных переживаний характерно отсутствие образования, в первую очередь духовного или философского, у пациента – их носителя. Они, как голоса великих злодеев у Анны Лизы Михель, не сообщают ничего нового и существенного и запоминаются пациентам лишь отрывочно, свидетельство наличия психоорганического синдрома. Читатель понимает, наверное, что о мифоманической конституции и галлюцинациях воображения Дюпре сегодня в отечественной психиатрии никто не вспоминает. Если у родителей или друзей молодого человека, рассказывающего о голосах или видениях из иных миров, и возникают подозрения, что это плод фантазии подростка, то отечественный врач обязательно ответит. Он или она через некоторое время полностью провалится в свои фантазии и начнется шизофрения. Это не так. Достоверным доказательством отсутствия у вашего ребенка психических заболеваний будет нормальная учеба или работа молодого человека, его хорошая адаптивность. В процессе обучения и социализации мифомания быстро пройдет, как и утверждал Дюпре. Правда, сегодня систематическая учеба, как, впрочем, и работа, не в моде, и это действительно опасно. Любые грезы должны компенсироваться социализацией. Процессам учебы и социализации психоактивные вещества помочь не могут, могут только помешать. Взгляды Дюпре позволяют понять, куда должны быть направлены усилия родителей. Молодому человеку нужно создать условия, в которых он не может отказываться от учебы или работы. Помните, любой психиатрический диагноз помогает мифоману, позволяя не участвовать в социальных процессах и даже в процессах межличностного общения. Диагнозы депрессия или шизотипическое расстройство будут играть роль прямо противоположную той, на которую рассчитывают родители, обращаясь к врачу. Если у родителей хватает терпения благосклонно относиться к фантазиям собственных детей, одновременно настаивая на социализации, чаще всего реальность берет свое, и после 25 у молодых людей остаются лишь сентиментальные воспоминания о своих детских увлечениях. Именно так чаще всего происходит с подростковым увлечением поэзии. Фантазии об иных мирах, по сути, и есть вариант поэтического дара. Помимо учебы, лучший рецепт, который я могу дать родителям в подобных случаях – предложите собственному ребенку записывать собственные переживания. Еще лучше написать на основе своих видений роман или повесть. Вера Ивановна Кржановская-Рочестер или Андрей Белый так никогда и не сошли с ума. Этот же совет можно адресовать и взрослым людям, для которых поиск мистических переживаний стал главным жизни. Оформляя свои переживания в виде текста, картины или мелодии, мы становимся способными осознать их смысл. Все, что обретает смысл, перестает быть безумием. Синдром психического автоматизма Симптоматика болезни одновременно представляет собой естественную попытку извлечения. Поли в сердце, например, являются попыткой извержения эмоций. Карл Юнг Что же остается от метафоры таинственного эндогенного психоза или шизофрении в клинической реальности? Остаются ее ядерные симптомы. Курт Шнайдер описывал их как чувство воздействия, чувство отчуждения и бредовое восприятие. По именам авторов, описавших ядерный синдром шизофрении, в отечественной психиатрии его называют синдромом кандинского колерамбо. Описание псевдогаллюцинаций и бредовых идей по кандинскому нам уже знакомо. Французский психиатр Гаэтан Гасьян де Клерамбо, прямой потомок философа Рене Декарта, описал переживаемые пациентом автоматизмы – чувство отчуждения, непроизвольности собственных мыслей, ощущений и действий. Соответственно, Клерамбо выделил три вида автоматизмов – идиаторный, ассоциативный мыслительный автоматизм, сенсорный, сеностопатический чувственный автоматизм, моторный, кинестический двигательный автоматизм. Идиаторный автоматизм проявляется как ощущение вкладывания или отнимания мыслей какой-то конкретной посторонней силой – телепаты, пришельцы, агенты спецслужб и т.д. В ощущениях пациента могут наблюдать за его мыслями, похищать их, обрывать мысли – шперунг, вызывать путаницу или наплывы мыслей – ментизм. Пациент может считать собственные воспоминания или сновидения навязанными или внушенными посторонней силой. К адиаторному автоматизму традиционно относят отчуждение эмоций, когда пациент думает, что чувства и эмоции он испытывает под давлением посторонней силы. Меня заставляют ненавидеть или любить, мною смеются, меня заставляют лить слезы. Сенсорный автоматизм проявляется в возникновении необычных или вычурных телесных отчуждений, которые пациент также считает сделанными или вызванными искусственно. Такие ощущения в психиатрии традиционно называются синистопатиями. Например, у меня под кожей живет миниатюрный пришелец планеты Сириус, прогрызающий ходы и управляющий моими движениями. Пациенты могут описывать возникновение болезненных телесных переживаний как результат воздействия магии, телепатии или невидимых космических лучей. Кроме этого и обычные ощущения в теле – тепло, холод, половое возбуждение, позывы на мочеиспускание, зуд – могут восприниматься пациентам как сделанные какой-то посторонней силой. Моторный автоматизм проявляется ощущениями сделанности чужого происхождения двигательной активности. Ходьба, движение рук и ног, наклоны тела происходят не под влиянием собственной воли пациента, а по воле, исходящей из конкретного внешнего или даже внутреннего, находящегося внутри тела, как при синистопатии источника. При речедвигательных псевдогаллюцинациях пациент считает, что кто-то заставляет его произносить слова. Движение губ, языка, вся мимика вообще возникает насильственно, принудительно. Кто-то заставляет человека говорить или улыбаться. МКБ-10 указывает, что для шизофрении особенно характерны идиаторные автоматизмы. Конечно, в рамках этой книги я не могу описать все разнообразие проявлений синдрома психического автоматизма. Отмечу только его главную особенность. Человек воспринимает свои ощущения, чувства или действия как чужие, чувствует себя автоматом, способным лишь на исполнение чужих, навязанных ему психических актов, создаваемых посторонней психической силой. Само описание пациента, подобной влияющей на него силы, является проявлением бреда воздействия и преследования. Развитие системы, состоящей из бреда и псевдогаллюцинаций, и автоматизмов, параноидный синдром, приводит к мании величия или к парафрении. Пациент приходит к выводу, что космические или магические силы выбрали его в качестве объекта преследования не случайно. Его личность имеет особое значение, поскольку обладает уникальными силами или удивительными способностями, например, способностью общаться с пришельцами. Поэтому пациенты чувствуют себя носителями особой миссии, например, являются спасителями человечества. Именно формирование у пациента психических автоматизмов и считается в отечественной психиатрии самым тяжелым прогностическим признаком шизофрении, ведущим к быстрому развитию слабоумия – деменции. Не будем забывать, что Эйген Блейлер именно о подобных переживаниях и писал, как о естественном психозе, заканчивающемся выздоровлением в 70% случаях. Синдром психического автоматизма с трудом укладывается в описанные нами выше представления об истерической диссоциации личности. Вспоминая определение Томаса Сасса, «Безумие» – это создание пациента нового языка для выражения собственных чувств. Можно отметить, что в случае синдрома Кандидского-Клеромбо пациент описывает свои переживания на понятном врачу языке. Однако и в этом случае можно обнаружить понятное психологическое объяснение. Немецкий психиатр Клаус Конрад – фигура, крайне непопулярная в мировой психиатрии. Он долго работал с Блейлером и был главным врачом в Тюбингене у Эрнста Кречмера. К сожалению, его блестящее исследование о наследовании эпилепсии стало основанием для первого этапа программы Т-4 по обязательной стерилизации людей, страдающих эпилепсией в фашистской Германии. В 1940 году он вступил в нацистскую партию и стал, как и Кречмер, консультантом СС. Несмотря на множество открытий, сделанных им после окончания Второй мировой войны, ссылки на его труды воспринимаются как нечто некорректное. Клаус Конрад изучал шизофрению и первым, насколько мне известно, описал психологические механизмы выхода разума за границу нормы или феномен перехода сознанием границы между возможным и невозможным. Он назвал этот механизм «трансгрессией». Сам термин стал одним из ключевых понятий постмодернизма. Его подробно разрабатывал Жорж Батай. Но философия тоже постаралась забыть об авторе термина и его первичном смысле. По Конраду границу сумасшествия человек преодолевает из-за непрерывно нарастающей, постепенно становящейся непереносимой тревоги. К обсуждению тревоги мы еще вернемся в третьей части книги, поскольку только формирование устойчивого мировоззренческого отношения к этому чувству позволяет человеку осуществлять психическую саморегуляцию. Пока давайте отметим главные свойства тревоги. Прежде всего, тревога – это оборотная сторона свободы. Человек свободен, поскольку не знает своего будущего, не может точно предсказать последствия своих поступков и слов. Этологи считают, что у животных подобное чувство возникает только в ситуациях, когда невозможно выполнение требований инстинкта, жесткой программы поведения, определяющей прошлое и будущее отдельного животного. Человек – биологический вид, лишенный инстинкта, поэтому тревога всегда сопровождает наше самостоятельное бытие. Проблемы психических автоматизмов тем самым становятся проблемой свободы. С одной стороны, подобные переживания, несомненно, вызывают страдания пациент, с другой стороны, только психические автоматизмы способны полностью освободить человека от тревоги, лишая его свободы и ответственности за свои поступки. По смысловому содержанию, тревога – это чувство неопределенности будущего. Место инстинкта у человека занимают ожидания. На основе индивидуального опыта мы пытаемся планировать свое будущее, создавая как минимум образное представление о нем, и ждем, что наши надежды оправдают себя. Человек, жалующийся на обострение тревоги, чувствует несовпадение событий во внешней реальности со своими осознанными и неосознанными ожиданиями от нее. Непереносимый уровень тревоги Конрад обозначал термином «трема», описав ее на примере солдат-новобранцев. Многие мужчины, служившие в армии, хорошо знают это чувство. Молодые люди, модно одетые, с разными прическами и разной манерой поведения, вдруг в одночасье становятся неотличимыми друг от друга. Их бреют, одевают в стандартную форму, и это становится переходом к новой и абсолютно неизвестной гражданскому ребенку жизни. Чувство индивидуальности молодого человека тесно связано с внешним обликом. Обревание убивало все штатские ожидания и мечты. Человек, лишившийся привычного образа будущего, вступал в зону абсолютной неизвестности и неопределенности, что вызывало скачкообразный рост тревоги. Для многих, как отмечал Конрад, это становилось моментом трансгрессии, перехода от нормального восприятия мира к шизофреническому психозу, с псевдогаллюцинациями и психическими автоматизмами. Описывая этапы развития тремы, Клаус Конрад оказался первым психиатром школы Крепелина, фактически описавшим шизофренический психоз как форму психической защиты от невыносимой тревоги. Описывая начало психоза, Конрад обратил внимание на то, что трема развивается по законам древнегреческой трагедии. Сутью античной трагедии с точки зрения Конрада тоже являлось нарастание тревоги, оканчивающейся катарсисом. Конрад рассматривал ее как сценическое изображение психоза. Хор голосов, не принадлежавших героям трагедии, разъясняет причины происходивших событий. По ходу трагедии, как и в ходе нарастания без причины тревоги пациента, герой и пациент пытаются самостоятельно обнаружить и объяснить причину усиления беспокойства и тревожных чувств, но постоянно ошибаются, что приводит к еще большему уровню эмоционального напряжения. Ошибочные объяснения и интерпретации Конрад назвал апофенией, немотивированным видением взаимосвязей, способностью обнаружить логическую связь, случайных событий и переживаний. Объяснения и дипом событий своей жизни в трагедии Софокла оказываются ошибочными, апофенией, что и приводит к накалу трагических тревожных страстей. Современная психиатрия термин апофения не использует. Нахождение случайных взаимосвязей, если вдуматься, главный и практически единственный способ борьбы человека с тревогой. Человек объясняет происходящее вокруг него событие, и это позволяет планировать будущее, сохранять свойственную ему систему ожиданий. Психиатрия как наука по сути своей является апофенией, попыткой найти внешние поверхностные связи в различных проявлениях человеческого сознания. Изумление художника от открытия гармонии связи между объектами, ранее казавшиеся несвязанными друг с другом, и есть творчество. Сегодня этот термин используется для описания логических ошибок и ошибок восприятия у здоровых людей, и это не случайно. Описывая античную трагедию как паттерн-архетип, по мотивам которого развивается ядерный психоз или синдром Кандинского-Клеромбо, Конрад описал не синдром заболевания, а психологический механизм, психологическую защиту. Благодаря его аналогии с греческой трагедией, я для себя называю ее трагической, психической защитой. Это трагедия свободы сознания. Ранее мы так и не ответили на главный вопрос этой книги. Что является главной трудностью человеческой жизни или по Павлову постоянно повторяющейся трудностью бытия? Сейчас мы можем ответить, главной трудностью сознания является его свобода, необходимость принимать решения и сделать выбор в условиях непредсказуемого будущего. Правильного выбора в абсолютном смысле этого слова не существует. Любое принятое нами решение, любой поступок, любой выбор ведут к неисчислимому множеству последствий, как условно хороших, так и условно плохих, с точки зрения индивидуальности. Любой свободный выбор приводит к ответственности и соответствующим ей негативным чувствам, чувству вины, часто делающей груз ответственности невыносимым, и чувству тревоги, предчувствуя возможности и ответственности за следующий выбор. Но это еще не все. Делая выбор и совершая поступки, человек хочет оставаться хорошим, как с точки зрения окружающих, так и во внутренней самооценке. Мы ждем от себя способности выделяться из толпы и обладания собственным мнением. Мы хотим быть яркими индивидуальностями, одновременно ожидая уважения и любви со стороны окружающих. Эти ожидания от жизни несовместимы. Яркая индивидуальность потому и яркая, что не совпадает с ожиданиями большинства окружающих людей и не вызывает любви и поклонения которых ожидает. Быть добросовестным членом коллектива или придерживаться общего мнения, как показал опыт недавнего социалистического прошлого, человеку недостаточно. Индивидуальность существует и настойчиво требует доказательств смысла собственного существования. Требуемые доказательства человек может получить лишь ощущая свободу, свободу реализации хотя бы части собственных желаний и свободу высказаниями собственного мнения. Именно эта потребность в индивидуальном сознании и фрустрируется, вызывая непереносимую тревогу и психозы у армейских новобранцев. Однако невыносимая тревога возникает не у всех новобранцев. Большинство молодых людей призывного возраста успели почувствовать, что проявление личной свободы приводит к ответственности, вызывающей чувство вины. Свобода – нелегкое бремя, требующее самостоятельного выбора и добровольного ограничения желаний. Осознанно или неосознанно молодые люди стремятся избавиться от свободы. Эту сторону проблемы блестяще описал психиатр Эрих Фром в своей знаменитой книге «Бегство от свободы». У большинства армейских служащих через некоторое время тревога снизится до минимума. В армии человеку практически не нужно делать самостоятельный выбор. Здесь решение принимает вышестоящее начальство. Как это ни странно, группой риска окажутся талантливые молодые люди. Те самые молодые люди с повышенной эмоциональной чувствительностью, склонностью к саморефлексии, самокопанию и принятию ответственности на себя – интроверты по Карлу Юнгу. Или люди со слабым неустойчивым типом нервной деятельности – по Павлову. Подобным молодым людям чаще других приходится переносить эмоциональные травмы в детстве. Точнее говоря, они склонны остро и болезненно чувствовать унижение самолюбия, даже в случаях, когда унижать их никто не собирался. Конечно, такие молодые люди болезненно переживают и двойной зажим коллективистского общества. Постулирование свободы на словах при полной невозможности ее реализации в реальности – социальный двойной зажим. Как правило, у каждого из них можно обнаружить астенический синдром, легкие признаки неврологических или психоорганических расстройств и склонность к конверсивным или диссоциативным формам психической защиты. В результате принудительного превращения в таких, как все, у них может проявиться трагическая психическая защита или то, что в психиатрии считается ядерным шизофреническим психозом. Большинство стремится к единообразию мыслей и материальных возможностей. Жить, как все – один из простейших социальных способов преодоления тревоги. Неравенство членов общества усиливает тревогу. Глядя на богатых, мы думаем об упущенных возможностях, а взгляд на бедных и больных вызывает беспокойство о собственном будущем. В уменьшении уровня тревоги состоит притягательность любых тоталитарных режимов, и в ней же причина ностальгии, которую и сейчас испытывают по отношению к социализму старшее поколение. Человек, живущий внутри любой административно-командной структуры, теряет свободу, но обретает временный покой. Здесь же скрывается соблазн административно-командной психиатрии. Человек, знающий свой окончательный пожизненный диагноз, лишается ответственности за свою жизнь, а вместе с ней и чувство тревоги за будущее. Больной может не задумываться о причинах и следствиях своего поведения, ему не нужно делать самостоятельный выбор. Однако ни тоталитарный режим, ни служба в армии, ни психотропные препараты не могут окончательно избавить человека от свободы, являющейся неотъемлемым свойством нашего сознания. Стремление к свободе все равно будет прорываться через систему запретов и ограничений, виде внезапных вспышек борьбы за справедливость, не могу больше терпеть ложь, приступов немотивированной агрессии по отношению к людям, осуществляющим функции опекунов, в виде внезапных немотивированных побегов из дома или воинской части, или в виде суицидальных попыток, сопровождающихся все той же мыслью «не могу больше терпеть». Стоит отметить, что все проявления такого рода, возникающие во время благополучного с точки зрения окружающих существования, и обычные люди, и психиатры именуют безумием. Произнося это слово, мы отрицаем необходимость свободы для человека. Человек испытывает потребность чувствовать себя уникальной индивидуальностью, одновременно стремясь избавиться от тревоги, вины и ответственности необходимых спутников свободы. Это и есть основная трудность человеческой жизни, порой делающая ее невыносимой. Изнасилование, сексуальное насилие и любые другие формы насилия над личностью, роль которых в возникновении голосов и диссоциативных расстройств идентичности, можно считать доказанной, несомненно, оказываются достоверно значимыми и в случаях развития синдрома Кандинского-Колерамбо. Грегори Бейтсон и Клаус Конрад показали, что влияние на развитие ядерной формы шизофрении могут оказать и менее значимые психологические травмы. У пострижения новобранцев, отсутствия материнского тепла и нежности и изнасилования есть главная общая черта. Личность жертвы воспринимает все это как унижение. Насильник не считает объект насилия человеком, он использует другого как вещь для удовлетворения собственной сексуальной потребности. Холодная мать, обеспечивая все физические потребности малыша, не обращает внимания на потребности его души, тем самым сводя его существование к биологическому уровню. Понятно, что новобранец из человека превращается в солдата, орудие войны, ее инструмент. Его человеческие качества в армейском контексте никого не интересуют. Философ и антрополог Мирча Элиаде в своей книге «Мифы сновидения и мистерии» описывает австралийское племя, в котором человека, находящегося в состоянии тревоги или растерянности, временно назначили вождем. Его несколько дней носили на руках и прославляли всеми принятыми в племени способами. Одним из главных принципов у денотерапии Блейлера было уважительное, дословно почтительное отношение к пациенту. Выражение врачом чувства глубокого уважения к пациенту считал основой терапии психических болезней и основатель подлинной Московской психиатрической школы Сергей Сергеевич Корсаков. Московская психиатрическая школа Снежевского, опозорив его имя, нарушала все предложенные Корсаковым принципы организации лечебного процесса. Принцип морального идеала, врач-идеал для душевнобольных, принцип нестеснения, принцип открытых дверей, принцип постельного содержания только отдельных категорий пациентов, принцип рабочего режима, трудотерапии. Жаль, что подобная психотерапия неприемлема для современного общества. У нас принято еще больше унижать человека и без того чувствующего себя униженным. Лечение в психиатрических клиниках нашего Отечества оказывается очередным унижением униженного, способного только усугубить примитивную трагическую защиту, ухудшить течение заболевания. Вы можете спросить меня, тогда почему же люди продолжают добровольно обращаться к психиатрам? Потому что рабство освобождает от бремени свободы и тревоги. Не только на армейской службе и в стенах психиатрической больницы, но даже в последствиях изнасилования, люди способны обнаруживать условную выгоду, оправдывая, например, свою пассивную социальную позицию или отсутствие личной жизни воспоминаниям об однократно пережитом насилии. Человек способен использовать психическую травму как повод, позволяющий отказаться от свободы. Все это социально-психологические проблемы, получающие свое предельное воплощение в клинике. Переживание психических автоматизмов лишает человека свободы и тревоги, а голоса, принимающие на себя роль индивидуального сознания, объявляют человеку о его величии и значимости в космической драме. Напряженные желания личности, не нашедшей в себе сил бороться за свободу, оказываются полностью удовлетворенными, временно защищая сознание от тоталитарного неприятия себя и самоуничтожения. Психика откатывается назад во времени, проходя через древнегреческую трагедию к архетипическим временам возникновения сознания, описанное в гипотезе двухкамерного сознания Джулиана Джейнса. Психические автоматизмы, как и бегство от свободы внутри социума, являются мучительной попыткой неудовлетворенного самолюбия бежать от неопределенности жизни и вернуться к чему-то вроде инстинкта у животных. Крупнейший русский терапевт и эндокринолог Александр Иванович Ероцкий, работая профессором в госпитальной клинике Юрьевского университета, издал книгу «Идеализм в медицине» в 1908 году. Автор доказывал, что соматические и психические заболевания имеют универсальную психологическую причину. Этой причиной является крах идеалов. По мнению Ероцкого, истинная причина заболеваний находится в глубоких пластах духовной жизни, а идеалистические стороны личности обуславливают не только поведение человека и его жизненный путь, но и являются важными факторами, влияющими на особенности протекания физиологических процессов в организме. Под понятием «идеал» Ероцкий имел в виду не общечеловеческие нравственные идеалы, а идеалы отдельного человека, то есть примерно то, что сегодня мы имеем в виду, говоря об идеальном представлении собственной жизни, о том, какой наша жизнь представляется нам в идеале. Наше идеальное представление о самом себе как волны разбиваются об уступы постоянно разрушающего наше самомнение внешнего мира. Мы оправдываемся, защищаемся с помощью болезней психических и соматических. В своей следующей работе «Ценности религии» с биологической точки зрения 1915 года Ероцкий показывал, что религиозная вера способна восстанавливать физиологию тканей организма, поскольку в составе религиозной общины человек учится чувствовать, что Бог замечает как саму его личность, так и ее молитвы. Понятно, что это возвращает людям чувство собственной значимости. Почтение к пациенту оказывается важнейшим фактором терапевтического процесса. Это понятие включают в себя навыки профессиональной эмпатии, которым, на мой взгляд, посвящена знаменитая книга психиатра Рональда Лейнле «Расколотая я». Направление терапевтических усилий должно быть ориентировано на творческое описание пациентам своих переживаний и идеалов. Это возможно только на фоне развитого навыка эмпатии у врача. Самоуважение, стремление к освобождению от иллюзорной несвободы может возникнуть только в процессе творчества – письма, рисования, лепки, ритмики, музыкальной импровизации. Терапевт может пользоваться любыми близкими ему приемами арт-терапии. Можно воспользоваться и разработанным психиатром Бурно и описанным в его книге методом терапии творческим самовыражением. Методика Бурно и созданные им терапевтические клубы пациентов в целом доказали свою эффективность, но и здесь возможный результат искажен попытками добиться самовыражения на фоне постоянного приема нейролептиков и антидепрессантов. Мне остается только повторить – мы пытаемся лечить большинство пациентов от их собственной личности. Либо нейролептики, либо творчество. Всегда приходится выбирать одно из двух. Шекспир, не меньше, чем Кавка, навязывает нам жестокую иррациональность условий человеческой жизни, рассказанную идиотам историю дурачившихся богов, которые мучают нас не ради наказания, а ради забавы. Но в тюремной камере Шекспира общество гораздо лучше, чем у Кавки – военачальники и короли, возлюбленные и шуты, у Шекспира до самой своей смерти живы и завершены. У Кавки же задолго до приведения в исполнение приговора, задолго до начала зловещего судебного процесса, с осужденным происходит нечто ужасное. Все мы знаем, что это такое. Он лишается всего присущего человеку, за исключением своей абстрактно-человеческой природы, которая, как и его скелет, никогда полностью не присуща человеку. У него нет родителей, дома, жены, ребенка, призвания и желаний. У него нет никакой связи с силой, красотой, любовью, остроумием, смелостью, верностью или славой. Сюда можно причислить и гордость. Поэтому мы можем сказать, что знания Кавки о зле существуют без противоречащего знания о здоровом и самообосновывающем я. Рональд Лейнг В качестве притчи, иллюстрирующей описанный выше психический механизм, вспомним развитие событий в классической трагедии. Мы возьмем для примера царя Эдипа, величайшего античного поэта и драматурга Софокла. Со времен Фрейда об этой трагедии писали практически все крупные представители психоанализа и психиатрии. Что же все-таки произошло с Эдипом? Он утратил в детстве царское достоинство и был усыновлен. Если удуматься, этот этап трагедии знаком каждому из нас. Мы хотим быть царями в своей семье, и каждый из нас взрослее и обретая младших братьев и сестер теряет царское достоинство. Чувство во взрослой психиатрии, получившее название «бред высокого происхождения», оказывается частым и абсолютно нормальным переживанием детей и подростков, мечтой о высоком происхождении, дающим славу, почет и богатство без всяких усилий со стороны мечтателя. Мечта эта, как и любая другая, согласно Дюпре, по механизму мифомании и галлюцинации воображения, способна прорываться в реальность, отражаясь в странах с точки зрения родителей вопросах, подозрениях и высказываниях молодого человека. Идеальное «я», о котором человек мечтает, не совпадает с обстоятельствами реальной жизни и превращается в «не-я», то есть становится другой реальностью, личностью, внутренним актером, которому подмена в роддоме некоторое время кажется вполне реальным событием. Никакого отношения к шизофрении подобные высказывания детей не имеют, как правило, они проходят сами собой, по мере социализации не оставляют никакого следа, если только родители по настоянию врачей не совершат попытку вылечить здорового ребенка от шизофрении. По сути, это детско-истерическая диссоциация, бред высокого происхождения. У взрослого появляется по точно такому же механизму. Высокое происхождение многим кажется единственной возможностью доказать собственную значимость и вызвать уважение к себе. «Повзрослев, Эдип узнает страшное пророчество. Он убьет родного отца и женится на матери. Эдип покидает дом приемных родителей». Пророчество по-своему описывает детские переживания. На его основе Фрейд описал Эдипов комплекс. Одной из перечисленных травм трудности ребенка является конкуренция с отцом за внимание матери. «Правда, согласно моему опыту, эта травма оказывается проблемой только для детей с повышенной ранимостью. Для все тех же детей со слабым типом нервной системы или с органической почвой – минимальными врожденными неврологическими проблемами нервной системы». У самого города Фивы на Эдипа чуть не наехала колесница, всадники которой оскорбляли юношу, унижая его достоинства. В завязавшейся драке Эдип убивает сидевшего в колеснице старика и троих его спутников. События связаны с нарастанием тревоги. Эдип не понимает, почему он должен убить отца, не понимает, почему ввязывается в драку с незнакомцами, не может объяснить себе ярость, с которой убивает незнакомых людей. Мы часто связываем тревогу с негативными чувствами к конкретным людям из нашего окружения, возникающим без объективных поводов и причин. Возможно, они напоминают о каких-то неприятных переживаниях нашего детства, всегда связанных с ограничением свободы, для того, чтобы справиться с подобной тревогой, эти переживания необходимо осознать, но мы, как Эдип, не умеем этого делать. Эдип побеждает загадочное чудовище Сфинкса и становится героем и царем. Разве это не рассказ о потаенных детских мечтах каждого человека? Каждый из нас представлял себя героем, побеждающим чудовищ, угрожающих в воображении нашим партнерам или друзьям. Всем хотелось и хочется стать героем в глазах любимых. Победа героя позволяет ему занять место царя, по крайней мере, в сознании близких людей. Можно утверждать, только в те мгновениях жизни, когда мы добиваемся того, к чему стремились, когда мы становимся в своей реальности царями или героями, мы чувствуем себя свободными, а тревога снижается или исчезает совсем. Однако стать царем недостаточно, нужно еще сохранить свое царственное положение. Вообще, достаточно быстро выясняется, что быть царем, быть как боги – это большая ответственность. Вновь возвращающая человека к тревоге. Став правителем ФИФ, Эдип берет в жены вдову погибшего от рук разбойников царя Лая Иоакасту. Эдип женится на собственной матери. Снова Эдипа в комплекс? Да, но не только. Многие мужчины женятся, если не на собственных матерях, то на женщинах с чем-то с ними схожих. Кроме полового влечения, формирования симпатий и антипатий, подобный выбор защищает от тревоги. Еще в младенчестве появление материнской груди успокаивало наш крик. Возрослев, мы ощущали мать как человека, имеющего права делать выбор вместо нас, всегда знающего, как найти выход из тревожащих проблем. Выбор женщины, похожий на мать или мужчины, чем-то напоминающего отца, оказывается очередным вариантом бегства от свободы и тревоги. Напоминающие чем-то родители мужчины и женщины скрывают в себе нашу надежду разделить с кем-то ответственность за собственную жизнь. Через 15 лет, пытаясь найти причину эпидемии чумы, жители города обращаются к Дельфийскому оракулу, сообщающему о необходимости найти и изгнать убийцу царя Лая. Разыскивая убийцу, Эдип понимает, что это он сам. Лай был его отцом, а его жена Иокаста на самом деле его мать. Иокаста, узнавшая правду немного раньше Эдипа, пытается остановить расследование, ей не удается убедить Иокаста, не выдержав позора, убивает себя. Идип, считая себя недостойным даже смерти, выкалывает себе глаза. Слава Идипа, как это часто бывает в жизни, оказывается основанной на преступлении, что и было причиной тревоги, стремительно нараставшей по ходу трагедии. Любая слава основана на убийстве. Человек, добившийся власти или славы, всегда лишает этого других людей, часто того, куда более достойных. Выражаясь фигурально, человек, достигший высот своей власти, убивает своих учителей, коллег, соперников, поскольку в исторической памяти остается только он. Мы все, например, знаем, кто такой Пушкин. Но большую часть поэтов и писателей пушкинских времен, включая сюда даже друзей Пушкина, сейчас помнят только специалисты. Ребенок конкурирует с отцом не только за внимание матери. Это борьба самолюбий. Кто окажется более значимым с точки зрения будущих поколений? Мой отец или я? Смогу ли я стать более значимым, чем мой отец? Для правильного понимания причин развития психического автоматизма этот вопрос оказывается куда более важным, чем сексуальная конкуренция за мать и угроза кастрации. Точнее говоря, угроза кастрации существует, но она психологическая, а не физическая. Отец, достигший высокого положения в обществе, угрожает сыну кастрации самолюбия. Он является угрозой того, что сын никогда не сможет достичь сравнимых рубежей власти и славы. Эразм Роттердамский однажды заметил, что на детях гениев природа отдыхает. Мне думается, что это верно, но не в смысле закона генетики, а в смысле закона психологии. Ребенок великого человека с детства настолько задавлен величием отца, что даже не надеется достичь в жизни чего-то похожего. Это и есть психологическая кастрация, способная довести человека до трагической психической защиты в виде синдрома Кандинского-Клирамбо. Печальным примером может служить судьба сына Альберта Эйнштейна, Эдуарда Эйнштейна. Мальчику не пришлось конкурировать с отцом за мать. Эйнштейн развелся с Милевой Марич, когда Эдуарду было 4 года. Зато ему с детства пришлось конкурировать со славой отца. Дети росли в благоговейном трепете при звуках его имени. Мальчик рос болезненным и крайне впечатлительным ребенком, со слабым типом нервной деятельности по Павлову. В юности Эдуард стал интересным поэтом, писал и прозу. В одном из первых опубликованных рассказов прорывается болезненная фраза «Временами трудно иметь такого известного отца, потому что чувствуешь себя ничтожным». Несмотря на творческий дар, он мечтал быть психиатром и поступил на медицинский факультет университета в Цюрихе. В 1930 году он влюбился в женщину значительно старше себя. Ее прозвучавший в унизительной форме отказ от близких отношений вызвал первый приступ состояния, известного нам как синдром Кандинского Калерамбо. Фактически весь остаток жизни Эдуард Эйнштейн провел в клинике Бург-Гетсли, клинике Блейлора, с диагнозом шизофрения. Эдуард предпочел псевдогаллюцинации, трагической психической защиты, чувство собственного ничтожества в реальной жизни. Хорошо, что греческая трагедия заканчивается катарсисом – возвышением, очищением, оздоровлением, возвышенным расслаблением после тревожного ожидания развязки. Конечно, не смерть Иокасты и слепота Эдипа вызывали катарсис у античного зрителя. Последний хор «Голоса из иного мира» освобождают Эдипа от свободы и ответственности. Хор повествует о том, что во всем виноват не Эдип, а боги. Это они устроили его судьбу, решив покарать Лая и Иокасту за грехи их родителей. Эдип ни в чем не виноват. Он лишь игрушка в руках богов, как пациент с синдромом Кандинского Клерамбо, всего лишь марионетка в руках пришельцев или гипнотизеров. Выколотые глаза – тоже символ. Только теперь Эдип может отвернуть свой взгляд от внешней реальности и посмотреть внутрь себя самого для того, чтобы выбрать свою собственную судьбу, независящую от мстительных богов. Боюсь, что подобный взгляд в глубину самого себя, отрывающий человека от предопределенного богами мира и открывающий мир внутренней свободы, психиатры по-прежнему считают аутизмом. Попадет, видимо, в число неизлечимых аутистов и Гомер, который, согласно легенде, был слеп и поэтому мог видеть богов и героев и разговаривать с ними во внутренних пространствах собственной души. Чувство воздействия Это похоже на состояние одержимости духом. Разница заключается в том, что этот дух не существует, а существуют только симптомы одержимости. Этот дух условен, но в тот момент, когда телезритель доверяет съемочной группе произвольно перенаправлять свое внимание с объекта на объект, он как бы становится этим духом, а дух, которого на самом деле нет, овладевает им и миллионами других телезрителей. Происходящее уместно назвать опытом коллективного небытия, поскольку виртуальный объект, замещающий собственное сознание зрителя не существует абсолютно. Он всего лишь эффект, возникающий в результате коллективных усилий монтажеров, операторов и режиссера. С другой стороны, для человека, смотрящего телевизор, ничего реальнее этого виртуального субъекта нет. Виктор Пелевин Трагическая защита оказывается, по сути, предельным проявлением диссоциации. Для избегания чувства собственного ничтожества не я создает трагический мир или сцену, на которой сбываются как ожидания личного величия, так и отсутствие свободы и ответственности. Курт Шнайдер включал в триаду синдромов первого ранга чувство воздействия, чувство отчуждения и бредовое восприятие. Взятые непосредственно в качестве не до конца осознанных повседневных переживаний, все они стали не только частью психиатрии, но и паттернами массовой культуры. Можно, разумеется, считать, что обсуждаемые ниже феномены являются доказательством эпидемического распространения шизофрении в обществе. С моей точки зрения, они являются доказательством того, что даже ядерные формы шизофрении являются разновидностями психических защит, широко распространенных в жизни общества, особенно общества, большая часть которого имеет крайне низкий образовательный ценз. Мифомания в таком обществе насаждается искусственно, являясь способом хоть чем-то занять неудовлетворенных уровнем своей жизни людей, не способных на политическую, творческую или социальную самореализацию. Чувство воздействия. Ощущение пациента, как будто чувства и мысли навязаны неким внешними силами, например, с помощью особых аппаратов или механизмов. Шнайдер, разумеется, имел в виду феномены психического автоматизма, описанные нами в предыдущей главе. Сегодня чувство воздействия стало типичной метафорой культуры. Сейчас вроде бы забываются поиски психотронного оружия, аппаратов или механизмов, с помощью которого внешние враги воздействовали на мозг наших граждан с целью вызвать слабоумие, психические или соматические болезни. В 1997 году по улицам Москвы проходили многотысячные массовые демонстрации движения «Народ против психотронного оружия». Активисты даже объявили 10 сентября международным днем борьбы за его запрещение. Плакаты гласили «Внимание! Идет психотронная бойня». До сих пор борцов с психотронным оружием совсем несложно обнаружить в интернете, на телевизионных каналах РЕН-ТВ или ТВ-3. Редко мы вспоминаем сегодня и массовый психоз, вызванный госпожой Пиуновой, учредителем Академии развития Светланы Пиуновой и председателем общероссийской политической партии «Воля», ликвидированной в 2016 году за экстремистскую деятельность. Пиунова публично заявляла, что она лично остановила ядерное облако и налет саранчи на Самарской области. Писала она и о том, что может заочно вылечить рак и бесконечное множество других болезней. Но главным содержанием посланий этой широко известной еще совсем недавно общественной деятельницы были, разумеется, рептилоиды с планеты Нибиру, выявлять которые среди людей на улицах и была призвана политическая партия Пиуновой. Впрочем, это не было ее собственным откровением. В 1977 году в штате Пенсильвания случилась трагедия. 32-летний американец попросил свою 42-летнюю сожительницу убить его. Та выстрелила любимому прямо в лоб, а затем позвонила в полицию. Примчавшимся стражам порядка дама объяснила, что Стив решил уйти из жизни, испугавшись засилия рептилоидов в США. Это не единичный случай. Согласно социологическому опросу 2013 года, 12 миллионов американцев верили, что правительство США – рептилии, искусно маскирующиеся под обычных людей. В глубокой древности на Землю со звезды Тубан в созвездии дракона прибыли ящероподобные инопланетяне. Отвратительные пришельцы скрестились с людьми в горах Кавказа. Гибриды разбрелись по миру, стали править землянами. Английская королева, американские президенты, Ротшильды, Рокфеллеры, Сорос – чистые рептилоиды, утверждает англичанин Дэвид Айк, автор популярной теории мирового заговора змеи-людей. Примерно в 2200 году до нашей эры в Египте образовался королевский двор дракона. Сегодня, 4000 лет спустя, он находится в Англии, который является эпицентром контроля рептилоидов над миром. Гибриды рептилии человека, бывшие в разное время правителями Ближнего и Среднего Востока, наконец стали аристократией и королевскими семьями Европы. Виндзоры – одна из этих линий. Если вы исследуете генеалогию президентов Америки, то будете поражены. Все президентские выборы начиная с Джорджа Вашингтона в 1789 году были выиграны наиболее чистокровными рептилиями, и эталоном является европейская королевская кровь. То же самое касается всех ключевых постов власти повсюду – одно и то же племя. У Айка миллионы поклонников по всему миру. Вот еще цитата из его лекции. «В Ванкувере ко мне подошла женщина-бизнесмен. У нее был роман с мужчиной. Прямо во время занятия сексом он изменил свой образ человеческого на рептильную. Можете себе представить ее шок?» «Поток подобных рассказов не прекращается. Существуют некоторые частотные поля, в которых рептилоидам гораздо сложнее удерживать человеческую форму. Я думаю, что сознание людей на короткое время переходит на эту энергию время от времени. И тогда люди видят рептилий сквозь их наряд третьего измерения. Разумеется, рептилоиды обладают особой способностью телепатически воздействовать на мозг своих жертв, влияя на их поведение. Существует большой выбор признаков, отличающих рептилий от людей. Отношение человека к подобным феноменам для меня некоторый тест. Чаще всего мне приходится слышать что-то вроде «дыма без огня не бывает», «психотронное оружие существует, но действует гораздо слабее», «нельзя исключать, что рептилоиды существуют». Как иначе объяснить, что все эти люди добрались до власти? Я всегда чувствую ужас, когда слышу «как иначе объяснить». Объяснить можно почти все, только для этого нужно образование. Айк и Пиунова предлагают простую мифоманическую форму ответа на вопрос «почему лично я не имею власти и денег и чувствую себя ничтожеством?» «Потому что мне мешают жить рептилоиды». Это примитивная психическая защита. В результате ее срабатывания человек, во-первых, ощущает свое превосходство над ящерами, а во-вторых, сам себе объясняет причину собственных неудач, в том числе, как мы видели, и любовных. Секс с рептилоидом куда престижнее близости с обычным мужчиной. Все пережитые нами массовые феномены, включая сюда поклонников широко известных в России целителей Чумака, Кашпировского и Довженко, позволяют своим зрителям избавиться от свободы и тревоги с помощью чувства удивительно схожего с психическими автоматизмами. Экстрасенсы, как и перечисленные целители, обещают сделать вместо человека то, что он должен совершить сам, дать ему уверенность в себе, рассказать о том, что думают близкие люди, найти колдуна, виновного в его неудачах, приворожить любимого или вылечить болезни. Эти люди не владеют никакими особыми психологическими техниками или магическими приемами. Зритель сам проецирует на них свою надежду избавиться от проблемы болезней, без всяких усилий. Надежда эта так сильна, что исцеление порой происходит, только человека исцеляет его собственная надежда, а не целитель. По сути, это чистый, синистопатический автоматизм. Человек на экране телевизора проникает в мое тело и управляет им, по крайней мере, его болезнями вместо меня самого. Почему-то, когда об этом рассказывают пациенты психиатрических больниц, мы считаем это шизофренией, а в случаях Чумака или Довженко психологическим воздействием, хотя их обещания ничем не отличаются от структуры шизофренического бреда. Психиатр Довженко обещал пациентам, страдающим алкоголизмом, что ведет в их голову код. Пациенты и их родственники не понимали, что наука, не понимая основных механизмов деятельности мозга, не способна управлять свободой сознания даже с помощью психотропных препаратов. Фактически, Довженко обещал пациентам, что внедренный в их головы код бросит пить вместо самого человека. В результате ситуация ничем не отличалась от внедрения голосов идиаторного автоматизма, тяжелой формы бреда. И никого из психиатров это не смущало. Они радостно проводили магическую процедуру кодирования. Конечно, я не считаю все это бредом. Человеческая надежда на чудо, на то, что кто-то другой решит за нас самые болезненные проблемы, порождает социальный синдром психических автоматизмов. Попытки самостоятельно разобраться в своих психологических проблемах и научиться их решать порождают тревогу. На это надо потратить много времени и усилий, а вокруг так много людей, обещающих совершить чудо за деньги. Нас обманывают раз за разом, но в отсутствии образования надежда на чудо оказывается сильнее разума. Чудо в любом случае, точно так же, как при синдроме Кандинского Клерамбо, разыгрывается у нас внутри, в нашем воображении. Возможно, главная задача современного человека заключается именно в том, что он должен вновь научиться использовать возможности своего воображения. Иначе добрые доктора все чаще и чаще будут диагностировать симптомы отсутствия воображения, именуемые в психиатрии негативными симптомами шизофрении. Негативные расстройства Иногда такую глупость услышишь, а оказывается точка зрения. «Москва слезам не верит» – цитата из фильма. Под термином «негативные расстройства» психиатрия имеет в виду признаки психических потерь. Это описание свойств, утрачиваемых личностью в ходе шизофренического процесса. Эйген Блейлер считал эти личностные утраты специфическими, отличающимися от интеллектуально-монистического снижения, возникающего как последствия травмы или контузий при врожденном слабоумии или недостатке образования, педагогической запущенности. Выше мы с вами рассматривали феномены, проявляющиеся в сознании человека при психозах. Это галлюцинации, псевдогаллюцинации, ошибочные умозаключения, апофиния и бред. Эти несвойственные сознанию человека до болезни симптомы называют позитивными или положительными симптомами. При ближайшем рассмотрении позитивные симптомы психозов оказались формой примитивной психической защиты, включающейся в ответ на жизненные ситуации, субъективно воспринимаемые человеком как невыносимо унизительные. С точки зрения Блейлера, позитивные и негативные симптомы шизофрении существуют в неразрывном единстве, создавая целостную картину заболевания, что позволяет нам сразу отметить так называемые негативные симптомы эндогенного процесса, точно также являются формами примитивных психических защит. Это означает, что развитие негативных симптомов точно так же, как и позитивных, носит временный характер и не является неизлечимым дефектом психики или нервной ткани. Подобные защиты будут проявляться не в истерических или трагических способах самовыражения личности, не в ее продукции, а в особенностях поведения и реагирования на внешний мир, фактически они будут проявляться как черты характера. Диссоциативную и трагическую психические защиты можно рассматривать как продукты нереализованного творческого воображения. Мы все знаем из опыта, что образы воображения куда более неустойчивы, чем черты характера или привычного реагирования человека на внешний мир. Поэтому психические защиты, выражающиеся как негативные симптомы, как пишет отечественная психиатрия, оказываются резистентными по отношению к терапии. К сожалению, и здесь речь идет лишь об одной форме терапии. Мы снова говорим о назначении нейролептиков для психокоррекции или коррекции поведения с целью изменения человеческого характера. Метафоры немного иные, но суть та же – лечение человека от самого себя. Такого рода психические защиты куда более стойкие, ригидные, тугоподвижны, чем творческая сторона личности, продукт ее воображения на уровне черт характера. Как еще в годы фашизма предупреждал Курт Шнайдер, самым опасным в восприятии врачами учения Блейлера о негативных симптомах оказалась возможность ставить диагноз «шизофрения» в тех случаях, когда у больного вообще не наблюдается никаких позитивных расстройств или продуктивной симптоматики. Это так называемая простая форма шизофрении. Выделение этой формы в международной классификации болезней позволяет психиатру использовать диагноз «шизофрения» при любых вариантах социально неадаптированного поведения личности, которое психиатрия первой половины 20 века расценивала как психопатии, акцентуации характера или разновидностей невротического развития личности. Все изменения личности Снежевский и его окружение давно отнесли к этапным синдромам эндогенно-функциональных расстройств. Отечественные психиатры очень любят слова «инфантилизм», «детскость» или «задержка в развитии». Пациенты и их родители не всегда понимают, на что намекает врач, произнося эти общие определения. Психопатология требует, чтобы врач выявил причину диагностированной задержки развития. Однако, как вы помните, школа Снежевского фактически исключила из психопатологии психоорганический синдром, а вместе с ним и саму возможность того, что родовая травма, детские нейроинфекции и другие неврологические расстройства центральной нервной системы ребенка способны оказывать влияние на его поведение и умственное развитие. Врач считает, что причина задержки развития может быть только одна – ранняя шизофрения, которую неврологическая патология может только провоцировать. Это могло бы быть смешно, если бы не было так грустно. Используя все приведенные выше слова, врач намекает, что ваш ребенок болен простой формой шизофрении. Со взрослыми ситуация точно такая же. Судите сами. В действующем отечественном варианте МКБ-10 диагноз простой шизофрении ставится при нарастании негативных симптомов шизофрении – уплощении эффекта, замкнутости и оторванности человека от жизни общества, утрате или противоречивости мотиваций, расплывчивости и неясности мышления у пациента, сопровождающихся все большей неспособностью соответствовать требованиям общества, развитием странностей в поведении и снижением общей продуктивности деятельности. В первой части книги мы уже задумывались о соответствии каждого из нас определением подобного рода. Особенно сложно соответствовать требованиям общества сегодня. В число подобных требований в наше время входит зарабатывание денег любой ценой, невзирая на интересы и чувства окружающих людей, эмоциональная тусклость, отсутствие способности к сочувствию, необходимость думать только о собственных интересах, аутизм, соответствие постоянно меняющейся моде, амбивалентность, необходимость верить в примитивные лозунги, звучащие с телевизионных экранов, интеллектуальное снижение, разорванность мышления. Деятельность наиболее популярных и успешных лиц нашего общества позволяет уверенно ставить диагноз шизофрении к каждому из них, особенно если учесть, что психиатрия допускает существование вялой текущей формы простой шизофрении, при которой все негативные симптомы могут иметь вялый, стертый, слабо выраженный характер. Благодаря метафоре простая форма шизофрении, особенно если учесть, что она тоже может быть вялой текущей, практически любой вариант человеческого характера или индивидуальных особенностей личности может быть описан как шизофрения. Отсюда возникают слова «коррекция поведения». Врач утверждает, что не лечит вас или вашего ребенка, но коррегирует поведение, по всей видимости, с целью его нормализации, оптимизации или адаптации к обществу. Это очевидная ложь. Никаких представлений о том, что такое нормальное или адекватное поведение в психиатрии, нет. Блэллер определял нормальное поведение как учет и использование всех правил и норм общества. Вряд ли в наши дни можно не то что учесть, а даже перечислить все правила, которыми пользуются общество и различные его социальные группы. Коррегируя поведение, врач на самом деле считает, что человек болен простой формой шизофрении и лечит вас от психоза. Такой подход позволяет, например, широко использовать нейролептики в наркологии. Для отечественной психиатрии несомненным фактом является убежденность в том, что все алкоголики и наркоманы страдают отклоняющимся или неадаптивным поведением, то есть простой формой шизофрении, что позволяет и для терапии подобных проблем использовать препараты для лечения все той же шизофрении, окончательно разрушая нервную систему людей с химической зависимостью высоко токсичными химическими препаратами. 4А Блэйлера Амбивалентности хикикамори «Почетная девственность, но не родить не гоже, и целомудрие с бесплотной нивой схоже» Томас Ман Амбивалентность Эйген Блэйлер считал главным негативом симптомом шизофрении, определяя ее как двойственность расщепления отношения к чему-либо, в особенности двойственность переживания, выражающаяся в том, что один и тот же объект вызывает у человека одновременно два противоположных чувства. Основатель учения о шизофрении описывал три рода амбивалентности – эмоциональную, волевую и интеллектуальную. Эмоциональная амбивалентность – это переживание противоположных чувств по отношению к человеку, предмету или событиям. Блэйлер имел в виду в первую очередь детско-родительские отношения, считая, что родители, независимо от собственного поведения, заслуживают благодарности, уважения и заботы. Любые негативные чувства детей, в том числе и повзрослевших, по отношению к родителям являются проявлениями амбивалентности. Волевая амбивалентность или амбитендентность – это неспособность человека выбрать главное для себя. Бесконечные колебания между противоположными решениями, зачастую приводящие к отказу от принятия решения вообще. Выбор поступка превращается в бесконечный перебор в уме возможных последствий принятого решения. Интеллектуальная амбивалентность – это чередование противоречащих друг другу взаимоисключающих идей в мыслях и рассуждениях человека. Люди могут просыпаться глубоко верующими, а засыпать атеистами и поклонниками науки, просыпаться утром чувствуя себя бизнесменом-прагматиком, а вечером обращаться за советом к гадалке, колдуну или экстрасенсу, проявляя себя как человека глубоко суеверного. В целом такое чередование утра и вечера – утром люблю, вечером ненавижу, утром собираюсь устраиваться на работу, вечером не хочу работать, типично для амбивалентности. Наверное, здесь стоит напомнить, что Блейлер считал шизофрению психологической проблемой, следствием неизвестного критического для личности переживания. Он даже не задумывался о том, что человека с амбивалентностью и другими негативными расстройствами кто-то будет лишать дееспособности и лечить с помощью ослабоумливающих лекарственных препаратов, каждый из которых в качестве основного эффекта действия снижает волевую активность человека, усиливая амбивалентность. Блейлер по-своему интерпретировал многие философские термины у Канта и Шопенгауэра. В аналитической психологии Карла Юнга и классическом психоанализе амбивалентность – одно из главных свойств человеческой души, ее изначальная двойственность. Человек – существо, у которого две природы – животное и разумное, детерминированное и свободное. Это базовое противоречие стоит практически за любым нашим выбором. Человек хочет обнаружить в своем существовании возвышенный смысл, духовную значимость. Одновременно этот же человек хочет достичь максимального телесного комфорта и испытать максимум удовольствий, доступных в этом мире. Мы все хотим обрести смысл жизни и не хотим жертвовать ради этого никакими удовольствиями. Точно так же противоречивы наши мнения и суждения. Любое утверждение, тезис, содержит в себе свою противоположность, антитезис. Однозначность наших оценок и мнений всегда ошибочна. Мы ошибаемся и идеализируя объект своих симпатий, и обесценивая объект антипатий. Амбивалентность, описанная Блейлером, заострение амбивалентности общечеловеческой, является формой примитивной психической защиты, упоминавшейся ранее как полярная. Человек защищается с ее помощью все от тех же проблем, от свободы и невыносимой тревоги. Мы не можем точно предугадать последствий своих решений, особенно таких значимых, как, например, замужество. Выйдешь замуж за неподходящего человека и будешь всю жизнь страдать. Не выйдешь замуж, можешь остаться на всю жизнь одна. И то, и другое решение вызывает тревогу, ясно ощущаемую в словах на всю жизнь. Всю свою жизнь человек предсказать не может. С подобной ситуацией психика может справиться, защищаясь несколькими способами, но все главные способы окажутся негативными симптомами шизофрении. Амбивалентность или полярность суждений по своей сути не является тревожными сомнениями или нерешительностью. Они свойственны каждому нормальному человеку. Блейлер описывал симптом, как ни на чем не основанное чувство собственной правоты. Утверждение амбивалентного мышления можно представить в следующей форме. Я всегда прав и поэтому оцениваю других людей и поступаю всегда правильно, независимо от перемены своих мнений на прямо противоположные в течение одного дня. Я прав независимо от результатов своих действий, а виноваты люди, которые меня не понимают. Если защищенный таким образом от тревоги сознание попадает в ситуацию, в которой не может предсказать последствия своих поступков за мужество, то тревога становится невыносимой, и человек защищается, становясь пассивным и ставя других перед необходимостью принимать решение вместо себя. После принятия решения склонность к полярным суждениям возвращается, поскольку теперь во всех последствиях совершенного поступка можно будет винить людей, принявших решения, например, мужа, жену, родителей и т.д. Личность, запутавшаяся в собственной свободе, пытается сделать мир понятным и управляемым, расчленив его на полярной категории – плохое и хорошее, опасное и безопасное, умное и глупое и т.д. Из этого ничего не получается, поскольку в мире нет ничего окончательно плохого или окончательно хорошего. В любой болезни человек может обнаружить выгоду, хорошие стороны того, что казалось окончательно плохим. Любой тоталитарный режим, как и лечение в современной психиатрии, для кого-то символ насилия, а для кого-то образ инфантильного счастья, снимающего из человека ответственность за самого себя. Сомнения необходимы человеку. Отсутствие сомнений – примитивная психическая защита может считаться негативным симптомом психического заболевания. Но и черно-белая защита – не заболевание, а защитный механизм, позволяющий человеку без особых знаний и образования сохранять свое самолюбие. Как и утверждал Дюпре, именно образование позволяет человеку перерасти примитивные психические защиты и обрести высшие способности разума. Избавиться от амбивалентности или от сомнений, как от белой обезьяны, невозможно. Их невозможно вылечить. Можно, как утверждал великий немецкий философ Фридрих Гегель, найти синтез между противоположностями, тезисом и антитезисом. Для этого человеку нужно образование. Образование обогащает язык. Только богатый язык позволяет личности описывать нюансы и оттенки собственных чувств и чувств другого человека, что позволяет преодолеть эмоциональную амбивалентность, выражая отношение к себе и другому не только в терминах любви и ненависти. Еще проще с амбивалентностью интеллектуально. Понятно, что последовательное использование одного и того же логически связанного комплекса идей есть результат систематического базового образования. Причиной волевой амбивалентности являются тревожные опасения. Любой поступок может привести к опасным последствиям. Для ее преодоления человек должен обучаться пользоваться свободой собственного сознания. Отечественное образование, точно так же, как отечественная психиатрия, учить этому не умеют. Поэтому сегодня подобное образование могут дать только родители. Ребенок должен не бояться проявлять инициативу. С трехлетнего возраста он должен учиться делать самостоятельный выбор. Сначала, разумеется, очень простой. Между различными вариантами игрушек, еды или одежды. За ошибки своего выбора он должен самостоятельно отвечать. Конечно, у маленького ребенка и ответственность маленькая. Но если он плачет от того, что неправильно надел колготки, не надо сразу его переодевать. Пусть почувствует свою ошибку. Так воспитывается ответственность. Мне думается, что последствия десятилетий нашей жизни ясно продемонстрировали, что свобода сложна в использовании и что ей нужно учиться. Удивительно, но классическая психопатология сегодня обнаруживается не столько в структуре личности, сколько в социальных проблемах. Разновидности амбивалентности, например, ясно показывают главные проблемы системы образования. Наши учебные заведения не предполагают обучение антологическим основам познания, базовым началам мировоззрения. Мы не учим школьников и студентов формам и способам проявления инициативы не только в общественных отношениях, но и в рамках конкретных специальностей. Наконец, наше образование не предполагает обучение эмоциональному интеллекту, формам и способам выражения своих эмоций и чувств. Иногда у меня складывается такое впечатление, что высшее образование нам нужно только для того, чтобы иметь возможность выставить всем выпускникам вузов диагноз шизофрения и лечить их от амбивалентности. Если уровень образования низок, то согласно Эрнсту Дюпре у человека появится склонность к истерической диссоциации личности, начальное проявление которой можно описать как амбивалентность. Человек, утром искренне считающий себя атеистом, а вечером верующим, как бы отделяет себя утреннего от себя вечернего, не вспоминая своих предыдущих убеждений. Для того, чтобы разобраться в собственной личности и в своих собственных эмоциях, человеку нужен эмоциональный интеллект, какой-то выработанный навык самооценки и способности к сочувствию, навыку понимания эмоционального состояния окружающих людей. Если подобных навыков нет, отношение к себе и окружающим людям неминуемо станет полярным, амбивалентным. Человек будет одновременно стремиться к любви и бояться зависимости, опасаясь потерять себя в любви. Полярные чувства покажутся человеку равноценными, и переживая глубокую симпатию или влюбленность, он так и не отважится вступить в реальные отношения, ожидая, что партнер обретет власть над ним, будет манипулировать его чувствами. Социальную проблему волевой амбивалентности хорошо демонстрируют отечественные хикикамори. Мне приходится использовать японский термин для описания социальной проблемы, якобы не существующей в нашей стране. У нас подобные молодые люди, попадая в поле зрения психиатров, неминуемо оказываются больными простой формой шизофрении. Министерство здравоохранения Японии определяет хикикамори как лиц, отказывающихся покидать родительский дом, изолирующих себя от общества и семьи в отдельной комнате более шести месяцев и не имеющих работы или какого-либо заработка. Хикикамори пребывают в изоляции годами, некоторые не выходят из дома десятки лет. Отечественные хикикамори достаточно часто обращаются за советом к психотерапевту. В отличие от японских, они редко имеют возможность изолировать себя от семьи, не у всех есть даже собственная комната. Родители непрерывно совершают попытки заставить молодого человека работать, учиться или строить личную жизнь. Хикикамори ярко демонстрирует родителям волевую амбивалентность, каждое утро заявляя, что они хотят устроиться на работу и каждый вечер сообщая, что условия очередного работодателя их не устроили. Требования, предъявляемые ими к очередному возможному месту работы, оказываются нереальными. Один из моих пациентов постоянно повторял маме, что он устроится на любимую работу, но только в том случае, если на работе им никто не будет командовать. Другой был готов начать учиться в ВУЗе, но с условием, что все преподаваемые предметы будут ему интересны. Тридцатилетний особо желает выйти замуж, но с условием, что они с мужем не будут заниматься сексом. Все свое время подобные люди проводят, играя в компьютерные игры или переписываясь в социальных сетях. Большинство из них с легкостью признают себя психически больными людьми, хотя на самом деле они осознанно отказываются взрослеть. Мы снова сталкиваемся с болезненным самолюбием. Реальность внешнего мира страшит молодых людей возможностью унижения. Хикикамори хотят остаться единственным, самым лучшим, каким они с детства были для родителей, понимая, что вовне дома это невозможно. Психоаналитик Шандер Ференци описал возраст детского всемогущества. Ребенок пяти-шести лет чувствует родителей богами, которыми он с легкостью повелевает. Боги, как по мановению волшебной палочки, добывают для него все, чего он хочет. Ребенок с легкостью учится манипулировать родителями, добиваясь от них желаемого то лаской, то жалобами, то слезами. Родители выполняют любые прихоти, считая, что быть благодарным, делая что-то в ответ на родительскую заботу, он догадается сам. Подобные догадки не имеют никакого смысла. По мере взросления ребенок быстро понимает, что окружающая реальность травматична. Он узнает это из разговоров и рассказов родителей, из кричащего на весь дом телевизора или интернета. Наши воспитания, как и вся отечественная культура, основаны на амбивалентности. Мы умеем только баловать и пугать. Рассказывать о несправедливости и опасностях внешнего мира мы умеем хорошо, а создавать мотивацию к активной жизненной позиции пока не научились. В доме родителей легко сохранять самолюбие, продолжая фантазировать о своей уникальности и исключительности. Реальность внешнего мира и других людей лишена комфорта грозит опасностями и унижением самолюбия. Так же, как в начальной школе, там снова придется всем доказывать собственную значимость. И далеко не факт, что ее оценят. Правда опасности окружающего мира для домашнего молодого человека являются воображаемыми. Оправдывая собственную пассивность, он вынужден их преувеличивать, создавая во внутреннем мире образы все более и более кошмарной реальности. Воображаемый кошмар переживается им как несомненная действительность. Как ни странно, это позволяет молодому человеку чувствовать себя героем, хранящим свою чистоту и непорочность в домашнем убежище. «По крайней мере, я никогда не буду такой же подлый и продажный, как другие», — говорила автору пациентка. «Самому старшему из известных мне Хики Камори сейчас 58 лет. Он так и прожил свою жизнь, нигде не работая и не обременяя себя заботами о собственной семье. Врачи и родители, разумеется, последние 40 лет лечили его от простой формы шизофрении и не вылечили». Личность нельзя вылечить от самой себя. Влияние слова «болезнь» настолько велико, что пожилые и высокообразованные родители пациента никогда не задумывались о том, способны ли успокоительные по своей сути антипсихотические препараты повысить социальную активность и тем более побудить человека создать семью. Никакие, наверное, лекарства не способны создавать мотивацию к действию, они только углубляют апатию. Зато фармакологическая коррекция поведения приглушает чувство вины. В случае хикикамори – чрезвычайно полезное чувство, способное подтолкнуть человека к самостоятельной деятельности. А вот самому пациенту болезнь жизненно необходима. В нашей культуре только понятие «болезнь» оправдывает отсутствие работы или других социально активных форм деятельности. Наличие психиатрического диагноза и постоянный прием лекарств становятся государственной индульгенцией, искупающей грех гордыни и делающей амбивалентность комфортной для личности. Амбивалентность выгодна хикикамори, поэтому и не лечится. Я боюсь, что у читателя снова может возникнуть вопрос – что же тогда делать? На самом деле в руках у родителей огромное количество средств для терапии амбивалентности. Полное лишение денежного довольствия и других форм материального содержания, включая оплату интернета, является таким высокоэффективным терапевтическим средством. Правда, для того, чтобы им воспользоваться, нужно сначала исключить слово «болезнь» из лексикона, описывающего ваши отношения к ребенку. Аутистическое мышление Иные люди так привыкли быть наедине с собой, что они даже не сравнивают себя с другими, а спокойно и радостно ведут свое монологическое существование среди бесед с самим собой и даже среди смеха. Фридрих Ницше Многие люди с высоким уровнем реактивности становятся писателями или выбирают другие интеллектуальные профессии, в которых все зависит только от вас. Вы закрываете дверь, опускаете жалюзи и выполняете свою работу. Вы защищены от неожиданностей. Сьюзан Кейн В отличие от Блейлора, Снежевский именно аутизм считал главным симптомом шизофрении. Предполагаемое наличие аутистического мышления у пациента позволяет его последователям ставить инвалидизирующий диагноз даже в тех случаях, когда остальные негативные симптомы стерты или пока не заметны. Понятие аутизм, происходящее от греческого аутос, сам, отдельный, самостоятельный, определялось Эйгеном Блейлором как замкнутость в себе, погружение в мир собственных фантазий и эмоций, сопровождающиеся отрывом от реальности, интерес к которой теряется вместе с потерей интереса к окружающим людям и к взаимодействию с ними. Согласно этому определению Ницше, в цитате, приведенной в эпиграфе, описывает на собственном примере одно из важнейших негативных расстройств шизофрении. Блейлор впервые подобно описал симптом в статье «Аутистическое мышление» в 1911 году. С помощью статьи легко понять, что автор описывает аутизм как дальнейшее развитие амбивалентности. Самые противоречивые желания могут существовать наряду друг с другом и получать даже выражения в одних и тех же аутистических мыслях. Быть опять ребенком, чтобы простодушно наслаждаться жизнью и быть в то же время зрелым человеком, желание которого направлено на большую работоспособность, на важное положение в обществе. Жить бесконечно долго и заменить одновременно это жалкое существование нирваной. Обладать любимой женщиной и сохранить вместе с тем для себя свободу действий. Это описание о логичности первого бросающегося в глаза признака аутистического мышления. Однако уже из этого описания легко понять, что речь снова идет о примитивных психических защитах, а не о болезнях. Для того, чтобы продолжать фантазировать, хикикамори необходима изоляция от реальности. Реальность называется реальностью, поскольку имеет свойство разрушать любые иллюзии. Если спрятаться некуда, нет своего жилья, то можно максимально изолировать себя от восприятия реального мира. Простейший способ нам хорошо знаком – надеть наушники с непрерывно играющей музыкой. Черные очки можно добавить, например, перчатки. Конечно, это далеко не все возможности. Можно, например, надеть непривычную одежду, резко выделяющую и отделяющую человека из толпы. Подобный внешний вид – всего лишь претензия, декларация внутренней оригинальности, о логичности мышления и эмоций, скрывающихся под внешним обликом яркой индивидуальности. К сожалению, никакой интеллектуальной или чувственной оригинальности, под вызывающей одеждой подобных персонажей, не обнаруживается. У людей, мыслящих действительно оригинально, странности в одежде тоже наблюдаются, но только потому, что они не хотят о ней думать, надевая что попало. Тем не менее, обе описанные выше категории могут быть описаны как алогичные аутисты. Люди, нестандартные мыслящие, как Ницше, защищаются своим непривычным обликом от людей, своим любопытством, мешающих им размышлять. А люди, вызывающие одетые, защищаются таким образом от страха перед окружающими. Они боятся, что другие люди догадаются о ничтожестве их душ. Мы говорили об этом выше. В обоих случаях аутизм оказывается психической защитой, защищающей алогичность мысли. Человек, философский мыслящий и не желающий взрослеть мечтатель, защищаются от внешних помех одинаково, временно или постоянно отрицая реальность или отдельные ее аспекты. Все становится на свои места, если учесть, что под логичностью Блейлер имел в виду мейнстрим, общепринятую логику вместе с общепринятыми в его время дресс-кодом. Второй признак аутизма Блейлер назвал катативностью. Цель достигается благодаря тому, что для ассоциаций, соответствующих стремлению, прокладывается путь. Ассоциации же, противоречащие стремлению, тормозятся. То есть желания человека прокладывают путь его мышлению, а объектов или выводов, не соответствующих противоречащих его желаниям, он не замечает или не слышит. Это относится не только к желаниям, но и к страхам или опасениям. Если человек решил, что летать на самолете опасно, то возможная авиакатастрофа становится для него неотличимой от реальности. Никаких аргументов, которые приводят авиакомпании или люди, летающие на самолетах, он не воспринимает. В области катативных переживаний Блейлер видел грань между неврозами и шизофренией. У невротика может сохраняться страх и усиливаться все симптомы неврозы, но при необходимости он, замирая от страха, сможет сесть в самолет и полететь в намеченное место. Шизофреник, несмотря на все неудобства, поедет поездом. Для него авиакатастрофа – это уже не страх, это вариант его внутренней реальности. Читающий эти строки может прийти в ужас, обнаружив катативность в числе черт собственного характера и окажется прав, поскольку катативность – это общий для всех нас способ психической защиты от свободы и тревоги. Переживая тревогу, очень многие люди склонны считать свои ожидания реальностью. Для преодоления тревоги нужно планировать будущее, однако никто не утверждает, что для этого нужно строить позитивные планы. Большинство из нас предпочитает ждать самого худшего, чтобы порадоваться, если это худшее не случится. Многие люди в подобных ожиданиях заходят слишком далеко, считая свои выводы об опасности реальности самой реальностью. В психоанализе такой способ защиты от тревоги называется примитивной проекцией. Это более мощная защита от сильной тревоги, позволяющая оправдывать изоляцию от реальности. Я отказываюсь от личных отношений, поскольку любая интимная близость опасна. Она приводит или к беременности, или к венерическим заболеваниям. Девушка, 30 лет которой принадлежит это высказывание, хикикамори – примитивная изоляция через амбивалентность, испытывающая тревогу по поводу возможных последствий своего одиночества и зависимости от родителей. Человек взрослеет, и простого отрицания реальности примитивной изоляции становится недостаточно. Включается следующий защитный механизм – примитивная проекция. Девушка оправдывает свою пассивность, воображая невероятные опасности любого взаимодействия с реальностью, считая при этом реальностью продукты своего воображения. Шизофрения ли это? Конечно, нет. Это последовательно и достаточно логично развивающиеся психологические проблемы, основанные на попытке самоизоляции. Снежевский в структуре предположений о вялотекущей шизофрении объявил катативность мягким или латентным скрытым вариантом бреда. Это очень опасное заявление, поскольку выдавать желаемое за действительное склонен каждый из нас. Нам недостаточно реализации собственных мечтаний во внутреннем мире, мы хотим их воплощения в форме объектов внешней реальности. Только воплощение приносит удовлетворение. Мне думается, что непрекращающийся более тысячи лет спор об исторической реальности Иисуса Христа является очевидным подтверждением необходимости для нашего сознания воплощения в реальность объектов воображения. Религиозная вера – это внутреннее чувство, казалось бы, не нуждающееся в мирских светских археологических подтверждениях. Однако верующие в отсутствие реликвий, мощей исторических свидетельств или чудотворных икон испытывают сомнения в своей вере. Мы продолжаем верить только в то, что мы можем пощупать руками, хотя физики давным-давно доказали, что структура реальности отличается от того, что воспринимают наши органы чувств. Мне думается, что потребность воплотить свои ожидания в реальность, если хотите катативная потребность, и сводит человека с ума, приводя сознание к трагической психической защите. Альтернативой безумию в любом смысле этого слова является творчество, позволяющее воплотить страхи ожидания и мечты в промежуточной реальности продуктов творчества. Книга, картина, фильм или звуковой носитель, несомненно являются реальными объектами, в которых воплощается наше воображение. Однако эти реальные объекты относятся к пространству искусства, которое лишь частично обладает свойствами реальности. Согласно Платону, это пространство символов, а символ – это объект в равной степени, складывающийся из материальной реальности и мира божественных идей. В современном мире из материальной реальности и мира воображения. Пространство искусства настолько же реально для взрослого человека, насколько для ребенка реально пространство игры. Дети играют в игрушки, моделируя мир. Взрослые с этой же целью играют объектами искусства. Поэтому, удовлетворяя кататимную потребность, творчество, как мы видели на многочисленных примерах, спасает от безумия. Творческий процесс намного порядков эффективнее любых попыток оборвать эндогенный психоз с помощью нейролептиков. Настал 21 век. Сегодня вокруг нас миллионы людей, получающих информацию в интернете и считающих подобную информацию чем-то точно соответствующим окружающей реальности. Однако это по-прежнему остается главным признаком аутистического мышления, позволяющим ставить диагноз любому человеку, рассказавшему психиатру о таких переживаниях. По мнению автора термина, если вы наблюдаете амбивалентность, сопровождающуюся аутистическим мышлением, этого достаточно для диагноза, даже в случае отсутствия выявленных галлюцинаций или ложных идей. Широчайшие возможности интерпретации метафор по-прежнему обуславливают власть психиатрии над своими пациентами. Английский психиатр Чарльз Райкрофт в 1995 году определил аутистическое мышление как мышление, ориентированное исключительно на удовлетворение собственных желаний пациента. Сегодня эгоцентризм едва ли не основной вектор культуры. Вряд ли мы сможем избавиться от него с помощью нейролептиков. Большинству молодых людей виртуального поколения свойственна амбивалентность, трудность принятия решений, предпочтение мира собственных фантазий окружающей реальности и направленность мышления на удовлетворение собственных интересов и мечтаний, сколь фанатичны они бы ни были. Причины эгоцентризма и погружения в мир фантазий вполне объяснимы. Мы живем в век стремительных психологических изменений, связанных с радикально меняющим культуру информационным потоком. Возникновение виртуальной реальности стало для множества людей альтернативой реальности материальной. Опасность переносить ответственность за социально-психологические изменения на загадочную психическую болезнь. Если мы объявим целое поколение психически больным, то окончательно потеряем любые ориентиры для воспитания человека, способного ответственно относиться к окружающим его людям и к реальности вообще. Наконец, последним признаком аутистического мышления является его символизм. Аутизм пользуется первым попавшимся материалом мыслей, даже ошибочным. Он постоянно оперирует с недостаточно продуманными понятиями и ставит на место одного понятия другое, имеющее при объективном рассмотрении лишь второстепенные общие компоненты с первым. Так что идеи выражаются в самых рискованных символах. Это замечательная цитата. Она позволяет понять, что Блейлер вместо человека одушевляет аутизм, объявляя его некой сущностью, бесом, захватившим человеческую душу. Внимательный читатель нашей книги с легкостью увидит в этом описании признаки диссоциации. Аутистическое мышление, если вдуматься, оказывается примитивной психической защитой. В текстах Блейлера есть и более простое определение символизма. Уход от действительности с тенденциями к символике, замещением и сгущением. Эйген Блейлер явно читал Фрейда, поскольку символизация замещения и сгущения – главные механизмы работы сновидения, описанные в книге Фрейда «Толкование сновидений». Следовательно, Блейлер описывает символизм аутистического мышления как некое сноподобное состояние сознания. Состояние отдельное, диссоциированное от обычного разумного психического состояния. Понятно, что подобным состоянием и является никем до конца неопределенный психоз, но далеко не только он. Любое творчество подразумевает символизацию, так как оно оперирует с недостаточно продуманными понятиями и ставит на место одного понятия другое. Более того, творческое состояние возникает у человека далеко не всегда, а моменты вдохновения вызывают идеи, выражающиеся в самых рискованных символах. Символизация, замещение смысла и сгущение образов являются самой сутью любого творческого процесса. Писатель должен обнаружить символизм происходящего в реальности, заместить реальных людей воображаемыми образами героев, смысл поведения которых будет сгущен, то есть будет точнее передавать послание автора. Любой вид творчества, в том числе написание книги об аутистическом мышлении, требует аутистического мышления. В частности, выделение симптома из общей картины человеческого поведения – это, конечно, сгущение образа, появление нового термина – символизация. Метафорическое описание замещает собой другие возможные смыслы человеческого поведения. В своей книге «Остроумие и его отношение к бессознательному» Фрейд доказывал, что анекдот, как и вообще любая ситуация, которую наше восприятие маркирует как смешную, возникает на основе тех же механизмов работы сновидения символизации сгущения и замещения. Анекдот или шутка, сновидения наяву – они позволяют нам временно подняться над реальностью и жизненными обстоятельствами. Мне всегда казалось, что главная проблема шизофрении заключается в смертельной серьезности последователей Блейлора по отношению к метафорическим описаниям состояния человеческой души. Если бы психиатры немецкой школы умели обнаруживать признаки аутистического мышления в своих собственных высказываниях и текстах и могли посмеяться над собой, то вполне возможно ни программы Т4, ни политических диагнозов не случилось бы. Интересно, что сам Блейлор смог иронически отнестись к тому, как использовали созданные им метафоры. Уже в 1919 году Эйген Блейлор выпустил книгу «Аутистически недисциплинированное мышление в медицине и его преодоление», в которой описывал типично медицинское мышление, «как легкую разновидность аутистического мышления». Мышление врачей склонно к символизации, необдуманному следованию за терминами, не допускает противоречий и принимает желаемое за действительное, отрицая реальные процессы, происходящие с пациентом. Похоже, что Блейлор понимал опасность метафор, выпущенных им в медицину. Однако было поздно. Метафора, объявленная объективной реальностью, быстро вызвала слишком серьезное отношение к себе. Жак Лакан в одном из своих телевизионных интервью говорил, «Психически больные люди отличаются от психически здоровых только одним. Психически больные люди слишком серьезно относятся к своим переживаниям». Серьезность – один из признаков диссоциации сознания. Желания, воспоминания, слова, которым мы придаем излишне серьезное значение, начинают жить в наших душах как отдельные сущности. Если мы постоянно фиксируем на них внимание, то позволяем им управлять собой. Если человек слишком серьезно относится к полученной обиде, то он может избегать мест, связанных с воспоминаниями об обидчике. А его мысли и деятельность могут определяться мечтой о мести. Еще совсем недавно в психологии бурно обсуждалось позорное понятие «виктимность». Фактически обвинение жертвы преступления в том, что она провоцирует преступника. Молодая женщина, например, оказывается соучастницей изнасилования, поскольку ее манера одеваться и двигаться слишком сексуальна. Понятие «виктимности» является лишь следствием слишком серьезного отношения культуры и науки к половому влечению вообще. Термин по умолчанию предполагает, что половой инстинкт преступника сильнее его воли и разума и способен полностью определить поведение человека. С понятием «аутизм» происходит что-то похожее. Термин предполагает слишком серьезное отношение психиатра к взаимодействию человека с окружающей его реальностью. Фактически описание симптома предполагает, что человек должен непрерывно, без сна и отдыха, взаимодействовать с внешним миром. А если он отвлекся на обдумывание обстоятельств или результатов своего взаимодействия с внешним миром, то это уже болезнь, по крайней мере эпизод аутистического мышления, поскольку обдумывание предполагает символизацию, замещение и сгущение. Почти одновременно с аутистическим мышлением Блейлера появилась книга Карла Юнга «Метаморфозы и символы либидо», в которой Юнг впервые изложил свою типологию личности, выделив два типа функционирования человека по отношению к внешнему миру – интроверт и экстраверт. Прочтя книгу, Блейлер согласился с тем, что понятие аутизм практически полностью совпадает с термином интроверсия. Однако отличия все-таки были. Прежде всего, интроверт Юнга – это совокупность личностных черт психически здорового человека, а не симптом психического заболевания. Есть и еще одно отличие. Интроверт Юнга – это человек, берущий ответственность за свою жизнь на себя. Как сказал бы социальный психолог Джулиан Роттер, интроверт – это человек с внутренним фокусом контроля. Согласно Юнгу, большинство интровертов ощущают себя как люди сами, управляющие своей жизнью, а большинство экстравертов ощущают свою зависимость от внешней среды, социума или окружающих людей. Аутизм Блейлера – принципиально пассивная личностная позиция. Это психическая защита, способ бегства от реальности. Можно сказать, что аутистическое мышление – форма психологической защиты, проявляющая себя у интровертов в тех случаях, когда реальность наносит психическую травму, не учитывая их самолюбие и оригинальных взглядов на мир. Тогда аутизм и проявляет себя как диссоциированная часть целостной личности или, в терминологии Карла Юнга, как автономный психический комплекс. Впрочем, Блейлер не только в этом согласился с бывшим младшим ординатором своей клиники. В его концепции аутизма есть еще одна деталь, выдающая природу метафоры – шизофрения. Блейлер описывал символизацию при аутистическом мышлении крайне схожей с концепцией коллективного бессознательного, впервые появившейся в уже упомянутой книге Карла Юнга. Согласно Блейлеру, символизация повсюду отличается невероятным однообразием – от человека к человеку, из века в век, от сновидения вплоть до душевной болезни и до мифологии. Одни и те же комплексы всегда дают повод к символике, и средства для их выражения всегда одинаковые. Символы, известные нам из очень древних сказаний, мы вновь находим в бредовых построениях наших шизофреников. Расхождение взглядов Юнга и Блейлера можно описать как момент разрыва ключевых мировоззренческих позиций психиатрии и психологии. Блейлер симпатизировал психоанализу, но стремился остаться врачом-психиатром школы Крепелина. Поэтому, осознавая до конца последствия своей мысли или нет, он объявил сновидение, мифологию и душевную болезнь равнозначными явлениями. Его мысль означает – осознание человека и есть главная психическая болезнь – шизофрения. Именно к этому приводят метафорические обобщения. Карл Юнг считал, что те самые общечеловеческие символы и мифы являются проявлениями коллективного бессознательного, точнее говоря, платоновского мира идей или архетипов, той опорой из образов и идей, благодаря которой человек способен мыслить вообще. В глубинной психологии нет никакой загадочной психической болезни, но есть блуждание человека в мире собственной души. В этом случае главным лекарством оказывается процесс осознания, понимание причин блуждания. Это очень важная цитата, некоторый переломный момент, связанный с мировоззрением. В этой фразе из книги «Аутистическое мышление» Блеллер спорит по всей видимости с младшим ординатором своей клиники, тоже увлеченным теориями Зигмунда Фрейда. Как вы помните, этим ординатором был Карл Юнг, уже в те годы вынашивавший свои мысли об архетипах и автономных комплексах бессознательного. В приведенных словах Блеллер объявляет, что вся мировая мифология с ее повторяющимися сюжетами и идеями возникла как форма шизофрении. Вскоре Юнг введет в психологический и философский обиход, во многом заимствованная у Платона, представление о коллективном бессознательном и архетипах. В рамках этой книги невозможно разобрать эти идеи подробно, поэтому читатель должен решить сам, чем являются мифы и сказки разных народов. Проявлениями время от времени обостряющегося психологического заболевания неизвестной природы или проявлением общности свойств человеческого разума, ограниченного некоторым набором базовых идей, так же как возможности работы компьютера ограничены программным обеспечением. Либо мифы являются приступами шизофрении, либо сама концепция шизофрении является частью мифологии и порождена архетипом первичной идеи о болезни, как способе оправдать все, что угодно в человеческом поведении, включая сюда и его нежелание думать. Один из известнейших исследователей аутистического мышления, французский психиатр русского происхождения Евгений Минковский, считал аутизм эмоциональной компенсацией за неудачу. Степень удачливости или неудачливости – понятия неизмеримые и относительные. Чаще всего мы ощущаем неудачу как непонятность, реальность отказывается принимать наши намерения и амбиции, отказывается их понимать. Тогда человек совершает побег из внешнего мира во внутренний, ради того, чтобы заняться самоублажением, как это называл Минковский. Можно описать это другими словами. Внешний мир отказывается признавать значимость человеческой индивидуальности, ублажать наши амбиции и самолюбия. Тогда человек придумывает воображаемый мир, в котором он куда более значим, чем в действительности. «Если общество не делает попыток понять человека, то человеку остается только придумать общество, его понимающее», – писал основатель экзистенциальной психиатрии Людвиг Бенсвангер. «Разумеется, в случае аутистического мышления неудача может быть как реальной, так и ожидаемой. Воображаемой, и тогда, как писал Минковский, она окажется попыткой самоублажения, способом почувствовать и пережить воображаемую значимость, вместо значимости, которую человек не смог получить, или ошибочно считает, что никогда не сможет получить в реальной жизни». Минковский называл это «проблемой выбора доминирующей реальности». Если внешний мир и окружающие люди, начиная с родителей, доказывают ребенку ненужность его индивидуальности, если главным воспитательным требованием является следование правилом, а главным воспитательным приемом – страх, то ребенок постепенно создает внутреннюю реальность, в которой может ощутить значимость своих собственных мыслей и чувств. Доминирующей для человека реальностью становится та реальность, в которой он ощущает свою значимость. Это диссоциативная психическая защита. Доминирующая внутренняя реальность воспринимается субъектом как подлинная реальность, и в ней могут раздаваться голоса и разыгрываться личные трагедии, не менее явственные, чем во внешнем мире. Погружение человека в собственный внутренний мир – разрыв двух реальностей – внутренней и внешней. Само по себе не может считаться психопатологическим симптомом. Это лишь начальное условие запуска примитивных психических защит. Примитивная защита по сути своей и есть эгоцентризм. Как мы уже неоднократно обсуждали, все зависит от мотивов поведения. Мы считаем человека интровертом, если он уходит в свою внутреннюю реальность ради того, чтобы создать что-то для других людей – книгу, картину или компьютерную программу. Аутистом мы считаем человека, который создает внутреннюю реальность ради ублажения самого себя и только ради этого. Вспоминая миф о нарциссе, способном любить только свое отражение в воде, Зигмунд Фрейд назвал подобную фиксацию человека на самом себе «нарциссизмом». Нарциссизм – это детско-инфантильное переживание, которое должно исчезать по мере взросления, вместе с появлением чувства любви к другому человеку. Взрослый аутист – это интроверт в отсутствии любви. Аутистическое мышление лечится не с помощью психотропных препаратов, а с помощью любви. Под любовью я в первую очередь подразумеваю способность людей понимать друг друга. Это двухсторонний процесс. Маленький нарцисс выходит за пределы эгоцентризма, обучаясь искусству любви к людям. Окружающие, признавая значимость его индивидуальных возможностей и желаний, помогают ему формировать гармоничные отношения с реальностью. Рональд Лейнг предлагал собственную модель терапии аутизма, главным звеном которого является эмпатия, способность терапевта почувствовать глубину и сложность проблем, переживаемых пациентом. Стоит ли отдельно говорить о том, что назначение, ограничивающих познавательную функцию психотропных препаратов, является худшим способом понимания из всех возможных? «Применяемое сегодня фармакологическое лечение аутистического мышления может вести только к его углублению. Человек все дальше и дальше будет сбегать от мира, созданного равнодушием». «Понимать, что такое человеческое отчаяние, значит понимать, что такое шизофрения», – писал Рональд Лейнг. ДЕТСКИЙ АУТИЗМ Бог – одинокий ребенок, брошенный всеми в пустом магазине игрушек. Бродя среди полок, убивающий время, понимая, что взрослым не нужен, он собрал уже тысячи конструкторов разных, он распечатал всех кукол, но он все еще ищет детали для паззлов, он все еще ходит по кругу». Музыкант Нойз МС Термин «Аутизм» получил широкое распространение благодаря австрийским детским психиатрам Лео Каннеру и Хансу Аспергеру. Мистер Каннер в своей книге «Аутистические нарушения аффективного контакта» 1943 года использовал термин Блейлора для описания раннего и глубокого расстройства способностей к общению у детей. Каннер в своих работах неоднократно указывал, что использовал термин «аутизм» для того, чтобы подчеркнуть, ранний аутизм не имеет отношения к шизофрении. Невзирая на мнение автора, описавшего синдром отечественной психиатрии, постоянно путает термин «детский аутизм» с симптомом аутистического мышления у взрослых. Повинно в этом все то же учение Снежевского об этапных синдромах эндогенно-функциональных расстройств. Детский аутизм воспринимается отечественными специалистами исключительно как один из этапов развития шизофрении. Отсюда возникает типичное пугающее родителей предсказание психиатра. Тут, имеется в виду ребенок, обязательно будет шизофрения. Что-то подобное действительно может случиться, если родители попытаются подменить трудную проблему правильного воспитания ребенка с ранним детским аутизмом, синдромом Каннера, лечением несуществующего психоза, с помощью нейролептиков. В этом случае иллюзию негативных расстройств шизофрении вызовет дефект развития психики ребенка, вызванный назначенными лекарствами. Сам Каннер с начала 60-х годов прошлого века неоднократно писал о недопустимости лечения раннего детского аутизма с помощью антипсихотических лекарственных препаратов. Терапия синдрома Каннера, по мнению специалистов всего мира, должна сводиться к лечебной педагогике и гимнастике, то есть к специальным образовательным и воспитательным приемам. Допустимыми препаратами считаются лекарства ноотропного ряда витамины и антиоксиданты. Каннер считал детский аутизм расстройством, вызванным врожденными неврологическими изменениями мозга. Крайнее аутистическое одиночество, писал он, возникают у ребенка из-за чрезмерной ранимости его нервной системы. В нервной системе подобных детей существует врожденный очаг или множественные очаги патологического возбуждения. Сигналы, поступающие из внешнего мира, тоже оказывают возбуждающее нервную систему действия. Два вида возбуждения, существующие постоянно и поступающие из внешнего мира, интерферируют друг с другом, вызывая невыносимое по каннеру шокирующее для психики ребенка напряжение. Легкое прикосновение воспринимается ребенком как удар, а громкие звуки или шум кажутся смертельной угрозой, способной разрушить хрупкое «я». Взрослый может почувствовать происходящее с ребенком, опираясь на собственный эмоциональный опыт. В непривычных обстоятельствах мы испытываем тревогу, тесно связанную с внутренним напряжением. Когда нас тревожит внутреннее переживание, нервная система оказывается в состоянии напряжения. Мы становимся ранимыми. Любой неожиданный звук, вспышка света или прикосновения способны вызвать у нас неадекватно резкую реакцию. Постоянное внутреннее напряжение приводит к постоянному перевозбуждению. Психика ребенка никак не может согласовать поступающие из внешнего мира сигналы со своим внутренним напряжением. Сигналы путаются, воспринимаются как хаос. Мозг защищается, включая самую древнюю психическую защиту. Ребенок отрицает практически все сигналы, идущие из внешнего мира, как несуществующие, воспринимая попытки контакта как болезненное вторжение, способное разрушить хрупкое внутреннее равновесие. Лечение детей с ранним детским аутизмом психотропными препаратами опасно для их будущего, поэтому признаки синдрома Каннера родителям придется изучать самостоятельно. Необходимо знать следующее. Первое. Признаки аутизма проявляются не позднее трехлетнего возраста. Второе. Главным признаком аутизма является невозможность устанавливать близкие отношения с окружающими людьми. Третье. Ребенок не замечает или игнорирует любые внешние раздражители до тех пор, пока родители не заставляют его реагировать принудительно, например, если они за руки уводят из одного места, в котором он играл, в другое. Четвертое. Для постановки диагноза необходимо отсутствие или резкое ослабление зрительного контакта. Дети с синдромом Каннера не смотрят на человека, старающегося привлечь их внимание. Пятое. Дети с ранним детским аутизмом обычно начинают говорить ближе к трехлетнему возрасту, но в дальнейшем стараются не использовать речь для общения. Шестое. Такие дети имеют отчетливую склонность к бессмысленному повторению речи взрослых – попугайная или граммофонная речь. Седьмое. Такие дети играют в одиночестве. Восьмое. Обычно их игры заключаются в стереотипном повторении каких-либо действий, например, в стереотипном раскладывании предметов. Чаще всего они предпочитают использовать предметы, не предназначенные для игры, например, ручки, карандаши или посуду. Раскладывание предметов для ребенка оказывается способом преодоления внутреннего напряжения. Взрослым хорошо известны из собственного опыта, что раскладывание или упорядочение вещей часто помогает упорядочить чувства, действует успокаивающе. Отсутствие хотя бы двух из перечисленных выше признаков говорит о том, что мы имеем дело с проблемой детского развития, не входящей в синдром Каннера. Кроме раннего детского аутизма, Каннер использовал термин «инфантильный аутизм». Каннер описал и реактивный аутизм – психическую защиту, возникающую у детей, переживших насилие или живущих в неблагополучных семьях. Упоминаний о реактивном аутизме в отечественной литературе найти почти невозможно. Однако мой опыт показывает, что практически во всех случаях, когда вышеперечисленные признаки появляются у детей старше трех лет, мы сталкиваемся с реактивным аутизмом. По мнению Каннера, аутизм, как эмоциональная реакция, психоанализ и психическая защита, может возникать внезапно, как реакция на неожиданный и глубокий испуг ребенка или формироваться постепенно, как реакция на различные формы отвержения, постоянного равнодушия и непонимания близких. Понятно, что подобные реакции могут развиваться и в ответ на распад семьи. Мы часто забываем, что маленькие дети чувствуют и понимают гораздо больше, чем считают родители. Их способность к сопереживанию и эмпатии гораздо глубже, чем у взрослых. При реактивном аутизме у ребенка могут возникать все восемь вышеописанных признаков синдрома Каннера, свидетельствуя о внутреннем напряжении, вызванном внешними причинами. Только в этом случае нежелание говорить, отсутствие зрительного контакта, стремление повторять монотонные движения и граммофонная речь не требуют никаких терапевтических интервенций и пройдут сами собой по мере нормализации психологической обстановки вокруг ребенка. Впрочем, вполне возможно, что развитие потребительской культуры и надежды на чудесные таблетки скоро приведет к тому, что материнскую нежность мы будем считать формой платной психологической помощи. Читатель заметил, наверное, что описанные Каннером причины формирования реактивного аутизма удивительно схожи с обсуждавшимися выше причинами возникновения других патологических психических защит, двойным зажимом Грегори Бейтсона, ролью травмирующих детских переживаний в формировании голосов и псевдогаллюцинации. Мне думается, описание Каннером реактивного аутизма окончательно делает шизофрению Блейлера лишним или ненужным понятием. Дело в том, что существование реактивного аутизма ясно доказывает, что любые негативные расстройства шизофрении на поверку оказываются реактивными расстройствами, эмоциональными реакциями или психическими защитами. Инфантильный аутизм, формирующийся до трех лет, по Каннеру является результатом неврологических проблем, родовой травмы или энцефалопатии, возникающей по иным причинам. Каннер считал, что главной задачей родителей и терапевта является коррекция сигналов внешнего мира, специальной формы обучения. Утверждая, что его инфантильный аутизм не имеет никакого отношения к шизофрении, Каннер с конца 60-х годов прошлого века настаивал на запрете использования аминозина и других появлявшихся в те годы нейролептиков для лечения инфантильного аутизма «Грубым химическим вмешательством мы можем только ухудшить физиологическое состояние мозга ребенка. Мы действуем вслепую, назначая химические вещества, не понимая ни химического механизма, вызывающего аутизм, ни механизма действия самих химических веществ». Что касается работ Ханса Аспергера, то важно понимать, он вообще описывал не болезнь, а тип личности, вводя понятие «аутистическая психопатия». Аспергер подчеркивал в своих статьях, что речь идет не о психозах, а о личности, испытывающей проблемы взаимодействия с другими людьми. Вот триада личностных черт аутистических психопатов. Интеллект выше среднего уровня. Интеллектуальное, а иногда и физическое развитие, существенно опережающее возраст. Восприятие взрослых, как родителей, так и учителей и начальников исключительно в качестве помехи для собственного творчества. В 21 веке молодые люди с подобными чертами личности стали среднестатистической нормой общества. Аутистических психопатов сегодня можно встретить на каждом шагу, а в компаниях, занятых разработкой интеллектуальных технологий, люди с другими личностными чертами практически не встречаются. Однако синдром Аспергера, никогда не описанный автором, но названным его честь, в нашей стране до сих пор может привести молодого человека к инвалидности по психическому заболеванию. Само слово «синдром» по отношению к описанию Аспергера лишь свидетельство того, что любая психопатия у нас считается этапным синдромом психического заболевания. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Психиатрия – это дисциплина, основанная исключительно и только на субъективных описаниях поведения человека и его проблем на психическом статусе. Поэтому включение некоторых кусков описаний других авторов в свою диагностическую систему в психиатрии оказывается особенно некорректным. Я пытаюсь сказать, что если мы говорим об аутистической личности, то должны опираться на описание Аспергера. В любом другом случае, используя лишь фрагменты описания для подтверждения собственной точки зрения, мы пользуемся обычным плагиатом. Поэтому никакого синдрома Аспергера не существует. Да и вылечить всех специалистов по IT-технологиям от шизофрении сегодня уже вряд ли представляется возможным. Отношение молодого человека к родителям, учителям или к коллегам очевидно относится к области морали. Это часть его мировоззрения или его убеждений, которые, видимо, можно изменить с помощью воспитания и самовоспитания. Попытки вылечить человека от мировоззрения или вставить в него с помощью таблеток мораль, по меньшей мере наивны. Если мы не собираемся лечить аутистического психопата от его отношения к родителям и учителям, то болезнью и мишенью терапии становится повышенный интеллект и ускоренное психофизическое развитие. Неадекватный аффект Безразличие – вот идеал одержимого. Эмиль Мишель Чоран Я всегда очень дружески отношусь к тем, кто мне безразличен. Оскар Уальд Самым субъективным в объективной диагностике является оценка эмоционального состояния другого человека. В 70-е годы прошлого века профессор психологии Стэнфордского университета Ли Росс ввел термин «фундаментальная ошибка атрибуции» – склонность человека объяснять поступки и поведение окружающих людей их личностными особенностями, внутренняя диспозиция, а собственное поведение внешними обстоятельствами, внешняя диспозиция. Можно сказать, что для большинства из нас другие люди всегда реагируют неправильно или не совсем верно, всегда совершая интеллектуальные или эмоциональные ошибки. А мы сами, наоборот, всегда правы. Но реализовать собственную правоту нам мешают объективные жизненные обстоятельства. Не стоит забывать, что несмотря на белый халат, психиатр всего лишь человек. Оценивать реакции окружающих как неправильные нам позволяет ни на чем не основанная внутренняя убежденность в том, что мы знаем, как должен в той или иной ситуации вести себя человек. Мужчина должен, женщина должна, ребенок должен. Мы считаем, что раз мы знаем, как должен вести себя человек, то не можем совершать ошибок. Ошибки совершает только другой, не ведущий, как нужно себя вести. Образование психиатра не предполагает преодоление фундаментальной ошибки атрибуции или психоаналитической работы с переносом и контрпереносом. Образование психиатра вообще не предполагает супервизии, анализа поведения врача другим специалистам. Подобный анализ в первую очередь направлен на оценку самокритики, способности врача критически относиться к собственным суждениям. Эйген Блейлер исходил из представлений о том, каким должен быть нормальный человек пуританской буржуазной культуры начала прошлого века. Врачебное образование делало человека того времени представителем респектабельного класса буржуа. В число общепризнанных норм поведения входило уважительное отношение к родителям, независимо от их поступков, уважение к начальству и общепризнанным авторитетам, соблюдение незыблемых норм вежливости, внешняя скромность и сдержанность и т.д. Любое несовпадение с этим стандартом оказывалось признаком психопатологии, точно так же, как чуть позднее признаком психопатологии окажется неверие в истины социализма. Одним из главных негативных симптомов шизофрении у Блейлера оказалось аффективное эмоциональное уплощение. В свою очередь Вильгельм Майер-Гросс, один из авторитетнейших классиков немецкой психиатрии, ученик Блейлера, считал эмоциональное уплощение главным негативным симптомом шизофрении. Руководство клинической психиатрии под редакцией Майер-Гросса было последним иностранным учебником психиатрии, переведенным на русский язык в СССР в 1967 году. Поэтому утверждение из этой книги «Диагностика шизофрении без признаков аффективного уплощения» невозможно и по сей день считается у нас общепризнанным. Это важное утверждение. Согласно Майер-Гроссу можно утверждать, если вы считаете своего ребенка или родственника человеком эмоциональным, добрым, теплым, отзывчивым, любящим, то согласно самому авторитетному немецкому руководству по психиатрии, никакой шизофрении и даже шизотипического расстройства у него нет и не может быть. Однако беда диагностики эмоционального уплощения скрывается в другом. В утверждении, что шизофрения всегда вызывает эмоциональное уплощение, нет обратного смысла. Если врач считает, что у пациента уплощенной эмоциональной реакции, это само по себе никак не может означать, что он болен шизофренией. Беда в том, что учение Снежевского позволяет подобную диагностику. В рамках концепции этапных синдромов эмоциональное уплощение закономерно оказывается этапом развития вялотекущего эндогенного заболевания. Профессор Гелировский советовал для дифференцировки старческих психозов, психозов, вызванных старческой атрофией коры головного мозга, и шизофрении позднего возраста, спрашивать у санитарок мнение о пациентах. Стариков, у которых причиной психоза служила возрастная утрата нервной ткани, санитарки любили и охотно за ними ухаживали. А тех стариков, у которых подозревали старческую шизофрению, санитарки старались обходить стороной, пациенты не проявляли эмоций. Профессия санитарки была когда-то единственной сочувствующей профессией в учреждениях психиатрии. Санитарки в больницах общались с пациентами куда теснее и дольше, чем врачи, да и степень контакта была ближе. В нашей стране врач-психиатр, как уже говорилось, сочувствующим человеком не является. Удивительно, но для того, чтобы поставить субъективным способом объективный диагноз, врач должен демонстрировать больному собственную эмоциональную уплощенность. Хорошее отношение к пациенту, симптом санитарки, позволяет утверждать, мнение об эмоциональной жизни пациента, его родственников, друзей и коллег куда объективнее мнение врача. Близкие люди знают человека на протяжении длительного времени, а врач видит впервые и не более 10 минут. Не бойтесь спорить с врачебной оценкой эмоционального состояния близкого вам человека. Никаких способов объективной оценки эмоциональной уплощенности, как, впрочем, и некой выпуклости человеческих эмоций, не существует. Невозможность построить антитезис всегда доказывает отсутствие логики тезиса. Конечно, вам могут говорить о преимуществах свежего взгляда на пациента. К науке это не имеет никакого отношения. В психологии существует подробно описанный метод психологического наблюдения. У этого метода есть свои правила и критерии. В частности, психолог должен не менее трех суток наблюдать за человеком, если наблюдение используется в качестве главного метода, прежде чем вынести какое-либо заключение о его личности. Даже для оценки эмоциональной замкнутости, наступающей в результате шока. Если хотите реактивного аутизма у ребенка или взрослого, которым оказывается госпитализация в психиатрическую больницу, нужно, чтобы шоковое состояние уменьшилось или прошло. Мы снова сталкиваемся с фундаментальной ошибкой атрибуции. Врач знает, каким должен быть шизофреник и ищет сходство, считая замкнутость признаком лжи. Врач подозревает, что замкнутость означает, что часть симптомов больной пытается вскрыть, в этом его вина. Однако никто не будет продолжать наблюдение. Лечение будет начато немедленно, в первый же день, а нейролептики неминуемо вызовут эмоциональное уплощение, которое еще больше убедит врача в правильности поставленного диагноза. Наступил 21 век. То, что Блейлер считал неадекватным аффектом, все больше и больше превращается в норму отношений между людьми. Врач в нашей стране давно превратился в пролетария, не ощущая себя представителем элиты, обязанным поддерживать социальные устои общества. Мы постепенно утрачиваем сочувствие друг к другу. Уважение к родителям, как и доверие к властям, больше не кажется чем-то обязательным. Эмоциональное уплощение все больше становится профессиональным требованием. Психиатры и психологи боятся сопереживать пациентам, считая, что это грозит эмоциональным выгоранием. Начальству нужно подчиняться, но это никак не связано с развитием взаимного уважения между начальником и подчиненным. Вежливость стала вещью сугубо добровольной. Соблюдать ее нормы можно, когда от этого хочешь, и так, как ты это понимаешь. Еще один негативный симптом шизофрении стал нормой социальной жизни. Для меня это означает, что и во времена Блейлера он являлся не болезнью, а психологической проблемой, которую общество чувствовало, но боялось осознать. Социум пытался отрицать, вытеснить из общества психиатрические больницы проблему равнодушия людей друг к другу. Мы говорим о примитивной психической защите, возникшей на уровне общества, вытеснении или отрицании нарастающего отчуждения людей друг от друга. На мой взгляд, именно нарастающее равнодушие, недостаточно осознанное или объявленное дефектом отдельных лиц, классов или национальностей, взорвалось психозами фашизма и сталинизма. Эрнст Кречмер описал один из вариантов неадекватного аффекта, назвав его феноменом дерева и стекла. Правда, Кречмер считал этот феномен одним из ведущих проявлений шизоидной личности, а не симптомом болезни. Это противоречие с автором термина – лишь еще одна иллюстрация того, как учение об этапных синдромах превращает представление о личности в симптомы болезни. Смулевич пытался доказать, что шизоидные особенности личности являются проявлениями вялой текущей шизофрении, точнее говоря, ее латентного варианта. В этом случае человек болеет шизофренией всю жизнь, но она не имеет динамики, стоит на месте, как вода в болоте, метафора Смулевича, определяя исключительно характер и особенности поведения. Результатом подобного развития концепции вялой текущей шизофрении стала неразличимость понятий «болезнь» и «личность» в сознании отечественного психиатра. Феномен дерева и стекла – сочетание в одном характере равнодушия по отношению к близким людям с сентиментальностью по отношению к другим избранным живым существам. Человек может быть абсолютно равнодушен к судьбе и страданиям собственной матери или детей, одновременно проявляя крайнюю заботливость и сострадание к домашним животным или растениям. Общеизвестный пример – Адольф Гитлер очень любил своих собак, при этом издевался над своими женщинами и был абсолютно равнодушен к судьбам миллионов людей, отправленных им на смерть. Страдал ли Гитлер шизофренией? С моей точки зрения, сама постановка этого вопроса является попыткой лишить тирана ответственности, перенеся ее на болезнь, управляющую его поведением. Смулевич, как и многие другие отечественные психиатры, считает случай Гитлера примером вялотекущей шизофрении. Однако, согласно Майер-Гроссу, подобный диагноз фюреру, как и большинству тоталитарных властителей, поставить невозможно, поскольку основным расстройством в этом случае должно являться эмоциональное уплощение. Главным проявлением потери эмоций является отсутствие способности к сочувствию. Сочувствие – это не жалость, а способность к эмпатии, пониманию чувств другого. Эмоциональное уплощение не позволило бы фюреру оказывать колоссальное гипнотическое влияние на толпу. Авторитарные личности не смогли бы добиться успеха, страдая эмоциональным дефектом. Влияние на людей требует эмоционального резонанса, эмпатии. Для управления массами нужно уметь чувствовать их главные интересы и желания. Все тираны изначально вызывали у людей искреннюю симпатию. Уже известный нам симптом санитарок показывает, что подобные люди не вызывают симпатии у окружающих. Психологи и философы франкфуртской школы, в первую очередь Теодор Адорна, создали концепцию функционирования авторитарной личности. Ее жизнь основана на отсутствии родительской любви. То есть авторитарность – еще одна форма психической защиты от инфантильного чувства униженности, альтернатива отрицанию и диссоциации. Ребенок, потребности которого в заботе и любви ограничены равнодушием и строгостью матери, молчаливо терпит все события, воспринимаемые им как унижение, ожидая освобождения от опеки, смерти родителей или достижения совершеннолетия. Достигнув возраста самостоятельности, он проецирует ненавистные образы родителей на окружающих, требуя от них беспрекословного подчинения и восхищения собственной персоной. Был ли Гитлер шизоидной личностью? Наверное, был. Во всяком случае, склонность к сексуальным извращениям и феномен дерева и стекла в структуре личности Гитлера, несомненно, были. Его воспитывала деспотичная мать, не проявлявшая по отношению к ребенку никаких чувств. Его детство и юность прошли в непрерывных унижениях, в том числе в период военной службы. О том, насколько подобные вещи могут объяснить поведение садиста, можно много спорить. Главное не перепутать объяснение с оправданием. Отношение ребенка к родителям не оправдывает поведение взрослого человека, поскольку последний обладает взрослым самостоятельным разумом. Понять мотивы поведения личности вовсе не означает простить ей преступления. В нашей культуре прощает и оправдывает только болезнь, что-то похожее на синдром кандинского клерамбо. Не я совершил преступление, кто-то другой управлял моими мыслями и руками. У больного это утверждение становится буквальным. Это единственный возможный механизм полного самооправдания. Вот еще один, схожий по сути вариант. Не я совершил преступление, я выполнял приказ начальства. Возможно, это утверждение знакомо многим по книге Ханны Орент «Банальность зла». Книга написана на основе ее репортажей из Иерусалима, рассказывающих о судебном процессе над Адольфом Ихманом, нацистским преступником, возглавлявшим отдел главного управления безопасности Третьего рейха и занимавшейся организацией поставленного на промышленные рельсы массового истребления евреев в немецких контрационных лагерях. Именно строгим соблюдением приказов высшестоящего руководства и оправдывал свои преступления Ихман. Суть книги в утверждении «Бесчеловечное зло совершают обычные люди, добропорядочные и семейные граждане, принимающие в качестве нормы установленный в обществе порядок и добросовестно выполняющие обязательства, предписанные действующим законодательством». Оппоненты Орент, путая понимание и оправдание, писали, между прочим, что она защищает Ихмана, хотя его безразличная и пассивная исполнительность приводила ее в ужас. Это и есть феномен дерева и стекла в его наиболее страшном социальном измерении. Черты личности были объявлены в нашей стране симптомом психического заболевания, поскольку в подобном оправдании в тоталитарной стране нуждаются почти все, и сами психиатры в первую очередь. Психиатр подчеркнуто равнодушно, без сочувствия относятся к собственным пациентам. Большинство психиатров компенсируют это равнодушие сентиментальностью в отношении к своим близким, домашним животным, предметам коллекции и другим хобби. Равнодушие оправдывается профессиональным навыком, выработку которого требует законодатель и преподаватель специальности. Оправдывает ли это неадекватный аффект в качестве основы профессиональной деятельности? В сегодняшних обстоятельствах жизни в нашем Отечестве отвечать на этот вопрос каждому предстоит самостоятельно. Мне думается, что сентиментальность как примитивная психическая защита не снимает ни вины, ни ответственности, поскольку все читающие эти строки – взрослые люди, способные принимать самостоятельные решения. Лекарственный препарат, имеющий в названии приставку анти, антипсихотик или антидепрессант, предназначен для изъятия аффекта, психоза или депрессии из структуры человеческой души. Простейшая логика позволяет понять, что такие препараты ничего не могут добавить душе обедневшей. Они никак не могут увеличить меру сочувствия, главные утраты больной своим временем души, не могут прибавить эмоциям человечность, глубину и искренность сопереживания. Есть и еще один не менее значимый аспект проблемы неадекватного аффекта. О подлинных чувствах и эмоциях человека далеко не всегда можно судить на основании его слов или поступков. В советском обществе говорить о своих чувствах или переживаниях считалось постыдным. Кажется, что это было давно, но советское поколение – родители сегодняшних взрослых людей. За десятилетия работы психиатром и наркологом я убедился, феномен, который коллеги при описании психического статуса именуют эмоциональной холодностью или феноменом дерева и стекла, чаще всего оказывается алекситимией, неумением человека называть свои чувства и эмоции и говорить о них. Еще в большей степени это относится к чувствам и эмоциям другого человека. В привычном словаре не хватает слов и понятий для передачи партнеру нюансов собственного настроения и осознания его эмоций. Мы, например, с радостью подхватываем у медицины термины депрессия или эйфория, безуспешно пытаясь передать с их помощью собственные эмоциональные переживания. «У меня депрессия», – говорит пациент, – и мгновенно теряется, когда я прошу рассказать о мыслях и переживаниях подробно, без терминов и диагнозов. Можно предположить, что невероятные успехи публичных выступлений Гитлера, возможно, были связаны с тем, что у фюрера был дар к свободному выражению эмоций, а пуританская немецкая культура тех лет была схожа с советской – публичная демонстрация чувств считалась неприличной. Большинство немцев не умело демонстрировать свои эмоции, считая это ненужным. Поэтому немцы проецировали свои эмоции Гитлеру, принимая его эмоции и эмоциональные высказывания, как свои собственные. Фюрер выражал словами чувства вместо целого народа. Способность передавать чувства сегодня называют эмоциональным интеллектом. Однако развитие эмоционального интеллекта ребенка – функция гуманитарного образования, которого больше нет. Уроки ритмики, музыки, пения и литературы учили человека пониманию неоднозначных эмоций и чувств, развивали эмоциональный интеллект. Давайте признаем, в современных школах эти предметы отсутствуют. Дольше других продержались уроки литературы, но изменившееся целеполагание необходимость сдать ЕГЭ любой ценой привело к тому, что обсуждать чувства литературных персонажей и говорить о них больше нет времени, нужно зубрить краткие критические формулы, требуемые для ответа на экзамене. Краткий пересказ литературной классики, точно так же, как большинство виртуальных игр, а следом за ними и общение в мессенджерах и в социальных сетях, не требует нюансировки чувств. Возможно, вы замечали, как современному человеку не хватает смайликов во время живого общения. Нам все труднее и труднее рассказать партнеру о своих переживаниях. Для того, чтобы быть понятым, хочется поставить смайли в конце высказывания. Это была шутка. Это грустно. Я говорю это с любовью. Эмоции, которые мы умеем выражать сегодня, остаются на бинарной черно-белой оси. Хорошо – плохо. Нравится – не нравится. Смешно – не смешно. То, что еще совсем недавно было поэзией дружеского общения, гармонии слов, жестов, интонаций, создающих атмосферу эмоционального тепла, свелось к системе взаимных оценок поведения участников виртуального диалекта, по тому же принципу черного и белого. Мы даже не задумываемся, что это не выражение чувств, а способ психической защиты от них. Мы защищаемся от способности чувствовать, ожидая, что чувства могут принести боль. Обратите внимание, мы защищаемся не от реально пережитого, а от собственных проекций, выдавая свои ожидания за реальность, демонстрируя социально обусловленный аутизм. Все это и приводит к неадекватному аффекту, эмоциональному уплощению или феномену дерева и стекла. Пытаясь лишиться эмоций, спрятать их от самого себя и от окружающих, человек старается выглядеть равнодушным, но не выдерживает этого. Избавиться от чувств невозможно, такая попытка способна лишь до предела усилить напряжение и тревогу. В результате ожидаемые эмоции прорывают примитивную психическую защиту и неожиданно для своего хозяина выплескиваются наружу. Подобные проявления чувств всегда парадоксальны. Они могут выражаться в виде всепоглощающей любви к кошкам и в виде внезапной переворачивающей жизнь влюбленности, немотивированной агрессии и приступах раздражения чаще всего по отношению к близким. Загадочный неадекватный аффект оказывается понятным социально-психологическим феноменом. Ассоциации Неопровержимая логика характерна для маньяка. Агата Кристи Кто не понимает логики, обычно не понимает и того, что он ее не понимает. Тадеуш Катарбинский Термин ассоциации для своего учения о шизофрении Эгген Блейлер позаимствовал у философа-эмпирика Джона Локка. Локк называл ассоциациями ошибочное или случайное соединение мыслей, идей или иных продуктов восприятия. Изначально никак не связанные между собой явления соединяются в сознании человека, образуя ошибочную смысловую связь. Блейлер считал, что симптомом шизофрении являются ассоциации, то есть случайным образом связанные друг с другом события, образы или мысли, создающие у пациента впечатление знания. Причем возникает это знание по принципу метафоры, по субъективным признакам внешнего сходства без попыток обнаружения глубоких, логических или сущностных связей между ними. Парадоксально, но именно так, с моей точки зрения, выглядит выделение самим Блейлером новой нозологической формы. Довольно быстро выяснилось, что отделить случайные ассоциации от неслучайных практически невозможно. Дело в том, что человек при восприятии некоторой последовательности событий сначала всегда устанавливает случайную связь и лишь затем, сопоставляя случайные ассоциации с полученными знаниями и опытом реагирования на ту или иную ситуацию, устанавливает случайность или неслучайность полученных впечатлений. Более того, в 21 веке ассоциации Локка и Блейлера превратились в неотъемлемую часть креативности, способности высоко ценимы при приеме на работу. Если вдуматься, то окажется, что креативность и есть обнаружение ассоциаций, обнаружение взаимосвязи между объектами и событиями, которые ранее считались несвязанными между собой. Родная сестра Эгина Блейлера, Паулина Анна Блейлер, страдала психическим расстройством, главным симптомом которого Блейлер считал синестезию. Раздражение одной сенсорной системы раздражает и другую. Главной особенностью переживаний Паулины был цветовой слух. Когда она слушала музыку, то видела разноцветные геометрические фигуры, а при восприятии человеческой речи – разноцветные всполохи, мешавшие ей понимать собеседника. Блейлер, считавший синестезию типичным примером разрыва ассоциаций, содержал сестру в собственной клинике с диагнозом шизофрения. Надо сказать, что эта особенность была наследственной, и сам Эйген Блейлер обладал цветовым слухом. Правда, он утверждал, что ему самому подобные переживания не мешают воспринимать как музыку, так и речь. На основании этих различий у себя самого Блейлер не обнаружил никаких психических заболеваний. Давайте оставим эту часть личной истории Эйгена Блейлера без комментариев. Хочу лишь отметить, что сегодня способность к хромостезии, цветовому слуху, считается признаком творческой одаренности. Ей обладали многие великие композиторы и писатели – Скрябин, Римский Корсаков, Набоков. Способности к синестезии вообще связаны с тонкой эмоциональной чуткостью человека. Многие синестетики говорили об эмпатии прикосновений, когда при прикосновении к партнеру по общению с синестета волной охватывается переживание. Он переживает те же физические и эмоциональные ощущения, что и его партнер по общению. Поэтому с обязательной по Блейлеру и Майер-Гроссу для шизофрении эмоциональной холодностью подобный разрыв ассоциаций совместить невозможно. Однако для системы Блейлера это симптом – ассоциативное мышление, сопровождающееся чувством открытости. Вот типичная цитата из текста Блейлера, описывающая искажение процесса обобщения. Мысли отражают лишь поверхностную сторону явлений. Сущностные отношения между объектами мало принимаются во внимание. Предметное содержание вещей и явлений не учитывается. Пользуясь термином Жанна Поля Сартра, появившимся несколько позже, можно сказать, что Блейлер считал страдающими шизофренией всех людей, не способных учитывать экзистенцию, сущность, предметы или явления. Тогда нормальными людьми можно считать только философов-экзистенциалистов, а согласиться с подобным предположением достаточно трудно. Как мы знаем, опора на метафоры легко приводит самого психиатра к построению цепочки случайных ассоциаций. Если читатель вернется к главе, посвященной различиям между метафорой и метанемией, то легко поймет, Блейлер обвиняет больных шизофренией в метафорическом мышлении, то есть метафора занимает место метанемии. И вновь возникает фундаментальная ошибка атрибуции. Психиатр имеет право мыслить метафорически, поскольку это оправдано объективными обстоятельствами, необходимостью лечить больных. А больные люди не имеют права мыслить подобным способом, поскольку их ошибка вызвана эндогенным внутренним заболеванием. Вот классический пример шизофренической метафоры из учебных пособий по психиатрии. Больной во время психологического теста объединяет в одну группу предметов стол, кровать и шкаф, называя их объемами, ограниченными деревянными плоскостями. Психиатр считает это признаком разрыва ассоциаций, поскольку все эти предметы имеют разное функциональное назначение. Однако все эти предметы во времена Блейлера действительно делали из дерева. Современный продавец мебели или дизайнер, скорее всего, объединили бы их именно по такому принципу. В интернете вы встретите миллионы теорий, построенных на куда более поверхностных обобщениях, чем приведенные выше. Становится страшно, когда начинаешь понимать, что на основании подобных симптомов ставились и ставятся диагнозы, способные испортить человеку всю дальнейшую жизнь. Поверхностные метафоры – кошмар современной науки, да и культуры в целом. Выделение глубинных смысловых ассоциаций метанимического сходства между объектами и событиями – это сложный навык, основанный на систематическом образовании. Возможно, утрата способности выделять главное, существенное, экзистенциальное в потоке событий прочитанных текстов просмотренных фильмов при ближайшем рассмотрении окажется главным психическим дефектом нашего времени. ЕГЭ требует запоминания информации, а не ее осмысления. Я пробовал давать современным молодым людям от 18 до 28 лет страничку художественного текста и просил в двух словах пересказать, о чем этот текст. 82 человека из 100 опрошенных не смогли этого сделать. Точно так же молодые люди с легкостью могут пересказать содержание просмотренного фильма, но передать его смысл, сущностное отношение внутри художественного произведения не может подавляющее большинство. Виновата в этом вовсе не загадочная эндогенная болезнь, а потребительская культура, главной задачей которой является производство хороших потребителей, а хороший потребитель не должен понимать смысл того, что он потребляет. Понимание смысла уменьшает потребление. Термин «резонерство» описывает типичные нарушения ассоциативного мышления при шизофрении. Давайте возьмем определение из толкового словаря психиатрических терминов Блейхера и Крупка 1995 года. «Резонерство» характеризуется чрезмерной потребностью в самовыражении и самоутверждении, утрированной претенциозно-оценочной позиции больного, а фиктивной неадекватностью выбора объекта рассуждательства, несоответствием этого объекта способом доказательств и рассуждений, тенденцией к сверхобобщениям по пустячному поводу, недостаточной самокритичностью своеобразной манерой речи. Вам не становится страшно? Если основываться на этом описании, огромное количество людей можно госпитализировать безо всяких проблем, ведь это описание соответствует выраженному шизофреническому дефекту. Теперь попробуйте представить себе вялое резонерство, ослабленное или мягкое. Именно так оно должно выглядеть при вялотекущей шизофрении. Так что помните немного похвастаться или сообщить, что вы требуете уважения к себе и являетесь специалистом в какой-либо области, на приеме у психиатра опасно. Не случайно же симптомы резонерства встречаются решительно во всех экспертных заключениях психиатров, ставивших отечественным диссидентом все тот же диагноз. Метафизическая интоксикация «Умные среди дураков всегда странны» Виссарион Белинский «Знание – это то, что наиболее существенным образом возвышает одного человека над другим» Джозеф Адисон Философ Дэвид Юм никогда бы не мог предположить, что некоторые фрагменты его трактата о природе человека станут в далекой стране поводом к борьбе с философской мыслью через объявление ее психическим заболеванием. Юм пытался объяснить, что человек, занимаясь поиском любых знаний вообще, должен сначала сформировать в своем сознании критерии достоверности знания, то есть базовые мировоззренческие позиции, начало знания. Согласно Юму, если человеческий разум не дисциплинирован богословским или философским образованием, то человек может пережить метафизическое отравление. Без сформированного взгляда на мир, антологической позиции личности, человеческий разум лишается оси и способен, как писал Юм, запутаться в чужих идеях. Читатели этой книги могут обратить внимание на сходство идей Юма с идеями психиатра Дюпре, считавшего причиной мифомании отсутствие базового образования. Мифомания Дюпре, как и метафизическое отравление Юма, фактически является описанием психодинамики человеческой глупости, педагогической запущенности на языке психиатрии. Обучение об этапных синдромах шизофрении позволило отечественной психиатрии описать синдром метафизической интоксикации в качестве одного из ведущих признаков нарушения мышления при шизофрении. Собственно говоря, запутанности молодого человека в чужих идеях и по сей день достаточно для диагноза вялотекущая шизофрения. Сегодня шизотипическое расстройство. Ключевым симптомом данного синдрома стоит считать резонерство, пишет психиатр Личко. При этом в первую очередь проявляется склонность именно к бесплодному мудрствованию, лишенному какой-нибудь активной деятельности. Больные могут много читать по интересующей их теме, в том числе запоем. Однако чтение также непродуктивно и мало ведет к обогащению знаниями. Обсуждая простые бытовые вопросы, больные затрудняются точно сформулировать предмет разговора, выражаются витиевато, рассматривают проблемы с точки зрения наиболее абстрактных наук, философии, этики, космологии. Подобная склонность к пространным, бесплодным философским рассуждениям часто сочетается с нелепыми абстрактными увлечениями. В другом месте текста «Метафизическая интоксикация, психопатологический синдром спектра расстройств мышления, характеризующийся размышлениями на отвлеченные темы, отличительными признаками которых является примитивность, отрыв от реальности и отсутствие критики, может привести к социальной дезаптации, фанатизму и одержимости сверхценными идеями». Особенно позорную роль в формировании учения о метафизической интоксикации сыграла диссертация психиатра Дубницкого «Особые сверхценные образования типа метафизической интоксикации при юношеской шизофрении» 1977 год. Этот текст носит любые философские увлечения подростка к навязчиванию мудрствованию. Но особое сродство с диагнозом шизофрении с его точки зрения имеет склонность к самоанализу, поскольку для самоанализа у подростка нет объективных оснований. Диссертация защищалась во времена марксизма и научного атеизма, и она оказала существенное влияние на умы психиатров. Появилась возможность диагностировать шизофрению у всех поклонников идеалистической философии, не говоря уже о верующих. Дэвид Юм, философ-идеалист, блестяще образованный по меркам своего времени, имел полное право рассуждать о том, что происходит с душой человека, не получившего базового образования. Главная проблема подобных медицинских выводов заключается в том, что образование врача, как и писал Курт Шнайдер, не позволяет отличать абстрактное философствование от конкретного и нелепое убеждение от убеждений истинных. Возможность судить о степени нелепости знаний и мнения человека предоставлены людям абсолютно не разбирающимся в соответствующих философских или космологических представлениях. Существуют профессиональные методы оценки уровня знаний, но такие понятия, как нелепость или степень абстракции философских рассуждений, оценки не подаются. Такого рода определения можно было бы счесть своеобразным медицинским хамством и простить, если бы они не были способны испортить всю жизнь подростку, получившему соответствующий диагноз. Склонность к самоанализу и саморефлексии – естественная необходимость подросткового возраста. Главной задачей этого возрастного кризиса является сепарация, отделение молодого человека от родительской семьи, осознание себя отдельной самостоятельной личностью. Разумеется, стать самостоятельным без саморефлексии, в том числе и болезненной, невозможно. Стоит заметить, что все это не отменяют утверждения Дэвида Юма о том, что знаниями можно отравиться. Правда, опасность эту можно преодолеть только с помощью другого, более глубокого познания, а с помощью таблеток можно лишь притупить, ухудшить восприятие знаний, совершить невозможную для человека попытку отказа от познания. Подросток – человек, чаще всего использующий знания, в том числе философские и метафизические, как примитивную психическую защиту. Рационализируя, так называется, эта защита в психоанализе, он защищается от чрезмерной ранимости своего самолюбия и от тревоги, которую эта ранимость усиливает. В процессе операции, теряя опору в родительских образах, он пытается найти ее в системе окончательных знаний. Утверждение «я все и без вас знаю» первый этап формирования подобной защиты. Становление гендерных отношений, появление новых неизвестных до этой поры чувств и эмоций приводит к интенсивному самоанализу и поиску способов самооценки. Самоанализ часто приводит подростка к неутешительным выводам. Тревога усиливается и требует доказательств собственного превосходства и значимости, хотя бы в каких-то областях бытия вообще и знаний в частности. Самоанализ должен ответить на вопросы, чем я могу быть важен для других, что во мне особенного. Если человек не чувствует за собой материального, денежного или физического превосходства, то магнетические, метафизические или философские знания часто кажутся простым способом получить интеллектуальное преимущество среди сверстников. Подходящие для этой цели знания должны быть особенными, тайными или метафизическими. Сегодняшнее образование, как среднее, так и высшее, не предполагает формирование устойчивых базовых мировоззренческих позиций. Никто не рассказывает молодым людям об эндологических основах познания, поэтому у молодого человека нет шансов выработать критическое отношение к тайным знаниям, распространяющимся в интернете как эпидемия. Это один из популярных товаров массовой культуры. Такие знания должны обладать двумя характеристиками. Во-первых, они должны быть просты в изложении, доступны пониманию подростка. А во-вторых, это должны быть знания не для всех, способные сделать человека значимым, то есть придать его личности свойства уникальности и могущества. Если современная культура, так же как культура социализма, считает уникальность молодого человека чем-то ненужным, а социальные способы самореализации отсутствуют, то подросток вполне может попытаться обнаружить в какой-нибудь тоталитарной секте уникальные эзотерические знания, позволяющие ему почувствовать уникальность собственной личности. Если базовые философские знания получить негде, то на их месте оказываются псевдофилософские, магические знания. Подобные знания, разбросанные в сети, по крайней мере, обещают возможность обрести перспективу в бесперспективной реальности. С точки зрения взрослого наблюдателя эти знания приведут к отрыву, к отчуждению от реальности. С помощью магических знаний можно управлять только одной реальностью – реальностью собственного воображения. В этой реальности, в отличие от реальности внешнего мира, подросток будет чувствовать себя значимой личностью, ведь способность смотреть на мир глазами мистика, оккультиста и философа и есть магическая способность подняться над повседневной суетой взрослого мира. Можно ли как-то определить, чем отличаются простые или примитивные знания от базовых начал познания? Это тема для отдельной книги, но один из важнейших для образования аспектов я попробую наметить. Примитивные знания – это знания, имеющие свойства окончательности. Можно сказать и по-другому. Простые знания – это догмы, это знания, не подверженные критики. Что более реально – факты или наше мнение о них? Существуют ли вообще факты, независимые от субъективного наблюдателя? Наши отношения к событиям куда важнее для нас, чем сами происходящие события. Объективного взгляда на вещи не существует. Взгляд человека всегда субъективен. Индивидуальность и есть субъект. Это не перечень философских парадоксов, а описание неотложной педагогической необходимости. Человек с юности должен понимать, что любые знания относительны. Окончательной истиной о нашем мире может владеть только его создатель. Любая истина, которой владеет человек, субъективна и неполна. Первым эту мысль выразил Сократ, произнося «Я знаю только, что ничего не знаю». Этой фразой, пожалуй, можно передать главный недостаток нашего образования. Самые разные учителя от эзотериков до преподавателей пытаются привить своим ученикам окончательные знания, притворяясь, что они владеют истиной. Догмы или знания, не подверженные сомнению в структуре психики, пытаются доминировать над индивидуальностью, подавляя ее стремление к уникальности. Они вызывают уже хорошо нам знакомую истерическую диссоциацию личности. Мы довольно часто встречаем людей, которые говорят не своими словами, а словами своего гуру, главы секты или непосредственного начальника. Вот вам типичный пример метафизической интоксикации. То, что человек, объявляя для себя окончательными знаниями, отрывается от основной личности и становится похожим на одержимость. Напомню вам, что это примитивная психическая защита. Принимая некое знание как абсолютную истину, человек отказывается от свободы, понижая тем самым уровень тревоги. Попытка самоидентификации с примитивными метафизическими знаниями вызывает хорошо знакомую нам истерическую диссоциацию. Не человек говорит о чем-то, опираясь на собственные знания, а заученные обрывки истин начинают говорить от его имени. Дэвид Юм очень схоже описывал отравление метафизикой. Привлекать для описания всех этих психологических процессов понятия душевной болезни можно с одной единственной целью замаскировать, скрыть от общественного знания острейшие социально-психологические проблемы общества. Отрицая потребность молодых людей в чувстве собственной уникальности, мы рискуем объявить психической болезнью любые проявления оригинальной мысли и творческого духа. Вместе с тем, чем меньше возможностей для самореализации имеет молодой человек, тем больше психических и соматических болезней диагностируют врачи. В качестве примера, немного отступая от темы, можно привести проблему нервной анорексии у молодых девушек. Эта проблема оказалась настолько непонятной психиатрией, что ее тоже начали лечить как вариант вялотекущей шизофрении с помощью все тех же антипсихотических лекарственных препаратов. На мой взгляд, применять подобные препараты у девушек в состоянии мышечной дистрофии смертельно опасны, поскольку нейролептики способны лишь ускорить дистрофические процессы. Проблема нервной анорексии заключается не только в попытке молодых женщин соответствовать стандартам гламурной красоты, но и в попытке их превзойти, стать не просто худыми, но уникально худыми, худее всех худых. Это еще одна форма вытесненного, запретного желания чувствовать себя уникальной, единственной в своем роде. Советская психиатрия сформировалась в эпоху социализма. Для коллективистской психологии нет ничего враждебнее уникальности или яркой индивидуальности. Весь сталинский террор, как и последовавший за ним террор политической психиатрии, имел одну главную задачу – борьбу с индивидуальной значимостью человека. Поэтому и метафизическая интоксикация, как симптом шизофрении, всего лишь опасная метафора – ментальный вирус, запущенный психиатрией в социум. Другие нарушения мышления «Самая тяжелая болезнь мира – мышление. Она неизлечима». Эрих Мария Ремарк Отечественная психиатрия считает отдельные, никак не связанные с синдромом психического автоматизма, эпизоды нарушения мышления, симптомами шизофрении. Мышление – процесс загадочный. Никто никогда не определил стандартных или нормальных характеристик темпа мышления или связанности, логичности, ассоциации. Мысли нормального человека способны к плавному течению и стремительной скачке. Мысли возникают вслед за эмоцией, за страхом, например, и, следуя за ней, способны внезапно обрываться и продолжаться вновь. Человек может одновременно обдумывать мысли, прямо противоположные друг другу, Великий Гегель считал, что именно так и должны думать нормальные люди. Человек, получивший сообщение врача о наличии и нарушении мышления, с легкостью соглашается, обнаруживая у себя все перечисленные психиатром симптомы, главным образом скачку идей, фуга и диарум, заторможенность или ригидность мышления, а также обрывы, шперлок, и соскальзывание мыслей. Нам трудно понять себя, в нашей душе скрыто бесконечное количество противоречивых мыслей и эмоций. Поэтому мы склонны узнавать себя и свойства своей души в абстрактных описаниях, высказанных в наш адрес авторитетным человеком. Этот уже вспоминавшийся нами эффект на поверку оказывается главным эффектом, с помощью которого психиатрия манипулирует своим пациентом. В психологии этот прием получил название эффекта Форрера. В 1948 году Бертрам Форрер объявил своим студентам, что проведет с ними специальный тест, предназначенный для индивидуального анализа личности. Однако вместо настоящего анализа свойств характера, психолог раздал всем студентам один и тот же листок с невнятным текстом, составленным из фрагментов гороскопа. После этого экспериментатор попросил каждого участника оценить соответствие описания индивидуальным чертам их личности. По пятибалльной шкале студенты в среднем оценили совпадение в 4,26 балла. Этот эксперимент с тем же результатами впоследствии повторяли десятки независимых исследователей. Слушая врача, пациент начинает приписывать себе акцентуированные врачом симптомы, выделяя схожие элементы с помощью внимания. Эти элементы отныне пациент для себя объявит болезнью, то есть начнет отчуждение части процессов собственного мышления от цельной личности. Так начинается процесс гетерогенной, вызванный врачом, диссоциации личности. Индивидуальность под воздействием страха болезни разделяется на испуганного наблюдателя и шизофреника, количество симптомов которого все больше увеличивается за счет избыточного серьезного отношения к определенным деталям собственной мыслительной деятельности. Особое значение в диагностике шизофрении психиатрия придает шперунгу, внезапному обрыву мыслей. Человек как будто забывает, о чем он говорил, или не понимает обращенного к нему вопроса. Пациент может сообщать, что у него голова внезапно стала пустой, все мысли исчезли. Пациентам стоит знать, в подавляющем большинстве случаев подобная ситуация говорит о том, что поток мыслей был остановлен стрессом или сильной эмоцией, испугом или удивлением, вызвавшим внезапную растерянность. Чувство обрыва мыслей или пустой головы часто возникает как проявление стыда или стеснительности. Я не знаю, что вам ответить. Курт Шнайдер в своем руководстве отмечал, Сам факт того, что человек оказался на приеме у психиатра, приводит к стыду, одним из способов описания которого может оказаться чувство пустой головы, передающая способность больного от волнения сконцентрироваться на вопросах психиатра. Соскальзывание мыслей или ответы не по существу заданного вопроса чаще всего тоже связаны с волнением. Существует множество людей, которые привыкли мыслить неторопливо. Прежде чем такие люди отвечают на вопрос, они должны внутренне подготовить верный ответ. Врачи обычно торопятся и задают вопросы в непривычном человеку темпе. Пациент ощущает стресс и возникает соскальзывание. Человек отвечает не по существу вопроса. Вместо того, чтобы попросить у врача паузу, пациент, отвечая на конкретный вопрос, может вспомнить что-то из личной жизни, а затем, немного успокоившись, за время вспоминаний вернуться к ответу. Темп и ритм размышления у людей разного возраста и профессий может варьировать в очень широких пределах. Обстоятельное мышление играет огромную роль при решении вопроса об изменении личности, писал Курт Шнайдер. Но этот симптом можно привлекать к диагностике лишь в очевидных случаях. Обстоятельность или заторможенность и действий, и мышление могут наблюдаться у многих людей как черты характера. Целые народы могут иметь в их качестве своих характерных черт. Для юношеского и молодого возраста более характерно ускоренное мышление, то, что когда-то называлось возбудимым умом, попыткой высказать за единицу времени как можно больше мыслей и ассоциаций. Иногда у собеседника может возникнуть ощущение, что смысл такой речи, напоминающий пулеметную очередь, понять невозможно. «Под ускоренным мышлением или скачкой идей понимают возбужденное мышление, речь, лишенную цельного смысла и сбивающуюся с основного пути», писал Курт Шнайдер. «Но на этом основании еще нельзя делать вывод, что речь идет о маниакальном состоянии и тем более шизофрении». Лихорадочный больной или пьяный человек, возбужденно рассказывающий о своих переживаниях, могут продемонстрировать точно такую же скачку идей. Примеры четко выраженной скачки идей, при которой ход мышления обуславливается случайным ассоциированием, частично по звуку, частично по принципу рядом стоящего слова, являются на практике такими редкими, что учебники по психиатрии в большинстве случаев повторяют примеры из старых руководств. Классической скачки идей по учебнику Крепелина мне тоже наблюдать не довелось, однако я сталкивался с сотнями случаев, когда этот синдром диагностировался без достаточных на то оснований. На мой взгляд, и сегодня в подавляющем большинстве случаев ускоренный темп мышления связан не с загадочным психозом, а с формами привычной интоксикации, алкогольным или наркотическим опьянением, приводящим к физиологически понятному возбуждению нервной ткани. Я имею в виду и отдаленные последствия воздействия химической интоксикации на нервную клетку. Мне много раз довелось наблюдать, как длительный прием антидепрессантов и атипичных нейролептиков с выраженным стимулирующим эффектом, Сираквель, например, приводил к состояниям, сходным со скачкой идей. Незаметная для непосвященного взгляда проблема отечественной психиатрии и наркологии заключается в том, что проблему химической зависимости мы рассматриваем сегодня через призму шизофрении. С точки зрения отечественной психиатрии наркотик воздействует на психику не напрямую, а опосредованно. Складывается такое впечатление, что наркотики-психостимуляторы кокаин, амфетамины или их производные в виде распространенных сегодня солей сами по себе не обладают возбуждающим действием, а способны лишь спровоцировать шизофрению. Конкретное химическое вещество провоцирует начало загадочного психического заболевания, симптомами которого, а вовсе не прямыми симптомами опьянения, являются скачка идей или обрывы мыслей. Создание лишней сущности не имеет никакого научного смысла и оказывается нужным лишь для опасного назначения высокотоксичных лекарственных препаратов людям и без того использующим высокотоксичные опьяняющие вещества. Наркотики обладают прямым возбуждающим действием на нервную ткань и поэтому способны вызывать в переживаниях пациентов практически всю перечисленную нами гамму симптомов шизофрении. Читателю стоит знать, вероятность развития нарушения мышления под воздействием химических веществ выше у людей, появившихся на свет с врожденной кислородной недостаточностью, гипоксией плода. Удивительное дело, всем пациентам, находящимся в наркологических лечебных учреждениях нашей страны, в качестве основного диагноза выставляется та или иная форма химической зависимости, а тем же самым пациентам, тем же самым людям, проходящим лечение в наркологических отделениях психиатрической службы, в качестве основного диагноза выставляется та или иная форма шизофрении, химическая же зависимость считается диагнозом сопутствующим. Интоксикация алкоголем или психостимуляторами формирует очаги напряжения в нервной системе, которые можно увидеть на ЭЭГ – электроэнцефалограмма. Как я уже отмечал, подобные очаги напряжения могут быть и врожденными. Следом за Павловым можно утверждать, что ускорение темпа мышления – это прямое следствие избыточных процессов возбуждения нервной системы, а замедление темпа мышления, обстоятельность и обрывы мыслей – это проявление усталости нервной ткани после ее чрезмерного напряжения. Нервная ткань защищает себя от разрушения, возникающего при избыточном возбуждении, снижая темп мыслительных процессов. Резкое повышение темпа мышления оказывается угрозой для мозга, и он включает механизмы психической защиты. Это универсальный механизм возникновения феномена, который мы именуем психической болезнью. «К расстройствам мышления можно отнести излюбленный врачами термин «бессвязность мышления», продолжает Курт Шнайдер. «Под бессвязным мышлением мы понимаем мышление, при котором последующая мысль не связана с предыдущей. Больные шизофрении с психическим автоматизмом очень часто именно так думают и говорят. Однако легкую степень бессвязности можно встретить везде. Некоторые люди бессвязны по своей природе, другие становятся такими, когда волнуются, лишь в возбужденном состоянии, в опьянении, при лихорадке. Бессвязное мышление часто оказывается спутанным, а спутанность – синдром органических или невротических расстройств». Ни ускорение мышления, ни его замедление, ни соскальзывание, ни кажущаяся бессвязность сами по себе не являются симптомами психических заболеваний. За состояниями такого рода обычно стоят все те же незначительные неврологические расстройства, вызывающие легкую форму психоорганического синдрома. Даже с точки зрения Курта Шнайдера, никогда не отрицавшего диагноза шизофрении, для постановки этого диагноза имеют принципиальное значение лишь два симптома нарушения мышления – отнятие мыслей и их открытость. Наличие шизофренического расстройства с достоверностью могут признать только тогда, когда больные сообщают, что другие конкретные люди читают их мысли, а также могут вкладывать в голову больного свои мысли или отнимать его мысли и присваивать их себе. Весьма важным симптомом являются сведения о том, что мысли не принадлежат одному больному, а другие частично владеют ими, например, весь город или весь мир знает их. Эти симптомы мы называем отъятием или распространением мыслей. Приводя эту цитату, мне хотелось бы еще раз подчеркнуть, что нарушение мышления, не связанное с синдромом Кандинского-Клеромбо, то есть с тем феноменом, который описан выше как трагическая психическая защита, не имеет отношения ни к метафоре шизофрении, ни к психозам вообще. Часть третья Что значит быть нормальным? Мир вовсе не безумен, хотя и не приспособлен для нормальных людей. Он только для нормированных. Ежелец Быть нормальным – идеал для неудачника, для всех тех, кому еще не удалось подняться до уровня общих требований. Но для тех, чьи способности намного выше среднего, кому нетрудно было достичь успеха, выполнив свою долю мирской работы, для таких людей рамки нормы означают прокрустого ложа, невыносимую скуку, адскую беспросветность и безысходность. В результате многие становятся невротиками из-за того, что они просто нормальны, в то время как другие страдают неврозами от того, что не могут стать нормальными. Карл Юнг Мне думается, что среди разнообразных определений нормального человека нет ни одного предназначенного для человека. Формулировки эти можно использовать разве что для разнообразных научных и не очень научных споров, позволяющих рассуждать об абстрактном человеке со стороны, свысока оценивая его поведение. Все существующие определения и критерии не позволяют понять, каким не нужно быть обычному человеку, чтобы его не сочли ненормальным. Возьмем, например, критерии психического здоровья и ныне используемые ВОЗ, Всемирные организации здравоохранения. Первое. Осознание чувства непрерывности, постоянства и идентичности своего физического и психического я. Второе. Чувство постоянства и идентичности переживаний в однотипных ситуациях. Третье. Критичность к себе и своей собственной психической продукции, деятельности и ее результатам. Четвертое. Соответствие адекватности психических реакций, силе и чистоте средовых воздействий, социальным обстоятельствам и ситуациям. Пятое. Способность самоуправления поведением в соответствии с социальными нормами, правилами, законами. Шестое. Способность планировать собственную жизнедеятельность и реализовывать эти планы. Седьмое. Способность изменять способ поведения в зависимости от смены жизненных ситуаций и обстоятельств. Человек не может самостоятельно оценить перечисленные в критериях способности и чувства. Мы не в состоянии быть уверенными в идентичности своего «я». Уж больно разными мы себя ощущаем, проходя через возрастные кризисы. Трудно сказать «я в 7 лет» и «я же в 37» – один и тот же человек или нет. Более того, это еще одна традиционная ловушка. Ловушка психиатрии. Стоит задать себе вопрос о чувстве личной идентичности, как идентичность немедленно теряется. Можете попробовать сами. Мы не в состоянии быть всегда критичными к себе и к своей психической продукции. Любовь, духовный экстаз, искренне увлеченность чем-либо, творческое вдохновение – возможно, лучшее состояние в нашей жизни, но полностью лишенной самокритики. Человек вообще мечтает о счастье, а счастье – это состояние отсутствия самокритики. Однотипные ситуации встречаются в нашей жизни все реже и реже. Точнее говоря, чем больше оттенков чувств мы способны различать, тем менее однотипными кажутся нам схожие ситуации. Как однотипные мы можем оценивать лишь ситуации, в которые мы эмоционально не вовлечены. Знакомство, например, молодого человека с девушкой – ситуация, несомненно, однотипная, однако переживания, возникающие в каждой отдельной ситуации, различаются очень сильно, иначе пары не возникали бы вообще. В соответствии наших реакций силе и частоте средовых воздействий может оценить только внешний, причем пристрастный наблюдатель. Ведь адекватная реакция должна соответствовать не только и не столько силе и частоте воздействий, сколько нашим внутренним, этическим и интеллектуальным представлениям о роли тех или иных воздействий в нашей жизни. Некая мера адекватности, никак не пойму, кто же все-таки измерил, в большей степени зависит от внутренних психических факторов, чем от самого воздействия среды. Адекватность реакции на обман зависит от того, как расценивает этот обман реагирующий человек, как предательство или как шутку. Даже наша реакция на воздействие внешней среды зависит от отношения к этому воздействию. Один человек любит дождь, а другой нет. Можно ли сказать, кто из них адекватнее? Существует трагическое противоречие между понятиями самоуправления и соответствия социальным нормам и правилам. Человеческая жизнь проходит в исторических и социальных обстоятельствах, очень мало зависящих от условий самой личности. Что делать, если личность окажется в преступном или больном обществе? Фашистские преступники на Нюрнбергском процессе оправдывались именно тем, что они просто выполняли приказы и делали свою работу, стараясь соответствовать нормам своего общества. Следовательно, согласно критериям ВОЗ, психиатр должен оценивать их как нормальных. Но этого, к счастью, не происходит. Наоборот, нормальными людьми той исторической эпохи большинство людей считает социальное меньшинство инакомыслящих в Германии того времени антифашистов. Но как же тогда оценивать деятельность тех самых советских академиков психиатрии Снежевского и Морозова, которые, как до сих пор утверждают их последователи, выставляли инакомыслящим в СССР верный диагноз «вялой текущей шизофрении». Для того, чтобы согласиться с подобным диагнозом, нужно объявить шизофрении саму способность управлять собой, что и произошло в СССР. Управлять собой в стремительно изменяющемся современном обществе совсем не так просто, как кажется большинству. Не только психиатрия и не только власть, вся потребительская культура стремится избавить нас от желания управлять собой и навыка самостоятельного анализа ситуации. Раньше нами управляла идеология, сегодня это функция товаров и их распространителей. Психиатрия считает, что нами должны управлять психотропные лекарства, а всевозможные психологические тренинги и гуру давно стали разновидностью таблеток. Увы, товары бывают не только материальными. Духовные товары создаются для того, чтобы управлять нами, а вовсе не для развития в нас способности управлять собой. Социальные нормы все больше строятся на жесткой опеке граждан с помощью бюрократической иерархии и силовых структур. Повсеместное видеонаблюдение, гигантское количество регулирующих жизнь подзаконных актов и авторитарная психиатрия, готовая в любой момент объявить любое отклонение от правил психическим заболеваниям, никак не способствуют становлению самостоятельности личности. Все социальные институты потребительского общества заинтересованы в формировании зависимости человека от них. Людей, пытающихся мыслить независимо и самостоятельно, не только психиатры, но и люди, не имеющие отношения к этой специальности, часто именуют то шизофрениками, то шизоидами, не замечая того, что общество и государство заинтересованы главным образом в том, чтобы человек никак не проявлял себя в общественных процессах. Человек больше не должен думать и совершать поступки. Наша жизнь должна представлять собой погоню за мечтами о счастье, олицетворяемым товарами и услугами. Человек посттоталитарного общества, как и гражданин общества тоталитарного, не имеет навыка планирования собственного будущего. Мы, как и наши дети, привыкли и хотим, чтобы будущее кто-то спланировал за нас. Мы боимся свободы и избегаем ее, предпочитая подменять реальность бесплодными мечтами. Слово «мечта» изначально предполагает нереализуемость желаемого. Мечты оказываются помехой в определении жизненных целей, приводя к чувству бессмысленности существования. Существующие сегодня представления о психической норме с точки зрения нормального человека способны лишь сыграть роль белой обезьяны из притчи про Хаджуна Средина. Читатель, изучающий критерии нормы, на каком-то пункте обязательно ощущает себя ненормальным. Есть у меня тайное подозрение, что именно для этого они и разрабатываются. Зигмунд Фрейд считал единственным критерием нормы способность любить и работать. Но для него любовь, а точнее говоря либидо, является единственным источником психической энергии. Мы с вами знаем, что любовь вполне способна доводить человека до безумия. Поэтому мне думается, что психическую норму определяет наша способность опираться на внутренние принципы мышления и этики. Внутренние принципы, системы мысли, помогают человеку сохранить нормальность, несмотря на безумие окружающего мира. Эти принципы должны формировать наши адекватные взаимодействия как с внешним миром, включая сюда работу, так и с собственными чувствами. Для того, чтобы любовь стала источником психической энергии, человек должен ясно понимать, какой смысл он вкладывает в это слово. В этой части книги мы попробуем сформулировать подобные принципы, противопоставляя им нерассмотренные нами ранее симптомы и синдромы психиатрии. Искренность и вялотекущая шизофрения Искренность в небольших дозах опасна, в больших смертоносна. Оскар Уайлд Человеку, который все называет своими именами, лучше на улицу не показываться, его и забьют, как врага общества. Джордж Галифакс На 4-м Всемирном психиатрическом конгрессе в Мадриде в 1966 году профессор Снежевский прочел доклад о латентной шизофрении. Переводчик при переводе на английский язык понятие «латентное» перевел как «вялотекущее». С тех пор диагноз «вялотекущая шизофрения» начал свое триумфальное шествие в советской психиатрии. Окончательная концепция вялотекущей шизофрении была сформулирована Снежевским к 1970 году. Согласно взглядам Снежевского тех лет, вялотекущая латентная шизофрения представляла собой процесс, стоящий на месте. Это хронические поражения, не развивающиеся ни в сторону ухудшения, ни в сторону выздоровления. Вообще говоря, с точки зрения медицинской науки, болезнь отличается от здоровья именно тем, что патологические нарушения в организме имеют характерное для каждого заболевание развитие. До явления Снежевского советской психиатрии идея болезней, не имеющая патоморфоза, никому в голову не приходила. Если некие патологические признаки не являются на протяжении всей человеческой жизни, то они относятся к вариантам телесной или психической конституции, или к индивидуальным характеристикам личности. Как уже отмечалось выше, именно определенные личностные характеристики Снежевский и его последователи попытались объявить болезнью. В докладе 1966 года и позже, например, в издании 1983 года «Руководствие по психиатрии» под редакцией Снежевского, авторы доказывают, что вяло протекающая шизофрения, она же малопроградиентная или латентная, представляет собой самостоятельный вариант загадочного эндогенного процесса, не являясь ни первой стадией развития шизофренического психоза, ни наоборот, вариантом личностных изменений, возникающих после перенесенного психоза. Одновременно Снежевский считал, что его понятие является развитием взглядов о латентной шизофрении Блейлера. Действительно, Блейлер еще в руководстве по психиатрии 1911 года писал «Эти простые шизофреники составляют большую часть всех мозгов на бекрей. Реформаторы, философы, артисты, дегенераты, чудаки. Существует также латентная шизофрения, и я на самом деле думаю, что это наиболее частые случаи». Правда, Снежевский и его последователи всегда забывали упоминать о том, что Блейлер считал возможным говорить о латентной шизофрении лишь ретроспективно, то есть изучая прошлое пациентов до первого серьезного психоза. Только зная о том, что человек перенес большой психоз, можно искать в его анамнезе парадромы – признаки, говорящие о том, что с его психикой не все в порядке. Блейлер первым предложил рассматривать истерию и навязчивое состояние как возможный вариант парадрома шизофрении. Именно как возможный, но вовсе не обязательный вариант. Помимо этого, нельзя забывать, что Блейлер имел в виду этап развития психогенного состояния. Он доказывал, что психоз является психической защитой от нарастающих психических проблем. Правда, термина «психическая защита» он не знал и, будучи врачом, пытался сохранить представление о заболевании, вызванном психологическими причинами. Снежевский произвел операцию произвольного смешения взглядов Крепелина о раннем слабоумии и представление Блейлера о заболевании, вызванном психологическими причинами. В результате советская психиатрия была призвана спасать инакомыслящих от возможного слабоумия в результате вяло текущего, стоящего на месте, ослабоумливающего заболевания. Подобное утверждение нонсенс по своему смыслу. Так и хочется воскликнуть «верую, ибо абсурдно» слова раннехристианского богослова Тертулиана, вошедшей в символ веры католической церкви. Мы имеем дело лишь с символом веры и не более того. Однако, эта метафора позволила отечественной психиатрии утверждать нечто, прямо противоположной концепциям Крепелина и Блейлора. Школа Снежевского считает доказанным, что комплексы психологических проблем и симптомов, ранее считавшиеся психогенными, вызванными психологическими причинами, дефектами воспитания и образования, вызваны вяло текущим эндогенным процессом, проявляющим себя только и исключительно как симптомы неврозы или патохарактерологические особенности личности. Доказывалось все это исключительно литературным способом, с помощью присоединения к привычным диагностическим категориям приставки псевдо. Оказывается, существуют псевдоневрозы, псевдопсихопатии, псевдодеперсонализация и псевдоэпохондрия. Как эти категории или симптомы вяло текущей шизофрении отличаются от обычных неврозов и особенностей личности, можно объяснить достаточно просто. Симптомы неврозов и психопатий в этом случае выглядят странно или нетипично, а также вычурно или неестественно. Факт неестественности или вычурности тех или иных проявлений невроза психиатр, разумеется, определяет субъективно, на глазок. Понятно, что не может существовать никаких степеней странности или измерения степени типичности тех или иных психологических феноменов. Все это лишь жонглирование психологическими метафорами. Так, например, Смулевич считает атипичными странностями детей и подростков заикания, страхи, отказ ребенка выходить из дома или отказ от посещения школы и сдачи экзаменов, любые формы избегания социума, социофобию, любые проявления чувства несостоятельности подростка или юноши. Объявленные странными симптомы неврозов и расстройств личности в воспаленном воображении диагностов Московской психиатрической школы образовывали новые причудливые нозологические формы, названия каждой из которых являлись синонимом вялотекущей шизофрении или этапом единого психоза. Названия новых нозологических форм образовывались с помощью прилагательных подобной или атипичной неврозоподобные симптомы, истероподобное расстройство, психоподобное поведение, атипичная депрессия, атипичное течение циркулярного расстройства. Все это синонимы диагноза вялотекущей шизофрении. Сегодня все подобные случаи у нас в стране диагностируются как шизотипические расстройства. Как вы помните, в этот раздел МКБ-10 внесено описание вялотекущей шизофрении, сделанной еще Снежевским. В демагогию вокруг понятия вялотекущей шизофрении погружаться не стоит. Согласно эффекту Фарера, он же эффект Барнума, он же болезнь третьего курса, читатель рискует найти в себе признаки всех расстройств, имеющихся в описании вялотекущего эндогенного процесса. Справедливости ради стоит отметить, что тенденция к расширению понятий шизофрении существовала не только в нашей стране. В 1950-60-х годах в США доминировал диагноз псевдоневротическая шизофрения. Однако правила для европейских и американских психиатров изменились после 1975 года, когда введенные диагностические схемы, заложенные в МКБ-10 и ДСМ-4, сделали необходимыми для диагностики шизофрении, ранее перенесенной пациентом психоз. В нашей книге симптомы первого ранга по Курту Шнайдеру. В отечественной психиатрии этого так и не произошло. Дыма без огня не бывает, говорит пословица. Давайте попробуем понять, откуда возникла необходимость представлений о латентной шизофрении у Блейлора и почему отечественная психиатрия упорно держится за эту концепцию. Мне думается, что Блейлер и Снежевский, являвшиеся типичными представителями общества и государства своего времени, чего-то боялись. Небывалая мода на диагноз шизофрении, вообще и на диагнозы латентная, мягкая, псевдоневротическая, вялотекущая шизофрения, в частности и особенности, является формой защиты пуританского или авторитарного общества от человеческой искренности или спонтанности, как называл это свойство человеческой души итальянский психиатр Якоб Леви Морено. Искренность, которую мы так часто хотим от партнеров по общению, является главным и чуть ли не единственным проявлением человеческой индивидуальности или самолюбия. Мы все заключены в ограничивающей нас рамке социальных отношений. Будучи заключенными в стенах этикета законодательства, стереотипов воспитания и образования, мы лишь крайне редко можем позволить себе быть абсолютно искренними. Якоб Морено дал куда более точное определение искренности. Он считал, что все рамки, формы обусловленности личности, не могут служить основой ни для самоопределения, ни для описания развития индивидуальности. Для понимания личности нужно учитывать ее спонтанные проявления, ее искренность. Спонтанность для Морено психическая энергия индивидуальности. Ее подавление приводит к неврозу, а отсутствие контроля над собственной спонтанностью может приводить к психозу. Психическая энергия спонтанности заставляет человека действовать и окрашивает деятельность в неповторимые индивидуальные цвета. Человек по Морено постоянно испытывает акциональный голод, желание совершать не просто действия, но акции, заставляющие его искать ситуации возможного самовыражения. Акциональное голодание, проявляя себя как и вселенский феномен и как потребность индивидуальности, является предпосылкой нормального развития личности, заставляя ее принимать подходящие социальные роли, исполнять их и создавать для себя новые. Акциональный голод – это голод по индивидуальным поступкам, а не по деятельности, требуемой обществом. Мы часто путаем эти понятия. Удовлетворить акциональный голод трудно, это не просто искренний или спонтанный поступок. Удовлетворить его можно только с помощью качества, которое Морено первым назвал креативностью. Креативность требует не только искренности. Творчество требует от человека овладения языком и навыками своей профессии или искусства. Человек должен создать некоторый локус, место своей креативности, рабочее место, кабинет, мастерскую или страничку в социальных сетях, сцену театра, в том числе психодраматическую сцену. Это кажется очевидным, свободу человека в конце концов ограничивает только свободу другого человека. Для проявления собственной искренности нужно обладать эмпатией, способностью почувствовать, нужна ли другому человеку в данный момент времени твоя искренность, спонтанность и даже креативность или нет? Это трудно. Трудности на пути собственного развития человеку не хотелось и не хочется. В детском и подростковом чувстве всемогущества присутствует ощущение права на искренность. Хочется проявлять себя без всякого образования, эмпатии и тому подобных проблем. Сутью семейного воспитания является обуздание родителями искренности и спонтанности ребенка. Детские желания ограничиваются желаниями и возможностями родителей. Напомню, что согласно Зигмунду Фрейду именно так возникает бессознательное. Желания детского эго вытесняются контролирующим суперэго нормами общества и создают оно бессознательное. Бессознательным желания по-прежнему актуальны, только не осознаются своим носителем. Это и есть невыносимая трудность человеческой души, другое ее описание. Человеку все время хочется заявить о себе, причем заявить значимым для окружающих способом. При этом мы не хотим учиться адекватным способом самовыражения. Мы хотим, чтобы нас признали просто потому, что наша индивидуальность существует. Уже в начальной школе мы начинаем понимать, что до нашей спонтанности никому нет дела, что право на собственное самолюбие надо доказывать и отстаивать. Тогда очень многие дети учатся запрещать себе самолюбие, отрицая его. Возникает ситуация самозапрета, автоматическая, следующая за запретом из внешнего мира. Если вы задумаетесь, то легко поймете, что самозапрет это психическая защита, проявляющая себя в уже описанных нами формах в виде истерической диссоциации, навязчивых страхов, социофобии, хикикамори, вплоть до трагической психической защиты. Сюда входят абсолютно все неврозоподобные и психоподобные изменения личности, включенные Снежевским и Смулевичем в понятие вялотекущей шизофрении. Я думаю, читатель уже понял, протестные действия диссидентов были акциями, способом реализации, возможностью искренне говорить о своих чувствах по отношению к событиям, происходящим в обществе. Диагноз вялотекущей шизофрении на поверку окажется формой наказания за искренность или за попытки удовлетворения акциональной потребности, существующей, несмотря на нежелание общественных и государственных институтов, учитывать факт ее существования. Государство и общество в нашей стране разработали множество способов наказания за искренность, но только в самые последние годы родители стали понимать, что ребенку нужно помогать в ее проявлении, необходимо создание и развитие локуса для самореализации. Но и этого мало. Нам нужно найти знания или занятия, соответствующие склонностям ребенка и научить его эмпатии, пониманию свободы другого человека. Стоит помнить и о том, что человек нуждается не столько в деятельности вообще в работе, сколько в акциях, деятельности, направленной на удовлетворение собственного самолюбия, с чем бы эта деятельность не была связана. Акции не должны мешать работе, но человека нужно еще с детства научить проводить и организовывать подобные акции. Конечно, без образования и без освоения языков культуры подобные акции превращаются в мифоманию дюпре. Но истина и паранойя я знаю только то, что ничего не знаю. Сократ не бойтесь золы, не бойтесь хулы, не бойтесь пекла и ада, а бойтесь единственно только того, кто скажет я знаю как надо, кто скажет всем, кто пойдет за мной, рай на земле награда. Александр Галич Человек не может владеть окончательной истиной, никакие наши суждения об окружающем мире и людях не могут быть истинными. Мы уже вспоминали утверждение Жака Лакана «Психически больной человек отличается от психически здорового только тем, что больной слишком серьезно к себе относится». То, что подразумевает Лакан под словами «слишком серьезно», требует разъяснения. Слишком серьезном отношении человека к своим чувствам и мыслям можно выделить три составляющие. Повышенную концентрацию внимания на тех или иных элементах собственного внутреннего мира, оценку своих субъективных мнений, выводов или чувств в качестве непреложных и окончательных характеристик, принятие желаемого за действительное субъективную оценку образов собственного воображения в качестве объектов, существующих в реальности. Я имею в виду непоследовательно разворачивающиеся этапы некоего психического процесса, а динамическое целое, которое Лакан охарактеризовал словосочетанием слишком серьезным. Рассмотрим этот процесс на примере негативного внушения врача. Пациент жалуется на чувство дереализации, наблюдая мир через мутное стекло. Врач утверждает, что это симптом шизофрении. Врачебный диагноз пациент чувствует и переживает как приговор, то есть как окончательную истину. В результате концентрируя свое внимание на ранее мимолетных ощущениях дереализации, пациент определяет собственные ощущения как несомненные признаки наличия серьезного психического заболевания. В результате концентрации внимания ощущения резко усиливаются. Углубление и усиление чувства отчужденности от внешней реальности может развиваться только в одном направлении. Человек начинает думать, что во внешнем мире действительно происходит что-то неладное. Легкое переживание вызванное сосудистыми или гормональными причинами превращается в серьезное включающее в себя зрительные иллюзии и галлюцинации. Серьезным состояние делает страх страх перед загадочным психическим заболеванием. В данном случае к ненормальности приводит внушение чужая истина высказанная врачом, которую пациент принимает как абсолютную, принимает на веру. Главная антологическая ошибка, запускающая всю цепочку разрушительных мыслей, лежит глубоко в бессознательном. Она заключается в нашей убежденности в том, что на свете существуют люди, которым, в отличие от нас самих, известна истина про людей, Бога или Вселенную. В конце концов, большая часть бед, которые случаются с нами в этой жизни, возникает именно из-за этой ошибки. Фашизм, социализм и другие измы без нее были бы невозможны. У этой ошибки есть и антитезис. В окружающем мире никому верить нельзя. Это значит, нужно верить только себе. Человек становится носителем истины для самого себя. Он всегда прав, а если он не прав, то смотри пункт первый. Одним из главных проявлений нашего желания значимости оказывается стремление судить другого человека. А суд, в свою очередь, это желание найти окончательное и по возможности простое определение его личности. Типичное «он дурак». Такие же простые и окончательные определения мы ищем и для самих себя, порой считая этот процесс поиском смысла жизни. На поверку именно безапелляционный вывод, которому нельзя апеллировать, поскольку он окончательный, на самом деле окажется психическим заболеванием, настоящим заболеванием а не мифологической шизофрении. По-настоящему мы болеем только окончательностью своих суждений, это и есть паранойя. Жак Лакан, врач-психиатр по первичной специализации, около 30 лет занимался исследованиями паранойи или чистого бреда, постепенно приходя к выводу, что любой строгий научный вывод или любое окончательно научное умозаключение практически невозможно отличить от паранойи или паранояльного синдрома. Знаменитый возглас Эврика, я понял, по сути ничем не отличается от момента, который психиатрия образно именует кристаллизацией бредов. Можно даже утверждать, что современный человек видит смысл своей жизни в том, чтобы в его душе сформировался паранояльный синдром. Мы видим смысл собственной жизни в достижении чувства собственной значимости для окружающих, а возможно и для потомков. Мы хотим, чтобы нас любили и уважали, слышали и слушались. Однако у слова смысл есть еще одно значение. Смысл подразумевает семантику, то есть некоторое высказывание или текст. Человеческому сознанию недостаточно знаков внимания или невербальных выражений любви и почтения. Мы стремимся узнать, за что именно нас любят и уважают, или с точностью да наоборот, почему нас не любят и не признают нашей значимости. Мы хотим знать, сформулировать в окончательном виде, каковы наши достоинства и недостатки. Если человек считает свою жизнь неудачной, а свою значимость не состоявшейся, то согласно фундаментальной ошибке атрибуции, он должен обнаружить оправдание собственной беспомощности не в себе самом, а в окружающих обстоятельствах. Виновником нашей несостоятельности чаще всего оказывается государство, его идеология, социальные структуры или фискальные органы. Преследование со стороны КГБ, ФСБ, милиции и полиции, а также бандитских группировок, с которыми соответствующие службы никак не могут справиться, являются основным мотивом бредовых концептов о смысле собственных неудач или одиночества, с которым чаще всего обращаются в психиатрию пожилые пациенты. Для оправдания собственного бессилия человек издревле ищет внешних врагов, создавших невыносимые условия жизни, не позволившие ему достичь самореализации, а вместе с ней и удовлетворенности собственной жизнью. Чем более могучи и всесильны враги человека, тем выше его значимость. На проверку паранояльный бред окажется примитивной рациональной психической защитой. Это простейший способ формулировки смысла жизни у человека, которому прожитая жизнь кажется тотально бессмысленной. Важно научиться понимать, что паранояльный бред является не просто самооправданием, но и обретением чувства осмысленности жизни. Наличие смысла удовлетворяет акциональную потребность, давая человеку энергию для действий, в данном случае бороться с врагами. Можно скрываться от агентов КГБ или пытаться вывести их на чистую воду. В любом случае это неординарная героическая акциональная деятельность. Ведь просто так агенты КГБ человека не преследуют. Они преследуют только тех, кто может значимо влиять на ход событий. Так возникает бред, реформаторство или интерпретативный бред. Можно оправдывать собственную пассивность и социальную беспомощность соматическими и психическими болезнями. Причем чем больше человек с помощью болезни склонен достигать состояния, в котором чувствует свою значимость, например, я великий писатель, только мучительная болезнь лишает меня возможности писать, тем сложнее и загадочнее для врачей становятся его жалобы и предполагаемые неизлечимые болезни. Катастрофичность, вычурность жалоб и симптомов заболевания у меня все гниет внутри. Может оказаться формой хвостовства, точнее формой переоценки собственной личности. Чем болезненнее самолюбие, тем тяжелее должна оказаться болезнь, оправдывающая неудовлетворенность притязаний во внешнем мире. Так развивается ипохондрический бред. Я хочу сказать, что сам поиск смысла жизни несет в себе некую угрозу психической стабильности или психической нормальности человека. Это угроза окончательных или предельных выводов. Рациональное мышление формулировкам и к завершенным выводам. Без жесткой завершенности мысль кажется человеку неполноценной. Леонардо да Винчи, которого сейчас принято называть величайшим гением человечества, не оставил нам ни одного завершенного полотна и ни одной законченной книги. Мне думается, он ощущал завершенность как угрозу сойти с ума. Слова Сократа или творчества Леонардо знакомы, наверное, подавляющему большинству людей. Так почему же мы продолжаем стремиться к обладанию окончательными истинами, причем в самых примитивных формах. Я уникальная личность, потому что я болею уникальными болезнями. Я необыкновенно ценен для общества, поскольку меня преследуют. Я знаю, как должны жить люди, поэтому все должны меня слушаться. Примитивность не психическая болезнь, а всего лишь свойство функционирования разума, вполне объяснимое как педагогической запущенностью, так и психоорганическим синдромом, неврологическими проблемами мозга. Дело в том, что чувствовать себя уникальными и значимыми людьми хотят все, независимо от уровня образования и от врожденных особенностей нервной системы. Простые и окончательные выводы дают человеку чувство превосходства над окружающими. Необычная болезнь приковывает к себе внимание близких, обязывая их заботиться о больном, не говоря уже о бесчисленных врачах-специалистах, которые настолько глупы, что не в состоянии помочь тяжелобольному человеку. Вообще длительное путешествие по врачам, которые не могут помочь чаще всего, оказывается признаком того, что мы имеем дело с болезненным самолюбием, а вовсе не с неизлечимым соматическим и психическим заболеванием. Конечно, реформаторский бред, бред преследования или ипохондрический бред – это крайне предельное проявление паранояльных расстройств. Но и в нормальной все относительно высокоинтеллектуальной среде ищут те же самые процессы. Читатель заметил, наверное, что философы, историки, политики, реформаторы, создавая свои концепции экономического и социального прогресса, совершенно не способны слышать друг друга. Неизвестно, к кому они относятся с большей подозрительностью, к действующей власти или друг к другу. Примерно то же самое происходит и в научной среде. Наука разделилась на научную и маргинальную. Кто не разделяет точку зрения директора НИИ, тот автоматически объявляется врагом или маргиналом и, как правило, изгоняется. В науке, в политике, в медицине, даже в искусстве непрерывно идет война за единственно верную точку зрения. Участники подобной борьбы страдают иллюзиями и галлюцинациями, не замечая результатов каких-либо научных экспериментов или не совпадающих с их теорией событий и феноменов. Верно и обратное. Ошибки экспериментов или случайные и незначительные природные и общественные феномены воспринимаются слишком серьезно как нечто глобальное и фундаментальное. С концепцией шизофрении все выглядит именно так. Еще Нильс Бор и его коллеги, сформулировавшие гипотезу копенгагенской физики, утверждали, что результаты экспериментов зависят от ожиданий экспериментатора. Трудно представить себе, какое количество результатов, особенно социальных экспериментов, было принудительно подогнано под гипотезы исследователей. Возможно, с паранойей все проще, чем кажется на первый взгляд. Для того, чтобы избежать этого расстройства, нужно понять и усвоить, чем раньше, тем лучше, простейший принцип «человек не может владеть истиной». Мы можем лишь предполагать, строить умозаключение, нужно только помнить, что человеческие суждения могут быть верны на 90%, а 10% в наших суждениях о людях или о реальности мы всегда должны оставить Богу или вселенскому разуму, иначе можно и правда сойти с ума. Каждый раз, ловя себя на категорическом суждении, нужно вспомнить о пропорции 90 на 10. Формулируя мысль в виде окончательного суждения, мы всегда переоцениваем собственную значимость, считая себя Богом. Реальность и дереализация «Ты всю жизнь ощущал, что мир не в порядке. Странная мысль, но ее не отогнать. Она как заноза в мозгу. Она сводит с ума, не дает покоя. Это и привело тебя ко мне». Морфеус, персонаж фильма «Матрица». «Наш мир относителен, его реальность зависит от нашего сознания». Альберт Эйнштейн «Реальность обладает способом осадить любого из нас». Нэнси Мак-Виллиамс «Восприятие реальности изменяется из-за неудовлетворенной человеческой потребности в создании внутреннего мира. Внутренняя, воображаемая реальность нуждается в оформлении, иначе она пытается прорваться во внешний мир. Я хочу сказать, что в сущности все феномены дереализации связаны с неудовлетворенной акциональностью, с тем, что человек не смог найти и оформить продукты собственного воображения во что-то важное для окружающих людей и окружающего мира. Вы никогда не задумывались, почему настолько популярным стал американский фильм «Матрица» 1999 года выпуска? Мне думается, что ответ в словах Морфеуса, приведенных выше в качестве эпиграфа. Миллионам молодых людей по всему миру знакомы чувства Нео, с этим миром что-то не так. Жаль только, что ни среди философов, ни среди психиатров так и не нашлось Морфеуса, способного сообщить причину возникновения чувства, именуемого в психиатрии дереализацией. И, как вы догадываетесь, считающегося у нас одним из симптомов шизофрении. Впрочем, один все-таки нашелся. В 1999 году, это год выхода фильма «Матрица», профессор Смулевич в своей статье о главном психиатрическом журнале страны объявил, что матрица шизофрении может возникать в мозге ребенка при любом, даже кратковременном подъеме температуры, а дальше она постепенно видоизменяет координаты сознания, формируя болезнь у подростка или взрослого человека. Я прошу читателей не пугаться, это просто пример опасных вирусных психиатрических метафор. На сей раз очевидно возникших на основе фантазии братьев теперь сестер Вачовски. Матрица шизофрении существует только в сознании психиатров, и по счастью она не может перебраться оттуда в детские головы. Можно лишь утверждать, что матрица шизофрении в голове профессионала вызывает у него постоянную дереализацию, заставляя видеть симптомы болезни, не существующие в реальности. Переживание отчужденности человека от окружающего мира описывают различными словами, как чувство непонятных тревожащих изменений знакомого мира, удаленности реальности от человека, нетаковости или нереальности происходящего. Мир может казаться человеку чужим, скучным, однообразным или пустым. Ощущения, разумеется, могут быть более поэтичными. Человек может рассказывать, что он живет, будто окруженный туманом, живет, как во сне, как будто вокруг него снимается кино, разворачивается некое сказочное или мистическое действо, а он чувствует себя как актер, исполняющий непонятную роль. Часто подобные изменения восприятия возникают внезапно и кажутся пугающими. Однако, сами по себе, вне синдрома кандинского клирамбо и соответствующей драматической концепции бреда, подобные переживания, согласно общепринятому за пределы отечественной науки мнению, являются легким проявлением диссоциативных расстройств и в большинстве случаев оказываются вариантами нормы. Человек реагирует подобным образом на окружающую реальность в тех случаях, когда неосознанно пытается уменьшить интенсивность воздействия стресса. Чаще всего эти ощущения вызываются психической защитой, попыткой сжать самого себя в комочек и спрятаться от взаимодействия с реальностью, которая никак не хочет подчиняться нашим амбициям и ожиданиям. Стресс – реакция физиологическая, поэтому в периоды возрастных физиологических кризисов, особенно в подростковом возрасте, мы крайне ранимы, болезненно реагируем на происходящее событие, и частота эпизодов дереализации увеличивается. Мы пытаемся отградить себя от травмирующей реальности, субъективно оценивая ее как невыносимую. Мы сами стараемся ухудшить свою способность к тестированию реальности, и это нам удается. Травмирующие или невыносимые переживания априори являются не событиями, а субъективной оценкой происходящего. Отмечая события как невыносимые, мы всегда относимся к ним слишком серьезно или делаем из мухи слона. Как гласит шотландская пословица, тревожные мысли создают маленьким предметом большие тени. Кажется, что эти утверждения противоречат первому тезису этой главы, но это не так. Чем лучше оформлено наше воображение, чем лучше мы знаем способы, с помощью которых можно удовлетворить потребность в акциональности создать индивидуальные акции, тем объективнее мы реагируем на унижающие слабоумие воздействия внешнего мира. Можно сказать куда проще, если мы знаем зачем живем, то реальность куда меньше мешает нам жить. Конечно, существуют события, юридически оцениваемые как наносящие непоправимый вред, включающие в себя объективную в кавычках психическую травму. Это физиологическое насилие или раннее сиротство. Однако, даже событиям такого рода нельзя вынести окончательный вердикт, поскольку человек способен их осознать и переоценить, изменить взгляд на пережитую травму. Не случайно для помощи человеку, пережившему или переживающему психическую травму, психологи и психотерапевты используют техники искусственной дереализации. В качестве упражнения, многим помогающего справиться с эпизодами дереализации, приведу два классических вопроса для размышления. Первый. Что имеет большее значение в вашей жизни, произошедшие события или то, как вы на них реагировали? Попробуйте разделить объективно случившееся событие и эмоционального слона, которого вы создали сами. Второе. Как вы будете реагировать на эти же события три года спустя? Ответ на этот вопрос помогает ответить на первый, отделить свою реакцию от реальных обстоятельств. Попробуйте мысленно стать на три года старше и оценить события с этой точки зрения. Переживание дереализации, как возникающее спонтанно, так и вызываемое на сеансах психотерапии, приводит к главному вопросу философского солипсизма. Существует ли вообще реальность за пределами наших субъективных переживаний? Можно ли отличить пространство воображения от пространства объективной реальности, особенно если учесть состояние, описываемое как психические болезни? Мне думается, что наше представление о реальности всегда искажены нашими ожиданиями и паттернами накопленного личного опыта. Поэтому человек, имеющий опыт переживания дереализации, должен уметь пользоваться элементарными критериями реальности, как навыком, позволяющим разделить пространство собственного воображения и пространство внешнего мира. Вот эти критерии. Во-первых, реальность относительна. Нам стоит помнить принцип предыдущей главы «Человек не владеет истиной». То, что мы называем реальностью, во многом являются общественным договором. Африканский абориген будет видеть реальность российских городов во многом иначе. Наши пять органов чувств имеют склонность к индивидуальной системе ошибок и искажений. У каждого человека есть свой диапазон светового зрения и диапазон слуха. То, что мы ощущаем, как твердую материю, на микроскопическом уровне состоит из элементарных частиц, многие из которых сегодня описывают, как сгущение математических вероятностей, а не как некие твердые частицы. Во-вторых, реальность должна быть воспроизводима, так как реальность во многом является договором коллективного восприятия. Мы считаем реальностью то, что воспринимает большинство окружающих нас наблюдателей. Реальность, которую ощущает и воспринимает только один субъект или немногие близкие ему люди, тоже может считаться реальностью, но это другая реальность, реальность индивидуального мира. Этот мир существует лишь потенциально, поэтому субъекту, переживающему индивидуальную реальность, необходимо создать, оформить, написать, нарисовать, спеть и так далее этот мир для того, чтобы другие люди могли почувствовать его как часть своей реальности. Тогда индивидуальная реальность перестает тревожить и своего носителя. В-третьих, восприятие реальности должно быть внутренне согласовано. Общеизвестные рекомендации, если вам кажется, что происходящее событие нереально, ущипните себя за руку. Договор называют реальностью те объекты или события, которые подтверждаются всеми органами чувств. Гарри Поттер существует, но существует в иной реальности, реальности нашего воображения, поскольку мы не можем его увидеть, услышать, прикоснуться к нему и ощутить его запах. В этой связи актуальной становится проблема существования мужа, уехавшего в длительную командировку. В некотором смысле его реальность действительно уменьшается, что часто и позволяет жене чувствовать себя свободной. Ситуацию облегчает только то, что часть органов чувств может получить виртуальное подтверждение существования мужа. Жена ищет подтверждение его реальности, разговаривая с ним по телефону и разглядывая его фотографии, созданные продукты воображения, делающие реальность более материальной. Кроме того, жене необходима согласованность событий во времени, поскольку в ее переживаниях, зависящих от отношений к мужу, время будет течь быстрее или медленнее реального времени. Жене необходим календарь, согласующий начало и окончание ожидания со временем внешней реальности. Правда, нам известно, что жена продолжает считать мужа существующим, несмотря на отсутствие телефонных разговоров и фотоснимков. Она опирается на отчетливые воспоминания. Поэтому можно предложить еще один критерий реальности. В-четвертых, это способность структурировать пространство собственного воображения. В нашем примере жена может скучать по мужу, сам процесс ностальгии подразумевает отчетливое воспроизведение временно утраченного в реальности объекта в воображении. Чем отчетливее мы вспоминаем временно утраченный объект, тем яснее ощущаем его отсутствие в сиюминутной реальности. Можно сказать и по-другому. Чем отчетливее образы моей памяти или воображения, тем лучше я дифференцирую реальность и нереальность. Чем отчетливее я понимаю, о чем мечтаю или чего хочу, тем сильнее ощущение того, что в реальности этот объект отсутствует. Желание, как и его печальные маски, ностальгия или тоска это чувство разделяющего реальность и мир воображаемого. Например, коллекционер марок, мечтая о приобретении редкого экземпляра, испытывает тоску, отчетливо понимая, что этой марки не достает в его коллекции. Обратите внимание, коллекционеру не достает не марок вообще, а конкретной марки, которую он абсолютно отчетливо себе представляет. Тоска влюбленного юноши обращена к конкретной молодой женщине, а не к удовлетворению полового инстинкта вообще. Конечно, тоска или ностальгия усиливают желание обрести отсутствующий объект в реальности. Пока этого не произошло, мы четко понимаем, что в нашей реальности объект отсутствует, то есть абсолютно четко понимаем различия между реальностью и воображением. Возможно, это позволяет объяснить, почему многим творческим личностям удалось избежать психоза, перенося свои переживания в сферу творчества. Андрей Белый и многие другие, о ком мы вспоминали выше, воплощая свои мечты и образы воображения на бумаге, смогли избежать диссоциации собственной личности. Давайте вернемся к нашему примеру. Жена, тоскующая по уехавшему мужу, в конце концов может пережить галлюцинацию и начнет казаться, что открывается дверь, муж входит в комнату и разговаривает с ней. Можно представить и другой случай. Сознание жены может заполниться подозрениями, которые она в какой-то момент начнет считать истинными. Как мы знаем из опыта, этого не случится, если она подробно расскажет о своих переживаниях близкой подруге или психотерапевту, но еще лучше, если она подробно и детально опишет свои переживания и подозрения в дневнике, литературном эссе или романе. Все эти действия придадут отчетливость и ясность ее переживаниям и отделят внешнюю реальность от ее эмоциональной реакции. В этом и заключается отличие примитивной психической защиты, в данном случае диссоциативной, от высшей психической защиты, преобразующей негативные эмоциональные реакции в творчество. Тоска, как и напряженное желание, чаще всего собственной значимости, будет пытаться вставить образы своего воображения в реальность, объявить воображаемое реальным, как это делает ревнивая жена, подозревающая мужа в измене. Я называю этот процесс буквализацией. Данте, передавший потрясающими строками любовь к Беатриче, никогда не пытался реализовать свое чувство. Мне думается, что стихи освободили Данте от необходимости буквализации, то есть реализации своих чувств в любовных или семейных отношениях. Можно утверждать и обратное. Чем больше размыты и расплывчаты наши желания или опасения, тем сильнее оказывается стремление к буквализации, вставке своих желаний в реальность. В этом случае реальность кажется человеку лишь формой его воображения. Многие люди не могут сформировать отчетливый и конкретный образ желаний или страха, поэтому они нуждаются в конкретизации своих переживаний через объекты внешней реальности. Подобные люди считают существующим только то, что можно пощупать руками или увидеть своими глазами. Так возникают иллюзии и галлюцинации. Например, из нежелания размышлять над идеей Бога или веры рождается желание увидеть Бога своими глазами или вложить палец в его рану. На мой взгляд, так возникает потребность в обнаружении доказательств исторического существования Иисуса Христа вместо обнаружения веры в Бога как внутреннее состояние души. Можно использовать и более простые примеры. Например, почему некоторые женщины так много времени уделяют шопингу? Потому что они не знают, чего они хотят. Точнее говоря, женщины хотят обнаружить объекты, подтверждающие их красоту и привлекательность. Не они ищут что-то конкретное в торговом центре, а сама реальность в виде ассортимента товаров должна сказать им, чего именно они хотят. Коллекционер из нашего примера разыскивает конкретную марку, во всех деталях представляя ее в воображении. Поэтому он не страдает обманами восприятия, то есть он не может внезапно увидеть вожделенную марку у себя в альбоме. У женщины во время шопинга постоянно возникают иллюзии. Она бросается то к одной вещи, то к другой, пытаясь обнаружить свою мечту. Конечно же, бывают мужественные женщины и женственные мужчины и вообще большинство из нас бродит по миру в поисках того, чего мы хотим. В поисках своих желаний во внешнем мире заключается соблазн потребительской культуры. Рене Декарт писал о собственной философской системе. «Я не намерен подробно объяснять вещи, имеющиеся в настоящем мире, а просто хочу придумать такой, в котором все было бы понятно самым грубым умам». Возможно, мы придумали такой мир. Можно, наверное, считать, что грубый ум – это ум, который не склонен осознавать, продумывать и прорабатывать свои чувства, намерения и страхи. Говоря языком того же Декарта, люди с таким типом ума определяют свое существование не с помощью мысли, а с помощью объектов и событий внешнего мира. Такие люди буквально предпочитают покупать свои желания. У них как будто нет желаний. Только объект, увиденный во внешнем мире, включающим в себя сегодня экраны кино и виртуальных гаджетов, вызывает желание. У меня часто складывается впечатление, что большинство современных мужчин не испытывают полового влечения к женщинам. Они ждут, пока сексуальная красотка сама начнет их соблазнять. Я по-своему пытаюсь объяснить критерии существования Декарта «Я мыслю, следовательно, я существую». Декарта имел в виду процесс размышления, то есть мысль детальную и систематическую, опирающуюся на картезианские принципы построения суждения. Мыслить у Декарта означает примерно тот же процесс, который в буддизме именуется осознанностью. Если ты способен осознать свои желания или страхи, или размышлять над ними, ты существуешь. А если вместо тебя размышляют другие люди или товары, то можно ли утверждать, что существуешь ты, а не они? Получается, вполне по Фрейду, большая часть того, что реально внутри нас, не осознается, а того, что осознается, нереально. Возможно, именно так можно сформулировать главную проблему психических расстройств вообще. Стоит вспомнить, что способность к самосознанию или противоположное грубому тонкое или острое мышление зависит от богатства языка, то есть от уровня образования, как и утверждали философ Дэвид Юм и психиатр Эрнст Дюпре. Приведенные выше рассуждения имеют смысл не теоретический, а сугубо практический. Становится понятно, что делать, если возникает состояние диареализации. Его нужно осознать или размыслить, то есть не пугаться этого состояния, а идти ему навстречу. Погружаясь в него, можно и нужно понять сообщение собственного воображения. Испуг может привести к диссоциации, отделению диареализации от личности и объявлению ее болезнью. Не стоит лечить подобное состояние и психотропными лекарствами, в первую очередь, потому что успокоительные препараты никак не могут улучшить осознанность или облегчить размышления. Кроме того, все нейролептики и антидепрессанты вызывают у принимающего их пациента химическую диреализацию. Это обязательные компоненты к действию. Вот уже несколько лет я туплю, на мою голову будто надет пыльный мешок, и я вижу реальность через щелочки этого мешка. Я как будто разучился реагировать на происходящее вокруг. Я ничего не хочу, мне ничего не интересно. Это обычные рассказы пациентов, принимающих нейролептики, о своем состоянии. Помните, что эти ощущения вызываются препаратами, а вовсе не загадочной психической болезнью. Мы размышляем о диреализации как о болезни. Возможно, именно в этом состоит наша ошибка. В рамках индийской религиозно-философской традиции диреализация является желанным состоянием сознания, поскольку временно приоткрывает покров майи, силы или психической энергии, скрывающей от человеческого восприятия истинную природу вещей. Индивидуальные ошибки восприятия, о которых шла речь в начале этой главы, нужны для того, чтобы восприятие мира оставалось разнообразным. Диреализация оказывается мгновением, когда человек прикасается к реальной, то есть всеобщей природе вещей. Для буддистов все объекты мира изначально едины, и их основой является пустота. Именно ощущение столкновения с пустотой и беспокоит человека, переживающего диреализацию. Эта пустота в восточной традиции является живой и наполненной энергией, сущностью шакти. Если человек в состоянии диреализации попробует ощутить невероятную силу пустоты, которая ему открылась, и написать, скажем, эссе о своих переживаниях, ощущение болезненности быстро исчезнет. Более того, если человек осознанно захочет, чтобы переживание диреализации периодически возвращалось и периодически будет совершать попытки вызвать его искусственно, то эпизоды диреализации скорее всего исчезнут совсем. Я и деперсонализация Я становиться собой при встрече с ты. Мартин Бубер Помните, что периодически возникающее у каждого человека состояние сознания, которое психиатрии именуют деперсонализацией, а психология именными или особыми состояниями сознания, необходимо для нормального функционирования психики человека. Вы сталкивались, наверное, с излюбленным приемом шпаны. Откуда-то из-за спины вас догоняет развязанная компания, спрашивая «Ты кто такой?» или «Ты кто по жизни?» Хулиганам хорошо известен обескураживающий эффект, производимый этим внезапным вопросом. Человек теряется, не находя нужного ответа. Сегодня в интернете можно найти множество советов о том, как вести себя в подобных ситуациях. Состояние, знакомое нам как растерянность и есть легкий вариант деперсонализации. Человек в состоянии растерянности становится чрезвычайно внушаемым. Теряя внутренние ориентиры, он нуждается в подсказке извне. Слова, которые человек слышит в состоянии растерянности, способны надолго определить его эмоции и даже поведение. Фактически, то, что психологи называют Эриксоновским гипнозом или новым гипнозом, это методики ведения пациента в состояние рассеянного внимания и внушения в этом состоянии. Я подчеркиваю значение растерянности, поскольку в этой книге неоднократно отмечалось, что именно в этом состоянии оказывается человек, попавший особенно впервые в психиатрическую клинику. Поэтому я лишь хочу обратить ваше внимание на то, что вопросы психиатра «расскажите о себе», «ощущаете ли вы целостность своего «я», а уж тем более, кем вы себя ощущаете», в стрессовой ситуации посещение кабинета врача вызывают точно такую же растерянность, как при встрече с хулиганом. Мы не знаем, как возникло свободное сознание человека, следовательно, не можем передать словами и основу индивидуального самосознания. Целостность «я» это чувство, а не рациональная концепция, передаваемая словами. Феномен, который антропологи называют «я-концепцией», является одной из форм психической защиты хрупкого «я-чувства». «Я-концепция» возникает при столкновении с внешним миром и любые входящие в нее утверждения сам человек воспринимает как относительные. Меня зовут Александр, мне 60 лет и я врач. Все эти характеристики не соответствуют моему внутреннему ощущению «я». На самом деле я предпочитаю, чтобы близкие звали меня Сашей, так я чувствую себя гораздо моложе. Мои интересы выходят далеко за пределы моей профессии и социального статуса. «Я-концепция» может быть и шире, но она всегда представляет собой некоторые ограничения, которые, кстати говоря, в Древней Греции и назывались личностью, то есть личиной, социальной маской. Гуляя по улице или приходя на прием к специалисту по заболеваниям души, мы хотим чувствовать себя за пределами «я-концепции». И поэтому вопрос «кто вы?» в обоих случаях оказывается деперсонализирующим вопросом. Более того, огромное количество людей обращаются к психиатрам и к психологам из-за того, что не могут понять, кто они такие по существу своему. В нашей культуре на сегодняшний день не существует общепринятых практик себя, не существует единых мировоззренческих взглядов на человеческую личность. Поэтому многие люди, особенно молодые, пугаясь внутренней неопределенности своих желаний и устремлений, мечутся по специалистам в поисках самоопределения. Вынесенные в эпиграф слова философа Мартина Бубера очень точно определяют эту ситуацию. Конечно, «ты» Бубера подразумевает человека любимого или значимого. Каждый из нас понимает, что наше «я-концепция», как и отношение к себе, напрямую зависит от тех определений и характеристик, которые давали нам родители и первые школьные учителя. Почему молодые люди чувствуют себя крайне дискомфортно в отсутствии любви? Потому что партнер по отношениям способен по-новому определить их личность, сделав ее более значимой и менее безнадежной. Ведь слова с помощью которых определяют наше растерянное «я», родители и учителя редко позволяют создать позитивную «я-концепцию». Ведь слова, с помощью которых определяют наше растерянное «я», родители и учителя редко позволяют создать позитивную «я-концепцию». Роль психолога и психиатра кажется куда менее значимой, чем роль родителей, учителей или любимых, однако именно от них сегодня человек ждет помощи в самоопределении. Мы не учитываем, сколь сильные надежды направлены сегодня в сторону профессионалов. Человек ожидает от специалиста определение самого себя, проецируя на профессионала роль родителя. Психолог или психиатр создают его мнение о себе самом. В результате «я» становится тем, кем назовешь его «ты» – родитель или профессионал. Одной из самых болезненных проблем диагностики вялотекущей шизофрении в нашей стране с 70-х годов прошлого века стало отнесение феномена деперсонализации к разряду психозов. Как вы уже знаете, эти взгляды не изменились после введения МКБ-10, относящий этот синдром к разделу диссоциативных расстройств. Нужно сделать оговорку. Деперсонализация, как чувство потери целостности собственного «я», проявляется в структуре трагической психической защиты или синдрома психического автоматизма, поскольку в изображении пациента привычная функция значимого «ты» – родителя, учителя или психолога – начинают выполнять конкретные чужеродные сущности. Важно понимать, никакие другие проявления деперсонализации не имеют к диагнозу шизофрении или эндогенным психозам ни малейшего отношения. Деперсонализация – нарушение отношений со своим внутренним миром – по своей сути является эмоциональной или чувственной стороной диалога с самим собой. Для подобного диалога вообще необходимо некоторое отчуждение части собственного «я». Это способ, пусть и не всегда приятный, посмотреть на себя со стороны. Чем тоньше эмоциональное восприятие, чем более чувствителен или раним человек, тем с более выраженными проявлениями отчуждения собственного «я» он будет сталкиваться. Это диссоциативная форма психической защиты. Человек может попытаться остановить нахлынувший поток негативных эмоций, отчуждая в своем восприятии реальность, вызвавшую негативные эмоции – дереализация, либо отчуждая само чувствилище, то есть свое собственное эмоциональное «я» – деперсонализация. Так как нам окончательно неизвестно ни что такое реальность, ни кто такой «я», то любое отчуждение окажется относящимся к какой-то части реальности или к какому-то фрагменту «я». Поэтому подобные состояния всегда временны и поддаются преодолению посредством расширения взгляда на мир. Человеку нужно просто помочь перенести внимание на другие аспекты «я» или реальности. В качестве примера можно привести любовную болезнь, описанную еще Авиценной. Молодой человек, оставленный девушкой, чувствует свою душу умершей, расколотой, ушедшей, ощущая это почти физически. Ни для кого не секрет, что традиционное лечение подобных переживаний заключалось в получении новых впечатлений в путешествиях, в смене обстановки или знакомстве с другими девушками, то есть в изменении направленности внимания или в расширении взгляда на мир, на девушек и на самого себя. В слове «впечатление» как будто присутствует глагол «впечатывать». Наше мнение о себе зависит от процесса интроекции, от включения в состав своего «я» мнений, слов и поступков по отношению к нам людей, с которыми мы общаемся. Отсюда и традиционная необходимость новых впечатлений. Мы разыскиваем новые реальности, где люди относятся к нам по-другому, хотя бы из-за того, что ничего о нас не знают. Отсюда, наверное, и поиск людей, которые смогут оценить нас объективно или хотя бы непредвзятым. Психолог, а уж тем более и врач, и кажутся нам людьми, способными сформировать нашу личность, предоставив нам объективную информацию о самих себе. Однако, как это ни странно, полученная объективная информация, оказавшись примитивным внушением, приводит только к углублению деперсонализации. Одна из пациенток рассказывала мне о том, что у нее в голове идет процесс медленного умирания «я» и атрофии нервных клеток. А сам процесс она сравнивала с медленно надвигающимся на ее «я» прессом, сдавливающим «я» и уменьшающим его размеры. Подобные переживания отечественная психиатрия считает вычурными и, относя к аутистическим, а аутистические переживания иногда сложно отличить от поэтических, уверенно ставит диагноз «шизофрения». Однако лечение психоза различными нейролептиками все больше ухудшает состояние девушки, а пресс давит все сильнее, и «я» все больше и больше атрофируется под влиянием процесса. Деперсонализация началась у пациентки после эпизода панического страха, связанного с приемом наркотика, а метафоры, с помощью которых она описывала свое состояние, оказались медицинскими. Доктор сообщил о пациентке, растерянной после приступа страха, что наркотик спровоцировал в ее мозге эндогенный процесс, который обязательно приведет девушку к атрофии нервных клеток, если она до конца жизни не будет принимать нейролептики. Это уже хорошо знакомая нам фраза оказалась сеансом гипноза, вызвав у пациентки еще больше страх и еще большую растерянность, за которыми последовала истерическая диссоциация личности. Девушка обнаружила в себе некую чуждую силу, давящую на ее мозг. Назначенные таблетки подобную деперсонализацию только усиливали, затрудняя как процесс восприятия, так и способность к самоанализу. Помочь пациентке было непросто, поскольку «объективное» мнение врача интроицировалось, стало частью ее собственного мировоззрения. Через некоторое время она обнаружила условную выгоду психической болезни, позволившей ей занять рентную, паразитарную позицию. В конце концов она помогла себе сама, обучившись навыкам самогипноза и самовнушения. Что же такое все-таки человеческое «я»? Не претендуя на окончательное определение, попробую сказать, что это чувство внутренней красоты, которую человек периодически ощущает в своих мыслях, словах и поступках. А если это так, то что есть красота и почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде? Писал поэт Николай Заболоцкий. Все высказывания и поступки, которые мы считаем «некрасивыми», в кавычках, нами отчуждаются. В лучшем случае мы пытаемся отрицать, просто забыть о них. Но если сделать этого не удается, то человек может счесть себя жертвы соблазна посторонних злых сил – базовая ошибка атрибуции. Так формируется диссоциативная психическая защита вместе с обязательными проявлениями деперсонализации – чувством пустоты внутри или расколотого на куски эго. Что-то похожее происходит и при столкновении человека с психиатрией и со многими отечественными психологами, следом за врачами, претендующими на постановку диагноза, вынесение окончательных заключений. Надежды клиентов и претензии психологов на объективное мнение о человеке вместе с бесчисленными психологическими тренингами, обещающими человеку познание самого себя за пять занятий, вызывают деперсонализацию, ставшую модной в психологической культуре нашего времени. Лет 15 тому назад в объявлениях о знакомствах писали «Я Юля, мне 25 и я скорпион». Сегодняшняя Юля, приходя к психологу, говорит «Мне 25 лет и я истероподобный шизо-аутист». Некоторые представляются в терминах соционики и интересуются, насколько глубоко ее постиг врач или психолог. Точно так же, как и астрологические самоопределения, модные сегодня психолого-психиатрические термины, разрывая человеческую душу на части. Человек производит внутреннюю диссоциацию, пытаясь запихнуть себя в коробочку самоопределений. Я называю этот процесс технической диссоциацией. Пациенты сами хотят от врача диагноза, а от психолога конкретного метода или эффективной техники. В результате, когда я прошу у человека рассказать, в чем его проблема, он говорит примерно следующее. У меня фазовый психоз. Правда, маниакальной фазы не было никогда. Кроме того, я интроверт с синдромом навязчивости. Когда я прошу рассказать о переживаемых проблемах человеческим языком, пациенты иногда долго не понимают, что я от них хочу. Вместо «я» концепции занял диагноз. Кругом одни опасности, может сказать читатель этих строк. Существуют ли вообще психиатры и психологи, встреча с которыми не угрожает деперсонализации. Конечно, такие профессионалы существуют, жаль только что ясных критериев их поиска я не могу перечислить. Можно посоветовать только одно. Специалист, к которому вы обращаетесь, точно так же, как и человек, которому вы можете доверять, должен вас любить, то есть видеть в вас красоту. Поэт Заболоцкий видел внутреннюю красоту в девочке, которую считал некрасивой внешне. Подрастая, эта девочка может доверять мнению Заболоцкого о себе. Формируя «я» концепцию, мы можем опираться только на мнение любящих нас людей. Все остальные мнения и оценки норовят расколоть наше «я» на фрагменты. Целостное «я» нуждается в гармонии, во внутреннем чувстве соответствия со значимым партнером по общению. К человеку, который чувствует нашу внутреннюю красоту или целостность, нас тянет, если речь идет о профессионале. На приеме мы чувствуем себя спокойно, на своем месте, как будто давно ждали этой встречи. Блаженный Августин писал в своей исповеди. «Всякое тело вследствие своего веса стремится к своему месту. Вес тянет не только вниз, он тянет к своему месту. Огонь стремится вверх, камень вниз. Они увлекаемы своей тяжестью, они ищут свое место. Масло, если налить его вниз, поднимется над водой. Вода, налитая на масло, опустится вниз. Они увлекаемы своей тяжестью, они ищут свое место. Где нет порядка, там беспокойство, упорядоченное успокаивается. Моя тяжесть – это любовь моя, она движет мною, куда бы я не устремился. Поэтому мое естественное место в моей любви. А поскольку Бог есть любовь, мое естественное место в Боге». Практически каждый человек переживал состояние растерянности, с которым не справляется разум. Подобные состояния возникают, когда рушатся наши надежды и планы, когда нас предают близкие люди, когда мы теряем привычную работу и кажется, что наша жизнь катится в пропасть. Каждый человек знает, на пределе отчаяния нужно отпустить вожжи разума, предоставить жизни, судьбе или Богу, контролировать то, что будет дальше. Мы говорим себе что-то похожее на слова Христа из моления о чаши. «Впрочем, не моя воля, но твоя, да будет так». И тогда, пусть и не сразу, камень нашей жизни сам скатывается к некому месту, в котором мы любимы, где мы нужны, где именно наши мысли и чувства оказываются к месту. Вы всегда можете найти людей, которые помогут вам сформировать самооценку, если научитесь доверять чувству «здесь мое место». Обретение этого чувства требует, пусть и временного, но отказа от разумного расчета и планирования жизни. Периодические уклонения от контроля разума, обычно именуемые в психологии особыми состояния сознания, а в психиатрии деперсонализации и даже психозами являются естественной потребностью нашего разума. Психиатрия, как и привычное мышление, исходит из предпосылки – человек всегда должен быть разумным или рассудительным, считая, что разум может отступить только во время сна. Замечательный американский психолог Альберт Эллис называл подобные предпосылки в мышлении и рациональными убеждениями. Карл Юнг считал эго, рациональное я, лишь воротами, входом, который человек должен открыть, чтобы дать возможность самости, высшему целостному я, обитающему в глубинах коллективного бессознательного в мире архетипов или абсолютных идей Платона, выйти в наше сознание. Только в этом случае человек становится личностью, и процесс индивидуализации, становления личности, гармонично завершается. Деперсонализация с этой точки зрения необходима, поскольку таким образом человек ощущает несовершенство собственного я. Только ощутив свою незавершенность, можно стремиться к развитию и созиданию себя. Вокруг метафоры деперсонализации возникла одна из концепций антипсихиатрии. Психиатр Дэвид Грэхэм Купер полагал, что безумие и психоз являются проявлением несоответствия между личной или истинной идентичностью и социальной идентичностью, идентичностью которую формируют родители и социальное окружение, а мы усваиваем. Купер был максималистом и считал, что достижение истинной идентичности возможно только через социальную революцию, которая должна начинаться с закрытия психиатрических клиник и признания безумия религиозным откровением. Для того, чтобы революция раскрыла истинную идентичность, эта идентичность должна быть предуготована. В каждом человеке заложено зерно его истинного «я». Вся проблема безумия сводится к тому, что общество не предоставляет возможности его развития. С точки зрения Купера, деперсонализация – это тоска человека, а так и ненайденным истинным «я». Важную роль деперсонализации в становлении личности можно доказать и от противного. Несомненно, существующее стремление подавляющего большинства людей к измененным состояниям сознания. Желание алкогольного или наркотического опьянения. Тяга молодых людей к медитации, йоге, к оккультным или мистическим практикам. Все то, что психиатрия именует метафизической интоксикацией. Желание найти религиозную веру. Все это можно описать как стремление к деперсонализации или как попытку отказа от своего повседневного рационального эго. В каждом из нас существует тоска. Мы тоскуем об ином «я», как и об иных реальностях. А тосковать о чем-то совершенно незнакомым невозможно. Так как же справиться с деперсонализацией, когда она воспринимается болезненно? Нужно осознать изложенную в этой голове мысль и посвятить хотя бы несколько минут в день отказу от разума. Вы можете просто смотреть на огонь, думая только об его красоте. Вы можете выбрать любые европейские способы расслабления и концентрации внимания, например, практики самогипноза и символ драмы. Вам нужен способ достижения ментальной тишины, нужна привычка оставаться наедине с собой и со своим внутренним пространством, без всяких оценок или суждений. Если вы не найдете какие-то простые и приятные вам практики медитации и релаксации, то в вашу жизнь прорвутся психозы. Конечно, я в первую очередь имею в виду те самые искусственно вызываемые измененные состояния сознания, опьянение, вызываемое алкоголем или наркотиками. Все эти состояния будут производить впечатление безумия, поскольку человек в опьянении, в отличие от медитации или релаксации, оказывается не наедине с собой, а в компании с тем или иным химическим веществом. Этой ошибке соответствует попытка остаться наедине с собой в компании с телевизором или виртуальной игрой. Самолюбие и парафрения У нас весьма различны свойства, но есть одно у всех подряд. Господь нам дал самодовольство, чтобы мы не тратились на яд. Игорь Губерман Надо учиться любить себя любовью здоровой и святой, чтобы оставаться верным себе и не терять себя. И поистине это вовсе не заповедь на сегодня и на завтра – учиться любить себя. Напротив, из всех искусств это самое тонкое, самое мудрое, самое высшее и требующее наибольшего терпения. Фридрих Ницше Самые самолюбивые люди – это люди, не любящие себя. Николай Бердяев Никогда не забывайте о том, что точно такое же самолюбие, как у вас, есть у всех окружающих вас людей. Присущее человеку чувство подлинности и неподлинности различных проявлений собственного «я» делают индивидуацию главной задачи нашей жизни. Обнаружение подлинного «я» или «встреча с самостью» в терминологии Юнга невозможно без самолюбия, но исключает самолюбование. С моей точки зрения, все, что называется психическими болезнями – шизофрения, депрессии, мании, алкоголизма, наркомания – сводится к тому, что человек запутывается в себе, будучи не в состоянии различить самолюбие и самолюбование. Главной естественной потребностью нашей души является достижение истины идентичности, то есть достижение чувства собственной значимости, проявляющейся в уважении к нам окружающих людей и в самоуважении. В сущности, это и есть самолюбие. Если потребность в значимости не удовлетворена, срабатывает диссоциативный механизм – человек отрицает себя, не представляющего никакой ценности, значимости, и придумывает другого себя, значимого в своих мечтах, воображении или в псевдогаллюцинациях, в алкогольном и в наркотическом опьянении. Попытка вытеснить собственную значимость, стать таким, как все, или спрятаться, стать незаметным, человеком-невидимкой, способствует только самолюбованию. Подлинное самолюбие, индивидуализация, достижение здорового чувства собственной значимости требуют образования и усилия. Быть значимым мы можем только в глазах окружающих, а для этого мы должны сделать что-то значимое для них, а не для себя. Для того, чтобы сделать что-то значимое для других, нужно научиться понимать их, а не свои, устремления и желания. Если человек не усвоил с детства эти несложные истины, то он может стать значимым для других только в своих фантазиях. Максимально фрустрированное самолюбие, исчезновение в человеческой душе надежды на возможность реализации своих амбиций, как вы помните, способно привести человека к разыгрыванию внутренней трагедии, к трагической психической защите, подтверждающей его собственную значимость для человечества. Чем сильнее обстоятельства и люди унижали самолюбие и чувство собственного достоинства личности на протяжении всей ее жизни, тем более непереносимыми кажутся человеку повседневные жизненные трудности, повышая вероятность развития психозов, диссоциативной или трагической психических защит. Человек, который уважает или любит самого себя, лишь в отдельных крайне редких случаях защищается от трудностей жизни с помощью диссоциации. Психозы – удел самовлюбленных личностей. Самовлюбленность предполагает замкнутость на себе, некоторый чувственный вариант салепсизма. Зигмунд Фрейд именовал самовлюбленность нарциссизмом. Главная проблема нарцисса и мифологического героя и нарциссической личности – в неспособности любить. Не осознавая этого до конца, нарциссическая личность считает себя единственным живым человеком в мире. Точнее говоря, другие люди в его восприятии имеют меньшую степень жизненности, чем он сам. По мнению Эриха Фромма, именно такие представления характерны для авторитарных личностей, то есть личностей, склонных к физическому или моральному насилию над другими. Подлинное самолюбие подразумевает уважение к другому. Человек самолюбивый в поисках себя опирается на мнение и чувства значимых для него людей, пытаясь обнаружить собственную уникальность с помощью любви. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Матфей, глава 22, стих 39 Не любишь себя, не полюбишь другого. Не любишь другого, не сможешь любить самого себя. Блаженный Августин писал «Мое естественное место в моей любви». Если человек нашел свое естественное место, он нашел и свое подлинное самолюбие. Чувство, которое мы называем самолюбием, включает в себя идеал, редко осознаваемую нами конечную цель. Этой целью является желание преодолеть смерть, остаться в вечности. Для верующего человека этот идеал может открыться в духовном служении. Для неверующего он присутствует в желании остаться в памяти потомков или оставить свой след в истории. Сейчас мы живем в обществе, пытающемся свести смысл человеческой жизни к потреблению. Идеалы более высокого рода считаются пафосными и вытесняются в бессознательное. От сознательного отрицания идеалов потребность в их достижении только усиливается. Только в психозе человек чувствует себя достаточно великим, чтобы удовлетворить отрицаемую им на словах самовлюбленность. Почему снова самовлюбленность? Потому что подлинное настоящее величие человека, его значимость как его значительность для потомков, связаны с любовью или ненавистью к людям. Ненависть – оборотная сторона любви, как бы тоже любовь, но вывернутая наизнанку. Мы не можем ненавидеть людей или события, не имеющие для нас личной значимости. Если ненавидим, значит помним, продолжаем заполнять этим объектом свои чувства, следовательно продолжаем любить. В памяти потомков остаются те люди, которые принесли следующему поколению либо великую пользу, либо великое зло. Человек должен уметь осознавать как свои самые низменные, так и самые возвышенные желания, планы и мечты. Если человек не желает осознать собственную тень, термин Карла Юнга, то результатом желания жить, не задумываясь о себе и других, может стать встреча с психиатрией. Как распознать в себе склонность к самолюбованию? Знаменитый американский психотерапевт Альберт Эллис полагал, что нарциссизм основан на трех главных иррациональных убеждениях. Первое. Все окружающие должны меня любить или прекрасно ко мне относиться. Если хотя бы один человек меня не любит или относится ко мне плохо, то это катастрофа. Второе. Все мои желания и планы должны исполняться. Если хотя бы одно мое желание оказывается неисполненным, то это катастрофа. Третье. Я самый лучший и поэтому заслуживаю успеха во всем. Если я менее успешен, чем кто-то другой, то это катастрофа. Нужно отметить, что я пытаюсь по-своему обобщить формулировки Эллиса, который в разные годы и в разных книгах формулировал иррациональные убеждения по-разному. Для меня важно, что обнаружение в себе подобных убеждений позволяет человеку относиться к своим амбициям менее серьезно. Нарциссизм – это инфантильная детская проблема. В нормальной семье ребенок является осью маленькой вселенной. Он единственный, уникальный и самый лучший. Понятно, что уже в первом классе начальной школы, если не в детском саду, это ощущение должно исчезнуть. Жаль, что сегодня и родители, и учителя считают, что ощущение себя единственным и самым лучшим существом в мире пройдет само без всяких объяснений. Специалисты никак не могут договориться, что же означает понятие «взрослый человек». С этим понятием в педагогике столько же проблем, сколько и с понятием «нормальный человек» в психиатрии. На мой взгляд, взрослым мы называем человека, способного ощущать других людей равными себе самому, и поэтому способного к инициативе. Обычно взросления связывают с ответственностью. Мне думается, что ответственность – лишь психологическое следствие способности к проявлению инициативы. «Выходи за меня замуж», – говорит мужчина и отвечает за последствия своей инициативы. Если он не произнесет этой фразы, его ответственность, по крайней мере по отношению к конкретной женщине, будет куда более ограниченной. Начальник предприятия, автоматически выполняющий инструкции вышестоящего начальства, на самом деле человек безответственный. Ответственность лежит на том, кто принимает решения, проявляет инициативу. Если мы хотим вырастить детей ответственными людьми, мы должны учить их проявлению инициативы. Учиться проявлять инициативу и означает понимать окружающих тебя людей, учитывая их интересы. Любая инициатива, не основанная на таком понимании, как известно, наказуема. Для осознания границ между свободой, инициативой и ответственностью, нам нужно не только признать наличие иррациональных убеждений в своем сознании, но и преодолеть их влияние, создавая рациональную альтернативу. Давайте попробуем. Меня должны любить только близкие, значимые для меня люди. Таких людей, если человек считает, что их нет, я обязательно найду. Встреча с близким человеком – одно из самых прекрасных мгновений человеческой жизни. Главные мои желания обязательно исполнятся, но я должен помнить, что важными для человека являются желания, на которые он готов затратить усилия. Желания, исполняющиеся сами собой, мгновенно оказываются неинтересными и пустыми. Я могу быть самым лучшим и самым умным, но только для ограниченного круга людей и в ограниченной области знания. Успех и неудача являются лишь субъективной оценкой событий. Я успешен ровно настолько, насколько это чувствую я сам и близкие мне люди. И, наконец, в жизни не бывает катастроф. Каждая катастрофа – лишь урок, из которого человек должен извлечь свои выводы. Я не настаиваю на своих формулировках рациональных убеждений. Мне бы хотелось, чтобы каждый читатель этой книги сформулировал их для себя сам. Стоит обратить внимание на сами рациональные убеждения. Их не стоит формулировать в виде антитезы. Например, бесполезно говорить себе вместо «Я должен быть успешен во всем», «Я не успешен ни в чем». Или «Меня должны все любить, меня не любит никто». Негативные утверждения в любом случае окажутся ложью самому себе. Человек может отказаться от самолюбования, но не от самолюбия. Формулируя рациональные убеждения, опирайтесь на свой жизненный опыт. «Я пишу книгу, отвергающую большую часть того, чему учила и учит отечественная школа психиатрии. Что позволяет мне это делать?» «Моя убежденность в том, что эта книга способна принести пользу людям и мое самолюбие, вера в свою способность написать книгу. Это позволяет мне утверждать, что самолюбие – внутренний баланс между любовью к другим и верой в себя». Психоз возникает, когда человек не пытается закрыть глаза на этот баланс, сохраняя и в зрелости нарциссический строй мысли. Человек не в состоянии ощущать себя окончательным и полным ничтожеством, поскольку самолюбие – это и есть «я», чувство индивидуальности. Как и у любого человеческого существа, любовь-ненависть – у него тоже две стороны. Одна из этих сторон всегда социальна и требует подражания. Для нас важны оценки другого человека. Мы вынуждены следовать за нормами и законами общества. Однако, когда мы чрезмерно увлечены подражанием, внутренний голос вдруг спрашивает, не слишком ли мы увлеклись, теряя в этом процессе собственную индивидуальность. Наоборот, когда человек слишком погружается в себя, в его душе просыпается чувство вины перед забытыми друзьями, близкими или обязанностями, предписанными обществом. Оба этих чувства по существу являются одним нормальным человеческим самолюбием. Мы нуждаемся и в одобрении окружающих, и в самостоятельных, независимых от них поступках и решениях. Опасным для стабильности психики является лишь выбор одного из векторов самолюбия в качестве принципа жизни. Мы живем то разрушая, то вновь восстанавливая баланс между векторами подражания и самостоятельности. Для того, чтобы остаться в памяти потомков, придется одновременно учитывать интересы предполагаемых потомков и предлагать им нечто оригинальное, не похожее на предлагаемое другими. Люди, как правило, в поисках комплиментов, подтверждающих значимость, с легкостью именуют себя ничтожеством или бездарностями, признают, что их жизнь потрачена впустую или бессмысленно. За подобными характеристиками себя обычно стоит ожидание несогласия собеседника и в некоторых случаях ожидание подсказки для преодоления кризиса. Окончательно признать себя ничтожеством человеческое сознание не способно. Подобное признание равносильно смерти личности. Американский философ Зено Вендлер называл искреннее высказывание подобного рода «речевым самоубийством». Механизмы психических защит существуют ради охраны сознания от подобных выводов. В критические периоды жизни большинство людей переживает неудачу индивидуации, чувствуя себя несостоявшимися в материальном, профессиональном, личном или творческом планах бытия. Люди, переживающие подобный кризис, часто не умеют пользоваться рациональными принципами мышления. Это означает, что от кризиса их спасает примитивная психическая защита – самолюбование. Человек, не нашедший ко второй половине своей жизни объективных подтверждений собственной ценности хотя бы для нескольких близких людей, пытается вытеснить собственные амбиции. Полностью избавиться от них невозможно, поскольку они являются одной из основ его индивидуальности. А попытка вытеснения приводит к тому, что претензия на собственную уникальность в гипертрофированном виде проявляет себя в воображении. Эта область четко отделена от реальности. Нам известно, что одних мечтаний мало для ощущения себя уникальной и значимой личностью. И поэтому человек производит операцию, выше названную нами буквализацией. Необоримая потребность в значимости заставляет человека вставлять свои мечты в структуру реального мира. Обычно все начинается с подозрительности. Любая подозрительность вообще является проявлением самовлюбленности. Подозрение «меня обманывает жена» превращается в бред ревности только в том случае, если я считаю себя человеком, которого невозможно обмануть, способным контролировать решительно все вокруг себя. Утверждение «вокруг меня все воры» возможно только в том случае, если человек считает себя единственным честным человеком на земле и так далее. Чаще всего человек с вытесненным нарциссизмом сначала начинает подозревать, что его кто-то преследует, за ним ведется тайное наблюдение. В наше время следящими оказываются спецслужбы, тайные общества или пришельцы. Для пациента обнаруженное им преследование или слежка является следствием его особой роли в обществе или вселенной. Очевидность этой мысли обогащается воображаемыми подробностями, которые все больше и больше включаются в состав воспринимаемой реальности. Для этого пациенту нужно поверить в свои фантазии. Постепенно все окружающие люди начинают разделяться на врагов и друзей. Враги, как положено, пытаются навредить, а друзья защищают от враждебного воздействия. Сама личность ощущает свое величие, становясь центром событий вселенского масштаба. Так формируется трагическая психическая защита. Как вы помните, одной из характеристик реальности является согласованность во времени. Поэтому для включения своих амбиций в реальность, человек должен найти подтверждение реальности событий в прошлом, в своих воспоминаниях. Рано или поздно он обнаруживает в памяти события, логически предшествующие разыгрывающиеся воображение пьесе. Ложные воспоминания такого рода в психиатрии называют фантастическими конфабуляциями. Раздумывая о причине своих переживаний и вспоминая события, которые к ней привели, человек находит окончательное объяснение своего пребывания в центре вселенских событий. Выводы, которые он сделает, всегда окажутся диссоциативной психической защитой разной степени глубины. Он может прийти к выводу, что он, как многие герои комиксов и мифологические персонажи, родился не от тех людей, которые его воспитывали. Или к выводу, что в него вселился чрезвычайно значимый в потустороннем мире дух или бес. Он может вспомнить, что его с детства готовили к великой миссии, но затем стерли воспоминания, и, наконец, он может обнаружить в себе великую личность прошлого, ощутить себя реинкарнацией Наполеона или Гитлера, или самим Наполеоном и Гитлером, продолжающими жизнь. Удивительно, но когда человек окончательно поймет, что он Наполеон, и как такое стало возможным, он ощутит то, что обычно люди называют счастьем, а психиатры – эйфорией. По сути, свое счастье – это чувство, сопровождающее удовлетворенность потребности в собственной значимости. Именно от счастья сегодня и лечат пациента в психиатрической клинике. Предельно примитивный вариант потребности в значимости можно назвать потребностью в величии. Нарцисса не удовлетворяет достижению уважения или любви ограниченного числа людей. Он хочет чувствовать себя великим, а желание величия можно удовлетворить только в бреду. Конечно, бред иногда внедряется в физическую реальность, как это было во времена Гитлера или Сталина. Но от этого он не перестает быть бредом – проявлением амбиций вечно неудовлетворенных нарциссов. Такая диссоциация именуется в психиатрии парафренным синдромом шизофрении. Никакой загадочной эндогенной болезни для объяснения этого синдрома не нужно. Требуется только признать потребность в индивидуации, а не только потребность в адаптации к социуму, естественной и одной из главных, наряду с адаптацией, потребностей психики. Понятно, что психиатрия, сформировавшаяся в коллективистском советском обществе, признать существование подобной потребности не могла. Не хочет ее признавать и новое потребительское общество. Продуктивной стороной удовлетворения этой потребности окажется самостоятельное творчество, откровенно мешающее человеку потреблять товары, не соответствующие его индивидуальности, включая сюда духовные и идеологические товары, произведенные другими людьми. Потребность в индивидуации сильно расширяет рамки выбора и способность к нему. Возвращая потребность в индивидуации, самолюбии и амбиции в повседневную психотерапевтическую практику, мы можем понять механизмы возникновения практически всех симптомов, упомянутых в этой книге. Немецкий психиатр Карл Клейст описал аффективную парафрению как отдельное заболевание, часто развивавшееся у немцев ветеранов Второй мировой войны. Клиника этого заболевания была практически неотличима от параноидной шизофрении, но Клейст считал, что болезнь стала результатом отсутствия уважения к участникам войны со стороны своих же соотечественников. Кроме этого, Клейст создал свою собственную неврологическую концепцию психопатологии. Он считал, что психические функции жестко зафиксированы за конкретными участками мозга, и органические нарушения в этих областях приводят к возникновению психиатрических синдромов. Зону самолюбия, нарушения в которой приводили к эффективной парафрении, он считал находящейся в префронтальной коре головного мозга. Концепция Клейста об ограниченной локализации психических функций не подтвердилась. Для нас важно, что у каждого из обследованных ветеранов, страдавших парафренией, обнаружилось не загадочное эндогенное расстройство, а вполне конкретные неврологические нарушения. В большинстве случаев пережитая во время войны контузия привела к очаговым изменениям нервной ткани префронтальной коры. На этом неврологическом фоне развивалась трагическая психическая защита смертельно раненого самолюбия ветерана фашистской армии. Клейст по-своему раскрыл уже знакомую нам схему. Ощущение собственной неполноценности, возникающее за счет явной или кажущейся недооценки самолюбия человека или его заслуг, аффективно заостряется на фоне врожденных или приобретенных неврологических расстройств ЦНС. Попытки лечения психоза препаратами, унижающими человеческое достоинство, не способны компенсировать оскорбленное самолюбие. Они способны привести лишь к прямо противоположному результату – к мании величия, как к единственному выходу на фоне продолжающихся унижений. Не всегда, но очень часто развитие психоза в сторону мании величия носит ядрогенный характер. К ней приводит заученное равнодушие врача, способный углубить любые симптомы, тесно связанные с самолюбием пациента. Лучшей профилактикой психозов окажется формулируемый с детства навык преобразования иррациональных убеждений самовлюбленности в рациональные принципы самолюбия. Практику построения устраивающих вас рациональных альтернатив, подобных приведенным в этой главе, можно считать главным упражнением, позволяющим сохранить душевное здоровье человека. Осознанность и навязчивые состояния. Следует бояться не возникновения мыслей, а промедления в их осознании. Гаутама Будда. Жить – это как бежать по музею, и только потом вы начинаете по-настоящему осознавать, что вы увидели. Думать об этом, наводить справки в книгах и вспоминать, поскольку вы не можете принять это все и сразу. Учитесь формулировать важные для вас мысли полностью. Мысли, связанные желаниями вместе с последствиями их удовлетворения, а пугающие мысли вместе с причинами их возникновения. Огромное количество болезненных состояний человеческой души, связанных с повторением неясной или обрывочной мысли, повторениями серии бессмысленных действий в качестве защиты от тревоги, без причинно повторяющиеся страхи, фобии и формирования защитных ритуалов для преодоления фобий, приступы необъяснимой паники, сопровождающиеся вегето-соматическими расстройствами, панические атаки, относятся в МКБ-10 к разделу «абессивно-компульсивные расстройства». Все эти расстройства сопровождаются субъективным ощущением чуждости, принудительности проникающих в сознание человека мыслей, негативных эмоций или бессмысленных действий. При этом пациент никак не интерпретирует силу, которая навязывает ему мысли или действия, это его собственные мысли или желания, с которыми он не в состоянии совладать усилием воли. Болезненные переживания резко ограничивают функциональные возможности человека. Он может существовать лишь в неуклонно сужающемся пространстве, в пределах которого чуждые переживания возникают реже. Я, пациента, оказывается в осаде страхов и негативных мыслей. Термин «абессивно-компульсивный синдром» возникает из двух латинских слов – «абессио», «осада» и «компелло» – «принуждаю». Я предпочитаю старинный термин «навязчивое состояние» или просто «навязчивости», поскольку эти расстройства были одной из главных проблем психиатрии со времен ее возникновения. Причем еще в IV веке до н.э. Гиппократ описывал навязчивые страхи как проявление меланхолии. Потребуется отдельная монография для того, чтобы описать все приключения этих терминов. С середины XIX века навязчивости относили к неврозам, а постепенное развитие и расширение числа невротических реакций у отдельного человека складывалось в представлении о навязчивой личности или соответствующем характере. Подобную личность сначала называли «педантической», затем появился термин «ананкаст». Зигмунд Фрейд считал навязчивое состояние и невроз и тип личности главным объектом психоаналитических исследований, связывая происхождение навязчивости с нарциссизмом. Точнее говоря, он считал причиной формирования навязчивости задержку развития либидо на анальной стадии с вытесненным и замещенным во взрослом периоде развития удовольствием ребенка, получаемым им от удерживания испражнений. В результате в их характере обнаруживается присутствие следующих трех черт. «Они очень аккуратны, бережливы и упрямы», как писал Фрейд. По Фрейду именно с задержкой развития на анальной стадии связана страсть человека к деньгам. Стремление к удержанию фекалий и запрет родителей на игры с испражнениями делает анальной массой чрезвычайно ценными для ребенка. А уже взрослый человек будет пытаться удержать при себе все, что считает ценностью или сокровищем. Коллекционирование, страсть к приобретению предметов вообще с точки зрения Фрейда окажутся лишь различными сторонами анального характера. Говоря о навязчивостях, не упомянуть теорию Фрейда невозможно, поскольку любой внимательный клиницист обратит внимание на связь навязчивых расстройств с проблемами анальности. Для меня принципиально важен другой аспект проблемы навязчивости, и он связан как со стремлением человека к достижению значимости, так и со стремлением ограничить свое психическое функционирование. Стремление человека накопить и удержать при себе то, что он ощущает как ценность, несомненно является способом достижения собственной значимости или чувства величия. Существуют две полярные возможности достижения личностью чувства его собственной уникальности. Первая возможность – это расширение собственной личности с помощью власти. Популярная личность приобретает поклонников, и они становятся частями известного или модного человека, стараясь подражать ему во всем. Они схожи с фекалиями, ведь популярный человек производит поклонников сам, создавая их с помощью собственных усилий. Параноидный психоз разыгрывает в пространстве воображения трагедию власти, а не любви. Стремление к власти – общая черта навязчивости и психозов. Немецкий мыслитель Теодор Адорно в своей книге «Авторитарная личность» связывал Гитлера и Сталина с представлениями о банальном характере в терминологии Фрейда. Попытка расширить свою власть и влияние в сущности сводится к коллекционированию подчиненных, выступающих в роли фекалий, власть над которыми авторитарной личности абсолютно и очевидна. Она производит их с помощью идеологии, как эстрадная звезда с помощью голоса или имиджа. В современной массовой культуре расширения власти и влияния личности не воспринимаются в качестве невротических или авторитарных изменений личности. Успешные политики и эстрадные звезды – предмет зависти и подражания, идеал современной культуры. Вслед за Фрейдом и Адорно я продолжаю считать подобных людей тяжелыми невротиками. Невроз – это психическая защита, форма поведения, защищающая человека от страха. Именно страх является внутренним содержанием невротической личности. Мне думается, это и определяет внутреннюю пустоту и бессмысленность современной популярной музыки и политики. С глубинно-психологической точки зрения эстрада и политика оказываются лишь способом компенсации болезненных амбиций нарцисса. Целью поведения людей такого рода оказывается количество накопленных фекалий, то есть поклонников, лайков и тесно связанных с ними денежных знаков. Можно сказать и проще – проблема популярной или авторитарной личности заключается в отсутствии любви. Лидер не любит своих поклонников, как нарцисс не любил поклонявшихся ему нимф. Он относится к ним презрительно. Они не люди, а не вещи, купившиеся на то, что сам политик или сама звезда ощущают как ложь. Вторая возможность – удовлетворение потребностей в собственной значимости с помощью власти. Это, собственно, обсессия, ограничение собственных владений. Согласитесь, чем меньше владения человека, тем проще ими управлять. Подобное желание хорошо знакомо многим. Ощущая себя не в силах совладать с социальной или экономической реальностями, личность пытается от них отгородиться, создать маленькую обособленную реальность, в которой человек сам устанавливает законы и правила, то есть является абсолютным властителем. Эта реальность может существовать в пределах отдельно взятой квартиры или комнаты. Всю остальную реальность человек объявляет несуществующей, стараясь оборвать максимальное количество связей с ней. Конечно, реальность невротика ограничивает не стены его комнаты. Его ограничивает страх. Если у авторитарной личности страх расположен внутри, в глубине ее души – это страх собственной несостоятельности, то абиссивная личность проецирует его на внешний мир. Реальность, которой ограничивает себя невротик, кажется ему относительно безопасной, а мир за пределами этой реальности грозит многообразными опасностями. Эти опасности в психиатрии описываются как фобии. Невротик обычно выделяет одну или несколько опасностей в качестве основных, угрожающих ему смертью. Однако в этом случае проблема упирается в желание власти или контроля. Невротик страстно хочет власти и влияния, но чувствует, что внешний мир не позволит ему властвовать просто так, без долгих и тяжелых усилий, направленных на понимание интересов других людей. Нарцисс слишком хорош, чтобы тратить подобные усилия. В результате мир, внешняя реальность, оказывается виновен перед нарциссом в том, что не хочет признавать его величие и непогрешимость. Вина внешней реальности заключается в том, что в ней есть смертельные опасности. Микробы, люди, мыши, темнота, замкнутые и открытые пространства и так далее. Наличие этих выдуманных опасностей оправдывает нежелание невротика покидать пределы контролируемой реальности. Как и при любом самообмане, невротик будет выдавать желаемое за действительное. В его рассказах врачу или родственникам будет заметно создание плохой реальности. Он будет описывать возможные опасности и неприятности, как реально существующие. Это первое проявление всемогущества мыслей, описанное Фрейдом в качестве главной черты навязчивых состояний. В своей знаменитой книге «Тотем и табу» Зигмунд Фрейд выделил две главные черты навязчивой личности, которые с его точки зрения соответствовали принципам первобытного мышления. Первая и главная черта навязчивой личности по Фрейду заключается в том, что мышление и поведение такой личности строится исключительно на системе запретов или табу. Нельзя касаться определенных предметов, не выполнив абсурдного ритуала, нельзя прикасаться к нырной ручке, не вымыв после этого руки четыре раза. Нельзя пересекать путь черной кошки, кошку нужно обойти. Если человек встретил женщину с пустым ведром, он должен вернуться домой. Все запретительные меры ограничивают пространство невротической реальности, затрудняя выход из него. Вторую значимую черту абссивной личности Фрейд назвал всемогуществом мыслей. Название всемогущества мыслей Япов заимствовал у высокого интеллигентного страдающего навязчивостями больного, выздоровевшего благодаря психоаналитическому лечению, получив возможность доказать свои способности и проявить свой интеллект. Он выбрал это понятие для обозначения тех странных и жутких процессов, мучивших его, как и всех страдающих, той же болезнью. Стоило ему подумать о ком-нибудь, так он сразу встречал это лицо, как будто вызвал его заклинанием. Стоило ему внезапно поинтересоваться тем, как поживает какой-нибудь знакомый, которого он давно не видел, как ему приходится слышать, что этот знакомый умер. Фрейд сравнивал всемогущество мыслей с примитивной аналоговой магией. Во время подобных ритуалов колдун манипулирует предметами, каким-либо образом связанными с жертвой, объектами колдовства, например, обрезками ее волос. Считается, что таким образом можно воздействовать на поведение человека или на его здоровье. Эта компенсация, подтверждающая чувство величия, свойственно абиссивным личностям. Человек, оторванный от реального мира своими руками, тем не менее чувствует свою способность влиять на него магическим способом. Если человек запер себя в клетку, то взаимодействовать с миром за пределами клетки можно только магическим способом. Сегодня склонность подобных натур к магическим ритуалам немного снижена, поскольку, запираясь в клетку, можно взять с собой электронные гаджеты, позволяющие вести общение с внешней реальностью почти магическим способом, контролируя его объем и не встречаясь с микробами и тоннелями метро. Правда, и в виртуальный век сохранилось немало доморощенных колдунов, не выходящих за пределы комнат, увешанных магическими символами. Есть и другие люди. Боюсь, что в нашем обществе их большинство. Многие верят в могущество тех самых абиссивных персонажей. Это тоже навязчивость, только обусловленная культурой или архетипом колдовства, актуального для людей, не желающих взрослеть. Нам хочется сэкономить время и усилия, поэтому мы предпочитаем верить в возможность чуда, а не в самих себя. Огромный внешний мир чужд и непонятен многим из нас, а колдовство, сглаз или порча оказываются простым объяснением многих непонятных событий индивидуальной жизни, особенно событий, требующих от человека возложения ответственности на собственные плечи. Вера в магию и в традиционных культурах способна убить жертву колдовства, но и смерть заколдованного – всего лишь форма внушения. Колдовской ритуал действует только в тех случаях, когда будущая жертва колдуна знает о предстоящей попытке магического воздействия и боится его, попадая в круг навязчивых мыслей, как всегда ограниченных страхом. Внушение и самовнушение – неразрывная часть единого процесса. Если человек верит в собственные магические возможности, ему придется верить и в магические возможности других людей, в том числе верить в то, что существуют способности, сильно превосходящие его собственные. Колдовство окажется обратной стороной самолюбия, нарциссизма. Мы хотим верить в колдовство, поскольку такая вера позволяет сохраняться в надежде на всемогущество собственных мыслей. Человек, обращающийся к экстрасенсу, к колдуну или бабке, пытается манипулировать магическими силами Вселенной. Экстрасенс в этом случае выступает как инструмент, предназначенный для выполнения желаний заказчика. Заказчик же хочет избавиться от болезней или добиться чьей-то любви, экономя время и усилия, как по волшебству. Таким образом, пусть и с участием посредника, он сам оказывается всемогущим. Как же преодолеть обсессии или предупредить их? Мне думается, что возможный способ профилактики описала английская писательница Джоан Роулинг в серии романов о Гарри Поттере. Суть психотерапевтического воздействия ее романов таится в описании целого мира волшебников. Роулинг как бы говорит, «Не ты один хочешь быть волшебником, вокруг тебя все этого хотят». То, что в человеческих мечтах было способом сэкономить время и усилия, в романах превратилось в обычную школьную науку, требующую времени, усидчивости, конкуренции с другими волшебниками и таящую в себе немалой опасности. Говоря о волшебниках, Роулинг уводит читателя в сторону от желания быть как боги, позволяя молодым людям осознать, что волшебство, как и любое творчество, это труд, в котором ничего не дается само собой. Кроме того, Роулинг сталкивает своих читателей практически со всеми стандартными детскими страхами, позволяя осознать их и научиться преодолевать. Самое главное свойство пространства романа заключено в том, что замкнутая реальность школы Хогвартс негерметична. В ней есть разломы, трещины, проходы, связывающие ее с пространством маглов, пространством нашей реальности. Постоянное разрывание замкнутых пространств – один из главных художественных приемов автора. Такое впечатление, что Роулинг сознательно занималась профилактикой обсессивно-компульсивных расстройств. Приходя в первый класс школы, мы начинаем смутно подозревать, что мы не единственные и не самые лучшие в мире. По мере социализации, мечты о собственной популярности и магических способностях постепенно вытесняются в бессознательное. Если вдуматься, то именно эти вытесненные мысли представляют собой главные потаенные амбиции человека – надежду быть как боги. Вытесненная, ставшая неосознанная надежда на магические возможности собственной личности порождает трудности в общении с другими людьми и депрессии при понимании невозможности ее реализации. Мне думается, что обрывки мыслей или фразы, в том числе ругательства, ощущаемые субъектом как чуждые или навязчивые, являются неосознанными магическими заговорами или заклинаниями, не реализованными во взаимоотношениях с реальностью. Таково же происхождение русского мата, существующего как навязчивость в речи и мышлении многих наших соотечественников. Когда-то это были заклинания, адресованные внешним врагам. Матерные слова и по сей день используются как боевой клич, позволяющий продемонстрировать свое превосходство над окружающими. Навязчивые ритуалы позволяют управлять реальностью или просто справляться с ней магическим путем. Фобии позволяют человеку оставаться в ограниченном пространстве, где он может чувствовать свое могущество, управляя близкими с помощью своего неизлечимого заболевания. Я заговорил о роулинг, поскольку излечиться от современной формы мифомании по-прежнему позволяет образование. Избавиться от веры в магию и колдовство позволяет только изучение магии и колдовства с разных точек зрения – оккультной, психоаналитической и научной. Постепенно сознание найдет информацию для объяснения событий, с которыми вы столкнулись. Обрывки слов и хульные мысли необходимо записывать и задуматься над их смыслом. То, что казалось бессмысленным, наверняка окажется магией, вашей вытесненной попыткой что-то изменить в собственной жизни. Так, например, хульные мысли по отношению к собственным родителям всегда оказываются магической попыткой сепарации. Как правило, они значат, что пациенту уже много лет необходимо отделиться, жить и работать отдельно. Хульные мысли, возникающие в сознании мужчин при виде красивой женщины, являются магической попыткой вступить с ней в интимную связь или психологической подменой этой связи и так далее. Чтобы преодолеть навязчивые мысли и страхи, человек должен научиться осознавать вытесненные в бессознательные мысли о собственной уникальности и величии. Понятно, что для этого вполне подходят приемы формулирования рациональных убеждений, о которых мы говорили в предыдущей главе. Обсессии – это повторяющиеся интеллектуальные или эмоциональные феномены, поэтому человеку, страдающему навязчивостями, нужны простые приемы осознания собственных мыслей. Осознанность – одна из главных восточных психологических практик, но и в этих практиках она начинается с достаточно простых вещей. Если в вашем сознании промелькнула беспокоящая вас не до конца оформленная мысль, остановитесь и постарайтесь сформулировать ее в законченном виде. Навязчивые обрывки мысли чаще всего связаны с нашим желанием превосходства над кем-либо. Попробуйте представить и про себя или вслух проговорить, как реализуется это желание вместе с его последствиями. Пациент М обратился ко мне с жалобами на навязчивое слово «дерьмо», возникающее в его осознании, особенно часто на производственных совещаниях. Мы вместе с ним попытались понять, что оно значит, и выяснили, что это слово является проявлением обиды пациента на то, что начальник и коллеги не обращают внимания на его мнение по служебным вопросам. Оно скрывало под собой желание пациента размазать начальника по стенке. Мы договорились, что каждый раз, когда пациент отметит в своем сознании навязчивое слово, он будет произносить про себя «Иван Иванович – дерьмо, и я сейчас размажу его по стенке». При этом я попросил его представлять последствия. Коллеги набрасываются на него, чтобы скрутить, приезжает полиция. Пациент достаточно точно выполнил нашу договоренность, и навязчивые мысли перестали его беспокоить. Примерно через неделю после нашего разговора. Пациентка К обратилась с жалобами на страх нахождения в лифте, вынуждавшей ее ходить пешком по лестнице. Я предложил даме сформулировать, чего именно она боится, находясь в лифте. Пациентка сообщила, что она боится, что ей не хватит воздуха, и она задохнется. Повторение этой фразы перед посадкой в лифт оказалось достаточным, чтобы через месяц она совершенно спокойно пользовалась лифтом. Почему столь простой способ осознания решил проблему? Пациентка и без меня прекрасно понимала, что миллионы людей пользуются лифтами, и с некоторыми случаются аварии, но они не связаны с отсутствием воздуха. Воздуха в лифтах хватает всем и всегда. Осознанная фраза вызывала у пациентки чувство внутреннего протеста, и страх прошел. Позже мы выяснили, что пациентке не хватало воздуха из-за гиперопеки близких. Это выяснение было необходимо, чтобы на месте прежнего страха не появлялись новые, но для решения первичной проблемы оказалась достаточно простой фраза, которую, опираясь на наши примеры, может сформулировать каждый. У проблемы навязчивости есть глубинный корень. В своей сущности наличие обсессивно-фобических расстройств говорит об инфантильной попытке подмены желания любви желанием власти. Обилие обсессивных личностей в современном обществе говорит о том, что мы забыли, что такое любовь, а значит не можем научить ей своих детей. Конечно, научить любви в нескольких фразах невозможно. Убрав из понятия «любовь» его чувственный смысл, мы получим слова понимания, сочувствия, уважения, эмпатия. Влюбляться в другого человека научить невозможно, а вот уважать другого, прислушиваться к нему и понимать его чувства научиться можно. Для этого существует много понятных и хорошо описанных педагогических методов. Сегодня наше образование порождает невротиков, обучая власти и манипуляциям, а не уважению и любви. Свобода и тревога Тревога – это следствие свободы, результат столкновения человека с выбором разных возможностей, так как такие возможности включают в себя неизвестное и неопределённое. Сёрен Кьеркигор Тревожнее живётся тому, кто больше всего жаждет благоденствия. Бион Борисфенит Людей беспокоят не события сами по себе, а человеческие представления о них. Эпиктет Сегодня от пациентов часто можно услышать жалобы на болезненную тревогу. В МКБ-10 соответствующий диагноз именуется генерализированным тревожным расстройством. На примере этого расстройства можно проследить, как нормальные человеческие переживания, оставаясь неосознанными, превращаются в психиатрические метафоры. Для того, чтобы подставить подобный диагноз, психиатр должен быть уверен, что пациент живёт благополучной жизнью, не переживая никаких проблем или неприятностей во внешнем мире. Только в этом случае тревога получает ярлык «беспричинный». Чувство беспричинной тревоги должно беспокоить пациента постоянно на протяжении как минимум трёх недель. Кроме этого, тревога должна сопровождаться чувством внутреннего напряжения, раздражительностью и вегетативными симптомами – дрожанием рук, потливостью, учащённым сердцебиением. Тревога и вегетативные симптомы должны оказаться необъяснимыми. Читатель уже знает, что беспричинные или необъяснимые тревожные расстройства в нашей стране по умолчанию относят к симптомам шизофрении и лечат антипсихотическими препаратами. Как и в других случаях, логика психиатрии исключает внутрипсихические причины тревоги. Человек не может тревожиться из-за ощущения бессмысленности собственной жизни или из-за нереализованности своего интеллектуального и духовного потенциала. С точки зрения психиатрии, объяснимой является только тревога, вызванная материальным или личным неблагополучием. Оценка собственного состояния как болезненного зависит от направленности внимания, от степени серьёзности и отношения к себе. Как только человек присваивает своему естественному чувству ярлык болезненности, начинается процесс отчуждения конкретного эмоционального переживания от привычного течения мыслей и чувств. Называя своё переживание болезненным, мы пугаемся его, и начинается уже хорошо знакомый читателю процесс диссоциации. В результате тревога лавинообразно усиливается, поскольку наше внимание всё больше и больше сосредотачивается на чувстве, объявленном болезнью. Для психолога тревога, то ослабляющаяся, то усиливающаяся, является абсолютно естественным человеческим переживанием. Человек, находясь в бодрствующем сознании, всегда испытывает тот или иной уровень тревоги. Тревога полностью исчезает только на время сна и медитации, а также во время опьянения или наркоза. Как и утверждал Кьер Кегор, тревога лишь оборотная сторона свободы, расплата за свободу нашего сознания. Возможность свободы таится в неопределённости нашего бытия. Мы не знаем своего будущего, не можем точно предсказать последствия собственного решения или совершённого поступка. С одной стороны, мы не имеем возможности сделать абсолютно правильный выбор, а с другой, именно это и делает наш выбор свободным. Чем неопределённее, то есть свободнее, человеческая жизнь, тем выше уровень ощущаемой тревоги. Создатель франкфуртской социологической школы Эрих Фром утверждал, что главная цель жизни западноевропейского человека заключается в бегстве от свободы. По мысли Фрома, человек сам ищет внешнего контроля над собой, это снижает тревогу. Например, служба в армии в мирные годы является лучшим способом избегания тревоги, поскольку все действия военнослужащего детерминированы командованием. Тоталитарные политические режимы вызывают терпеливое согласие граждан соответствующих государств, поскольку человеку не нужно делать самостоятельный политический и экономический выбор, как человеку нужно жить, определяет за него власть, снижая уровень тревоги. Хики-камори, мужья-подкаблучники и даже молодые девушки, стремящиеся побыстрее выйти замуж, снижают уровень тревоги, отказываясь от свободы. Подруги, говоря о замужестве, говорят молодой девушки. Тебе нужно быстрее определиться, лишиться свободы. Подруги при этом предлагают девушке зависимые отношения. Хики-камори предпочитают зависимость от родителей, подкаблучник зависит от жены, а граждане тоталитарного общества от своего лидера. Можно утверждать, что человек превращает себя в алкоголика, наркомана или бессознательно стремится стать психически больным ради того, чтобы избавиться от свободы. Я алкоголик, я душевно больной, я наркоман. Все это в конечном итоге способы уменьшить тревогу, избегая неопределенности. Самоопределение «я душевно больной» куда лучше, чем «я ничтожество, неспособное справиться с жизнью». Нам все время хочется окончательно определить себя, однозначно ответить на вопрос «кто мы и зачем живем?». Этот вопрос резко повышает уровень тревоги, и мы включаем абиссивную психическую защиту, пытаемся ограничить себя разумными определениями. Попытки ограничить себя профессией, семьей, идеологией или религиозными догматами чаще всего оказываются не более удачными, чем самоограничение алкоголика. Определить самого себя с помощью полученных извне заповедей и социальных норм невозможно, помехой оказывается самолюбие. Чем в большей степени человек пытается нормировать себя, тем сильнее ему мешает тревога, подсказывающая, что он делает что-то не то. Как показывает опыт тоталитарных обществ, индивидуальное невозможно до конца растворить в общественном. Русский философ Николай Бердяев доказывал, что смыслом жизни человека является творчество, понимаемое как повторение деяния Бога, создание собственного мира. Для преодоления тревоги мы должны разрешить себе, несмотря ни на что, созидать свой собственный мир. Избегая тревоги, мы рискуем создать его не с помощью любви, но с помощью власти. Художнику неизвестна судьба его картины. Творчество бывает разным. Мы живем в схожих квартирах, но внутри наше жилище не похоже друг на друга. Картины и квартиры не вечны. На стенах квартир появляются иные картины, и люди рано или поздно изменят созданный нами интерьер. Нельзя относиться к творениям излишне серьезно, как к чему-то превосходящему своей важностью жизнь. Точнее говоря, создание мира требует от Бога и от человека допущения свободы созданного. Относиться слишком серьезно в данном случае означает пытаться контролировать будущее произведений. Такие попытки только усиливают тревогу. Как бы нам не хотелось, мы не способны полностью контролировать будущее ни своих детей, ни своих творений. Мы можем только создавать его, помогать, учить, советовать, то есть добавлять мазки к картине, но распоряжаться судьбой картины мы не в силах. Попытки контроля над будущим приводят к генерализированной тревоге, самой частой причиной которой является необоснованная тревога за повзрослевших детей. Но и это еще не все. Нам нужно научиться созиданию собственного мира без разрушения миров, созданных другими людьми. Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем это стремление к власти напрочь лишенной любви. Наше творчество предназначено для других людей, а не против них. В последнем случае его некому будет ценить, и тогда сознание творца вновь охватит беспричинная тревога. Подлинное самолюбие проявляет себя в создании своего мира, но мир этот не может существовать без одобрения мира внешнего. Это две стороны одного и того же психического процесса. Попытка пользоваться только одной стороной, творить только для себя или подражать вкусам большинства всегда оказывается способом самолюбования. Произведение, предназначенное исключительно для себя, как и произведение, созданное исключительно ради продажи, основанное на вкусах мейнстрима, на самом деле окажется проявлением абиссивно-фобического невроза, способом самоограничения. В первом случае, работая в стол, творец считает себя слишком великим для своих современников. В действительности он смертельно боится чужого мнения, могущего ранить его самолюбие. Во втором он ограничивает себя с помощью самоопределений. Я не художник, а ремесленник. Единственная моя мечта – заработок. Человек, который действительно любит себя, одновременно совершает усилия, направленные на любовь к ближнему своему. Любовь к плодам своего творчества и любовь к другим людям, ради которых человек что-то создавал, две стороны одного самолюбия. Все просто. Если человек построил дом, избегаемый по разным причинам его женой и детьми, то это строение по сути является неврозом, направленным на изоляцию себя от родных. Художник, который подобно Ван Гогу пишет картины, непонятные современникам, имеет полное право рассчитывать на любовь потомков, но свои послания он все равно создает ради их любви, пусть далекой и всего лишь возможной, но все-таки любви. Можно сказать, что способность к творчеству ради других и есть подлинное самолюбие. Слова «ради других» подразумевают уважение к окружающим людям, не предполагающее зависимости от их мнения. Всю проблему шизофрении можно свести к попытке творчества исключительно ради самого себя. Драматическая психическая защита это представление, не предназначенное для зрителя. Утверждение «я алкоголик» или «я наркоман» маленькое представление для заинтересованного зрителя, своего рода презентация, оправдывающее неумение или нежелание человека пользоваться воображением для создания собственного мира. Отсутствие воображения выворачивает свободу наизнанку, приводя к зависимости. Алкоголики и наркоманы ищут свободу от общества, но вместе с ней обретают зависимость не только от химических веществ, но и от целого ряда социальных институтов. Впрочем, любая попытка полностью освободиться от общества и жить исключительно ради самого себя приводит лишь к большей зависимости от общества. Пьющие пациенты говорят, что они употребляют алкоголь для снижения тревоги. С этой же целью многие принимают антидепрессанты и нейролептики, а кто-то использует запрещенные законом химические вещества. Все это варианты эгоцентрического химического творчества, попытки и поведения по готовым химическим лекалам. Быстро выясняется, что лекала нормальных эмоций существует только в воображении пациента, а отмена алкоголя, нейролептиков или наркотиков приводит к генерации тревоги до степени невыносимости. Не самолюбие, а самолюбование нуждается в примитивных психических защитах. Самое распространенное из них – черно-белое или поведение, часто именуемое максимализмом. Я максималист, меня устраивает либо все, либо ничего. Человек, использующий эту защиту, хочет, чтобы окружающие признали его лидерство немедленно и без всяких усилий с его стороны. Это невозможно. Тогда такая личность объявляет себя самым отвратительным человеком на свете, полным ничтожеством, не заслуживающим никакого внимания со стороны окружающих. Даже упрощенное описание подобного поведения делает очевидным то, что декларации самого плохого человека на земле являются лишь альтернативным приемом самолюбования. Главное, что человек все-таки чувствует себя самым-самым, а черная или белая самооценка не имеет принципиального значения. Так выясняется ценность, условная выгода, для большого числа людей самоопределение «я психически больной человек» или «я наркоман». Если у человека не получилось стать самым лучшим хотя бы для нескольких значимых людей, то он может попытаться стать самым худшим, выбирая для этого маргинальные социальные маски. Иногда человек делает подобный выбор сознательно – это выбор преступника или вечно пьяных учителей жизни, встречающихся на городских улицах. Чаще подобный выбор не осознается. Человек, обратившийся к психиатру или психологу с жалобами на тревогу, вместо разговора о своих проблемах получает диагноз атипичное тревожное – депрессия или шизотипическое расстройство. Полученный ярлык понижает тревогу, превращаясь во внутренний объект самолюбования. Место тревоги занимает жалость к себе. Вызвавшая повышенный уровень тревоги неудовлетворенность жизнью, привычные паттерны поведения, приведшие к неудачам, находит оправдание. «Я во всем прав. Не нужно ничего в себе менять. Виной всему болезнь, о которой я ничего не знал». Человеку не приходит в голову мысль, что причиной генерализации тревоги всегда оказывается неоправданная самовлюбленность. Для того, чтобы тревога превратилась в проблему, необходима уже знакомая нам иррациональная предпосылка мышления. «Я всегда и во всем должен добиваться успеха. И если я не добился успеха, то это катастрофа». Тревога – признак необходимости расширения функциональных возможностей человека. Когда жизнь ставит нас перед проблемой выбора, количество возможных вариантов поведения увеличивается и вместе со свободой возрастает мера неопределенности. Чтобы определиться с выбором, нам необходимо расширить горизонты своего опыта, получить необходимые знания, разобраться в собственных чувствах, обнаружить новые направления интересов и творчества. Позвольте еще раз подчеркнуть. Психоактивные препараты мы принимаем вместо этих очевидно необходимых усилий. Условная выгода психического заболевания заключается в том, что современный человек очень часто не понимает, куда, в каком направлении затрачивать усилия, какие именно знания получать, каким образом разбираться в собственных чувствах. Разбираться в подобных проблемах необходимо с каждой в отдельности. Однако существует общечеловеческая проблема, приводящая к генерализации тревоги. Современная массовая культура сделала идеалом человеческой жизни бесцельное существование. Мы называем этот идеал просто жизнь или легкая жизнь. Человек – существо телеологическое, целеполагающее. Формулировка или отчетливое представление своих целей, неважно больших или малых, служит человеку так же, как инстинкт служит животным. Животные испытывают тревогу крайне редко, о собственном будущем они не беспокоятся, имея о нем достаточно точное представление. То переживание, которое человек может назвать тревогой, возникает у животных только во время внезапных и угрожающих изменений среды обитания. Человек может уменьшить уровень тревоги, только спланировав будущее, определив направление своей ближайшей и отсроченной деятельности. Будущее отдельного человека структурировано планом его систематических усилий. Если он этого не понимает, повышение уровня тревоги неизбежно. Цели, лишенные детализации структуры, то есть конкретного распределения предполагаемых действий на оси времени, мы обычно называем детскими или инфантильными. «Хочу быть самым лучшим». «Хочу, чтобы меня все любили». «Хочу много денег». Это вполне допустимы для нормальной человеческой психики инфантильные желания, вызывающие нарастающую тревогу, поскольку они не структурированы по усилиям. К этой же категории желаний «быть как боги» относятся и желания просветления, состояния сознания в один миг делающего человека особенным. Подобные желания сыграли решающую роль в появлении позорного для медицины диагноза метафизическая интоксикация. Я назвал эти желания допустимыми, поскольку они с легкостью могут быть детализированными. Например, «Я хочу быть самым лучшим историком, физиком, поэтом и так далее в своем городе». Желание не просто допустимое, но необходимое, так как оно ставит перед человеком цель, автоматически понижающую уровень его тревожности. «Я хочу просветления и готов удалиться на ближайшие 20 лет в монастырь для соблюдения аскезы». Цель, вызывающая уважение. Генерализация тревоги определяется невозможностью выбора действий, способных привести к исполнению неисполнимого желания. К сожалению, именно формулировку целей и задач человеческой жизни современная культура считает преградой на пути к легкой жизни, в которой все должно происходить само собой. Люди не хотят строить планы, потому что боятся невозможности их исполнения. Этот страх порождает еще одну форму психической защиты, лишь на первый взгляд способную понизить уровень тревоги. Аарон Бек и другие ведущие специалисты когнитивно-поведенческой психологии считают, что люди с генерализированным тревожным расстройством постоянно основываются на иррациональных посылках мышления. Большинство людей считает, что если заранее предполагать неудачу своих действий или крах своих планов, то тревога, возникающая вместе с неудачей, будет меньше. Это не так. Тревога после запланированной неудачи окажется еще более выраженной, чем при неудаче внезапной. Это происходит потому, что человек сознательно ожидающий неудачи в глубине души надеется на успех. Большинство из нас ждут неудачи и не рассказывают другим людям свои планы из суеверия. Нам и по сей день кажется, что в наши мысли и слова может проникнуть магическая сила, недобрый глаз, разрушающий любые человеческие замыслы. Но в наши планы вмешивается не чуждая сила, а та самая необходимость цели и полагания для осуществления любой деятельности. Опасаясь глаза, человек сознательно думает о неудаче, и в результате усилий воображения именно неудача становится целью запускает цепочки незначительных на первый взгляд действий, в конце концов приводящих к тому, чего человек хотел, к неудаче. У любого из наших предубеждений и рациональных убеждений существует свой антитезис. Иногда для снижения тревоги достаточно сформулировать само утверждение и антитезис к нему, затем произнося его вслух или про себя. «Мои планы никогда не реализуются, я всегда могу реализовать свои планы» или «Все события опасны, все события безопасны». Ваше бессознательное знает выход из подобных противоречий. Мои планы могут реализоваться полностью, а могут частично, все зависит от количества затраченных усилий. События могут быть как опасными, так и безопасными, и мы можем отличить одно от другого. Существуют очень древные, сформулированные еще стоиками II-III века до н.э. базовые принципы мышления, позволяющие человеку преодолевать тревогу. Например, «Господи, дай мне душевный покой принять то, чего я не могу изменить, мужество изменять то, что я могу, и мудрость отличать одного от другого». Эту молитву, висевшую над рабочим столом президента США Джона Кеннеди, чаще всего приписывают немецкому богослову Карлу Фридриху Эттингеру. Если это так, то Эттингер лишь перефразировал главный принцип философии стоицизма, известный нам прежде всего благодаря римским мыслителям первых двух веков нашей эры Луцио Анею Синеке, Эпиктету и императору Марку Аврелью. «Людей беспокоят не события сами по себе, а человеческие представления о них», писал Эпиктет. Действительно, что нас больше всего беспокоит? Сам факт или наша реакция на него? Марк Аврелью однажды записал в своем дневнике «Сегодня я избежал беспокойства». Или нет, я отбросил его, потому что оно было во мне, в моем собственном восприятии, не снаружи. Согласно убеждениям стоиков, то, что снаружи, мы изменить не можем, зато всегда можем изменить то, что внутри, свое отношение к происходящему. Способность отличать то, что мы можем контролировать от того, что лежит вне зоны нашего контроля считалось главным свойством философа-стойка, а главным принципом его жизни было сосредоточение усилий исключительно на том, что он способен изменить. «Если ты не можешь изменить обстоятельства, измени свое отношение к ним». Марк Аврелью «Ему было легко говорить, он все-таки был императором», могут подумать читатели. В подобных фразах обнаруживается базовая ошибка атрибуции. Жизнь императора Древнего Рима была отнюдь непростой. Оказываясь в неприятной ситуации, мы перестаем быть философами, оправдывая себя тем, что объективные обстоятельства у кого-то другого куда лучше, чем те, в которых мы оказались. Во времена Марка Аврелия слово «философия» означало не сложную и заумную для обывателей систему рассуждений, а то, что мы сегодня имеем в виду, говоря о психологических упражнениях или самовнушении. Учителя философии пытались обнаружить принципы мышления и восприятия, которые помогали бы их современникам снизить уровень тревоги и недовольства своей судьбой. Буддизм стремился избавить последователей от страданий, главным из которых можно назвать слишком серьезное отношение к событиям, происходящим в реальности. Буддизм в первую очередь философия жизни, требующая от своих последователей особой организации мышления. Научиться отличать события, зависящие от человека, от событий, на которые он не может повлиять, сложно. Этому приходится учиться всю жизнь. По мнению учителя Марка Аврелия Раба Апиктета, в жизни от нас не зависят лишь три обстоятельства здоровье, богатство и слава. Все остальное человек может изменить. Я хочу, чтобы читатели этой книги самостоятельно поразмыслили над утверждением Апиктета. Подобные размышления сами по себе способны снизить тревогу, уровень которой постоянно повышается нашим самолюбованием. Самолюбованию всегда недостаточно имеющихся у нас славы, богатства и здоровья. По мнению стоиков, для того, чтобы человек размышлял вовремя, во время события, а не после их завершения, необходимо выработать привычку вовремя задавать себе вопросы. Такие вопросы каждый может сформулировать для себя сам. Главное – запомнить формулировки и записать их в своем воображении. Привычка задавать себе эти вопросы – хороший способ преодоления тревоги в ситуациях с высокой мерой напряжения и неопределенности. Смерть и редукция энергетического потенциала Смерть не есть зло. Ты спросишь, что она такое? Единственное, в чем весь род людской равноправен. Луций Сенека В действительности речь не идет ни о вере, ни о знании. Речь идет о согласовании нашего мышления с первообразами бессознательного, прождающими любую мысль, над разгадкой которой постоянно бьется наше сознание. И одной из этих архаичных мыслей является идея о жизни по ту сторону смерти. Наука несоизмерима с этими первообразами. Эти иррациональные данности, априорные условия воображения, которые просто есть, а их закономерность и полномочия наука может исследовать только апостеори, примерно как функцию щитовидной железы, которая до 19-го столетия также считалась бесполезным органом. Для меня первообразы являются своего рода органами души, о которых я забочусь по мере возможного, поэтому я обязан сказать пожилому пациенту ваш образ бога или ваша идея бессмертия атрофирована, из-за этого у вас нарушен обмен веществ. Древнее лекарство бессмертия более богато смыслом и глубже, чем мы полагаем. Карл Юнг Бессмертие лишает человека целеполагания. Живя как бессмертные, мы усиливаем тревогу. Человек боится смерти. Современная культура делает все возможное и невозможное, чтобы забыть о ней. В новостях регулярно появляется информация о разработке лекарства от старения и смерти. Наши родные сейчас редко умирают дома, мы прячем смерть в больницах и хосписах. Состоятельные люди идут на немыслимые ухищрения, чтобы скрыть от окружающих старость, ставшую чем-то постыдным. Смакуя подробности террористических актов и стихийных катастроф, мы втайне радуемся тому, что смерть настигла не нас, а других людей. Злорадствуя над смертью, мы проецируем, смерть становится атрибутом других людей, а не нашим собственным неотвратимым будущим. Дело не только в том, что смерть это источник психической энергии. Нам нужно многое успеть за свою короткую жизнь, стать профессионалами, родить и вырастить детей, написать книги, построить дом, полюбить прекрасных женщин или мужчин, набраться мудрости, передать знания потомкам, оставить свой след. Если человек бессмертен, ему не нужно ничего успевать. На месте энергичного «успеть» оказывается пассивное «успеется». Пластическая хирургия никому еще не принесла бессмертие. Она способна лишь создать его иллюзию, позволить человеку обмануть себя. Но даже такой самообман делает человека куда более пассивным, чем он был до проведения операции. Попытка вытеснить мысль о смерти из индивидуального сознания и из целой культуры повышает уровень тревоги, одновременно снижая потенциал жизненной энергии. В психопатологии шизофрении соответствующий негативный симптом так и называется «редукция энергетического потенциала». Вытесняя мысль о смерти, мы создаем огромную зону неопределенности в своих взглядах на будущее, а значит и в цели полаганий. Так тревога превращается в болезнь. Стремление сохранить молодость навсегда оказывается формой психической защиты от болезненной тревоги, результат снижения творческой активности. Заметьте, из повседневного языка практически исчезли понятия «гениальная книга» или «великая музыка». На смену им пришли слова, описывающие популярность, спрос на произведение. Несмотря на обилие технических средств и возможностей для творчества, последние несколько десятилетий не принесли практически ничего, что можно было бы назвать подлинным творческим прорывом. В тщетных попытках избежать старения и смерти человечество охватывает атипичная лень и тревога. Казалось бы, тревога должна вызывать возбуждение, ажитацию, но так бывает только при ее генерализации. Большую часть времени мы озабочены собственной безопасностью. Мы оберегаем собственное здоровье, бережем себя от преступников и злоумышленников разного рода. Хлопоты о здоровье и безопасности незаметно стали навязчивым состоянием отдельных людей и целых государств. Я использую термины психиатрии при описании естественных на первый взгляд процессов, пытаясь показать на основе каких социально-психологических феноменов они формируются. Пациент, страдающий абиссивно-фобическим расстройством, озабочен исключительно собственной безопасностью. К формированию навязчивых ритуалов его подводит тревога, возникающая из-за того, что он считает, что какие-то силы или факторы внешней среды могут вызвать его смерть. Наши непрестанные заботы о здоровье и безопасности ничуть не более осмысленной. Представьте себе, вот вы абсолютно здоровый человек среднего возраста, находитесь в абсолютно безопасном бункере, оснащенном всем, чего вам хочется. Это и есть счастье? Нет. Чем человек будет заниматься в таком бункере? Для чего он будет использовать свое здоровье и безопасность? Они продлевают жизнь, но продление жизни, не имеющей никаких целей, оказывается глупостью. В душе образуется пустота, которую в нашей стране принято заливать водкой или забивать нейролептиками и антидепрессантами, веществами, резко сокращающими длительность человеческой жизни. Химические вещества не могут сообщить человеку цель его жизнедеятельности. Здоровье и безопасность это средства, предназначенные для достижения человеком какой-либо цели, а человеку гораздо легче осознать, если он всегда помнит о смерти. В противном случае исчезают желания. Апатия охватывает людей не только потому, что им кажется, что у них полно времени, но и от того, что большая часть желаний реализуется во внешнем мире, а там небезопасно. Осознание смерти и подготовка к ней были и остаются неотъемлемой частью традиционных культур. Достаточно вспомнить пляску смерти, сюжет, постоянно встречающийся в оформлении общественных мест средневековой Европы. Первая книга русской философии, написанная Федором Эмином, называлась «Пути к спасению или благочестивые размышления о покаянии и о непрестанном приготовлении себя к смерти». Я не пытаюсь погрузить читателя в мрачные мысли, как принято считать в наше время. Осознание факта и необходимости смерти успокаивает человека и просветляет его ум. Осознание смерти не является осознанием смертности. Еще два столетия назад подавляющее большинство людей в мире было убеждено, что смерть лишь следующая ступень жизни души. Мне думается, что у нас нет оснований предполагать, что множество поколений человечества были глупее нашего. Размышляя о смерти, в том числе и на основании собственного опыта столкновений с нею, человек находит в собственной душе веру или интуицию в продолжение жизни после гибели тела. Обнаружение подобной веры не отнимает энергию, а наоборот побуждает к жизни. Как бы человек не понимал жизнь после смерти, жизнь своего творчества, жизнь в памяти потомков или жизнь в другом мире, посмертное существование имеет высочайшую степень неопределенности. Задумываясь о смерти, мы бессознательно чувствуем, что возможность существования за этой гранью определяется земной жизнью. Сегодня нам доступно множество книг и иных источников, позволяющим человеку глубоко продумать свои отношения со смертью. Главное, не считать подобные источники мрачной темой, продолжая ее избегать. В Древней Греции философы вырабатывали рациональные убеждения, позволяющие думать о смерти без тревоги. Эпикур говорил, «Когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть не существует ни для живых, ни для мертвых». Обычно мы говорим не о тревоге, а о страхе смерти. Страх – это тревога, ставшая чем-то конкретным и поэтому преодолимым. Человек видит волка и от страха забирается на дерево. Страх – это то, что я знаю, осознанная тревога. Страх четко указывает на угрозу, а тревога оставляет ее неопределенной. Страх смерти означает возможность преодоления границы жизни, но он лишь подсказка. Нам нужно осознать, чего мы боимся. Человек, спасающийся от волка, например, должен узнать, что волки не могут забраться на дерево. Для преодоления апатии и снижения тревоги человек должен выбрать рациональное отношение к факту собственной смерти. Это и есть высшая психическая защита, позволяющая избавиться от примитивных невротических способов реагирования. Несмотря на утверждение Эпикура, у каждого из нас есть собственный опыт смерти. Это не только опыт боли, переживая который, человек меняется, мало нам в действительности нужно в жизни. Наше я умирает всякий раз, когда разрушается значимая система ожиданий и планов, когда нас увольняют с любимой работы, когда уходит любимый человек. Когда мы узнаем о незлечимой болезни, возникает состояние шока, которое я называю маленькой смертью. В этом состоянии эмоции исчезают, восприятие внешнего мира притупляется, человеку кажется, что у него нет никаких желаний, хочется замереть и не двигаться. Люди, прошедшие через подобные состояния дереализации и деперсонализации, знают, что за этим переживанием всегда следует возрождение. Энергия жизни возвращается, и человек получает новые возможности для творчества и активной деятельности. Маленькая смерть – это тоже форма примитивной психической защиты. Однако она не просто реакция на стресс. Шаманы, мистики, алхимики и юнгианские психологи считают, что таким образом включаются древнейшие психические механизмы осознания смерти. Перед просветлением встречи с фаворским светом христианский мистик должен преодолеть темную ночь души, долгий период, омертвелости тела и чувство безнадежности неверия в душе. Одно из определений описывающих философский камень – цигус имморталис – пища бессмертия. Перед получением философского камня, вещество, с которым работает алхимик, должно умереть, стать тусклым и полностью инертным. Этот этап алхимии именуют мортификатио – умирание. Следующим этапом является возгонка – испарение мертвого вещества. Согласно шаманским легендам, превращению человека в шамана всегда предшествует его смерть. Духи разрывают тело шамана на куски и собирают его по-новому. Переживания, именуемые в психиатрии ипохандрическим бредом гниет, все мои органы горят в адском огне и, наконец, все мое тело будто разрывают на части и разбрасывают в разные стороны. Всплывающие в сознании древние шаманские мифы о смерти как преддверии новой жизни. На этот же опыт опираются и все популярные исследования жизни после смерти, первым из которых была книга Раймонда Моуди «Жизнь после жизни». Весь этот материал требует изучения. Этот забытый нами род образование, не бояться смерти, а жить ей навстречу, используя ее энергию. Возрастные кризисы – еще одна разновидность маленькой смерти, которую современный человек стремится не замечать. Мы не замечаем, когда умирает ребенок и рождается молодой человек. Не хотим замечать смерть юноши и рождение взрослого. Стараемся забыть о смерти взрослого человека и рождении старика. Этапы жизни человеческого сознания обусловлены его конечностью. Каждый отрезок нашей жизни имеет внутренний смысл. Для психики этот смысл также важен и неотменим, как физиологические этапы развития тела. В простейшем изложении философии Индии жизнь человека разделена на четыре возраста – ученика, мастера, учителя и отшельника. Возраст ученика – возраст получения знаний. Его смысл заключен в обучении языкам культуры. Молодой человек должен обнаружить, какие знания ему интересны и освоить язык этих знаний. В этом смысле родной язык и язык математики, живописи или музыки являются феноменами одного порядка. Мы должны усвоить систему семантических знаков и использовать ее в достижении мастерства. Самолюбие этого возраста зависит от количества приобретенной информации и качества получаемых знаний. Значимость ученика сильно зависит от оценки авторитетных для него людей – успеваемость. Важнейшей задачей этого периода жизни является обнаружение индивидуальных склонностей к тому или иному роду знаний, индивидуальных интересов. В этом ему помогает тревога, усиливающаяся, если человек обучается чему-то ощущаемому как бессознательное или ненужное. Другой человек тем же знанием может относиться как к нужным и интересным. Тревога как будто говорит «ты зря теряешь время». Возраст мастера должен начинаться около 23 лет и продолжаться примерно до 46-летнего возраста. За это время человек должен утвердить себя в обществе и профессии, используя багаж знаний, полученный до 23 лет. Слово «мастер» не случайно является сакральным и на Востоке, и на Западе. Мастер – это не только узкий профессионал, это еще и человек, одухотворяющий мир через свою профессию. Кузнец, ставший мастером, причастен к тайне искусства. Язык мастерства должен объяснять мир и людей, которым мастер служит. Человек, ограничивающий себя стандартами профессии и не способный с помощью профессионального языка объяснить или доказать любые феномены реальности, может быть хорошим профессионалом, но никогда не станет мастером. Мастер – это человек, ставящий перед собой цели, лежащие за границей его профессии. Мастер хочет улучшить мир или сделать людей умнее или добрее. В этом возрасте самолюбие определяется карьерой, а значит и оценкой профессионала окружающими людьми. Ко времени завершения этого периода человек должен почувствовать себя мастером, обретая мировоззрение и опору в своих знаниях и опыте. Если он пытается остаться только профессионалом, следуя стандартам и инструкциям, после 40 у него может появиться хроническое тревожное состояние, именуемое сегодня кризисом 40-летних. Психология и психиатрия ведут дискуссию о существовании этого кризиса. Мне думается, он развивается не у всех, а только в том случае, если человек, предавая себя, забывает о человеческой составляющей своей профессиональной деятельности. формирование уникального взгляда на мир окажется лучшим способом преодоления апатии и тревоги для человека старше 45 лет. У человека примерно 50-летнего возраста появляется потребность учить окружающих. Мы хотим не просто делиться профессиональными навыками, мы хотим передать окружающим тот самый уникальный взгляд на мир. Человек может учить других людей только тому, что им известно. Следовательно, подлинный учитель должен обладать уникальными знаниями. Такие знания человек может приобрести только сделав уникальные выводы из собственного опыта. В сущности, это и означает стать мастером. Беды и психологические заболевания старшего возраста начинаются в случаях, когда человеку не удалось стать мастером, если все, чем он способен поделиться, сводится к общеизвестным навыкам и банальным житейским истинам. Мы должны знать, что обязательно вступим в возраст учителя, готовы далеко не каждого пожилого человека воспринимать как учителя, а тревога, вызванная нереализованной потребностью учить, способна довести человека до трагической психической защиты и мания величия, позволяющих, как вы помните, ощутить свою уникальную роль во Вселенной. Большая часть синильных старческих психозов оказывается регрессом на ранней стадии развития, впадением в детство, примитивной формы психической защиты от тревоги, связанной с неумением удовлетворить психические потребности своей возрастной группы. Впадая в детство, пожилой человек избавляется от необходимости осознавать свою тревогу и разбираться в отношениях со скорой смертью, предоставляя другим заботу о себе. Восточная культура человеку, приближающемуся к 70-летнему возрасту, предлагает молчать. Этот возраст отшельника, возраст, которым человек нуждается в покое и уединении для того, чтобы разобраться в своих отношениях с вечностью или Богом. Он должен нащупать в себе горчичное зерно смерти возрождения. Оно должно произрасти из мировоззрения, из того, чему человек учился на протяжении всей жизни и того, чему он учил на предыдущем этапе развития. Чтобы гармонично прожить все жизненные этапы, нам с юности необходим навык общения с внутренним «я», навык работы с воображением, медитацией или умного делания. Молодому человеку он необходим для обнаружения привлекающих его знаний. Человеку средних лет для обнаружения собственного уникального взгляда на профессию. Пожилому человеку для обнаружения того, чем он может и хочет учить окружающих. Старику для диалога с вечностью. Психическая болезнь и мозг Просто невероятно, писал Гёте, какое влияние может оказать дух, то есть мозг, психика на поддержание тела. Главное, надо научиться властвовать над самим собой. Непрестанно думая об одной и той же вещи, а вещи чаще всего тягостного характера, человек способен заболеть неврастенией, ибо думая непрестанно, мозг не находит отдыха и, переутомляясь, начинает работать неправильно, создавая этим неправильную работу внутренних органов и самоотравление организма. Михаил Зощенко Развитие современных наук о мозге точно так же, как и современной психологии, не нуждается в представлениях о шизофрении. Никаких данных, доказывающих существование загадочного слабоумливающего процесса, в новейших исследованиях мозга не обнаружено. Используемый научным центром психического здоровья анализ крови нейротест никакого отношения к диагностике шизофрении не имеет. Тест подтверждает аутоиммунную природу психического расстройства, а аутоиммунные нарушения вызваны понятными, описанными ниже неврологическими органическими процессами в нервной ткани. Используемая в том же центре нейрофизиологическая тест-система, якобы позволяющая на генном уровне выявлять у пациента психические патологии, на поверку оказывается самым обыкновенным нейрофизиологическим обследованием, не имеющим никакого отношения к генетике, результаты которого интерпретируются врачами произвольным образом. Все равно подавляющее большинство пациентов в научной демагогии не разбирается. Все подобные исследования попытка объективизировать субъективную гипотезу по определению автора самой гипотезы объективации не поддающуюся, говоря проще очередная ложь. Медицинская генетика, как наука, относит к числу наследственных только заболевания, при которых известные конкретные изменения генотипа, мутации генов и изменения хромосом приводят к строго определенным изменениям фенотипа, строения тела и органов. Мутация конкретного гена, вызывающая шизофрению, никем не обнаружена, изменений в строении тела, как и понятных нарушений в строении мозга, при шизофрении не наблюдается. Споры о шизоидной в кавычках конституции не закончены и по сей день. Понятно только одно, шизоиды, шизотимики, по Кречмеру и Шелдону имеют не больше шансов заболеть шизофренией, чем люди других конституциональных типов. Замечательный советский генетик Эфроемсон убедительно доказывал, что талант и гениальность, как свойства человеческой психики, задаются теми же констелляциями генов, что и гипотическая шизофрения. Можно сказать, что для Эфроемсона шизофрения это несостоявшаяся, невозможная в данных социальных условиях гениальность. Между взглядами Эфроемсона и Ламброза легко заметить связь, несмотря на принципиальную смысловую разницу. Ламброза считал гениальных людей больными, то есть людьми, представляющими опасность для общества, а Эфроемсон считал больным общество, не представляющее индивидуальности, возможности для роста и развития. Эфроемсон изучал генетические нарушения при шизофрении и пришел к выводу об отсутствии специфических изменений. Ламброза же полагал главной причиной асоциальности гениев эпилепсию. В целом эта часть его теории позже была подтверждена последователями Ламброза, в частности Максом Нардау, создавшим чрезвычайно популярную в начале прошлого века теорию вырождения. Речь шла о процессе вырождения в психологии масс, о дегенерации души как центральной проблеме культуры. В книге «Вырождение» Нардау всеобщее отречение на практике от традиционной порядочности, которая в теории еще вполне признается. В распутном человеке оно выражается разнузданностью инстинктов, в черством эгоисте полным пренебрежением к ближнему и его интересам, разрушением всех преград, которые сдерживают грубое кростолюбие и жажду наслаждений, в скептике беззастенчивым проявлением низменных стремлений и побудительных мотивов, которые до сих пор если не подавлялись, то лицемерно скрывались, в верующем ослаблением веры или полным материализмом, в эстетике отрицанием идеала в искусстве и бессилием производить впечатление старыми формами, во всех людях вообще несочувствием к прежним порядкам, удовлетворяющим в течение тысячелетий требованиям логики, сдержавшим преступные порывы и содействовавшим появлению прекрасных художественных произведений. Мы можем попытаться выделить главное в страстном тексте Нардау. Он описывает, как доминирование разумных рассудочных мотивов человеческого поведения постепенно на протяжении XIX века сменяется приматом эмоциональности, спонтанного реагирования на окружающие обстоятельства и собственные желания. Человек, не умеющий опираться на принципы организации мысли, не может упорядочить жизнь вокруг себя. Сознание лишается осознания, то есть способности понимать, описывать, регулировать собственные чувства. Главным феноменом психопатологии, согласно Нардау, оказывается нейротизм, то есть эмоциональная неустойчивость, избыточность эмоционального реагирования. Невротик по Нардау постоянно делает из мухи слона, поскольку его разум не в состоянии отличить слона от мухи. Ветв психиатрической мысли, связанной с работами Ламброза и Нардау, оказалась вытесненной и забытой, отчасти из-за маргинализации таланта и гениальности в их трудах. Не стоит забывать, что теория вырождения в конечном итоге привела к уничтожению психически больных в фашистской Германии. Отчасти моды на их взгляды сменилась модой на шизофрению. Задолго Донардау в 1857 году французский психиатр Морель ввел в психиатрию термин «наследственная дегенерация психики» – болезненное уклонение от первоначального типа, передающееся по наследству. Главной проблемой дегенерации по Морелю являются углубляющиеся от поколения к поколению нежелания, а затем и неспособность выполнять свойственные человеку социальные функции, думать об окружающих людях, проявлять заботу, воспитывать детей, трудиться на пользу обществу. Морель выделял четыре поколения дегенерации. Первое поколение – нервный темперамент, нравственные пороки, склонность к нарушению мозгового кровообращения, мозговым приливом. Второе поколение – апоплексия, алкоголизм, неврозы. Морель считал неврозами эпилепсию, истерию и ипохондрию. Третье поколение – собственно душевной болезни, суицид, социальная несостоятельность. Четвертое поколение – интеллектуальные и физические нарушения, в том числе глубокая умственная отсталость. Я привожу классификацию Мореля подробно, поскольку считаю его модель наследственности при психических заболеваниях актуальной и до сегодняшнего дня. В отличие от туманных рассуждений о наследовании шизофрении, концепция Мореля выдерживает требования медицинской генетики. Морель четко описывает изменения фенотипа, стигматы дегенерации, асимметрию лица и черепа, неправильную форму ушей, стробизм, расщепление неба, деформации зубов, готическое или плоское небо и синдоктилию. Количество этих признаков нарастает от поколения к поколению. Морель не считал возможным ставить диагноз дегенерация при отсутствии изменений в строении тела. Нардау был не столько врачом, сколько амбициозным публицистом. Ему хотелось обобщения, астробизм и деформация зубов интересовали его меньше. В «Ворождении» он описывал дегенерацию по Морелю, выбросив соматические изменения, стигматы дегенерации. Медицинская концепция Морели превратилась в пугающую метафору «Ворождение», ставшую достоянием массовой культуры, как это позже произошло с понятием шизофрении. Разумеется, Морель не имел представления о генах, однако он опирался на законы наследования Георга Менделя и четко указывал причину дегенерации, близкородственные браки и мозговые нарушения в результате неправильных родов, склонность к которым передается по наследству. Практически в те же годы немецкий психиатр Вильгельм Гризингер впервые предложил концепцию единого психоза. На нее ссылался и Снежевский, предлагавший считать единым психозом шизофрению. Различия заключались в том, что Гризингер предлагал считать таким психозом эпилепсию. Он писал «Очаговое изменение головного мозга можно обнаружить практически у всех наших больных». Причины развития психоза Гризингер считал внезапные эмоциональные колебания. Безумие по сути представляет собой словесную интерпретацию больным, разворачивающегося в нервной системе эмоционального приступа, схожего с приступом эпилепсии, разворачивающимся в мышцах. Взгляды Гризингера и Морелли с точки зрения медицины, а не литературных или метафорических изысков, мне и по сей день кажутся наиболее глубоко обоснованными. Остается открытым вопрос о маргинализации гения и таланта как разновидности психического заболевания. Вопрос этот разрешил русский психиатр Николай Николаевич Баженов, введя понятие прогенерации. Прогенерация полагала, что душевная болезнь, создавая внутреннее напряжение, может способствовать развитию человека и человечества, как источник идей для будущего творчества, как создателя новых форм жизни. Баженов считал, что все зависит от того, в каком направлении врач запустит внутреннее эмоциональное напряжение пациента, в сторону болезни или в сторону творчества. Именно эта идея была главной в созданной им и работавшей весьма эффективно системе презрения душевнобольных на дому. Кстати говоря, именно Баженова некоторые историки отечественной психиатрии называют основателем московской психиатрической школы. Если даже это и так, то он был основателем совсем другой школы, школой, полностью уничтоженной академиком Снежевским и его подвижниками. Примером прогенерации Баженов считал вундеркиндов, дословный перевод с немецкого «чудесное дитя». Такие дети очень рано начинают говорить, читать, овладевают навыками и знаниями взрослых. История знает немало примеров молодых людей, окончивших университет в 15 лет, а в возрасте 18-20 лет получающих профессорское звание. Подобное развитие личности тоже можно рассматривать как болезненную проблему. Стремительное развитие интеллекта чаще всего не сопровождается столь же быстрой эмоциональной зрелостью. Подобный перекос является результатом все того же избыточного напряжения. По Павлову доминирование процессов возбуждения над процессами торможения отдельных участков нервной системы очагов напряжения. К сожалению, в возрасте старше 25 лет многие вундеркинды перегорают. Их блистательные способности заканчиваются и большую часть жизни они ничем не отличаются от окружающих, не совершая значительных открытий или других творческих прорывов. Головной мозг не может переносить постоянного напряжения. Процесс очагового возбуждения должен закончиться либо эпилептическим припадком, либо атрофией нейронов в очаге. Жизнь обывателя с точки зрения бывшего вундеркинда есть легкая форма деменции. Концепция прогенерации утверждает, для создания творений, способных остаться в истории религии, искусства или науки, необходимо избыточное напряжение некоторых зон, никто не может точно сказать каких именно коры головного мозга. Возможно очаги патологического напряжения в нервной системе и есть нейрофизиологическая модель всего того, что мы именуем талантом. Это еще одна причина, требующая крайне бережного отношения врача к нервной системе пациента. Состояние таланта, как отмечал Баженов, зависит от воспитателей. Если такого ребенка с детства учить различным приемам торможения, давать ему возможность для разгрузки нервных процессов, ребенок не потеряет свой талант, а наоборот сможет его приумножить. Баженов доказывал, несмотря на схожий физиологический механизм направления развития личности, дегенерация и прогенерация будут зависеть от навыков и интересов, полученных в процессе воспитания и обучения. Врач, писал Баженов, это последний педагог из общества, которого человек встречает прежде, чем из этого общества выпасть. Со временем Баженова наша профессия полностью утратила педагогическую функцию. Мы больше не являемся врачами-педагогами, способными обращать дегенерацию в прогенерацию. Отсутствие психологии и педагогики в сегодняшней модели подготовки специалиста завело психиатрию в тупик. Мне думается, что без педагогических навыков нам из него не выбраться. Морель, Гризингер и Баженов доказывали, что проблема, лежащая в основе психических заболеваний, это глубина и тяжесть эмоциональных реакций. Это неврологическая проблема повышенной возбудимости, обуславливающая невыносимость эмоционального реагирования. Не содержит в себе никакой семантики, в ней нет ни бреда, ни галлюцинаций, ни самовлюбленности, ни тревоги за будущее. Есть только повышенный уровень возбуждения, а все остальное вносит личность, ее воспитание, окружающая культура, привычные психические защиты. Нельзя справиться с психическими защитами, снижая уровень напряжения с помощью лекарств. Защищается не нервная ткань, а психика. Но также нельзя избавиться от избыточного напряжения исключительно с помощью анализа психических защит. Невозможно вылечить ни одну из сторон этой проблемы по отдельности. Чтобы возник психоз, необходима некоторая неврологическая ослабленность мозга. Большинство современных исследователей связывает объективную слабость нервной ткани с врожденной или приобретенной гипоксией, кислородным голоданием определенных участков нервной ткани. Например, во время движения ребенка по родовым путям матери могут на некоторое время перекрываться крупные сосуды, снабжающие мозг плода. В результате капилляры запустевают и определенные случайные области мозга оказываются в условиях недостаточного кровоснабжения. К подобному же результату может приводить повышенная свертываемость крови у беременной железы и других желез внутренней секреции и прочие, как внутренние, так и внешние неблагоприятные факторы. Местное снижение кровообращения, а также и даже в большей степени следующие за ней форсированные его восстановления неизбежно ведут к гибели некоторого количества нервных клеток в этой зоне, препятствуя нормальному функционированию нервной ткани. Погибшие клетки образуют очаг некроза. Это зоны острого стерильного воспаления, иммунного ответа организма на компоненты поврежденных клеток. Механизмы восстановления нервных тканей в силу неспособности нейронов к делению принципиально отличаются от таковых для, например, соединительной или кровотворной тканей. Физиологическая регенерация нервной системы происходит главным образом за счет компенсаторных изменений метаболизма нейронов, а также разрастания вспомогательных тканей с образованием узелков и рубцов. В любом случае, очаги гипоксических поражений являются с одной стороны причиной формирования аутоиммунитета в отношении нейроспецифических белков, выработки антител белкам собственной нервной ткани, а с другой стороны, в подобных очагах впоследствии сохраняются искаженные проведения нервных импульсов, образуются зоны привычного постоянного возбуждения. Под влиянием потока информации поступающего из внешнего мира, такие зоны выполняют роль доминирующего очага напряжения, способного искажать процессы возбуждения торможения во всей коре мозга. Доминирующий очаг возбуждения, доминанта Ухтомского, наполняясь психическим содержанием на уровне поведения, выглядит как абиссивно-компульсивное расстройство или паранойя. Возрастные гормональные кризисы и серьезные психические травмы приводят к усилению процессов возбуждения. В постгипоксических очагах такая напряженность может доходить до уровня парабиоза, замирания нервного волокна на стадии возбуждения. В подобной ситуации нервная клетка может погибнуть. Мозг защищается, снижая уровень возбуждения с помощью упрощения функционирования психического аппарата. Эту неврологическую защиту мы часто считаем деменцией или дефектом, оставшимся после приступа шизофрении. На самом деле, как и считал Блейлер, это временная защитная реакция. То, что в психиатрии называется синдромом психического автоматизма, можно рассматривать как начальную фазу подобного упрощения. С какой точки зрения не рассматривая психику человека, самой сложной и трудновыносимой ее функцией окажется свобода. Центральная нервная система тормозит самый сложный психический процесс, избавляя психику от перегрузок с помощью отказа от самостоятельности решений и произвольности действий. Место самостоятельности, вызывающее ответственность, чувство вины и сопутствующее им постоянное нарастание возбуждения занимает психический автоматизм, драматическая психическая защита, автоматически удовлетворяющая самолюбие пациентов. Важно, чтобы читатель понял, то, что мы сегодня называем психозами, не просто некоторый эпифеномен психики или воображения, это механизм, защищающий клетку от гибели, регулирующий уровень возбуждения в нервной ткани. Пытаясь обрывать психоз химическими веществами, мы лишь способствуем гибели нервных клеток с образованием все большего и большего количества очагов некроза. Более точный этот процесс называется глиозом. Рассматривая на вскрытии гистологию мозга, врач будет с удивлением говорить о результатах проведенного лечения. Какая тяжелая болезнь. Мне приходилось сталкиваться со случаями, когда пациенты, получавшие восстановительную терапию, плохо контролировали свое поведение, внезапно уходили из дома, периодически совершали непонятные движения и так далее. Два пациента, которых я могу привести в пример, при этом продолжали обучение в высших учебных заведениях. Их родители, не выдерживая непонятных им эпизодов возбуждения, помещали детей в психиатрические больницы, где врачи пытались оборвать психоз с помощью огромных доз антипсихотических препаратов. В обоих случаях им ставили диагноз глубокой деменции, конечного состояния шизофрении. Мои попытки сообщить лечащим врачам, что молодые люди еще вчера учились в вузах, ни к чему не привели. Оба пациента погибли в двух различных московских психиатрических больницах. Это случилось в разные годы. Данные их вскрытия я получить не смог, но не сомневаюсь в том, что были указаны причины, не имевшие никакого отношения к токсическим дозам нейролептиков. Давайте еще раз подчеркнем, нервная ткань восстанавливается очень медленно и совершенно иначе, чем другие ткани организма. Лечение психических заболеваний процесс, требующий терпения от всех его участников. В первую очередь терпение требуется не пациенту, на то он и пациент, а врачам и всем близким. Эта книга не является научным исследованием, поэтому я предельно упрощаю представление Но мне важно, чтобы читатель понимал, подобные представления позволяют задуматься об альтернативе современным препаратам антипсихотикам. Если исходить из гипотезы, изложенной выше, то все психотропные препараты вызывают лишь временное улучшение, вызванное общим успокоительным действием, обязательной частью спектра действия любого нейролептика или антидепрессанта. Однако успокоение, химическое торможение, дает лишь палеотивный, временно облегчающий, но не излечивающий болезнь эффект. Антипсихотики не способны устранить очаговые дефекты архитектоники центральной нервной системы и не предназначены для этого. Чуждое химическое соединение лишь дестабилизирует иммунную систему нервной ткани, а вместе с ней и синтез необходимых нервной клетки соединений. Большая часть известных нам тонких регуляторов психической деятельности, таких как эндогенные морфины или биогенные амины серотонин, адреналин, дофамин и так далее имеют белковое происхождение. Изменения титров естественных антител к нейролептикам и биогенным аминам играют важную гомеостатическую роль функционирования нервной системы, влияя на биодоступность соединений мишеней. Любые непривычные мозгохимические соединения, преодолевающие так называемый гематоэнцефалический барьер, иммунный барьер между кровью и мозговой тканью, изменяют иммунную регуляцию в сторону усиления аутоиммунного ответа. Произвольно блокируя те или иные рецепторы, позволяющие клетке взаимодействовать с биогенными аминами, мы резко затрудняем процесс восстановления саморегуляции нервной ткани и превращаем проблему в хроническую, формируя химическую зависимость от своего же лечения. Нервной ткани в условиях стерильного воспаления легче привыкнуть к регуляции извне, чем самостоятельно производить вещества-регуляторы. В зоне глиоза клетки отказываются синтезировать биогенные амины, их уровень еще больше снижается и пациенту становится все труднее и труднее справляться с эмоциями. Если рассуждать о лечении психических расстройств с подобной точки зрения, то становится понятным, что фармакологическая помощь должна развиваться в трех направлениях. Во-первых, мы должны бороться с гипоксией, облегчать дыхание нервной ткани, например, с помощью препаратов-антиоксидантов. Во-вторых, мы можем использовать антигенную терапию для снижения уровня аутоиммунной реакции, реакции выработки антител на собственные белки и полипептиды. В-третьих, мы можем использовать в качестве лекарственных веществ аминокислоты для естественного повышения содержания биогенных аминов в нервной ткани. Любые проблемы центральной нервной системы человека не могут рассматриваться исключительно на уровне нейрохимии. Все происходящие процессы нужно рассматривать одновременно и на уровне физиологии мозга и на психическом уровне. Внутри очага живые нервные клетки находятся в состоянии постоянного возбуждения, что приводит к парадоксальному эффекту, описанному в конце XIX века русским физиологом Веденским, упомянутому выше парабиозу. Парабиоз это торможение нервной ткани, происходящее на высоте возбуждения. Если нервная клетка должна пропустить через себя больше раздражений или электромагнитных импульсов, чем она способна по своему биологическому состоянию, она перевозбуждается, замирает на высоте возбуждения. Как считал сам Веденский, в основе парабиоза лежит снижение возбудимости и проводимости, связанное с натриевой инактивацией. Современный специалист сказал бы, что парабиоз связан с нарушением деятельности кальциевого натриевого насоса, регулирующего состав ионов, ответственных за электромагнитный импульс. Ученик Веденского, русский физиолог Ухтомский описал, каким образом избыточное возбуждение проявляет себя на уровне целостного мозга и психической активности человека. Феномен, описывающий процессы, происходящие в очаге патологического возбуждения коры головного мозга, Ухтомский назвал доминантой. На уровне отдельной нервной клетки застревает или, как бы сказал современный компьютерщик, зависает электромагнитное возбуждение, а на уровне коры головного мозга застревает или зависает мысль или эмоция. Доминанта, как физиологический принцип, имеет два главных свойства. Во-первых, доминирующий участок, поддерживая свою деятельность, притягивает, примагничивает к себе возбуждение из рядом расположенных областей. Во-вторых, с ростом возбуждения этот участок тормозит сторонние рефлексы, возникающие в процессе текущей деятельности. Если вы задумаетесь о психологических последствиях этого принципа, то легко поймете, что эффекты доминанта хорошо известны нам из обыденной жизни. Если мы чего-то боимся, то обнаруживаем признаки пугающих обстоятельств там, где раньше мы их не замечали. Это и есть притягивание возбуждений из рядом расположенных областей. От захватывающей человека мысли и подозрения или чувства, как от белой обезьяны, практически невозможно избавиться. Все, казалось бы, не имеющее отношения к захватившему чувству, субъективно переживается как непосредственно связанное с ним. Например, любая женщина с отдаленным внешним сходством, проходящая мимо по улице, напоминает покинутому мужчине о возлюбленной. Принцип доминанты на физиологическом уровне показывает, почему нельзя не думать о белой обезьяне. Он же дает физиологическое объяснение механизму буквализации, связанному с происхождением галлюцинаций, формированием паранояльного бреда, диссоциативных расстройств и вообще достаточно полно описывает физиологические механизмы развития всех патологических психических состояний, с которыми мы столкнулись в этой книге. Ухтомский в опубликованных после его смерти записках и дневниках оставил идеи о модели, позволявшей создать и оригинальную отечественную теорию психиатрии, и оригинальную модель глубинной психологии. Основываясь на принципе доминанты и архитектоники доминант системе их взаимодействия, Ухтомский сформулировал идеи, близкие многим базовым представлениям Карла Юнга, в частности, идеям автономных комплексов и архетипов. Разумеется, с точки зрения Ухтомского доминанты бывают не только патологическими, это принцип нормальной физиологии мозга. Постоянно повторяющийся раздражитель, повторение и заучивание тоже формирует доминанты, которые мы называем привычками или привычным взглядом на вещи. Они организуют субъективное восприятие, мы смотрим на мир через призму собственных доминант. Необходимо отметить, что Ухтомский считал патологические доминанты гораздо менее устойчивыми, чем сформированные обучением постоянным повторением. Борьба с патологическими переживаниями дается человеку легче, чем попытки изменить собственные привычки. С помощью принципа доминанты Ухтомскому удалось связать два главных аспекта функционирования человеческого сознания – структурные изменения нервной ткани и психические процессы. В своих записных книжках Ухтомский писал «Человек способен регулировать степень возбуждения в доминантном очаге, создавая альтернативные зоны доминирующего возбуждения усилием собственной мысли. Человек не может усилием воли подавить доминантное возбуждение, это только его усилит. Человек может создать альтернативную доминанту, которая постепенно снизит уровень возбуждения в предшествующем очаге возбуждения. Так неразделенная любовь теряет свою значимость перед лицом любви разделенной. Может ли теория парабиоза и доминанты в свою очередь подсказать направление фармакологической помощи при лечении психических заболеваний? Мне думается да. Перевести эмоциональную ситуацию из невыносимой в относительно сносную помогут противосудорожные препараты, созданные для уменьшения функционального напряжения в эпилептиформном очаге возбуждения. Как отмечал еще Веденский, препараты, называемые сегодня блокаторами кальциевых канальцев, помогают преодолеть застрявшее возбуждение, облегчая тем самым меру его невыносимости. В книге невозможно описать конкретные схемы терапии. Автору остается надеяться, что специалист найдет в этой главе достаточно направлений для самостоятельной мысли. Необходимые послесловия Легко основать порядок в обществе, подчинив каждого его члена незыблемым правилам. Легко воспитать слепца, который, не протестуя, подчинялся бы поводорю. Насколько же труднее освободить человека, научив его властвовать над собой? Антуан Десент Экзюпери Теперь о психиатрах. Есть впечатление, что, надев белый халат, они включают в своих головах расстройство аутистического спектра, и что их этому обучают в массовом порядке в мединститутах. Неформальное общение с пациентом есть нарушение психиатрической этики. Даже младший медицинский персонал наблюдает за пациентами, как за зверьем в зоопарке, не очень имея даже при желании возможности общаться по-человечески. Сейчас программы распознавания речи способны опознать значение слов в зависимости от контекста, а психиатры, как кажется, пройти тест Тьюринга в рабочее время не смогут. Многозначность слов и ситуации для них теряется, зато мимика и поведение человека всегда означают соответствующие симптомы. Задаваемые вопросы, наводящие или уточняющие, в них уже содержится некая информация и сопротивляться этому трудно. Для этого нужна спецподготовка, как для переговоров с террористами на захваченном ими объекте. Притом несогласие с доктором тоже трактуется однозначно, как отсутствие критики. Есть такое понятие у Бейтсона двойная связь. Так вот это оно. Согласие с психиатром есть признание своего неадекватного поведения и несогласие тоже квалифицируется как проявление болезни. Есть еще такая вещь. Состояние человека, даже реально нездорового психически, может быть связано с тяжелейшей ситуацией, с родственниками, соседями, со служивцами. Но при беседе с психиатром все это нарочито выносится за рамки как малосущественное, либо определяется как проявление болезни, а не ее причина или провоцирующий фактор. Из всего конгломерата переживаний остается депрессия, агрессия, тревога. А человек, признанный больным, теряет последние возможности разрешения проблемной ситуации. Или детдомовский ребенок, который при отсутствии нормальных социальных навыков и при катастрофически неудовлетворенных эмоциональных потребностях в условии очень специфической среды, начинает компенсировать дискомфорт неуместными неадекватными способами. Причины такого поведения педагогическая запущенность выносятся за рамки. Остается агрессия и неадекватное поведение, вполне адекватное обстоятельство в понимании обычных людей, но для психиатра требующие лекарственной коррекции. Хотя то, что это способ наказания как для медиков, так и для воспитателей этих учреждений секрет Полишинеля. Виктория В.В. Фрагмент комментария к тексту автора. Эта книга несовершенна. Я пытался сделать ее простой, понятной для читателя, но даже это получилось не до конца. Уж больно запутана психиатрическая схоластика. Уже сейчас мне хочется начать переделывать и дописывать эту книгу, но я отпускаю ее на ваш суд с тем, чтобы воспользоваться критикой и замечаниями в своей дальнейшей работе. В этой книге не хватает размышлений о связи соматических заболеваний с психопатологическими симптомами. Надеюсь, что психосоматические взаимоотношения когда-нибудь станут темой отдельной моей публикации. А сейчас позвольте просто рекомендовать людям, испытывающим невыносимые психические переживания, до обращения в действующую сегодня психиатрическую службу, пройти как минимум следующие клинические исследования. Пройдите МРТ головного мозга или сделайте соответствующее обследование своему ребенку. Сделайте биохимические анализы гормонов щитовидной железы и антител к этим гормонам. Я не писал об этом в книге, но гормоны щитовидной железы также участвуют в процессах возбуждения и торможения нервной системы и их дисбаланс, как и тиреоидид, могут вызывать практически всю гамму психиатрических симптомов и синдромов. Кроме этого, повышенный титр антител к гормонам щитовидной железы является косвенным признаком процессов глиоза в центральной нервной системе. Сделайте биохимический анализ крови на половые гормоны и пролактин. Это минимальный перечень функциональных исследований, позволяющий задуматься о неврологических или эндокринологических факторах возникновения невыносимых переживаний или соответствующих им примитивных психических защит. Обратитесь к неврологу или эндокринологу для коррекции обнаруженных изменений. Если один из этих врачей сам назначает вам антидепрессанты или антипсихотики или предлагает обратиться к психиатру, значит, вы попали к плохому специалисту. Обратитесь к другим врачам той же специальности. Очень многие проблемы решаются с помощью систематической работы с психологом или психотерапевтом. Помните, что врач-психотерапевт это специалист, не назначающий психоактивные лекарственные препараты. Психотерапевт помогает пациенту преодолеть проблему с помощью психологических практик. От психолога его отличают только то, что, как врач-психиатр, он имеет право рассуждать с позиции психопатологии и менять диагноз, а также проводить сеансы медицинского гипноза. Психологическая помощь вообще процесс медленный. Самолюбование невозможно превратить в самолюбие за один сеанс. Индивидуальность представляет собой систему привычек, привычных паттернов эмоционального реагирования. Человек с помощью психотерапевта может изменить эти паттерны, только нужно помнить, что это процесс формирования новых привычек, и он всегда требует времени. Устоявшийся взгляд на себя на мир, меняется так же медленно, как и биологический процесс восстановления нервной ткани. Человеку, столкнувшемуся с психиатрическим диагнозом и некоторое время принимавшему нейролептики, как правило, нужно не менее двух лет, чтобы научиться справляться с эмоциями самостоятельно. Помните, нейролептики и антидепрессанты это высокотоксичные препараты, постоянный прием которых может привести человека к инвалидности и деменции. Вы и ваши родные имеете юридическое право настаивать, чтобы подобные препараты назначались только на короткий период, который в психиатрии именуется острым состоянием. Обращение за помощью в психиатрию должно быть актом отчаяния. Это самый последний шаг, возможный после того, как вы предприняли все возможные усилия, направленные на неврологическую и психологическую помощь. Помните, что попытка экономии времени и усилий, желание как можно быстрее избавиться от тревоги или навязчивых мыслей может привести к зависимости как от назначенных вам препаратов, так и от внушенного врачом ятрогенного понятия психической болезни. Самая сложная функция живой ткани – самостоятельность. Психоз – примитивная психическая защита – возникает, поскольку психике легче отказаться от ответственности за себя и мир, чем сохранять ее, невзирая на внешние и внутренние обстоятельства. Психиатру легче назначить привычные препараты, чем задуматься о природе процессов, с которыми он имеет дело. Обществу легче жить в условиях тоталитарного режима, быть зависимым вообще легче, чем быть свободным. Независимость начинается там, где человек стремится понять себя и научиться пользоваться собственным разумом. Это куда более радостный и увлекательный процесс, чем жизнь больного шизофрении, пожизненно принимающего препараты, ограничивающие эмоциональную и интеллектуальную деятельность. Не отказывайтесь от радости мыслить, учитесь властвовать собой. Субтитры Субтитры Продолжение следует...